«Анбудха сутта, понял. АН 4.1. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в стране Ваджи в Пхандагами. Там Благословенный обратился к монахам, монахи. Учитель. Отвечали те монахи. Благословенный сказал, монахи, из-за непонимания и непостижения четырех вещей вы и я блуждали и скитались в круговерти перерождений в течение длительного времени. Каких четырех? Монахи, из-за непонимания и непостижения, 1. Благородного нравственного поведения, 2. Благородного сосредоточения, 3. Благородной мудрости, 4. Благородного освобождения вы и я блуждали и скитались в круговерти перерождений в течение длительного времени. Благородное нравственное поведение было понято и постигнуто. Благородное сосредоточение, мудрость, освобождение было понято и постигнуто. Жажда к существованию была отрезана. Проводник к существованию был уничтожен. Не будет более нового существования. Так сказал благословенный. И сказав так, счастливейший, учитель, далее добавил, нравственность, сосредоточение, и мудрость, как и непревзойденное освобождение, все эти вещи смог понять славный Готама, своею собственной силой. И напрямую познав эти вещи, Сейдхамме Будда научила монахов, учитель, тот, кто положил конец страданиям, кто обладает видением, достиг ниббаны. Папатита сутта, отпадший. АН 4.2 В Саваддхе. Благословенный сказал, монахи, того, кто не обладает четырьмя вещами, называют отпадшим от этой Дхаммы Винаи. Какими четырьмя? 1. Того, кто не обладает благородным нравственным поведением, называют отпадшим от этой Дхаммы Винаи. 2. Того, кто не обладает благородным сосредоточением. 3. Мудростью. 4. Освобождением, называют отпадшим от этой Дхаммы Винаи. Того, кто не обладает этими четырьмя вещами, называют отпадшим от этой Дхаммы Винаи. Но, монахи, того, кто обладает четырьмя вещами, называют стойким в этой Дхамме Винаи. Какими четырьмя? Того, кто обладает благородным нравственным поведением, сосредоточением, мудростью, освобождением, называют стойким в этой Дхамме Винаи. Того, кто обладает этими четырьмя вещами, называют стойким в этой Дхамме Винаи. И далее он добавил, ослаблены, погублены. Они падут, те, жаждой кто наделены, вернутся вновь. Исполнена задача, восхитительным довольны, ведь счастьем можно счастье обрести. Один. Один, комментарий поясняет, Ратан Рамман, приятная, восхитительная, Нигбана свободна от всего обусловленного и ей довольны, наслаждаются, благородные. Сукхенан Вагатан Сукхан, счастье достигнуто счастьем, то есть, высшее счастье, Нигбана, достигнуто счастьем плода достижения, или счастье плода Нигбаны достигнуто посредством прозрения и через приятный метод практики, смотри. АН 4.162. Примечание переводчика С.В., очевидно, первые две строки повествуют о заурядных личностях, а последние две, о барахантах. Патха Мабхата Сутта, Искалеченный 1. АН 4.3. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, обладая четырьмя качествами, глупый, несведущий, плохой человек держит себя в изувеченном и скалеченном состоянии. Он достоин порицания и упреков со стороны мудрых, и он порождает множество неблагих заслуг. Какими четырьмя? 1. Без изучения и тщательного рассмотрения он хвалит того, кто заслуживает порицания. 2. Без изучения и тщательного рассмотрения он порицает того, кто заслуживает похвалы. 3. Без изучения и тщательного рассмотрения он верит обстоятельству, к которому стоит отнестись с подозрением. 4. Без изучения и тщательного рассмотрения он относится с подозрением к обстоятельству, к которому стоит отнестись с доверием. Обладая этими четырьмя качествами, глупый, несведущий, плохой человек держит себя в изувеченном и искалеченном состоянии. Он достоин порицания и упреков со стороны мудрых, и он порождает множество неблагих заслуг. Монахи, обладая четырьмя качествами, мудрый, сведущий, хороший человек поддерживает себя неизувеченным и неискалеченным. Он безупречен и не порицается мудрыми, и он порождает множество благих заслуг. Какими четырьмя? Изучив и тщательно рассмотрев, он порицает того, кто заслуживает порицания. Изучив и тщательно рассмотрев, он хвалит того, кто заслуживает похвалы. Изучив и тщательно рассмотрев, он относится с подозрением к обстоятельству, к которому стоит отнестись с подозрением. Изучив и тщательно рассмотрев, он верит обстоятельству, к которому стоит отнестись с доверием. Обладая этими четырьмя качествами, мудрый, сведущий, хороший человек поддерживает себя неизувеченным и неискалеченным. Он безупречен и не порицается мудрыми, и он порождает множество благих заслуг. И далее он добавил, и если возносит он восхваление тому, кто достоин одних порицаний, или, может, напротив, он тех осуждает, достоин кто всяческой похвалы, то ртом он своим собирает несчастье, и этим он счастья себе не находит. Всего лишь один неудачный бросок потерь ведет, когда в кости играешь, и может к потере всего привести, включая того, кто бросок совершил. Но хуже куда тот бросок неудачный, когда ты к счастливому злобу питаешь. В течение ашнира бут сотни тысяч, еще тридцать шесть, и еще пять а бут, в аду проведет клеветник на достойных, настроив свою мыслову против них. Один. Один, этот стих есть в Аэн 10.89, где рассказывается история порочного монаха Кикалики, который переродился в аду из-за клеветы на арахантов. Дутия Кхата Сутта, Искалеченный 2. Аэн 4.4. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, глупый, несведущий, плохой человек, который ведет себя плохо по отношению к четырем личностям, держит себя в изувеченном искалеченном состоянии. Он достоин порицания и упреков со стороны мудрых, и он порождает множество неблагих заслуг. Каким четырем? Когда глупый, несведущий, плохой человек ведет себя плохо по отношению, один, к своей матери, он держит себя в изувеченном искалеченном состоянии. Он достоин порицания и упреков со стороны мудрых, и он порождает множество неблагих заслуг. Когда глупый, несведущий, плохой человек ведет себя плохо по отношению, два, к своему отцу, три, к Татхагате. Четыре, к ученику Татхагаты, он держит себя в изувеченном искалеченном состоянии. Он достоин порицания и упреков со стороны мудрых, и он порождает множество неблагих заслуг. Глупый, несведущий, плохой человек, который ведет себя плохо по отношению к этим четырем личностям, держит себя в изувеченном и искалеченном состоянии. Он достоин порицания и упреков со стороны мудрых, и он порождает множество неблагих заслуг. Монахи, мудрый, сведущий, хороший человек, который ведет себя хорошо по отношению к четырем личностям, поддерживает себя неизувеченным и неискалеченным. Он безупречен и не порицается мудрыми, и он порождает множество благих заслуг. Каким четырем? Когда мудрый, сведущий, хороший человек ведет себя хорошо по отношению к своей матери, отцу. Тадхагате, ученику Тадхагаты, он поддерживает себя неизувеченным и неискалеченным. Он безупречен и не порицается мудрыми, и он порождает множество благих заслуг. И далее он добавил, коль плохо человек себя ведет по отношению к матери, к отцу, к Тадхагате, который пробужден, а также и к его ученику, то создает плохих он множество заслуг. Из-за неправедного поведения к отцу, а также к матери собственной своей, тебя мудрейший будет порицать, а после смерти тебя ждет плохой удел. Но тот, кто хорошо себя ведет и создает тогда он множество заслуг. Из-за праведного поведения к отцу, тебя мудрейший будет восхвалять, а после смерти ты окажешься в раю. Анусота сутта, по течению. АН 4.5. Благословенный сказал, монахи, в мире есть эти четыре типа личностей. Какие четыре? Тот, кто идет по течению, тот, кто идет против течения, тот, кто внутренне устойчив, тот, кто пересек и вышел за пределы, брахман, стоящий на твердой земле. Один, и кто идет по течению? Вот некий человек потакая чувственным удовольствием или же совершает плохие поступки. Такой зовется тем, кто идет по течению. Два, и кто идет против течения? Вот некий человек не потакая чувственным удовольствием и не совершает плохих поступков. Даже с болью и унынием, с лицом полным слез, он ведет полную чистую святую жизнь. Такой зовется тем, кто идет против течения. Три, и кто внутренне устойчив? Вот, с уничтожением пяти нижних оков, некий человек переродится спонтанно в мире чистых обителей, где и достигнет окончательной неббаны, более не возвращаясь из того мира обратно в этот. Такой зовется тем, кто внутренне устойчив. Четыре, и кто пересек и вышел за пределы, брахман, стоящий на твердой земле. Вот за счет уничтожения пятен умственных загрязнений, прямо в этой самой жизни некий человек входит и пребывает в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. Такой зовется тем, кто пересек и вышел за пределы, брахман, стоящий на твердой земле. Таковы, монахи, четыре типа личностей в мире. И далее он добавил, тот, кто не может в наслаждении чувств себя сдержать, кто жажды не лишен, и в чувств усладе получает наслаждение, тот каждый раз идет к рождению, старению, погружен в жажду, по течению он идет. Вот почему мудрец, осознанность укоренив, не поддается наслаждению чувств, как и плохим поступкам. И даже через боль усладу чувств он оставляет, зовут его тем, кто против течения идет. Тот, кто пятерку загрязнению смог оставить, осуществивший это ученик назад уж не придет. Он овладение умом достиг, и в качествах он собран. Зовут его тем, внутренне устойчив кто? Тот, кто смог низшее и высшее постигнуть, кто это сжег, что этого уж больше нет. Мудрец, проживший целиком всю жизнь святую, тот, кто дойти сумел до окончания мира, зовется тем, кто вышел за пределы. Апасуто-сута, мало знает. АН 4.6. Благословенный сказал, монахи, в мире есть эти четыре типа личности. Какие четыре? Тот, кто знает мало и не берется за то, что уже знает. Тот, кто знает мало и не берется за то, что уже знает. Тот, кто знает много и не берется за то, что уже знает. Тот, кто знает много и берется за то, что уже знает. Один, и каким образом человек является тем, кто знает мало и не берется за то, что уже знает? Вот некий человек мало изучал лекции, стихи и прозу, описания, строфы, вдохновенные изречения, цитаты, истории рождения, чудесные случаи, вопросы и ответы. Он не понимает смысла того, что выучил. Он не понимает Дхаммы. Он не практикует в соответствии с Дхаммой. Вот каким образом человек является тем, кто знает мало и не берется за то, что уже знает. Два, и каким образом человек является тем, кто знает мало и берется за то, что уже знает. Вот некий человек мало изучал лекции, вопросы и ответы. Поняв смысл того, что он выучил, и поняв Дхамму, он практикует в соответствии с Дхаммой. Вот каким образом человек является тем, кто знает мало и берется за то, что уже знает. Три, и каким образом человек является тем, кто знает много и не берется за то, что уже знает. Вот некий человек изучал много, лекции, вопросы и ответы. Он не понимает смысла того, что выучил. Он не понимает Дхаммы. Он не практикует в соответствии с Дхаммой. Вот каким образом человек является тем, кто изучал много и не берется за то, что уже знает. 4. И каким образом человек является тем, кто знает много и берется за то, что уже знает. Вот некий человек изучал много, лекции, вопросы и ответы. Поняв смысл того, что он выучил, и поняв Дхамму, он практикует в соответствии с Дхаммой. Вот каким образом человек является тем, кто изучал много и берется за то, что уже знает. Таковы, монахи, четыре типа личностей в мире. И далее он добавил, коль мало знает он и в нравственности не укоренен, то порицают его сразу за две вещи, за слабость в нравственности, слабость в изучении. Коль мало знает он, но в нравственности утвержден, за нравственность тогда его похвалят, ведь в этом изучении достигло своей цели. Коль много знает он, то за безнравственность его тогда покритикуют, ведь в этом изучении плодов не принесло. И в нравственности утвержден, его похвалят сразу за две вещи, за нравственность, как и за изучение. И когда высокоученый Будда ученик, мудростью обладает эксперт по Дхамме, точно монетой из горы чистого злата, то кто посмеет порицать его? Ведь даже Дэвы хвалят такового, и даже Брахмой прославляем он. Сабхана сутта, украшают. АН 4.7. Благословенный сказал, монахи, эти четыре типа личностей, сведущие, дисциплинированные, ученые, эксперты в Дхамме, практикующие в соответствии с Дхаммой, украшают Сангху. Какие четыре? Один, монах, который сведущий, практикует в соответствии с Дхаммой, украшает Сангху. Два, монахиня. Три, мирянин. Четыре, мирянка, которая сведущая, практикует в соответствии с Дхаммой, украшает Сангху. Монахи, эти четыре типа личностей, сведущие, дисциплинированные, ученые, эксперты в Дхамме, практикующие в соответствии с Дхаммой, украшают Сангху. И далее он добавил, все те, кто сведуще, уверены в себе, ученые, эксперты в этой Дхамме, в одном ключе кто с Дхаммой практикуют, зовутся украшением Сангхи те. Монах, который нравственность исполнил, монахиня, кто Дхаммы много знает, мирянин, наделен кто в Будду верой, мирянка, верой кто также обладает, все они украшают эту Сангху, все они Сангхи это украшение. Виссараджи сутта, уверенность в себе. АН 4.8. Благословенный сказал, монахи, существуют эти четыре вида уверенности в себе, которыми обладает Татхагата, и, обладая которыми, он занимает место быкова Жакастада, рычит своим львиным рыком на собраниях, приводит в движение колесо Брахмы. Какие четыре? 1. Я не вижу какого-либо основания, на котором Отшельник, Жрец, Дева, Мара, Брахма, или кто-либо в мире мог бы аргументированно упрекнуть меня, хоть ты заявляешь, что ты полностью просветленный, все же, ты не полностью просветлен в отношении этих вещей. Поскольку я не вижу ни одного подобного основания, я пребываю спокойным, бесстрашным, уверенным в себе. 2. Я не вижу какого-либо основания, на котором Отшельник, Жрец, Дева, Мара, Брахма, или кто-либо в мире мог бы аргументированно упрекнуть меня, хоть ты заявляешь, что твои пятна умственных загрязнений уничтожены, все же, ты не полностью уничтожил эти пятна. Поскольку я не вижу ни одного подобного основания, я пребываю спокойным, бесстрашным, уверенным в себе. 3. Я не вижу какого-либо основания, на котором Отшельник, Жрец, Дева, Мара, Брахма, или кто-либо в мире мог бы аргументированно упрекнуть меня, те вещи, которые ты называл препятствующими, на самом деле не могут воспрепятствовать тому, кто пускается в них. Поскольку я не вижу ни одного подобного основания, я пребываю спокойным, бесстрашным, уверенным в себе. 4. Я не вижу какого-либо основания, на котором Отшельник, Жрец, Дева, Мара, Брахма, или кто-либо в мире мог бы аргументированно упрекнуть меня, Тхамма не ведет того, кто ее практикует, к полному уничтожению страданий, то есть к цели, ради которой ты обучаешь ей. Поскольку я не вижу ни одного подобного основания, я пребываю спокойным, бесстрашным, уверенным в себе. 5. Таковы, монахи, четыре вида уверенности в себе, которыми обладает Татхагата, и, обладая которыми, он занимает место быкова Жакастада, рычит своим львиным рыком на собраниях, приводит в движение колесо Брахмы. И далее он добавил, все доктринальные пути, что сформулированы так или иначе, и на которые жрецы, аскеты уповают, Татхагата они не достают, того, уверен кто в себе и вышел за рамки доктринальных всех путей. Он совершенен, все он одолел, привел в движение он Тхамы колесо из сострадания ко всяким существам. А существа его за это чтят, лучшего из богов и из людей, того, кто приступил к существованию грань. Танха сутта, жажда. АН 4.9. Благословенный сказал, монахи, существуют эти четыре пути, посредством которых в монахе возникает жажда. Какие четыре? Жажда возникает в монахе из-за одеяний, еды с подаяний, жилищ, или ради жизни здесь или еще где-либо. 1. Таковы четыре пути, посредством которых в монахе возникает жажда. И далее он добавил, имея жажду своим провожатым, скитается он длительное время. Из состояния одного идет к другому, не может так он одолеть сенсару. Но когда знает он опасность эту, что жажда суть исток страданий, то не имея жажды и цепляний, должен монах осознанно им ходить. 1. Комментарий поясняет, что речь идет об этой жизни или будущей жизни. Йога сутта, Узы. АН 4.10. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре вида Уз. Какие четыре? Узы чувственности, узы существования, узы воззрений, узы невежества. 1. И что такое, монахи, узы чувственности? Вот некий человек не понимает в соответствии с действительностью происхождения исчезновения, привлекательность, опасность и спасение в отношении чувственных удовольствий. Когда он не понимает эти вещи в соответствии с действительностью, то тогда чувственное вожделение, чувственное наслаждение, чувственное влечение, чувственная одержимость, чувственная потребность, чувственная страсть, чувственная привязанность, чувственная жажда залегают в нем глубоко в скрытом виде в отношении чувственных удовольствий. Это называется узами чувственности. Таковы узы чувственности. Два, и что такое узы существования? Вот некий человек не понимает в соответствии с действительностью происхождения и исчезновения, привлекательность, опасность и спасение в отношении состояния существования. Когда он не понимает эти вещи в соответствии с действительностью, то тогда вожделение к существованию, наслаждение существованием, влечение к существованию, одержимость существованием, потребность в существовании, страсть к существованию, привязанность к существованию, жажда к существованию, один, залегают в нем глубоко в скрытом виде в отношении и состоянии существования. Это называется узами существования. Таковы узы чувственности и узы существования. Три, и что такое узы воззрений? Вот некий человек не понимает в соответствии с действительностью происхождения и исчезновения, привлекательность, опасность, и спасение в отношении воззрений. Когда он не понимает эти вещи в соответствии с действительностью, то тогда вожделение к воззрениям, наслаждение воззрениями, влечение к воззрениям, одержимость воззрениями, потребность в воззрениях, страсть к воззрениям, привязанность к воззрениям, жажда к воззрениям залегают в нем глубоко в скрытом виде в отношении воззрений. Это называется узами воззрений. Таковы узы чувственности, узы существования, и узы воззрений. 4. И что такое узы невежества? Вот некий человек не понимает в соответствии с действительностью происхождения и исчезновения, привлекательность, опасность и спасение в отношении шести сфер контакта. Когда он не понимает эти вещи в соответствии с действительностью, то тогда невежество и незнание залегают в нем глубоко в скрытом виде в отношении шести сфер контакта. Это называется узами невежества. Таковы узы чувственности, узы существования, узы воззрений и узы невежества. Когда кто-либо опутан плохими, неблагими состояниями ума, которые являются загрязняющими, ведущими к новому существованию, беспокоящими, созревающими в страдании, ведущими к будущему рождению, старости, и смерти, то тогда о нем говорится, что он не защищен от подневольности. Таковы четыре вида ус. Монахи, есть эти четыре вида разрывания ус. Какие четыре? Разрывание ус существования, невежество. И что такое разрывание ус чувственности? Вот некий человек понимает в соответствии с действительностью происхождения исчезновения, привлекательность, опасность, и спасение в отношении чувственных удовольствий. Когда он понимает эти вещи в соответствии с действительностью, то тогда чувственные вожделения, чувственная жажда не залегают в нем глубоко в скрытом виде в отношении чувственных удовольствий. Это называется разрыванием ус чувственности. Таково разрывание ус чувственности. И что такое разрывание ус существования? Вот некий человек понимает, спасение в отношении состояния и существования. Когда он понимает, вожделение к существованию, жажда к существованию не залегают в нем глубоко в скрытом виде в отношении состояния и существования. Это называется разрыванием ус существования. Таково разрывание ус чувственности и разрывание ус существования. И что такое разрывание ус воззрений? Вот некий человек понимает, спасение в отношении воззрений. Когда он понимает, вожделение к воззрениям, жажда к воззрением не залегают в нем глубоко в скрытом виде в отношении воззрений. Это называется разрыванием уз воззрений. Таково разрывание уз чувственности, разрывание уз существования, и разрывание уз воззрений. И что такое разрывание уз невежества? Вот некий человек понимает, спасение в отношении шести сфер контакта. Когда он понимает эти вещи в соответствии с действительностью, то тогда невежество и незнание не залегают в нем глубоко в скрытом виде в отношении шести сфер контакта. Это называется разрыванием ус невежества. Таково разрывание ус чувственности, разрывание ус существования, разрывание ус воззрений и разрывание ус невежества. Когда кто-либо отлучен от плохих, неблагих состояний ума, которые являются загрязняющими, ведущими к новому существованию, беспокоящими, созревающими в страдании, ведущими к будущему рождению, старости и смерти, то тогда о нем говорится, что он защищен от подневольности. Таковы четыре вида разрывания ус. И далее он добавил, опутанные чувственности узами, как и опутанные узами существования, как и опутанные узами воззрений, хотя им всем предшествует невежество, в сансарии это и существа блуждают, ведомые рождением и смертью. Но вот, всецело все поняв, услады чувств, существования узы, воззрения узы все искоренив, и сделав так, что и невежество исчезло, мудрейший узы смог все разорвать, от подневольности сумел освободиться. Один, комментарий поясняет, что речь идет о жажде к миру форме и бесформенному миру. Чара сутта, ходьба. АН 4.11. Благословенный сказал, один, монахи, если чувственная мысль или недоброжелательная мысль или мысля причинения вреда возникает в монахе по мере того, как он идет, и при этом он терпит ее, а не отбрасывает, не рассеивает, не прекращает, не уничтожает ее, то тогда о таком монахе говорится, что он лишен рвения и боязни совершить проступок. Он постоянно и непрестанно ленив не имеет старания по мере того, как он идет. Два, если чувственная мысль возникает в монахе по мере того, как он стоит. Три, если чувственная мысль возникает в монахе по мере того, как он сидит. Четыре, если чувственная мысль или недоброжелательная мысль или мысля причинения вреда возникает в монахе по мере того, как он лежит, и при этом он терпит ее, а не отбрасывает, не рассеивает, не прекращает, не уничтожает ее, то тогда о таком монахе говорится, что он лишен рвения и боязни совершить проступок. Он постоянно и непрестанно ленив и не имеет старания по мере того, как он лежит. Но, монахи, если чувственная мысль или недоброжелательная мысль или мысль о причинении вреда возникает в монахе по мере того, как он идет, стоит, сидит, лежит, и он не терпит ее, отбрасывает, рассеивает, прекращает, уничтожает ее, то тогда о таком монахе говорится, что он имеет лени и боится совершить проступок. Он постоянно и непрестанно усерден и решителен по мере того, как он лежит. И далее он добавил, пусть хоть идёт он, хоть стоит, пусть хоть сидит или лежит, коль думы думает плохие он, те, связанные с мирской жизнью что, то встал тогда он на ужасный путь, влюбившись в то, что к заблуждению ведёт, такой монах не сможет обрести то просветление, что превыше остальных. Пусть хоть идёт он, хоть стоит, коль успокоил думы свои он, и этим мыслям успокоенным он рад, такой монах способен обрести то просветление, что превыше остальных. Сила сутта, нравственность. АН 4.12. Благословенный сказал, «Монахи, пребывайте, соблюдая нравственное поведение, соблюдая Патимокху. Пребывайте, обуздывая себя Патимокхой, обладая хорошим поведением и подобающими средствами, видя опасность в мельчайших проступках. Возложив на себя правила тренировки, тренируйтесь в них. Когда вы сделали так, то что следует делать дальше?» 1. Монахи, если монах избавился от хотения и недоброжелательности по мере того, как он идет, если он зародил неутомимые усердия, если его осознанность утвержденная и незамутненная, если его тело безмятежно и спокойно, если его ум сосредоточен и однонаправлен, то тогда о таком монахе говорится, что он имеет вене и боится совершить проступок. Он постоянно и непрестанно усерден и решителен по мере того, как он идет. 2. Если монах избавился от хотения и недоброжелательности по мере того, как он стоит. 3. Если монах избавился от хотения и недоброжелательности по мере того, как он сидит. 4. Если монах избавился от хотения и недоброжелательности по мере того, как он бдительно ложится, если он отбросил лень и апатию, неугомонность и сожаление, сомнение, если он зародил неутомимые усердия, если его осознанность утвержденная и незамутненная, если его тело безмятежно и спокойно, если его ум сосредоточен и однонаправлен, то тогда о таком монахе говорится, что он имеет вение и боится совершить проступок. Он постоянно и непрестанно усерден и решителен по мере того, как он бдительно ложится. И далее он добавил, «И сдержан он, когда идет или стоит, и сдержан он, когда сидит или лежит, и сдержанным сгибает члены тела он, и сдержанным он разгибает их опять». Вверху, внизу, по сторонам, до самых мира, до границ он видит появление, распад всех совокупностей, феноменов таких. Всегда осознанный, он практикует то, что приведет к успокоению ума. Такой монах зовется тогда тем, в решительности непрерывен кто. Патхана сутта, старания. АН 4.13. Благословенный сказал, монахи, есть четыре правильных старания. Какие четыре? Один, вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он прилагает усилий, порождает усердие, направляет на это ум, старается. Два, он порождает желание к обрасыванию возникших плохих, неблагих состояний. Он прилагает усилий, порождает усердие, направляет на это ум, старается. Три, он порождает желание к возникновению невозникших благих состояний. Он прилагает усилий, порождает усердие, направляет на это ум, старается. 4. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, к их неугасанию, увеличению, разрастанию, осуществлению посредством развития. Он прилагает усилий, порождает усердий, направляет на это ум, старается. Таковы четыре правильных старания. И далее он добавил, кто правильно стараются, одолевают царство Мары. Ведь непривязаны они, страх смерти и рождения одолели. Невозмутимые, довольны они, ведь Мару с его грудой победили. Они, счастливые, смогли повергнуть вспять, всю армию, что возглавляемо на мучи. Один. Один, на муча, один из эпитетов Мары. Означает он не, на, освобождает, мучи. Санвара сутта, сдержанность. АН 4.14. Благословенный сказал, монахи, есть четыре старания. Какие четыре? Старания посредством сдержанности, старания посредством оставления, старания посредством развития, старания посредством охранения. Один, и что такое, монахи, старания посредством сдержанности? Вот, увидев форму глазом, монах не цепляется за ее черты и детали. Поскольку, по мере того, как он оставляет качество глаза неохраняемым, плохие неблагие состояния сильного желания и подавленности могут наводнить его, он практикует сдержанность в отношении этого. Он охраняет качество глаза. Он предпринимает сдерживание качества глаза. Услышав ухом звук. Унюхав носом запах. Различив языком вкус. Ощутив тактильные ощущения телом. Познав ментальный феномен умом, он не цепляется за его черты и детали. Поскольку, по мере того, как он оставляет качество ума неохраняемым, плохие неблагие состояния сильного желания и подавленности могут наводнить его, он практикует сдержанность в отношении этого. Он охраняет качество ума. Он предпринимает сдерживание качества ума. Вот что называется старанием посредством сдержанности. Два, и что такое старание посредством оставления? Вот монах не терпит возникшую чувственную мысль. Он отбрасывает ее, рассеивает ее, устраняет ее, уничтожает ее. Он не терпит возникшую недоброжелательную мысль, не терпит возникшую мысль о причинении вреда, не терпит неблагие состояния ума каждый раз, как они возникают. Он отбрасывает их, рассеивает их, устраняет их, уничтожает их. Вот что называется старанием посредством оставления. Три, и что такое старание посредством развития? Вот монах развивает осознанность, исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает в оставлении. Вот что называется старанием посредством развития. Четыре. И что такое старание посредством охранения? Вот монах оберегает возникший превосходный объект сосредоточения, один, восприятие скелета, восприятие червивого трупа, восприятие мертвенно-бледного трупа, восприятие гниющего трупа, восприятие расчлененного трупа, восприятие вздутого трупа. Это называется старанием посредством охранения. Монахи, таковы четыре старания. И далее он добавил, сдержанность, оставление, развитие, и охранение, вот этим четырем стараниям родственник Солнца научил. Посредством них монах усердный достигнет устранения страданий. Один, напали, вхаддакам саматхиниметтам. Согласно Весудхимагге, речь идет о ярком образе, который возникает в уме после долгих упражнений в созерцании того или иного объекта, трупа в данном случае. Паниятти сутта, провозглашения А.Н. 4.15. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре провозглашения высочайших. Какие четыре? Один, высочайшим из тех, кто обладает телом, является Рахо, повелитель Асуров. Один. Два, высочайшим из тех, кто наслаждается чувственными удовольствиями, является царь Манхата. Два. Три, высочайшим из тех, кто осуществляет владычество, является Злой Мара. 4. В этом мире с его дэвами, Марой, Брахмой, с его поколениями жрецов и отшельников, богов и людей, Татхагата, Арахант, полностью просветленный является высочайшим. И далее он добавил, Рахо превыше всех, кто телом обладает, Манхата лучше всех в усладе своих чувств. Мара же лучший средь правителей иных, сияет и могуществом и славой. И в этом мире с его божествами, вверху, внизу, везде по сторонам, до самых мира, до границ, Будда является самым великим. 1. Смотри. АН 5.197.3. 2. Древний царь, предок Сакьев. Комментарий поясняет, что он жил тогда, когда у людей был неусчислимый срок жизни. Сакхумма сутта, утонченность. АН 4.16. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре утонченности. Какие четыре? 1. Вот монах обладает наивысшей утонченностью формы. Он не воспринимает какую-либо иную утонченность формы, более превосходную и возвышенную, нежели это. Он не жаждет какой-либо иной утонченности формы, более превосходной и возвышенной, нежели это. 2. Он обладает наивысшей утонченностью чувства. 3. Он обладает наивысшей утонченностью восприятия. 4. Он обладает наивысшей утонченностью умственных формаций. Он не воспринимает какую-либо иную утонченность умственных формаций, более превосходную и возвышенную, нежели это. Он не жаждет какой-либо иной утонченности умственных формаций, более превосходной и возвышенной, нежели это. 1. Таковы четыре утонченности. И далее он добавил, познав утонченность формы и возникновения чувств, и то, восприятие как возникает, а также и то, где оно исчезает, увидев формации все как чужие, как муку, как ненастоящее, я, монах этот тот, кто увидел все верно, спокоен, умиротворению рад. И носит последнее это он тело, ведь он победил Мару с грудой его. 2. 1. По мнению Достопочтенного Бодхи, под утонченностью формы имеется в виду восприятие форм в четвертой джхане. Утонченность чувства – это неприятное и неболезненное чувство в четвертой джхане или же в бесформенных достижениях. Утонченность восприятия – это восприятие в сфере отсутствия всего. Утонченность формаций – это остаточные формации в сфере невосприятия, не невосприятия. Примечание переводчика СВ, в СН 14.11 сказано, элемент сферы невосприятия, не невосприятия, этот элемент обретается как медитативное достижение с остаточными формациями. 2. Примечание переводчика СВ, смотри. СН 48.40, где объясняется, что понимание возникновения и прекращение тех или иных видов чувств зависит от достижения соответствующей джханы. Полное прекращение восприятия формации, это медитативное достижение неббаны. В МН 64 сказано, и какими бы здесь ни существовали форма, чувства, восприятия, формации, сознание, он видит все эти состояния непостоянными, видит их как страдания, как недуг, как опухоль, как шип, как бедствие, как несчастье, как чужое, как распадающееся, как пустое, как безличностное. Он отводит ум от этих состояний и направляет его к бессмертному элементу, это покой, это наивысшее, прекращение всех формаций, оставление всех обретений, уничтожение жажды, беспристрастность, прекращение, неббана. Патхама Агатти Сутта, Неправильный Курс 1. АН 4.17. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре способа взять неправильный курс. Какие четыре? Человек берет неправильный курс из-за, один, желания, два, из-за злобы, три, из-за заблуждения, четыре, из-за страха. Таковы четыре способа взять неправильный курс. И далее он добавил, из-за желания, злобы, страха, заблуждения он поступает так, что нарушает Дхамму. И его слава начинает убывать, точно луна в период убывания. Дутия Агатти Сутта, Неправильный Курс 2. АН 4.18. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре способа не брать неправильный курс. Какие четыре? Человек не берет неправильный курс из-за, один, желания, два, из-за злобы, три, из-за заблуждения, четыре, из-за страха. Таковы четыре способа не брать неправильный курс. И далее он добавил, когда он поступает так, что Дхамму он не нарушает из-за желания, злобы, страха, заблуждения, то его слава начинает возрастать, точно луна вперед возрастания. Татья Агати Сутта, Неправильный курс 3. АН 4.19. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре способа взять неправильный курс. Какие четыре? Человек берет неправильный курс из-за, один, желания, два, из-за злобы, три, из-за заблуждения, четыре, из-за страха. Таковы четыре способа взять неправильный курс. Монахи, есть эти четыре способа не брать неправильный курс. Какие четыре? Человек не берет неправильный курс из-за желания, из-за злобы, из-за заблуждения, из-за страха. Таковы четыре способа не брать неправильный курс. И далее он добавил, из-за желания, злобы, страха, заблуждения он поступает так, что нарушает Дхамму. И его слава начинает убывать, точно луна вперед убывания. Когда он поступает так, что Дхамму он не нарушает из-за желания, злобы, страха, заблуждения, то его слава начинает возрастать, точно луна вперед возрастания. Вхаттудеса-ка-сутта, распределяющая беды. АН 4.20. Благословенный сказал, монахи, монах, распределяющий беды, который обладает четырьмя качествами, оказывается в аду, как если бы его туда затянули силой. Какими четырьмя? Он берет неправильный курс из-за, один, жажды, два, злобы, три, заблуждения, четыре, страха. Монах, распределяющий беды, который обладает этими четырьмя качествами, оказывается в аду, как если бы его туда затянули силой. Монахи, монах, распределяющий беды, который обладает четырьмя качествами, оказывается в небесном мире, как если бы его туда затянули силой. Какими четырьмя? Он не берет неправильный курс из-за жажды, злобы, заблуждения, страха. Монах, распределяющий беды, который обладает этими четырьмя качествами, оказывается в небесном мире, как если бы его туда затянули силой». И далее он добавил, «Те, не обузданы кто в чувственных усладах, те, кто неправедны, не почитают Дхаммы, те пропадают из-за жажды, страха, злобы, их загрязнённой группой называют». Вот как сказал эскет, который знает. «Благие люди те, что похвалы достойны, кто в Дхамме утверждён, плохого не свершает, не преклоняются пред жаждой, злобой, страхом, их группой совершенной называют». Вот как сказал эскет, который знает. «Патхама Урувела Сутта, Урувела 1. АН 4.21. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Саваттхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там Благословенный обратился к монахам, монахи. Учитель. Отвечали те монахи. Благословенный сказал, «Монахи, однажды я пребывал в Урувеле на берегу реки Неранджары у подножия пастушьего Баньяна сразу после того, как стал полностью просветлённым. И тогда, по мере того, как я пребывал уединённым в затворничестве, такое размышление возникло у меня в уме. Человек пребывает в страдании, если у него нет уважения и почтения. Так какого же жреца или отшельника я мог бы чтить и уважать, и пребывать, подчиняясь ему? И тогда мысль пришла ко мне, один, ради осуществления неосуществлённой совокупности нравственности я бы его чтил, уважал, и пребывал, подчиняясь этому другому жрецу или отшельнику. Однако, в этом мире с его боговыми, Марой, Брахмой, в этом поколении с его жрецами и отшельниками, богами и людьми, я не вижу какого-либо другого жреца или отшельника более совершенного в нравственности, чем я сам, которого я мог бы чтить и уважать, и пребывать, подчиняясь ему. 02. Ради осуществления неосуществлённой совокупности сосредоточения. 3. Ради осуществления неосуществленной совокупности мудрости. 4. Ради осуществления неосуществленной совокупности освобождения я бы его чтил, уважал, и пребывал, подчиняясь этому другому жрецу или отшельнику. Однако, в этом мире с его дэвами, Марой, Брахмой, в этом поколении с его жрецами и отшельниками, богами и людьми, я не вижу какого-либо другого жреца или отшельника более совершенного в освобождении, чем я сам, которого я мог бы чтить и уважать, и пребывать, подчиняясь ему. Мысль пришла ко мне, в таком случае, я стану чтить и уважать эту самую Дхамму, и пребывать, подчиняясь этой самой Дхамме, в которую я полностью пробудился. И тогда, так же быстро, как сильный человек мог бы распрямить согнутую руку или согнуть распрямленную, Брахма Сахампати исчез из мира Брахма и возник передо мной. Закинув верхнее одеяние за плечо, встав на правое колено, он почтительно поприветствовал меня и сказал, так оно, благословенный. Так оно, счастливый. Господин, те, кто были арахантами, полностью просветленными в прошлом, все эти благословенные также чтили и уважали эту самую Дхамму и пребывали, подчиняясь только самой Дхамме. Те, кто будут арахантами, полностью просветленными в будущем, все эти благословенные также будут чтить и уважать эту самую Дхамму, и пребывать, подчиняясь только самой Дхамме. Пусть и благословенный тоже, который ныне является арахантом, полностью просветленным, чтит и уважает эту самую Дхамму, и пребывает, подчиняясь только самой Дхамме. Так сказал Брахма Сахампати. И сказав так, он далее добавил, и Будды прошлого и будущей Будды, и тот, кто Будды пребывает в настоящем, искореняющей печали многих, все пребывали, будут пребывать, и пребывают с глубоким почитанием истинной Дхаммы, для Будды это естественный закон. И тот, кто хочет собственного блага, кто устремляется к величию Духа, тот почитать благую Дхамму должен, и памятовать должен обучение Будды. Так сказал Брахма Сахампати. Затем он поклонился мне и, обойдя меня с правой стороны, прямо там и исчез. И затем, признав просьбу Брахмы и признав то, что было бы подобающим для меня, я чтил и уважал эту самую Дхамму, и пребывал, подчиняясь только самой Дхамме, в которую я полностью пробудился. А ныне, когда я Сангха обрела величие, я уважаю Сангху тоже. Дутила урувела сутта, урувела 2. АН 4.22 Благословенный сказал, Монахи, однажды я пребывал в урувеле на берегу реки Ниранджары у подножья пастушьева Баньяна сразу после того, как стал полностью просветленным. И тогда группа брахманов, старых, много проживших, отягощенных годами, подошла ко мне и обменялась со мной вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями они сели рядом и сказали мне, мы слышали так, мастер Гатама, отшельник Гатама не выражает почтения тем брахманам, которые старые, пожилые, отягощенные годами, много прожившие, чьи дни подходят к концу. Он не встает перед ними и не предлагает им сидения. И это действительно правда, что мастер Гатама не выражает почтения тем брахманам, которые старые, пожилые, отягощенные годами, много прожившие, чьи дни подходят к концу, не встает перед ними и не предлагает им сидения. Не подобает так делать, мастер Гатама. 1. И тогда мысль пришла ко мне, эти почтенные не знают о том, кто является старцем, или же какие качества делают человека старцем. Пусть даже человек и стар, ему 80, 90, или 100 лет от рождения, если он говорит в ненадлежащее время, лжет, говорит бесполезные, говорит то, что противоречит Дхамме и Винае, если в ненадлежащее время он говорит пустые, необоснованные, беспорядочные, бесполезные слова, то тогда он считается глупым старцем. Но пусть даже человек и молод, черноволос, наделен благословением молодости на первом этапе жизни, если он говорит истинные, говорит полезные, говорит под Дхамме и Винае, говорит в ненадлежащее время, если он в ненадлежащее время говорит слова, которые стоит запомнить, здравые, лаконичные, полезные, то тогда он считается мудрым старцем. Монахи, эти четыре качества делают человека мудрым старцем. Какие четыре? Один, вот монах нравственен. Он пребывает, обуздывая себя потимокхой, обладая хорошим поведением и подобающими средствами, видя опасность в мельчайших проступках. Возложив на себя правила тренировки, он тренируется в них. Два, далее, он много изучал, помня то, что учил, накапливает в своем уме то, что он изучил. Те учения, что прекрасны в начале, прекрасны в середине, и прекрасны в конце, правильны в духе и в букве, провозглашающие идеально полную чистую святую жизнь, таких учений он много изучал, удерживал в уме, повторял вслух по памяти, исследовал их в уме, и тщательно проникал в них воззрением. Три, он обретает без сложностей и проблем. Четыре джханы, что являются высшим умом и приятными пребываниями в этой самой жизни. Четыре, за счет уничтожения пятен умственных загрязнений в этой самой жизни он входит и пребывает в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, зная и проявляя эти состояния для себя самостоятельно посредством прямого знания. Эти четыре качества делают человека старцем. И далее он добавил, дурак с умом неугомонным болтает всюду без умолку, блуждает в мыслях он своих, учению плохому рад. Воззрение держится плохих, неуважителен к другим, такого старцем не назвать. Но в нравственности совершенен кто, ученый, видит что к чему, в твердости факторах обуздан, значение мудростью увидеть может, кто вышел за пределы феноменов, кто не бесплоден, видит что к чему, и кто рождение и смерть оставил, и совершенен в жизни кто святой, того, в ком пятен больше нет, вот старцем величаю я кого. С уничтожением пятен загрязнений, монах достоин, чтобы называться старцем. Один, по заметке достопочтенного Бодхе, приписывание этого события к моменту, когда Будда только что достиг просветления, выглядит странным, ведь он еще не стал известным учителем. Лока сутта, мир. АН 4.23. Благословенный сказал, «Монахи, Татхагата полностью пробудился в мир. Татхагата отделен от мира. Татхагата полностью пробудился в возникновении мира. Татхагата полностью отбросил возникновение мира. Татхагата полностью пробудился в прекращении мира. Татхагата реализовал прекращение мира. Татхагата полностью пробудился в путь, ведущий к прекращению мира. Татхагата развил путь, ведущий к прекращению мира». Один, монахи, в этом мире с его дэвами, Марой, Брахмой, с его поколениями жрецов и отшельников, богов и людей, все, что только есть видимое, слышимое, ощущаемое, познаваемое, достигаемое, измышляемое и изучаемое умом, во все это Татхагата полностью пробудился. Поэтому он и зовется Татхагатой. 1. 2. Монахи, все, что Татхагата говорит, произносит, подробно разъясняет во временном промежутке между той ночью, когда он достигает непревзойденного совершенного просветления, и той ночью, когда он достигает окончательной неббаны, все это является именно таким, а не иным. Поэтому он и зовется Татхагатой. 3. Монахи, как Татхагата говорит, так он и делает. Как он делает, так он и говорит. Поскольку он делает так, как говорит, а говорит так, как он делает, поэтому он и зовется Татхагатой. 4. Монахи, в этом мире с его дэвами, Марой, Брахмой, с его поколениями жрецов и отшельников, богов и людей, Татхагата является победителем, непобежденным, вселенским провидцем, владыкой могущества. Поэтому он и зовется Татхагатой. И далее он добавил, весь напрямую мир познав, весь мир таким, какой он есть, от мира сам он отделен, от всего мира отлучен. Он победитель надо всем, мудрец, распутавший узлы, покоя высшего достиг, ниббаны, там, где страха нет. Все пятна Будда устранил, спокоен, все сомнения истер, всю камму смог разрушить он, без обретения он угас. Он Будда, он благословенный, и он, непревзойденный лев. Колесо Брахмы запустил он в мире, полон чтоб божеств. Так, люди те и божества в Будде прибежище нашли. Собравшись, чтят они его, великого, неробкого, он укращен, средь укращенных лучший укротителен. Спокойный, он провидит среди тех, приносит кто покой. Освобожден, среди свободных лучший он освободитель, он переплыл, помощник лучший, чтобы переплыть. Воистину, вот почитают как они его, кто в этом мире, полон чтоб божеств, с тобой бы состязаться мог. Один, комментарий поясняет, что суффикс «гата», дословно, «ушедший», в слове «тадхагата» означает то же самое, что и «абхисамбуддха», то есть полностью пробужденный во что-либо. Калака сутта, Калака. АН 4.24. Однажды Благословенный пребывал в Сакете в парке Калаки. Там Благословенный обратился к монахам, монахи. Учитель. Отвечали те монахи. Благословенный сказал, монахи, в этом мире с его дэвами, Марой, Брахмой, с его поколениями жрецов и отшельников, богов и людей, все видимое, слышимое, ощущаемое, познаваемое, достигаемое, измышляемое и изучаемое умом, все это я знаю. Монахи, в этом мире с его дэвами, Марой, Брахмой, с его поколениями жрецов и отшельников, богов и людей, все видимое, слышимое, ощущаемое, познаваемое, достигаемое, измышляемое и изучаемое умом, все это я напрямую познал. Это было познано Татхагатой, но Татхагатой не стал зависимым от этого. 2. Монахи, если бы я сказал, в этом мире с его дэвами, все видимое, слышимое, ощущаемое, познаваемое, достигаемое, измышляемое и изучаемое умом, всего этого я не знаю, то это было бы ложью с моей стороны. 3. Монахи, если бы я сказал, в этом мире с его дэвами, все видимое, слышимое, ощущаемое, познаваемое, достигаемое, измышляемое и изучаемое умом, все это я и знаю, и не знаю, то это было бы тем же самым. 4. Монахи, если бы я сказал, в этом мире с его дэвами, все видимое, слышимое, ощущаемое, познаваемое, достигаемое, измышляемое и изучаемое умом, всего этого я не знаю, и не знаю, то это было бы изъяном с моей стороны. 4. 1. Поэтому, увидев то, что можно увидеть, Тадхагата не имеет неправильного представления о видимом, не имеет неправильного представления о невидимом, не имеет неправильного представления о том, что можно увидеть, не имеет неправильного представления о том, кто видит. 5. Услышав то, что можно услышать, Тадхагата не имеет неправильного представления о слышимом, не имеет неправильного представления о неслышимом, не имеет неправильного представления о том, что можно услышать, не имеет неправильного представления о том, кто слышит. 3. Ощутив то, что можно ощутить, Татхагата не имеет неправильного представления об ощущаемом, не имеет неправильного представления о неощущаемом, не имеет неправильного представления о том, что можно ощутить, не имеет неправильного представления о том, кто ощущает. 4. Познав то, что можно познать, Татхагата не имеет неправильного представления о познаваемом, не имеет неправильного представления о непознаваемом, не имеет неправильного представления о том, что можно познать, не имеет неправильного представления о том, кто познает. Поэтому, монахи, будучи всегда устойчивым среди вещей, которые можно увидеть, услышать, ощутить и познать, Татхагата является устойчивым. 6. И, я говорю вам, нет такового более устойчивого, более превосходного и возвышенного, нежели такой устойчивый. И далее он добавил, средь тех, кто сама ограничен, устойчивый не заявляет однозначно, что это истина или ложь, средь ощущаемого, видимого, слышимого, к чему бы можно было прицепиться, и истина считается другими. 7. Поскольку дротик этот имя узнан, которому все люди льнут, влекутся, и говорят, а я ведь знаю, вижу, все это существует только так, татхагаты цепляний не имеют. 1. Комментарий поясняет, что под этими тремя терминами, джанами, Абханьясин, Видитан, подразумевается область Всеведения, Саббанью Табхуми, Будды. В истории буддизма, а также и в современной буддологии, ведутся споры относительно вопросов об обладании Будды Всеведения. Будда однозначно отрицал, что кто-либо мог бы знать абсолютно все постоянно, МН-71, а также что он мог бы знать абсолютно все одновременно, МН-90. Однако, он также говорил, МН-90, что если кто-либо считал бы, что Будда полностью отрицает возможность Всеведения, то он бы неправильно истолковывал его слова. Поэтому, очевидно, существует возможность целенаправленного достижения знания о любой вещи. 2. Комментарий поясняет, что Будда не испытывает жажды и цепляния ни к чему, что он познает. 3. Комментарий, это также было бы ложью. 4. Комментарий поясняет, что подобные слова были бы его изъяном. И все три утверждения, обо всем видимом и так далее, подразумевают, что Будда действительно все это знает. 5. Комментарий поясняет, что он не видит этого неправильным образом из-за жажды, самомнения и воззрений. Аналогично и с нижеследующим. 6. Комментарий, будучи всегда устойчивым, является устойчивым. Тодиева-тоди, устойчиво означает в точности такой же, Экосадисата. Тодхагата всегда такой же, как в обретении, так и в утрате, в славе и неизвестности, в похвале и порицании, в удовольствии и боли. 7. Калака-сутта, проповедь в Калаке. А.Н. 4.24 Однажды Благословенный пребывал в парке Калака в граде Сакета. Там он обратился к монахам, монахи. Да, владыка, ответствовали монахи. Благословенный сказал, монахи, все во вселенной, с ее богами, марами и брахмами, всеми поколениями ее населявшихся их созерцателями и священниками, правителями и простыми людьми, что может быть видимо, слышимо, ощущаемо, познаваемо, постигнуто, найдено, осмыслено умом, ведомо мне. Все во вселенной, с ее богами, марами и брахмами, всеми поколениями ее населявшихся их созерцателями и священниками, правителями и простыми людьми, что может быть видимо, слышимо, ощущаемо, познаваемо, постигнуто, найдено, осмыслено умом, ведомо мне неопосредованно. Все это было постигнуто Татхагатой, но не укоренено в Татхагате. Если бы я сказал, я не знаю чего-либо во вселенной, с ее богами, марами и брахмами, всеми поколениями ее населявшихся их созерцателями и священниками, правителями и простыми людьми, что может быть видимо, слышимо, ощущаемо, познаваемо, постигнуто, найдено, осмыслено умом, это было бы ложным. Если бы я сказал, я и знаю и не знаю чего-либо во Вселенной, с ее богами, марами и брахмами, всеми поколениями ее населявшихся их созерцателями и священниками, правителями и простыми людьми, что может быть видимо, слышимо, ощущаемо, познаваемо, постигнуто, найдено, осмыслено умом, это также было бы ложным. Если бы я сказал, я не знаю и не знаю чего-либо во Вселенной, с ее богами, марами и брахмами, всеми поколениями ее населявшихся их созерцателями и священниками, правителями и простыми людьми, что может быть видимо, слышимо, ощущаемо, познаваемо, постигнуто, найдено, осмыслено умом, это было бы моей ошибкой. Таким образом, монахи, Татхагата, будь он видит то, что должно быть зримо, не измышляет зримой. Он не измышляет незримой. Он не измышляет подлежащее видению. Он не измышляет зрящего. Будь он слышит то, что должно быть слышимо, не измышляет слышимой. Он не измышляет неслышимой. Он не измышляет подлежащее слышению. Он не измышляет слышащего Буди. Он ощущает то, что должно быть ощутимо, не измышляет ощутимой. Он не измышляет неощутимой. Он не измышляет подлежащее ощущению. Он не измышляет ощущающего Буди. Он познает то, что должно быть познано. Он не измышляет познанной. Он не измышляет непознанной. Он не измышляет подлежащее познанию. Он не измышляет познающего. Таким образом, монахи, Татхагата, будучи таким в отношении всех явлений, кои могут быть видимы, слышимы, ощущаемы и познаны, является таковостным. И говорю вам, нет кого-либо такового выше либо возвышенней. Все, что может быть зримо, слышимо или ощущаемо, исковывает других, яко истинное, пребывающее в таковости, средь сковавших себя. Не станет, подобным, объявляет истинным либо ложным. Ранее под древом Бодхи ясно увидев, чем связаны и скованы целые поколения, убежденные. Я знаю, я вижу, именно так, как оно есть. Говорю, средь этого нет ничего, что сковывало бы Татхагату. Брахмачария Супта, Святая Жизнь А.Н. 4.25 Благословенный сказал, монахи, эта святая жизнь ведется не ради введения в заблуждение и обмана людей, не ради получения благобретений, хвалы и уважения, не ради победы в спорах, не ради мысли, пусть люди знают меня таким. Но, вместо этого, эта святая жизнь ведется ради, один, сдержанности, два, оставления, три, бесстрастия, четыре, прекращения. И далее он добавил, благословенный святой жизни научил, что без опоры на традицию ведет к небании, ведется ради сдержанности, ради оставления. Вот путь каков существ всех величайших, идут которым все великие провидцы. Те, практикуют кто его, как научил этому Будда, под наставлением учителя страданиям конец положит. Куха сутта, обманщики. АН 4.26. Благословенный сказал, монахи, те монахи, которые обманщики, упрямцы, болтуны, притворщики, высокомерные, несосредоточенные, не являются моими монахами. Два, они отклонились от этой Дхаммы и Винаи, они не достигают роста, совершенствования, зрелости в этой Дхамме и Винаи. Три, но те монахи, которые честные, искренние, непреклонные, покладистые, хорошо сосредоточенные, это мои монахи. 4. Они не отклонились от этой Дхаммы и Винаи, они достигают роста, совершенствования, зрелости в этой Дхамме и Винаи. И далее он добавил, обманщики, упрямцы, болтуны, притворщики, надменен кто, не собран, успехов в этой Дхамме не имеют, который просветленный научил. Но искренние, честные монахи, сосредоточенные, устойчивы, уступчивы, успехов в этой Дхамме достигают, который просветленный научил. Сэм Туттхи сутта, довольствований. АН 4.27. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре мелочи, которые легко заполучить и которые непорицаемы. Какие четыре? 1. Одежда из обносков, это мелочь среди одежд, которую легко получить и которая непорицается. 2. Комок еды с подаяний, это мелочь среди обедов, которую легко получить и которая непорицается. 3. Подножье дерева, это мелочь среди обиталищ, которую легко получить и которая непорицается. 4. Вонючая моча, это мелочь среди лекарств, которую легко получить и которая непорицается. 1. Таковы четыре мелочи, которые легко получить и которые непорицаются. Когда монах довольствуется тем, что является мелочью и что легко добывается, то, я говорю вам, он наделен одним из факторов эскетической жизни. И далее он добавил, когда непорицаемым доволен, то мелочью, что получить несложно, когда твой ум ничуть не взбудоражен, жилищем или же одеждой, питьем, а может какой пищей, то ты тогда ничем нигде не сдержан. Об этих качествах ведь говорится верно, что соответствуют они жизни аскета, коли полученные они были монахом, прилежный, он довольствуется этим. Один, комментарий, подобно тому, как любое тело с золотистым цветом кожи является в действительности омерзительным, то точно так же, любая, даже свежая моча, является вонючей. Согласно ариюведической медицине, если чернильный орех замочить в коровьей моче, то она обладает лекарственными свойствами. Ареванса сутта «Линия преемственности благородных» А.Н. 4.28 Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре линии преемственности благородных, изначальных, существующих издавна, древних, подлинных и никогда не подвергавшихся подделке, которые не подвергаются подделке сейчас и не будут подвергаться подделке в будущем, от которых не отрекаются мудрые жрецы и отшельники. Какие четыре? Один, вот монах доволен любым одеянием и не пускается в неправильные поиски, в недолжные, ради одеяния. Если ему не удается заполучить одеяние, он не волнуется, а если заполучает, он использует его, будучи непривязанным к нему, не очаровываясь им, без слепой поглощенности в нем, видя опасность в нем и понимая спасение от него. И, все же, из-за этого он не восхваляет себя и не унижает других. О любом монахе, который умел и в этом, прилежный, бдительный и постоянно осознанный, говорится, что он находится в древней, изначальной линии преемственности благородных. Два, далее, монах довольствуется любой пищей, полученной как подаянии. Три, далее, монах довольствуется любым жилищем. Четыре, далее, монах находит радость в развитии, доволен развитием, находит радость в оставлении, доволен оставлением. Один. И, все же, из-за этого он не восхваляет себя и не унижает других. О любом монахе, который умел и в этом, прилежный, бдительный и постоянно осознанный, говорится, что он находится в древней, изначальной линии преемственности благородных. Таковы, монахи, четыре линии преемственности благородных, изначальных, существующих издавна, древних, подлинных и никогда не подвергавшихся подделке, которые не подвергаются подделке сейчас и не будут подвергаться подделке в будущем, от которых не отрекаются мудрые жрецы и отшельники. Монахи, когда монах обладает этими четырьмя линиями преемственности благородных, то если он пребывает в восточном направлении, это он побеждает недовольство, а не недовольство побеждает его. Если он пребывает в западном, северном, южном направлении, это он побеждает недовольство, а не недовольство побеждает его. И почему? Потому что он тот, кто устойчив, он тот, кто побеждает недовольство и наслаждение. И далее он добавил, устойчивого недовольства победить не может, так как устойчиво не может быть им побежден. Устойчивый лишь побеждает недовольство, ведь тот, устойчив кто, его и победит. Кто может помешать тому, рассеивает кто, тому, кто кому всю свою оставил? Кто может обвинять того, подобен чистой золотой монете кто? Ведь даже Дэвы хвалят такового, и даже Брахмаевы схваляем он. Один, комментарий поясняет, что он находит радость в развитии семи факторов просветления, четырех основ осознанности, пяти сил и так далее, он находит радость в оставлении чувственного желания и прочих загрязнений. Дхаммапада сутта, факторы Дхаммы. АН 4.29 Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре фактора Дхаммы, изначальных, существующих издавна, древних, подлинных и никогда не подвергавшихся подделке, которые не подвергаются подделке сейчас и не будут подвергаться подделке в будущем, от которых не отрекаются мудрые жрецы и отшельники. Какие четыре? Один, невлечение является фактором Дхаммы, изначальным, от которого не отрекаются мудрые жрецы и отшельники. Два, добрая воля является фактором. Три, правильная осознанность является фактором. Четыре, правильное сосредоточение является фактором Дхаммы, изначальным, от которого не отрекаются мудрые жрецы и отшельники. Таковы четыре фактора Дхаммы, изначальных, существующих издавна, древних, подлинных и никогда не подвергавшихся подделке, которые не подвергаются подделке сейчас и не будут подвергаться подделке в будущем, от которых не отрекаются мудрые жрецы и отшельники». И далее он добавил, «Жить нужно без влечения и с благосклонным сердцем, с осознанным, однонаправленным умом, что внутренне сосредоточен хорошо». Парибаджика сутта «Странники». АН 4.30. Однажды благословенный пребывал в Раджагахе на горе «Утес Ястребов». И тогда группа очень известных странников пребывала в парке странников на берегу реки Саппини. Среди них был Аннабхара, Варадхара, странник Сакулуды, и другие очень известные странники. И тогда, вечером, благословенный вышел из затворничества и отправился в парк странников на берег реки Саппини. Он сел на подготовленное сидение и сказал тем странникам, «Странники, есть эти четыре фактора Дхаммы, изначальных, существующих издавна, древних, подлинных и никогда не подвергавшихся подделке, которые не подвергаются подделке сейчас и не будут подвергаться подделке в будущем, от которых не отрекаются мудрые жрецы и отшельники». Какие четыре? Невлечение является фактором Дхаммы, изначальным, от которого не отрекаются мудрые жрецы и отшельники. Добрая воля является фактором. Правильная осознанность является фактором. Правильное сосредоточение является фактором Дхаммы, изначальным, от которого не отрекаются мудрые жрецы и отшельники. Таковы четыре фактора Дхаммы, изначальных, существующих издавна, древних, подлинных и никогда не подвергавшихся подделке, которые не подвергаются подделки сейчас и не будут подвергаться подделки в будущем, от которых не отрекаются мудрые жрецы и отшельники. Один, если, странники, кто-либо скажет, я отвергну это невлечение как фактор Дхамы и укажу на настоящего жреца или отшельника, который полон влечения, неимоверно страстен к чувственным удовольствиям, то я отвечу ему так, пусть он придет, чтобы поговорить и побеседовать. Посмотрим, насколько он могущественен. В самом деле, не может быть такого, чтобы он отверг невлечения как фактор Дхамы и указал на настоящего жреца или отшельника, который полон влечения, неимоверно страстен к чувственным удовольствиям. Два, если кто-либо скажет, я отвергну эту добрую волю как фактор Дхамы и укажу на настоящего жреца или отшельника с недоброжелательным умом и со злобными устремлениями, то я отвечу ему так, пусть он придет, чтобы поговорить и побеседовать. Посмотрим, насколько он могущественен. В самом деле, не может быть такого, чтобы он отверг добрую волю как фактор Дхамы и указал на настоящего жреца или отшельника с недоброжелательным умом и со злобными устремлениями, то я отвечу ему так, пусть он придет, чтобы поговорить и побеседовать. Посмотрим, насколько он могущественен. В самом деле, не может быть такого, чтобы он отверг правильную сознанность как фактор Дхама и указал на настоящего жреца или отшельника с замутненным умом, у которого нет бдительности. 4. Если кто-либо скажет, я отвергну это правильное сосредоточение как фактор Дхама и укажу на настоящего жреца или отшельника с блуждающим умом, который не сосредоточен, то я отвечу ему так, пусть он придет, чтобы поговорить и побеседовать. Посмотрим, насколько он могущественен. В самом деле, не может быть такого, чтобы он отверг правильной сосредоточения как фактор Дхаммы и указал на настоящего жреца или отшельника с блуждающим умом, который не сосредоточен. Если, странники, кто-либо считает, что эти четыре фактора Дхаммы стоит порицать и отвергать, то тогда в этой самой жизни он подвергает себя четырем видам небезосновательной критики, четырем основаниям для критики. Каким четырем? Если ты порицаешь и отвергаешь это невлечение как фактор Дхаммы, то тогда ты должен считать достойными поклонения и похвалы тех жрецов и отшельников, которые полны влечения, которые неимоверно страстны к чувственным удовольствиям. Если ты порицаешь и отвергаешь эту добрую волю как фактор Дхаммы, то тогда ты должен считать достойными поклонения и похвалы тех жрецов и отшельников с недоброжелательными умами и со злобными устремлениями. Если ты порицаешь и отвергаешь эту правильную осознанность как фактор Дхаммы, то тогда ты должен считать достойными поклонения и похвалы тех жрецов и отшельников с замутненными умами, у которых нет бдительности. Если ты порицаешь и отвергаешь это правильное сосредоточение как фактор Дхаммы, то тогда ты должен считать достойными поклонения и похвалы тех жрецов и отшельников с блуждающими умами, которые не сосредоточены. Если, странники, кто-либо считает, что эти четыре фактора Дхаммы стоит порицать и отвергать, то тогда в этой самой жизни он подвергает себя этим четырем видам небезосновательной критики, четырем основаниям для критики. Даже странники Вассы и Пхани и Зукалы, которые были приверженцами беспричинности, бездействия, и нигилизма, не считали, что эти четыре фактора стоит порицать и отвергать. И почему? Из-за боязни обвинений, нападок, опровержений. И далее он добавил, доброжелательный, всегда осознанный, он внутренне сосредоточен хорошо. Он тренируется, чтобы устранить влечение, и говорится, что прилежен он. Чакка-сутта, колесо. АН 4.31. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре колеса. Когда эти четыре колеса вращаются, те девы-люди, что обладают ими, вскоре достигают величия и изобилия богатства. Какие четыре? 1. Проживание в подходящей местности, 2. Опора на хороших друзей, 3. Правильная решимость, 4. Заслуги, совершенные в прошлом. Таковы четыре колеса. Когда эти четыре колеса вращаются, те девы-люди, что обладают ими, вскоре достигают величия и изобилия богатства. И далее он добавил, и если человек в хорошей местности живет, дружбу заводит с благородными людьми, когда сформировал он правильный настрой, и в прошлом совершал хорошие дела, тогда зерно, богатство, репутацию и славу, а также счастье он приобретет. Сангаха сутта, поддержание. АН 4.32 Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре средства поддержания благоприятных отношений. Какие четыре? 1. Дарение. 2. Приятная речь. 3. Благодетельное поведение. 4. Равносность. Таковы четыре средства поддержания благоприятных отношений. 1. И далее он добавил, дарение и речь приятная, как благодетельное поведение, равносность, в различных ситуациях мирских будут уместны в каждом своем случае, эти средства поддержат отношения, точно человека поддержат колесницу. И если бы не было бы средств подобных, тех, что поддерживают благость в отношениях, тогда бы ни отец, ни мать от собственных детей не получали ни уважения, ни почитания. Но так как средства таковые существуют, те, что поддерживают благость в отношениях, то мудрый человек их уважает и тем он величия достигает, и ценит высоко его другие. Один, смотри. АН 8.24 СИХА СУТТА, ЛЕВ АН 4.33 Благословенный сказал, Монахи, вечером лев, царь зверей, выходит из своего логова. Выйдя, он подтягивается, осматривается в направлении всех четырех сторон, и рычит своим львиным рыком три раза. Затем он отправляется в поисках игры. Когда лев, царь зверей, рычит, то любые животные, услышавшие этот звук, в большинстве своем пугаются, ощущают беспокойство и трепет. Те, кто живет в норе, заползают в норы. Те, кто живет в воде, погружаются в воду. Те, кто живет в лесу, убегают в лес. Птицы взлетают в небо. Даже те царские огромные слоны, привязанные прочными ремнями в деревнях, городах и столицах, срываются и разрывают свои путы на куски. Испугавшись, они мочатся и испражняются, ищут убежище здесь и там. Настолько могущественен, монахи, лев, царь зверей среди животных, такой грандиозный и величественный. Точно так же, монахи, когда Татхагата появляется в мире, арахант, полностью просветленный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный, он обучает Тхаме так, один, таково личностное существование, два, таково возникновение личностного существования, три, таково прекращение личностного существования, четыре, таков путь, ведущий к прекращению личностного существования. Один. И тогда, монахи, когда эти дэвы, обладающие длительным сроком жизни, красотой, пребывающие в счастье, проживающие длительное время в величественных дворцах, слышат, как Татхагата обучает этой Тхаме, то в большинстве своем, два, они пугаются, ощущают беспокойство и трепет, так выходит, что мы не постоянны, хотя мы считали себя постоянными, так выходит, что мы неустойчивы, хотя считали себя устойчивыми, так выходит, что мы не вечны, хотя считали себя вечными. Так выходит, что мы не постоянны, не устойчивы, не вечны, и входим в личностное существование. Настолько могущественен, монахи, Татхагата, в этом мире с его дэвами, такой грандиозный и величественный. И далее он добавил, как только Будда, благодаря прямому знанию, в движение привел колесо Дхаммы, так этот мир и его небожители, послание узнали несравненного учителя, вот прекращение самоопределения, а вот его источник, таков путь благородный восьмеричный, ведущий к утолению страдания. И деву те, с огромным сроком жизни, красивые и лучезарные, страхом поражены трепетанием, словно животные, услышавшие львиный рык. Самоопределение не оставили, похоже, господин, мы неустойчивы, так говорят они и послание услышав, от стойкого, освобожденного, архата. Один, сакэ, личностное существование. Это пять совокупностей, кхангх, подверженных цеплянию, смотри. СН 2278, почти точный аналог этой сутты, включая стих. Два, комментарий поясняет, что фраза по большей части относится к тем девам, которые не являются учениками благородных, ария, то есть являются простыми заурядными личностями, куттфуджана. От гаппаса до сутта, уверенность. АН 4.34. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре высочайших вида уверенности. Какие четыре? Один, каких бы в мире ни было живых существ, безногих или двуногих, четвероногих, многоногих, обладающих формой или бесформенных, обладающих восприятием или не обладающих восприятием, или не обладающих восприятием, не не обладающих восприятием, среди них татхагата, арахант, полностью просвещен. Осветленный, считается наивысшим. Те, кто обладают уверенностью по отношению к Будде, имеют уверенность в наивысшем, а у тех, у кого имеется уверенность в наивысшем, наивысшим становится результат. Два, каких бы в мире ни было феноменов, которые являются обусловленными, благородный восьмеричный путь считается наивысшим из них. Те, у кого есть уверенность в благородном восьмеричном пути, имеют уверенность в наивысшем, а у тех, у кого имеется уверенность в наивысшем, наивысшим становится результат. 3. Каких бы в мире ни было феноменов, которые являются либо обусловленными, либо необусловленными, бесстрастие считается наивысшим из них, то есть, сокрушение гордыни, устранение жажды, искоренение привязанности, прекращение круговерти сансары, уничтожение жажды, бесстрастие, прекращение, неббана. 4. Каких бы в мире ни было сангх или групп, сангха учеников Тадхагата считается наивысшей из них, то есть, четыре пары или восемь типов личностей, это сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважение, непревзойденное поле заслуг для мира. 5. Те, у кого есть уверенность в сангхе, имеют уверенность в наивысшем, а у тех, у кого имеется уверенность в наивысшем, наивысшим становится результат. Таковы четыре высочайших вида уверенности. И далее он добавил, доверием к высшему кто обладает, знает кто высочайшую Дхамму, в Будде уверен кто, высочайшим, в непревзойденном, дарении достойном, тот, в наивысшей кто Дхамме уверен, то есть, в блаженном покое бесстрастия, тот, высочайший кто сангхе уверен, непревзойденном поле заслуг, тот, кто дары самым лучшим подносит, тот в лучшем виде заслуг возрастает, лучший срок жизни, и облик, и слава, счастье и сила, благая молва. Мудрый, дары наивысшем дающий, сосредоточен над Дхамме Высокой. Став божеством или вновь человеком, счастлив, ведь высшее смог обрести он. Васакара сутта, Васакара. АН 4.35. Однажды Благословенный пребывал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем свертилище. И тогда Васакара, главный министр Магадхи, отправился к Благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал Благословенному, Мастер Гатама, мы описываем некоего человека, который обладает четырьмя качествами, как великого человека с величайшей мудростью. Какими четырьмя? Вот некий человек высоко ученый в различных областях знаний. Он понимает смысл различных утверждений и может сказать, вот каково значение этого утверждения, вот каково значение того утверждения. У него хорошая память. Он хранит в памяти и помнит то, что было сделано и сказано давным-давно. Он умелый и прилежный в исполнении различных бытовых работ домохозяина. Он судит об этих работах уже только после их выполнения, чтобы довести их до конца и выполнить их подобающим образом. Мы описываем некоего человека, который обладает этими четырьмя качествами, как великого человека с величайшей мудростью. Если Мастер Гатама считает, что сказанное мной нужно одобрить, то пусть он одобрит. Если он считает, что это нужно опровергнуть, пусть он опровергнет. Брахман, я не соглашаюсь с твоим утверждением, не отвергаю его. Вместо этого, я опишу того, кто обладает четырьмя иными качествами, как великого человека с величайшей мудростью. Какими четырьмя? 1. Вот человек практикуют ради блага и счастья многих людей. Он тот, кто утвердил многих людей в благородном методе, то есть, в благотворности Дхаммы, в благостности Дхаммы. 2. Он думает то, что хочет думать, и не думает того, чего не хочет думать. Он устремляется к тому, к чему хочет устремляться, и не устремляется к тому, к чему не хочет устремляться. Вот каким образом он обрел умственное владение над путями мыслей. 3. Он обретает без сложностей и проблем. 4. Тшханы, что составляют высший ум и являются приятным пребыванием в этой самой жизни. 4. За счет уничтожения пятен умственных загрязнений, прямо здесь и сейчас в этой самой жизни он входит и пребывает в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. Я не соглашаюсь с твоим утверждением, Брахман, не отвергаю его. Но я описываю некоего человека, который обладает этими четырьмя качествами, как великого человека с величайшей мудростью. 1. Удивительно и поразительно, мастер Гатама, как хорошо сказал об этом мастер Гатама. И мы считаем мастера Гатаму тем, кто обладает этими четырьмя качествами. Ведь он практикует рады блага и счастья многих. Пребывает в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. Вне сомнений, Брахман, ты нахален и назойлив, 2, в своих словах, но, тем не менее, я отвечу тебе. Действительно, я практикую ради блага и счастья многих. Пребываю в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. И далее он добавил, тот, обнаружил кто на благо всех существ, освобождение от ловушки смерти, тот, кто раскрыть смог Дхамму, метод, ради людей и дыгов благо, тот, обретают многие в ком веру, когда завидят и послушают его, тот, кто в пути и вне пути умелый, кто не запятнан и свершил свою задачу, тот, просветлен кто, носит свое тело, после которого другого уж не будет, зовется человеком величайшим, и мудростью великой наделенным. 1. Примечание переводчика С.В. Вероятно, Будда был согласен с утверждением Брахмана, но это утверждение описывало мудрого мирского человека, тогда как Будда своим утверждением описал того, кто вышел за грань мира, то есть араханта. 2. Обычно это слово, асаджи, означает словесно нападать, оскорблять, но такое значение в данном контексте выглядит слишком грубым. Поэтому я предполагаю, что эти слова Брахмана здесь, не будучи оскорблением, все же, неуместны, так как являются переходом на личность. Дона Сутта, Дона. А.Н. 4.36. Однажды Благословенный шел по дороге между Укатха и Ситавией. Брахман Дона также шел по дороге между Укатха и Ситавией. Затем Брахман Дона увидел на отпечатках ступней Благословенного полные во всех отношениях колеса с тысячами спиц, ободьями и ступицами, один, и подумал, удивительно и поразительно. Это не могут быть следы человека. И тогда Благословенный сошел с дороги и сел у подножья дерева, скрестив ноги, выпрямив тело, установив осознанность впереди. Идя по следам Благословенного, Брахман Дона увидел Благословенного, сидящего у подножья дерева, грациозного, внушающего доверие, с умиротворенными чертами и умиротворенным умом, того, кто достиг высочайшего укращения и безмятежности, точно охраняемый укращенный огромный слон, сдерживающий свои органы чувств. Тогда он подошел к Благословенному и сказал ему, «Почтенный, могли бы вы быть, один, дэвом, два, я не буду дэвом, Брахман? Почтенный, могли бы вы быть, два, гандхаббай? Я не буду гандхаббай, Брахман. Почтенный, могли бы вы быть, три, яггхай? Я не буду яггхай, Брахман. Почтенный, могли бы вы быть, четыре, человеком? Я не буду человеком, Брахман. Будучи спрошенным, почтенный, могли бы вы быть дэвом? Вы говорите, я не буду дэвом, Брахман. Будучи спрошенным, почтенный, могли бы вы быть гандхаббай, человеком. Вы говорите, я не буду человеком, Брахман. Так кем бы вы могли бы быть? Брахман, я отбросил те пять на загрязнение ума, из-за которых я мог бы быть Девом. Я срезал их под корень, сделал подобными обрубку пальмы, уничтожил так, что они более не возникнут в будущем. Я отбросил те пять на загрязнение ума, из-за которых я мог бы быть Ганхаббой, Якхой, человеком. Я срезал их под корень, сделал подобными обрубку пальмы, уничтожил так, что они более не возникнут в будущем. Подобно тому, как голубой, красный, или белый лотос родился в воде, вырос в воде, но, поднявшись над поверхностью воды, он более незапятнан водой, то точно так же Тадхагата родился в мире, вырос в мире, но, преодолев мир, пребывает незапятнанным миром. Помни меня, Брахман, как Будду». И далее он добавил, «Я уничтожил все те загрязнения, из-за которых мог бы я родиться дэвом, или ганхаббой, что по небу мчиться, из-за которых мог бы я стать ягхой, или же в мир людей опять вернуться, все эти пятна срезал я, рассеял. И как чудесный белый лотос, водой не промокает, то точно так же миром незапятнан я, вот почему, Брахман, я, Будда. Один, один из тридцати двух телесных признаков величайшего человека, либо Будды, либо церемиродержца. Два, комментарий толкует эту беседу как в опрошании Брахмана насчет будущей участи Будды, следующего вида перерождения. Однако я считаю, что здесь идет утонченная игра слов. Брахман использует будущее время, чтобы быть максимально учтивым могли бы вы быть, но спрашивает о настоящем. А Будда отвечает ему прямо, говоря четко о будущем, «Я не буду», подразумевая именно будущее существования. А парихание сутта, не упадок. АН 4.37. Благословенный сказал, «Монахи, монах, который обладает четырьмя качествами, не способен к упадку и находится рядом с небланой». Какими четырьмя? Вот монах совершенен в нравственном поведении, охраняет двери органов чувств, соблюдает умеренность в виде, и предается бодрствованию. Один, и каким образом монах совершенен в нравственном поведении? Вот монах нравственен. Он пребывает, обуздывая себя потимокхой, обладая хорошим поведением и подобающими средствами, видя опасность в мельчайших проступках. Возложив на себя правила тренировки, он тренируется в них. Вот каким образом монах совершенен в нравственном поведении. Два, и каким образом монах охраняет двери органов чувств? Вот, увидев форму глазом, монах не цепляется за ее черты и детали. Поскольку, по мере того, как он оставляет качество глаза неохраняемым, плохие неблагие состояния сильного желания и подавленности могут наводнить его, он практикует сдержанность в отношении этого. Он охраняет качество глаза. Он предпринимает сдерживание качества глаза. Услышав ухом звук. Унюхав носом запах. Различив языком вкус. Ощутив тактильные ощущения телом. Познав ментальный феномен умом, он не цепляется за его черты и детали. Поскольку, по мере того, как он оставляет качество ума неохраняемым, плохие и неблагие состояния сильного желания и подавленности могут наводнить его, он практикует сдержанность в отношении этого. Он охраняет качество ума. Он предпринимает сдерживание качества ума. Вот каким образом монах охраняет двери органов чувств. Три. И каким образом монах соблюдает умеренность в виде? Вот, тщательно это обдумывая, он принимает пищу не ради развлечения, не ради опьянения, не ради физической красоты и привлекательности, но только для того, чтобы выжить и поддержать это тело, для того, чтобы устранить дискомфорт, ради ведения святой жизни. Думая так, я устраню возникшие чувства голода и не создам новых чувств от переедания. Так я поддержу свое здоровье, не вызову порицаний, буду жить в благополучии. Вот каким образом монах соблюдает умеренность в виде. 4. И каким образом монах предается бодрствованию? Вот днем монах сидит, ходит вперед-назад, очищая свой ум от тех состояний, что создают препятствия. Во время первой стражи ночи он сидит, ходит вперед-назад, очищая свой ум от тех состояний, что создают препятствия. Во время срединной стражи ночи он ложится на правый бок в позе льва, положив одну ступню на другую, осознанный и бдительный, предварительно сделав в уме отметку, когда следует вставать. После подъема, во время последней стражи ночи, он сидит, ходит вперед-назад, очищая свой ум от тех состояний, что создают препятствия. Вот каким образом монах предается бодрствованию. Монах, который обладает этими четырьмя качествами, не способен к упадку и находится рядом с Ниббаной. И далее он добавил, он в нравственности утвержден, в органах чувств своих он сдержан, умеренность в виде он соблюдает, и бодрствованию предается он, когда старательным таким живет монах, неутомимый в этом днем и ночью, он, развивая качества благие, спасение от подневольности достигнет. Монах, который при лежании урат, в беспечности опасность только видит, к упадку более не склонен он, ведь очень близко он находится к Ниббане. Пателлина сутта, отступивший. А.Н. 4.38 Благословенный сказал, монахе, промонаха, который рассеял личностные истины, всецело оставил поиски, и успокоил телесные формации, говорится, что он отступил. Один, и как монах рассеял личностные истины? Вот, любые заурядные личностные истины, которых придерживаются заурядные жрецы и отшельники, как то, мир вечен или мир не вечен, мир ограничен или мир безграничен, душа и тело, это одно и то же или душа это одно, а тело, иное. Татхагата существует после смерти, Татхагата не существует после смерти, Татхагата и существует, и не существует после смерти, Татхагата не существует, и не существует после смерти, монах оставил и рассеял их все, отказался от них, отверг их, отпустил их, отбросил и избавился от них. Вот как монах рассеял личностные истины. И как монах всецело оставил поиски? Вот монах отбросил поиски чувственных удовольствий, поиски существования, и ослабил поиски святой жизни. Вот как монах всецело оставил поиски. 3. И как монах успокоил телесные формации? Вот, с оставлением удовольствия и боли, как и с предшествующим угасанием радости и недовольства, монах входит и пребывает в четвертой джхане, он пребывает в чистейшей осознанности, очищенной невозмутимостью, в неудовольствии и боли. Вот как монах успокоил телесные формации. 1. 4. И как монах отступил? Вот монах отбросил самомнение, я срезал его под корень, сделал подобным обрубку пальмы так, что оно более не возникнет в будущем. Вот как монах отступил. Монахи, промонаха, который рассеял личностные истины, всецело оставил поиски и успокоил телесные формации, говорится, что он отступил. И далее он добавил, есть поиск чувственных услад, как есть существование поиск, жизнедуховный поиск есть. Хватание есть вот, истина, воззрение есть как опухоль. Тот, отлучен от страсти, кто, освобожден в уничтожении жажды, такие поиски оставил, ну а воззрение искоренил. Этот монах, осознанный, спокойный, тот, просветлен кто и не побежден, сквозь самомнение сумев пробиться, зовется тем, кто отступил. 1. Примечание переводчика СВ, телесная формация, Крисангхара. В ряде сутт, например, в СН 41.6, поясняется, что это вдох и выдох. Телесные формации, то есть, вдох и выдох, полностью прекращаются в четвертой джхане, смотри. СН 36.11. Этот фрагмент этой сутты, наряду с некоторыми другими отрывками в других суттах, опять-таки намекает на то, что для достижения раханства требуется четвертая джхана, хотя нигде в каноне нет прямого утверждения на этот счет. УДЖАЯ СУТТА, УДЖАЯ АН 4.39. И тогда Брахман УДЖАЯ отправился к Благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал Благословенному, восхваляет ли мастер Гатама жертвоприношения? Я не восхваляю всяких жертвоприношений, Брахман, но не так оно, что я отказываюсь восхвалять всякие жертвоприношения. 1. Я не восхваляю жестоких жертвоприношений, когда убивают крупный рогатый скот, коз, баранов, кур и свиней, когда других существ ведут на убой. 2. И почему? Потому что араханты те, кто вступили на путь к араханству, не сопутствуют жестокому жертвоприношению. 3. Но я восхваляю ненасильственное жертвоприношение, когда они убивают крупный рогатый скот, коз, баранов, кур и свиней, когда других существ не ведут на убой. То есть, частые совершения даяний, жертвования, совершаемые по семейной традиции. 4. И почему? Потому что араханты те, кто вступили на путь к араханству, сопутствуют ненасельственному жертвоприношению. И далее он добавил, есть жертва лошадьми, людьми есть жертва также, саммопаса, ваджапея, а также нерадгала, жестокостью исполненные жертвы в ней эти, едва ли принесут они и кому большое благо. И мудрецы великие, что правильно ведут себя, сопутствовать такому подношению не станут, где козы, овцы и иной рогатый скот, самых различных видов попадают вдруг под нож. Но если подношение насилия лишено, что по семейному обычаю свершается всегда, где нет ни коз, и ни овец, и ни рогатого скота, самых различных видов, попадают что под нож, то мудрецы великие, что правильно ведут себя, сопутствовать такому подношению могли бы. Вот мудрый человек, что должен подносить, то жертвование, что великий плод ему дает. Ведь для того, кто подношение это совершит, будет ему во благо и вреда не принесет. Такое подношение значительно весьма, и небожители довольны тоже будут им. Удая сутта, Удая. АН 4.40. И тогда Брахман Удая отправился к Благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал Благословенному, восхваляет ли мастер Гатама жертвоприношения? Я не восхваляю всяких жертвоприношений, Брахман, но не так оно, что я отказываюсь восхвалять всякие жертвоприношения. 1. Я не восхваляю жестоких жертвоприношений, когда убивают крупный рогатый скот, коз, баранов, кур и свиней, когда других существ ведут на убой. 2. И почему? Потому что араханты те, кто вступили на путь к араханству, не сопутствуют жестокому жертвоприношению. 3. Но я восхваляю ненасильственное жертвоприношение, когда не убивают крупный рогатый скот, коз, баранов, кур и свиней, когда других существ не ведут на убой. То есть, частые совершения даяний, жертвования, совершаемые по семейной традиции. 4. И почему? Потому что араханты те, кто вступили на путь к араханству, сопутствуют ненасильственному жертвоприношению. И далее он добавил, и когда жертвование позволительно, сделано вовремя, жестоким не является, приготовление должное все сделаны, тот тот, кто сдержан, жизнь ведет святую, сопутствует такому подношению. Тот в мире, устранил кто все укрытия, преодолевший время, назначение, Будда, умело в жертвоприношение, восхвалит подношение этот вид. И подготовив правильный подарок, обычный или в память же умершим, с умом уверенным отдай этот подарок полю заслуг, где дар приносит плод великий, всем тем монахам, кто живет святую жизнью. И когда то, что было праведно добыто, предложено, пожертвовано верно, тем, кто достойно этих подношений, такое жертвование будет величайшим, и божества ведь тоже ему рады. Мудрец, который верой обладает, с щедрым умом кто подношений свершает, перерождается потом в счастливом мире, в уделе, не имеющем страданий. Самадхипхавана сутта, развитие сосредоточения АН 4.41 Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре развития сосредоточения. Какие четыре? Есть развитие сосредоточения, которое ведет к приятному пребыванию в этой самой жизни. Есть развитие сосредоточения, которое ведет к обретению знания и видения. Есть развитие сосредоточения, которое ведет к осознанности и бдительности. Есть развитие сосредоточения, которое ведет к уничтожению пятен умственных загрязнений. Один, и каково, монахи, развитие сосредоточения, которое ведет к приятному пребыванию в этой самой жизни? Вот, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний ума, монах входит и пребывает в первой джхане, которая сопровождается направлением и удержанием ума на объекте медитации, с восторгом и удовольствием, которые возникли из-за этой отстраненности. С угасанием направления и удержания ума на объекте, он входит и пребывает во второй джхане, в которой наличествует внутренняя уверенность и единение ума, в которой нет направления и удержания, но есть восторг и удовольствие, которые возникли посредством сосредоточения. С угасанием восторга он пребывает невозмутимым, осознанным, бдительным, и ощущает приятное телом. Он входит и пребывает в третьей джхане, о которой благородные говорят так, он невозмутим, осознан, пребывает в удовольствии. С оставлением удовольствия и боли, равно как и с предыдущим угасанием радости и недовольства, он входит и пребывает в четвертой джхане, которая неприятно-неболезненно, характерна чистейшей осознанностью из-за невозмутимости. Это называется развитием сосредоточения, которое ведет к приятному пребыванию в этой самой жизни. 1. 2. И каково развитие сосредоточения, которое ведет к обретению знания в виде Ниэр? Вот монах уделяет внимание и восприятию света так, как днем, так и ночью, как ночью, так и днем. Вот так, с открытым, с раскрытым умом, он развивает ум, пропитанный сиянием. Это называется развитием сосредоточения, которое ведет к обретению знания и видения. 2. 3. И каково развитие сосредоточения, которое ведет к осознанности и бдительности? Вот монах знает чувства по мере того, как они возникают, по мере того, как пребывают, по мере того, как исчезают. Он знает восприятие по мере того, как они возникают, по мере того, как пребывают, по мере того, как исчезают. Он знает мысли по мере того, как они возникают, по мере того, как пребывают, по мере того, как исчезают. 3. Это называется развитием сосредоточения, которое ведет к осознанности и бдительности. 4. И каково развитие сосредоточения, которое ведет к уничтожению пятен умственных загрязнений? Вот монах пребывает в созерцании происхождения и исчезновения в пяти совокупностях, подверженных цеплянию, такова форма, таково ее происхождение, таково ее исчезновение, таково чувство, таково восприятие, таковы формации, таково сознание, таково его происхождение, таково его исчезновение. Это называется развитием сосредоточения, которое ведет к уничтожению пятен умственных загрязнений. Таковы четыре развития сосредоточения. Четыре. И именно в отношении этого я сказал так в Параяне в вопросах Пыннаки, познав вершины и низины мира, ничем он в мире этом не взволнован. Спокойный и нераздраженный, без всяческих проблем, желаний, он пересек рождение и старость. 1. По мнению достопочтенного Бодхи, речь идет о том, кто не использует Джхану для прозрения, либо о барахантах, которые входят в Джхану просто ради приятного пребывания. 2. Речь идет о развитии сверхспособности Божественного глаза. Смотри, например, АН 8.64, где Будда рассказывает о развитии этой способности. 3. Комментарий поясняет, как он знает чувства по мере того, как они возникают. Вот монах уделяет внимание опоре, ватху, чувственному органу и объекту, романа. Познавая опору и объект, он знает, вот как возникли эти чувства, вот как они продолжают наличествовать, вот как они прекращаются. Тот же метод применим к восприятиям и мыслям. 4. Примечание переводчика СВ. При прочтении может показаться, что Джхана – это лишь один из четырех видов сосредоточения, который никак не связан с остальными вариантами, но такое понимание неверно, потому что без Джханы невозможно обрести знание и видение или же араханство, уничтожение загрязнений. Поэтому логично рассматривать эти четыре пункта просто как векторы развития Джханового сосредоточения. В первом случае развивается сама Джхана, достижение которой само по себе является приятным пребыванием. Во втором случае уже развитая Джхана используется как основа для получения сверхспособностей. В третьем случае Джхана используется для развития осознанности и мудрости в отношении телесных и психических процессов, а в последнем случае, очевидно, уже опираясь на осознанность и мудрость, для достижения самых глубинных прозрений, что ведут к полному просветлению. Паньхаби Каарана Сутта – Вопросы. АН 4.42. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре способа отвечать на вопросы. Какие четыре? Один, есть вопрос, на который нужно отвечать категорично. Два, есть вопрос, на который нужно отвечать после проведения разграничений. Три, есть вопрос, на который нужно отвечать встречным вопросом. Четыре, есть вопрос, который следует отложить в сторону. Таковы четыре способа отвечать на вопросы. И далее он добавил, бывает, нужно дать ответ категоричный, в другом же случае разграничение нужно сделать. А в третьем случае задать нужно вопрос, четвертый же вопрос отставить нужно сразу. Когда он знает, как нужно ответить, как подобает встретить те вопросы, то монахи говорят как об умелом, в ответе на четыре выпрошания. В споре с трудом ты такового одолеешь, ведь он глубок, и стой кон к нападкам. Он в двух вещах является умелым, он знает, что полезно, а что вредно. Того, что вредно, мудро избегает, и принимает то лишь, что полезно. И прибыв к этому, является что пользой, устойчиво является и мудрым. ПАТХАМА КАТХАГАРУ СУТТА, ЗЛОБА 1 АН 4.43 Благословенный сказал, монахи, в мире есть эти четыре типа личности. Какие четыре? Один, тот, кто ценит злобу, но не благует хаму. Два, тот, кто ценит клевету, но не благует хаму. Три, тот, кто ценит обретение, но не благует хаму. Четыре, тот, кто ценит славу, но не благует хаму. Таковы четыре типа личностей, что существуют в мире. Монахи, в мире есть иные четыре типа личностей. Какие четыре? Тот, кто ценит благую хаму, но не злобу, не клевету, не обретение, не славу. Таковы иные четыре типа личностей, что существуют в мире. И далее он добавил, монах, который ценит злобу, клевету, а также обретение и славу, не возрастает в этой благой Дхамме, наученной всецело просветленным. Но кто благую Дхамму почитает, так в прошлом, в настоящем пребывает, тот возрастает в этой благой Дхамме, наученной всецело просветленным. Дутия Кадхагару сутта, Злоба 2. АН 4.44. Благословенный сказал, монахи, эти четыре вещи противоположны благой Дхамме. Какие четыре? 1. Когда ценится злоба, а не благая Дхамма. 2. Когда ценится клевета, а не благая Дхамма. 3. Когда ценится обретение, а не благая Дхамма. 4. Когда ценится слава, а не благая Дхамма. Эти четыре вещи противоположны благой Дхамме. Монахи, эти иные четыре вещи соответствуют Дхамме. Какие четыре? Когда ценится благая Дхама, а не злоба, клевета, обретение, слава. Эти иные четыре вещи соответствуют Дхамме. И далее он добавил, монах, который ценит злобу, клевету, а также обретение и славу, подобен сгнившим семенам в хорошем поле, не возрастает в этой благой Дхамме. Но кто благую Дхамму почитает, так в прошлом, в настоящем пребывает, подобен он растениям телебным, и возрастает в этой благой Дхамме. Под Дхама Рахитаса Сутта, Рахитаса 1. АН 4.45. Однажды Благословенный пребывал в Саваттхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И когда наступила глубокая ночь, молодой Дэва Рахитаса, обладающий поразительной красотой, освящая всю рощу Джеты, подошел к Благословенному. Подойдя, он поклонился Благословенному, встал рядом и сказал, «Господин, существует ли возможность посредством передвижения познать, увидеть или дойти до края мира, где существо не рождается, не стареет, не умирает, не спускает последний вздох, не перерождается?» Что касается края мира, друг, где существо не рождается, не стареет, не умирает, не спускает последний вздох, не перерождается, я утверждаю, что такового края мира нельзя познать, увидеть или достичь посредством передвижения. «Удивительно, господин, поразительно, господин, как хорошо сказал Благословенный, что касается края мира, друг, где существо не рождается, не стареет, не умирает, не спускает последний вздох, не перерождается, я утверждаю, что такового края мира нельзя познать, увидеть или достичь посредством передвижения. Когда-то в прошлом, господин, я был провидцем по имени Рахитаса, сыном Бходжи, и обладал сверхъестественной силой, мог странствовать сквозь небеса. Я обладал такой скоростью, господин, что мог перемещаться так же быстро, как если бы лучник с мощным луком, обученный, ловкий, натренированный, опытный, мог бы без труда выпустить по тени банановой пальмы легкую стрелу. Мой шаг был таким огромным, господин, что, казалось, он покрывал все расстояние от Восточного океана до Западного океана. И затем, господин, желание возникло во мне, я доберусь до края мира посредством передвижения. Обладает такой скоростью и таким шагом, имея срок жизни в сотню лет, живя в течение сотни лет, я передвигался в течение ста лет, если не считать остановок на то, чтобы поесть, попить, пообедать и перекусить, помочиться и испражниться, поспать и снять усталость. И все же, я умер по пути, так и не достигнув края мира. Удивительно, господин. Поразительно, господин. Как хорошо сказал благословенный, что касается края мира, друг, где существо не рождается, не стареет, не умирает, не спускает последний вздох, не перерождается, я утверждаю, что такового края мира нельзя познать, увидеть или достичь посредством передвижения. Что касается края мира, друг, где существо не рождается, не стареет, не умирает, не спускает последний вздох, не перерождается, я утверждаю, что такового края мира нельзя познать, увидеть или достичь посредством передвижения. И все же, друг, я также утверждаю, что, не дойдя до края мира, нельзя положить конец страданиям. Друг, именно в этом самом теле, длиной почти что всажни, наделенном восприятием и сознанием, я провозглашаю, один, мир, два, источник мира, три, прекращение мира, четыре, и путь, ведущий к прекращению мира. И далее Благословенный добавил, и не дойти до края мира за счет передвижения по миру, но все же, не дойдя до края мира, нельзя освободиться от страданий. Поэтому, мудрец, который знает мир, достигший края мира, жизнь святую прожил, познав мир и конец, в покое пребывает, не жаждет ни того и ни другого мира он. Дутио Рахитаса Сутта, Рахитаса 2. АН 4.46. Сутта аналогична предыдущей АН 4.45, но здесь чуть иное вступление, и когда ночь подошла к концу, Благословенный обратился к монахам, монахе, прошлой ночью, когда наступила глубокая ночь, молодой Дутио Рахитаса, обладающий поразительной красотой, освящая всю рощу джеты, подошел ко мне, поклонился, встал рядом и сказал, «Господин, существует ли возможность?» Сувидура Сутта, далеки друг от друга. АН 4.47. Благословенный сказал, монахе, существуют эти четыре пара вещей, которые неимоверно далеки друг от друга. Какие четыре? Один, небо и земля, два, ближний и дальний берег океана, три, места, где солнце восходит и заходит, четыре, учения хороших людей и учений плохих. Таковы эти четыре пара вещей, которые неимоверно далеки друг от друга. И далее он добавил, земля и небо друг от друга далеки, и дальний берег океана ведь не близок, а также место, солнце где встает, не рядом с местом, где оно садится. Но еще больше, говорят, разнесены и учения людей плохих, хороших. Дружба людей хороших постоянно, и не меняется она, покуда длится. Дружба плохих людей же ненадежна, вот так учения людей хороших, разнесено с учением плохих людей. ВИСАКХА СУТТА, ВИСАКХА. АН 4.48. Сутта идентична СН 21.7, но здесь действие происходит в Саваддхи в Роще Джеты. По заметке Достопочтенного Бодхи, не совсем понятно, почему сутта находится в книге четырех, ведь в ней невозможно выделить какие-либо четыре пункта. ВИПАЛАСА СУТТА, ИСКАЖЕНИЕ. АН 4.49. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре вида искажений восприятия, искажений ума, искажений воззрения. Какие четыре? Искажения восприятия, ума, и воззрения, из-за которого, один, непостоянно считается постоянным, два, то, что является страданием, считается приятным, три, то, что является безличностным, считается собой, четыре, то, что является непривлекательным, считается привлекательным. Таковы четыре вида искажений восприятия, искажений ума, искажений воззрения. Монахи, есть эти четыре вида неискажений восприятия, неискажений ума и неискажений воззрения. Какие четыре? Неискажения восприятия, ума и воззрения, из-за которого непостоянное считается непостоянным, то, что является страданием, считается страданием, то, что является безличностным, считается безличностным, то, что является непривлекательным, считается непривлекательным. Таковы четыре вида неискажений восприятия, неискажений ума и неискажений воззрения. И далее он добавил, воспринимая постоянство в том, не постоянно что, в том, что является страданием, воспринимая счастье, воспринимая, я, в том, что безличностно по сути, и привлекательное видя в том, противно что, все существа склоняются к плохим воззрениям, умы нарушены, их восприятия искоржены. Колодкой марой эти люди пленены, от подневольности защиту получить не могут. Скитаться по сансаре продолжают все они, переходя от смерти к новому рождению. Но когда Будды в мире возникают, и излучают этим всюду яркий свет, они тогда и Дхамму миру раскрывают, что к утолению страданий всех ведет. И когда мудрый человек услышал эту Дхамму, он обретает этим самым здравый ум. Непостоянное непостоянным видит, в страдательном страдании видит он. В безличностном безличностное видит, противное в непривлекательном он зрит. И с обретением правильных воззрений, он все страдания смог преодолеть. Упадки леса сутта, загрязнения. АН 4.50 Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре вида загрязнений Солнца и Луны, из-за которых Солнце и Луна не сияют, не сверкают, не лучатся. Какие четыре? Облако являются загрязнением Луны и Солнца, из-за которого Солнце и Луна не сияют, не сверкают, не лучатся. Туман является загрязнением Луны и Солнца. Дым и пыль являются загрязнениями Луны и Солнца. Раху, повелитель Асуров, является загрязнением луны и солнца, из-за которого солнце и луна не сияют, не сверкают, не лучатся. Таковы четыре вида загрязнений солнца и луны, из-за которых солнце и луна не сияют, не сверкают, не лучатся. Точно так же, монахи, есть эти четыре вида загрязнений жрецов и отшельников, из-за которых некоторые жрецы и отшельники не сияют, не сверкают, не лучатся. Какие четыре? Один, есть некоторые жрецы-отшельники, которые пьют спиртные напитки и вино и не воздерживаются от распития спиртных напитков и вина. Таково первое загрязнение жрецов-отшельников. Два, есть некоторые жрецы-отшельники, которые пускаются в половые сношения и не воздерживаются от половых сношений. Таково второе загрязнение жрецов-отшельников. Три, есть некоторые жрецы-отшельники, которые принимают золото и серебро и не воздерживаются от принятия золота и серебра. Таково третье загрязнение жрецов-отшельников. 4. Есть некоторые жрецы-отшельники, которые зарабатывают себе на жизнь неправильными способами добычи средств к жизни и не воздерживаются от неправильных способов добычи средств к жизни. Таково четвертое загрязнение жрецов-отшельников, из-за которых некоторые жрецы-отшельники не сияют, не сверкают, не лучатся. 1. И далее он добавил, бывают и отшельники, жрецы, влекомые желанием и злобой, невежеством опутанные люди, в вещах приятных ищут наслаждения. Они вино, спиртное пьют, и половую жизнь осуществляют, невежеством опутанные люди, готовые золото и серебро принять. Другие же жрецы, аскеты, чтобы прожить, пускаются в плохое. Сын Солнца, Будда, эти вещи, описывал как загрязнение. И некие жрецы, аскеты, которые загрязнены всем этим, люди нечистые, которые в пыли, лучиться и сиять не могут. Из головы до ног они покрыты тьмой, эти ведомые рабы желания. Стремятся к новому несуществованию, и кладбище телами наполняют. 1. Употребление спиртного запрещено правилам Винаи, Почиттия 51. Половое сношение запрещено в Параджике 1. Принятие золота и серебра, как и иные виды денежных отношений, запрещены в несуге и Почиттия 18. Различные виды неправильных средств к жизни, которые запрещены буддийским монахам, перечисляются, например, в ДН-2. 2. Патхама Пунии Пхисанда Сутта, Потоки Заслуг 1. АН 4.51. Сутта идентична АН 5.45, включая стих, но здесь отсутствует четвертый пункт о постелях и сидениях. Дутия Пунии Пхисанда Сутта, Потоки Заслуг 2. АН 4.52. Благословенный сказал, монахи, существуют эти четыре потока заслуг, потока благого, пищи для счастья, божественных, созревающих в счастье, ведущих в небесные миры. Ведущие к желаемому, желанному и приятному, к собственному благополучию и счастью. Какие четыре? 1. Вот ученик благородных наделен непоколебимой уверенностью в Будде, в самом деле благословенный, арахант, полностью просветленный, совершенный в истинном знании и поведении, счастливый, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Таков первый поток заслуг, поток благого, пищи для счастья. 2. Далее ученик благородных наделен непоколебимой уверенностью в Дхамме, Дхамма превосходно разъяснена благословенным, видимая здесь и сейчас, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. Таков второй поток заслуг, поток благого, пищи для счастья. 3. Далее ученик благородных наделен непоколебимой уверенностью в Санхе, Санха учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по совершенному пути. Другими словами, четыре пары или восемь типов личностей, это Санха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважение, непревзойденное поле заслуг для мира. Таков третий поток заслуг, поток благого, пищи для счастья. 4. Далее ученик благородных обладает нравственным поведением, которое дорого благородным, прочным, цельным, незапятненным, освобождающим, восхваляемым мудрецами, ярким, ведущим к сосредоточению. Таков четвертый поток заслуг, поток благого, пищи для счастья. Таковы четыре потока заслуг, потока благого, пищи для счастья, божественных, созревающих в счастье, ведущих в небесные миры, ведущие к желаемому, желанному и приятному, к собственному благополучию и счастью. И далее он добавил, «Коль веру в Тадхагату ты наделен, той, что прочна и непоколебима, а также поведением нравственным благим, что благородный ценит, восхваляет, коль в Санхе есть уверенность в тебе, и выправлены все твои воззрения, то скажет о тебе, что ты не беден и жизнь твоя не прожита зазря. Поэтому тот, кто способен к пониманию, держав умелчение Будды, пусть вере посвятит себя и добродетели, уверенности, равно как и Дхамы видению». Патхама Санваса сутта, совместное проживание 1. АН 4.53. Однажды Благословенный шел по дороге между Мадхурой и Веранджей. И группа мирян и мирянок также шла по той же самой дороге. И тогда Благословенный сошел с дороги и сел у подножья дерева. Миряне и мирянки увидели сидящего у подножья дерева Благословенного, подошли к нему, поклонились и сели рядом. Тогда Благословенный сказал им, «Домохозяева, есть четыре вида совместного проживания». Какие четыре? Труп живет с трупом. Один, труп живет с женщиной-божеством, мужчина-божество живет с трупом, мужчина-божество живет с женщиной-божеством. Один, и каким образом, домохозяева, труп живет с трупом? Бывает так, что муж является тем, кто уничтожает жизнь, берет то, что ему не было дано, пускается в неблагое сексуальное поведение, лжет, потакает употреблению вина, спиртного, одурманивающих веществ, что являются основой для беспечности. Он безнравственный, с плохим характером. Он пребывает дома с умом, охваченным пятном скупости. Он оскорбляет и ругает жрецов-отшельников. Его жена также уничтожает жизнь. Оскорбляет и ругает жрецов-отшельников. Вот каким образом труп живет с трупом. Два, и каким образом труп живет с женщиной-божеством? Бывает так, что муж является тем, кто уничтожает жизнь, ругает жрецов-отшельников. Но его жена воздерживается от уничтожения жизни, от взятия того, что не дано, от неблагого сексуального поведения, от лжи, от вина, спиртного, одурманивающих веществ, что являются основой для беспечности. Она нравственная, с хорошим характером. Она пребывает дома с умом, лишенным пятна скупости. Она не оскорбляет и не ругает жрецов-отшельников. Вот каким образом труп живет с женщиной-божеством. Три, и каким образом мужчина-божество живет с трупом? Бывает так, что муж воздерживается от уничтожения жизни, не оскорбляет и не ругает жрецов-отшельников. Но его жена уничтожает жизнь, ругает жрецов-отшельников. Вот каким образом мужчина-божество живет с трупом? Четыре, и каким образом мужчина-божество живет с женщиной-божеством? Бывает так, что муж воздерживается от уничтожения жизни, жизни, не оскорбляет и не ругает жрецов и отшельников. И его жена также воздерживается от уничтожения жизни, не оскорбляет и не ругает жрецов и отшельников». Вот каким образом мужчина-божество живет с женщиной-божеством. Таковы четыре вида совместного проживания. И далее он добавил, когда они безнравственные оба, когда скупы и склонны к оскорблению, муж и жена, что вместе проживают, живут друг с другом словно пара трупов. Но может муж безнравственным ведь быть, скупым и склонным к оскорблению, тогда как нраственная его жена, она щедра, она великодушна. Такая женщина подобна божеству, живет которая с мужчиной-трупом. Но может муж и нраственным ведь быть, он щедрый, он великодушный. Притом, безнравственная его жена, она скупа и склонна к оскорблению. Такая женщина подобна трупу, что с божеством мужчиной проживает. Вот муж с женой обладают верой, они щедры и сдержаны собою. И оба праведную жизнь ведут, общаются приятными словами. Многие блага обретут они, и проживают в умиротворении. Враги же недовольны их, ведь нраственность обоих безупречна. 2. Идхаму в этой жизни соблюдая, в принципах нраственных сравняются они. И после, проявившись в мире дэвов, их радость, чувств услада ожидает. 1. Чхава, дословно труп. Комментарий поясняет, что человек является трупом, если умер из-за смерти собственных добродетельных качеств. 2. Примечание переводчика СВ, в английском оригинале эта строка звучит немного по-другому, когда они оба обладают одной и той же нравственностью. Смысл таков, что они оба обладают высокой нравственностью, и я перевожу с таким смыслом в угоду ритму стиха. Дутия Санваса сутта, совместное проживание 2. АН 4.54. Сутта идентична предыдущей АН 4.53, включая стих, но здесь нет вступления, а Будда сразу напрямую обращается к монахам. Патхамаса Мадживи Сутта, одинаковый в житии 1. АН 4.55. Однажды Благословенный пребывал в стране Бхага в Сунзамарагире в Оленьем парке Рощи Пхисакалы. И тогда, утром, Благословенный оделся, взял чашу и одеяние, и отправился в дом домохозяина Накулапиты, где сел на подготовленное сидение. И тогда домохозяин Накулапита и домохозяйка Накуламата подошли к Благословенному, поклонились ему, и сели рядом. Затем домохозяин Накулапита сказал Благословенному, «Господин, еще с юных пор, когда молодую девушку Накуламату выдали за меня замуж, я не припоминаю, чтобы когда-либо был бы неверен к ней даже в мыслях, не говоря уж о поступке. Мы бы хотели, господин, видеть друг друга не только в этой самой жизни, но также и в будущих жизнях». Домохозяйка Накуламата в свою очередь сказала Благословенному «Господин, с тех пор, когда меня еще молодой девушкой выдали замуж за молодого домохозяина Накулапиту, я не припоминаю, чтобы когда-либо была бы неверна к нему даже в мыслях, не говоря уж о поступке. Мы бы хотели, господин, видеть друг друга не только в этой самой жизни, но также и в будущих жизнях. Домохозяева, если муж и жена желают видеть друг друга не только в этой самой жизни, но также и в будущих жизнях, то они должны обладать, один, одинаковой верой, два, одинаковой нравственностью, три, одинаковой щедростью, четыре, и одинаковой мудростью. Тогда они увидят друг друга не только в этой самой жизни, но также и в будущих жизнях. И далее он добавил, вот муж с женой обладают верой, они щедрые и сдержаны собою. И оба праведную жизнь ведут, общаются приятными словами. Многие благо обретут они, и проживают в умиротворении. Враги же недовольны их, ведь нравственность обоим безупречно. Идхамму в этой жизни соблюдая, в принципах нарастанных сравняются они. И после, проявившись в мире дэвов, их радость, чувств услада ожидает. Дутье Самадживи сутта, одинаковые в Житье 2. АН 4.56 Сутта аналогична предыдущей АН 4.55, включая острофы, но здесь Будда сразу обращается напрямую к монахам, благословенный сказал, монахи, если муж и жена желают видеть друг друга не только в этой самой жизни. Супаваса сутта, Супаваса. АН 4.57 Однажды благословенный пребывал в стране Калиев рядом с городом Калиев под названием Саджанела. И тогда, утром, благословенный оделся, взял чашу и одеяние, и отправился в дом Супавасы, дочери Калиев, где сел на подготовленное сидение. Затем Супаваса, дочь Калиев, собственноручно обслужила благословенного различными видами превосходной пищи. И когда благословенный закончил кушать и убрал чашу, Супаваса села рядом. Благословенный тогда сказал ей, Супаваса, мерянка, которая подает иду, дает получателям четыре вещи. Какие четыре? Она дает жизнь, красоту, счастье, силу. Один, дав жизнь, она и сама также разделяет жизнь, либо небесную, либо человеческую. Два, дав красоту, она и сама также разделяет красоту, либо небесную, либо человеческую. 3. Дав счастье, она и сама также разделяет счастье, либо небесное, либо человеческое. 4. Дав силу, она и сама также разделяет силу, либо небесную, либо человеческую. Суп паваса, мирянка, которая подает еду, дает получателям эти четыре вещи. И далее он добавил, когда он пищу превосходную подарит, чистую, вкусную, приятную во всем тем людям, праведный кто в поведении, возвышен в этом и не превзойден, соединяет дар этот заслуги. Мир-азнаток, один, похвалит сей подарок, и говорит, что плод приносит он великий. О щедрости такой кто пометует, тот радостным повсюду пребывает. Пятной корень скупости убрав, он, безупречный, отправляется на небо. 1. Лэковиду. Комментарий поясняет, что речь идет о Будде. Судатта-сутта, судатта. АН 4.58. И тогда домохозяин Анатхапиндика подошел к благословенному, поклонился ему, и сел рядом. Благословенный сказал ему, домохозяин, мирянин, который подает иду, дает получателям четыре вещи. Какие четыре? Он дает жизнь, красоту, счастье, силу. 1. Дав жизнь, он и сам также разделяет жизнь, либо небесную, либо человеческую. 2. Дав красоту, он и сам также разделяет красоту, либо небесную, либо человеческую. 3. Дав счастье, он и сам также разделяет счастье, либо небесное, либо человеческое. Четыре, дав силу, он и сам также разделяет силу, либо небесную, либо человеческую. Домохозяин, мирянин, который подает иду, дает получателям эти четыре вещи. И далее он добавил, кто уважительно и вовремя иду дает обузданным, кто только подаяние ест, тот дарит также им еще четыре вещи, жизнь, счастье, силу, красоту. Тот, кто дарует жизни красоту, дарует также силу, счастье, тот обретает славу, длительную жизнь в каком бы месте он ни возродился. Хаджана сутта «Еда» А.Н. 4.59 Благословенный сказал, «Монахи, когда даритель подает иду, он дает получателям четыре вещи». Какие четыре? Он дает жизнь, красоту, счастье, силу. Один, дав жизнь, он и сам также разделяет жизнь, либо небесную, либо человеческую. Два, дав красоту, он и сам также разделяет красоту, либо небесную, либо человеческую. Три, дав счастье, он и сам также разделяет счастье, либо небесное, либо человеческую. Четыре, дав силу, он и сам также разделяет силу, либо небесную, либо человеческую. Монахи, когда даритель подает иду, он дает получателям эти четыре вещи. Гихисами Чапатипады сутта «Правильная практика для мирянина» А.Н. 4.60 И тогда домохозяин Анатхапиндика отправился к Благословенному, поклонился ему, и сел рядом. Благословенный сказал ему, «Домохозяин, ученик благородных, который обладает четырьмя качествами, практикует подобающим для мирянина образом. Он практикует так, что это принесет ему обретение и слава и приведет в небесный мир». Какими четырьмя? Один, вот, домохозяин, ученик благородных обеспечивает сангху монахов одеяниями. Два, он обеспечивает сангху монахов едой. Три, он обеспечивает сангху монахов жилищами. Четыре, он обеспечивает сангху монахов лекарствами и обеспечением для больных монахов. Домохозяин, ученик благородных, который обладает этими четырьмя качествами, практикует подобающим для мирянина образом. Он практикует так, что это принесет ему обретение и слава и приведет в небесный мир. И далее он добавил, «И когда мудры практикуют так, как то мирянину и подобает, когда услужит праведным монахам, одеждами, едой, лекарствами, жилищем, то для него и день и ночь заслуги только возрастают. Свершив прекрасные дела, в небесный мир он переходит». Подтакама сутта, достойные поступки. А.Н. 4.61. И тогда домохозяин Анатхапиндика отправился к благословенному, поклонился ему, и сел рядом. Благословенный сказал ему, «Домохозяин, существуют эти четыре вещи, желанные, приятные и редко обретаемые в мире». Какие четыре? 1. Когда кто-либо думает, пусть богатство придет ко мне праведным способом. Такова первая вещь, желанная, приятная и редко обретаемая в мире. 2. Праведно добыв богатство, он думает, пусть слава придет ко мне и к моим родственникам. 1. Такова вторая вещь, желанная, приятная и редко обретаемая в мире. 3. Праведно добыв богатство и снискав славу для себя и для своих родственников и наставников, он думает, пусть я буду жить долго, наслаждаться длительным жизненным сроком. Такова третья вещь, желанная, приятная и редко обретаемая в мире. 4. Праведно добыв богатство и снискав славу для себя и для своих родственников и наставников, живя долго, наслаждаясь длительным жизненным сроком, он думает, с распадом тела, после смерти, пусть я перерожусь в благом уделе, в небесном мире. Такова четвертая вещь, желанная, приятная, и редко обретаемая в мире. Таковы четыре вещи, желанные, приятные, и редко обретаемые в мире. Четыре совершенства. Домохозяин, есть другие четыре вещи, которые ведут к обретению тех четырех вещей. Какие четыре? Совершенство в вере, совершенство в нравственном поведении, совершенство в щедрости, совершенство в мудрости. Один, и что такое, домохозяин, совершенство в вере? Вот ученик благородных наделен верой. Он верит в просветление Татхагаты, в самом деле благословенный, арахант, полностью просветленный, совершенный в истинном знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Это называется совершенством в вере. Два, и что такое совершенство в нравственном поведении? Вот ученик благородных воздерживается от уничтожения жизни, от взятия того, что не дано, от неблагого сексуального поведения, от лжи, от спиртных напитков, вина, и одурманивающих веществ, что являются основой для беспечности. Это называется совершенством в нравственном поведении. Три, и что такое совершенство в щедрости? Вот ученик благородных пребывает дома с умом, лишенным пятна скупости, щедрым, открытым, радуется оставлению, предан благотворительности, радуется дарению и разделению. Это называется совершенством в щедрости. 4. И что такое совершенство в мудрости? Если человек пребывает с умом, охваченным влечением и неправедной жадностью, он делает то, чего следует избегать, и пренебрегает своими обязанностями, так что его слава и счастье портится. Если он пребывает с умом, охваченным недоброжелательностью, ленью и апатией, неугомонностью и сожалением, сомнением, он делает то, чего следует избегать, и пренебрегает своими обязанностями, так что его слава и счастье портится. Когда, домохозяин, ученик благородных понял так, влечение и неправедная жадность являются загрязнениями ума, он отбрасывает их. Когда он понял так, недоброжелательность является загрязнением ума, он отбрасывает ее. Когда он понял так, лень и апатия являются загрязнениями ума, он отбрасывает их. Когда он понял так, неугомонность и сожаление являются загрязнениями ума, он отбрасывает их. Когда он понял так, сомнение является загрязнением ума, он отбрасывает его. Когда, домохозяин, ученик благородных понял так, влечение и неправедная жадность являются загрязнениями ума, и отбросил их, когда он понял так, недоброжелательность, лень и апатия, неугомонность и сожаление, сомнение является загрязнением ума, и отбросил его, то тогда он зовется учеником благородных, обладающим величайшей мудростью, обширной мудростью, он видит область, два, он совершенен в мудрости. Это называется совершенством мудрости. Таковы другие четыре вещи, которые ведут к обретению тех четырех вещей, которые желанные, приятные, и редко обретаемые в мире. Четыре достойных дела. С помощью богатства, которое он обрел усердным старанием, накопил силой своих рук, заработал потом и кровью, праведно добытым праведным богатством, ученик благородных предпринимает четыре достойных поступка. Какие четыре? Один, домохозяин, вот с помощью богатства, которое он обрел усердным старанием, ученик благородных делает счастливым себя, доволен, и правильно поддерживает себя в счастье. Он делает счастливыми своих родителей, доволен, и правильно поддерживает себя в счастье. Он делает счастливыми свою жену и детей, своих рабов, рабочих и слуг, доволен, и правильно поддерживает себя в счастье. Он делает счастливыми своих друзей и товарищей, доволен, и правильно поддерживает себя в счастье. Таков первый случай, когда богатство тратится во благо, было правильно потрачено и использовано ради достойного дела. Два, далее, с помощью богатства, которое он обрел усердным старанием, ученик благородных своим богатством делает запасы против утрат, которые могут возникнуть из-за огня или наводнений, царей или бандитов или же нежеланных наследников. Он предохраняет себя от этого. Таков второй случай, когда богатство тратится во благо, было правильно потрачено и использовано ради достойного дела. Три, далее, с помощью богатства, которое он обрел усердным старанием, ученик благородных совершает пять жертвований родственникам, гостям, предкам, царям, божествам. Таков третий случай, когда богатство тратится во благо, было правильно потрачено и использовано ради достойного дела. 4. Далее, с помощью богатства, которое он обрел сердным старанием, ученик благородных утверждает ведущие в исподаянии, небесные подношения, приводящие к счастью, ведущие в небесные миры, тем жрецам и отшельникам, которые воздерживаются от упоения беспечности, которые утверждены в кротости и терпении, которые обуздывают себя, умиротворяют себя, тренируют себя для достижения небабаны. Таков четвертый случай, когда богатство тратится во благо, было правильно потрачено и использовано ради достойного дела. Таковы, домохозяин, четыре достойных поступка, которые предпринимает ученик благородных с помощью богатства, которое он обрел сердным старанием, накопил силой своих рук, заработал потом и кровью, праведно добытым праведным богатством. Если кто-либо полностью растрачивает свое богатство на что-либо иное помимо этих четырех достойных поступков, то в таком случае говорится, что оно растратилось впустую, было разбазарено, было использовано легкомысленно. Но когда кто-либо полностью растрачивает свое богатство на эти четыре достойных поступка, то в таком случае говорится, что богатство было потрачено во благо, было правильно потрачено и использовано ради достойного дела. И далее он добавил, «Богатством наслаждался я, и содержал я тех, кто от меня зависит, и бедствия различные преодолел. Дары давал, которые уводят ввысь, как совершал жертвование пять. Прислуживал я нравственным монахам, им, целомудренным, кто обуздал себя. Добился я тех самых целей, которых мудрые, что проживают дома, желали бы достичь, используя богатство. И сделанное мной не вызывает сожаления, и, когда смертный памятует так, он пребывает стойким в благородной Дхамме. Его восхвалят в этой жизни самой, а после смерти счастлив он на небесах. Один, наставник, Упадджхая, старший монах, который дает высшее монашеское посвящение. Использование этого слова необычно здесь, вне монашеского контекста. Два, комментарий, он видит все, что попадает в его область, даже мельчайшие вещи, которые попадают в его область. Примечание переводчика СВ, возможно, речь идет об области восприятия или области осознанности в отношении собственного ума. Другими словами, такой человек видит в себе те загрязнения, которые возникают у него в уме, даже самые мелкие. Ананья сутта, свобода от долгов. А.Н. 4.62. И тогда домохозяин Анатхапиндика отправился к благословенному, поклонился ему, и сел рядом. Благословенный сказал ему, домохозяин, существуют эти четыре вида счастья, зависящих от времени и случая, которых может достичь мирянин, наслаждающийся чувственными удовольствиями. Какие четыре? Счастье владения, счастье наслаждения, счастье свободы от долгов, счастье отсутствия порицания. 1. И что такое, домохозяин, счастье владения? Бывает так, что представитель клана обрел богатство усердным старанием, накопил силой своих рук, заработал потом и кровью, праведно добытое праведное богатство. Когда он рассуждает, я обрел это богатство усердным старанием, праведное богатство, он переживает счастье и радость. Это называется счастьем владения. 2. И что такое счастье и наслаждение? Вот, имея богатство, обретенное усердным старанием, накопленное силой собственных рук, заработанное потом и кровью, праведно добытое праведное богатство, представитель клана наслаждается этим своим богатством и совершает накопление заслуг. Когда он рассуждает, имея богатство, я наслаждаюсь этим своим богатством и совершаю накопление заслуг, он переживает счастье и радость. Это называется счастьем наслаждения. 3. И что такое счастье и свободы от долгов? Вот у домохозяина нет долгов по отношению к кому-либо, больших или малых. Когда он рассуждает, у меня нет долгов по отношению к кому-либо, больших или малых, он переживает счастье и радость. Это называется счастьем свободы от долгов. 4. И что такое счастье и отсутствие порицания? Вот, домохозяин, ученик благородных наделен безупречным телесным, словесным и умственным действием. Когда он думает, я наделен безупречным телесным, словесным и умственным действием, он переживает счастье и радость. Это называется счастьем отсутствия порицания. Таковы четыре вида счастья, зависящих от времени и случая, которых может достичь мирянин, наслаждающийся чувственными удовольствиями. И далее он добавил, когда познал ты счастье от отсутствия долгов, то стоит вспомнить счастье от владения. И наслаждаясь счастьем наслаждения, смертный увидит вещи мудростью своею. Увидев эти вещи в ясном свете, мудрец узнает оба вида счастья. 1. 1. 16. Ведь первое не стоит, блаженство от отсутствия упреков. 1. Комментарий поясняет, что эти четыре вида счастья можно разделить на две группы, первые три вида и последний четвертый вид. При этом первые три вместе взятых вида счастья не стоят и 1. 16. Счастье от отсутствия порицаний и упреков. Сабрахма сутта, с Брахмой. АН 4. 63. Благословенный сказал, монахи, 1, с Брахмой проживают только те семьи, в которых дома дети чтят своих отца и мать. 2. С первыми учителями проживают только те семьи, в которых дома дети чтят своих отца и мать. 3. С первыми божествами проживают только те семьи, в которых дома дети чтят своих отца и мать. 4. С достойными даров проживают только те семьи, в которых дома дети чтят своих отца и мать. Брахма, монахи, это обозначение отца и матери. Первые учителя, первые божества. Достойные даров – это обозначение отца и матери. И почему? Потому что отец и мать очень полезны своим детям. Они растят их, кормят их, открывают для них мир. И далее он добавил, отец и мать зовутся Брахмой, а также первыми учителями. Они даров достойны от своих детей, ведь проявляют к детям сострадание. Поэтому мудрец их должен чтить, а также относиться с уважением. Иду, питье им должен подносить, дарить одежду должен и постели, купать их должен, делать им массаж. А также ноги омывать им должен. Из-за праведного поведения к отцу, а также к матери собственной своей, тебя мудрейший будет восхвалять, а после смерти ты окажешься в раю. Нерая сутта, от АН 4.64 Благословенный сказал, «Монахи, тот, кто обладает четырьмя качествами, окажется в аду, как если бы его туда затянули силой. Какими четырьмя? Один, он уничтожает жизнь, два, берет то, что не было дано, три, пускается в неблагое сексуальное поведение, четыре, лжет. Тот, кто обладает этими четырьмя качествами, окажется в аду, как если бы его туда затянули силой». И далее он добавил, «Уничтожение жизни, взятие того, что не дано, произнесение лжи, и женами чужими связь, мудрец дела таким не похвалят». Рупа сутта, форма АН 4.65 Благословенный сказал, «Монахи, в мире есть эти четыре типа личностей. Какие четыре? Один, тот, кто судит по форме, чья уверенность основывается на форме. Два, тот, кто судит по речи, чья уверенность основывается на речи. Три, тот, кто судит по аскези, чья уверенность основывается на аскези. Четыре, тот, кто судит по Дхамме, чья уверенность основывается на Дхамме. Таковы четыре типа личностей, существующих в мире. Один. И далее он добавил, и тот, кто судит лишь по форме, и тот, кто следует за речей, теми желаний, жаждой управляют, не понимающие люди эти. Кто не имеет внутреннего понимания, и внешний узреть, кто не способен, дурак, который загражден повсюду, чужой речью увлечен. Но внешний кто видит очень четко, тот видит только внешний плод, и также речью увлечен. Но тот, кто внутренний понимает, а также внешний, кто видит четко, тот видит без препятствий все, и речью он не увлечен. Один, что касается первого, то, судя по всему, это те, кто утверждают доверие к духовному учителю из-за его впечатляющей физической формы, рупа, то есть, из-за его красоты. Вторые утверждают доверие, основываясь на его впечатляющей речи, тхоса, возможно, имеется в виду мелодичный голос. Третьи утверждают доверие из-за его скезы, лукха, комментарий приводит в пример одеяния из грубой одежды и чашу для сбора подаяний. Четвертые утверждают доверие из-за его учения, Дхамма. Комментарий поясняет, что только один из 100 000 человек утверждает доверие на основании Дхаммы, то есть относятся к четвертому типу личности. Сарага сутта, страстный. АН 466. Благословенный сказал, монахи, в мире есть эти четыре типа личностей. Какие четыре? Один, страстный. Два, злобный. Три, заблуждающийся. Четыре, эгоистичный. Таковы четыре типа личностей, что существуют в мире. И далее он добавил, дразнищими вещами очарованные люди в вещах любых приятных ищут наслаждение. И эти существа, прикованные жаждой, тем самым укрепляют собственное рабство. Невежеством окутанные ходят тут и там, и создают повсюду кому неблагую, рожденную из жажды, злобы, заблуждения, поступки эти горькие к страданиям ведут. Опутаны невежеством все люди эти, они слепы, лишенные какого-либо зрения, и в соответствии с природой своей, не думают они о том, что таковы. Один. Один, по заметке достопочтенного Бодхи, речь идет о том, что хоть они и имеют такой характер, страстный, злобный и так далее, они не думают о том, что обладают именно таким характером. Ахираджи сутта, Змеи. АН 4.67. Однажды Благословенный пребывал в Саваттхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. В то время в Саваттхе один монах был укушен змеей и из-за этого скончался. И тогда группа монахов подошла к Благословенному, они поклонились ему, сели рядом, и сказали, «Учитель, здесь, в Саваттхе, некий монах был укушен змеей и из-за этого скончался». Вне сомнений, монахи, этот монах не распространял доброжелательный ум к четырём королевским змеиным семьям. Один. Если бы он делал так, то его бы не укусила змея, и он бы не умер. Каким четырём? Один, королевской змеиной семье Верпакхе, два, королевской змеиной семье Яропатхе, три, королевской змеиной семье Чхабипуты, четыре, королевской змеиной семье Готамаки. Вне сомнений, этот монах не распространял доброжелательный ум к четырём королевским змеиным семьям. Если бы он делал так, то его бы не укусила змея, и он бы не умер. Я предписываю вам, монахи, распространять доброжелательный ум к четырем королевским змеиным семьям ради вашей сохранности, безопасности и защиты». И далее он добавил, «Доброжелательным я буду к змеям Верпакхе, доброжелательным я буду к змеям Иеропатхе, доброжелательным я буду к змеям Чхабипуты, доброжелательным к черным Гатамакам я буду доброжелательным ко всем безногим существам, доброжелательным я буду также и к двуногим. Доброжелательным я буду и к четвероногим. И с многоногими я буду также добрым. Безногие пускай вреда не принесут, двуногие пускай вреда не принесут, четвероногие пускай вреда не принесут, и многоногие пускай вреда не принесут. Пусть существа и всё вокруг живое, все существа и каждое из них, одно лишь только счастье повстречают, и пусть плохое никого из них не ждёт. Будда безмерен, Тхама безмерна, Сангха безмерна. Ползучие твари, змеи, скорпионы, многоножки, пауки, ящерица, и крысы имеют пределы. Я принял меры предосторожности, я создал защиту. Пусть существа отступят. Я выражаю почтение благословенному, выражаю почтение семи полностью просветленным. Два. Один, комментарий, так сказано в отношении змей, чей рукус ядовит. Все змеи, чей рукус ядовит, включены в эти четыре королевских змеиных семьи. Два, по заметке достопочтенного Бодхи, здесь нет ритмического рисунка, хотя этот фрагмент относится к строфам. Эту декламацию часто читают монахи, проживающие в лесах. Дивадатта сутта, Дивадатта. АН 4.68. Однажды благословенный пребывал в Раджагахе на горе под названием Утес Ястреба вскоре после того, как Дивадатта ушел. И там в отношении Дивадатты благословенный обратился к монахам, монахи, приобретение, уважение, и похвала привели Дивадатту к его собственному падению и погибели. Один, подобно тому, как банановая пальма дает урожай к своему собственному падению и погибели, точно так же, приобретение, уважение, и похвала привели Дивадатту к его собственному падению и погибели. Два, подобно тому, как камыш дает урожай к своему собственному падению. Три, подобно тому, как тростник дает урожай к своему собственному падению. Четыре, подобно тому, как мол беременет к своему собственному падению и погибели, точно так же, приобретение, уважение, и похвала привели Девадатту к его собственному падению и погибели. И далее он добавил, как свой же плод ведет к погибели бамбука, пальмы, тростника, и как зародыш убивает мула, то так и слава рушит негодяя. Патхана сутта, старания. А.Н. 4.69. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре старания. Какие четыре? Старание сдерживанием, старание оставлением, старанием, старанием развитием, старанием защитой. 1. И что такое, монахи, старание сдерживанием? Вот монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он прилагает усилий, порождает усердие, направляет на это ум, старается. Это называется старанием сдерживанием. 2. И что такое старание оставлением? Вот монах порождает желание к отбрасыванию возникших плохих, неблагих состояний. Он прилагает усилий, порождает усердие, направляет на это ум, старается. Это называется старанием-оставлением. Три, и что такое старание-развитием? Вот монах порождает желание к возникновению невозникших благих состояний. Он прилагает усилий, порождает усердие, направляет на это ум, старается. Это называется старанием-развитием. Четыре, и что такое старание-защитой? Вот монах порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, к их неугасанию, увеличению, разрастанию, осуществлению посредством развития. Он прилагает усилий, порождает усердие, направляет на это ум, старается. Это называется старанием-защитой. Таковы четыре старания. И далее он добавил, сдержанность, оставление, развитие, защита, посредством этих четырех стараний, поведанных которые родственникам Солнца, монах, решительным который пребывает, может достичь уничтожения страданий. Атхамика сутта, неправедные. АН 4.70. Благословенный сказал, монахи, 1, когда цари неправедны, то, 2, князья царя становятся неправедными. Когда князья царя неправедны, то, 3, брахманы и домохозяева становятся неправедными. Когда брахманы и домохозяева становятся неправедными, 4, люди из городов и деревень становятся неправедными. Когда люди из городов и деревень становятся неправедными, то нарушается ход Солнца и Луны. Когда нарушается ход Солнца и Луны, то нарушается ход созвездий и звезд. Когда нарушается ход созвездий и звезд, то нарушается ход дня и ночи. Когда нарушается ход дня и ночи, нарушается ход половин месяца и целых месяцев. Когда нарушается ход половин месяцев и целых месяцев, то нарушается ход времен года и годов. Когда нарушается ход времен года и годов, то ветра дуют не по должному течению и от случая к случаю. Когда ветра дуют не по должному течению и от случая к случаю, то божества становятся расстроенными. Когда божества становятся расстроенными, то не выпадает достаточного количества дождя. Когда не выпадает достаточного количества дождя, урожай созревает нерегулярно. Когда люди едят урожай, который созревает нерегулярно, они живут мало, они некрасивые, слабые и больные. Монахи, когда цари праведны, то князья царя становятся праведными. Когда люди из городов и деревень становятся праведными, то солнце и луна идут правильным ходом. Когда времена года и года идут правильным ходом, то ветра дуют по должному течению и постоянно. Когда ветра дуют по должному течению и постоянно, то божества не становятся расстроенными. Когда божества не расстроены, то выпадает достаточное количество дождя. Когда выпадает достаточное количество дождя, урожай созревает регулярно. Когда люди едят урожай, который созревает регулярно, они живут долго, они красивые, сильные и здоровые. И далее он добавил, когда рогатый скот пересекает брод, изогнутым путем вперед идет глава, и остальные тоже прямо не идут, ведь кой изогнутый идёт их собственный вожак. И точно так же ведь оно и средь людей. Когда ведёт себя неправедно глава, то остальные поступают как он. В уныние приходит царство целиком, если сам царь неправедным уж стал. Когда рогатый скот пересекает брод, и по прямой вперёд идёт глава, то остальные прямо ведь идут, так как вперёд идёт их собственный вожак. Коль праведно ведёт себя глава, и тогда радуется царство целиком, коли уж праведным стал собственный их царь. Патхана сутта «Старании» А.Н. 4.71 Благословенный сказал, «Монахи, монах, обладающий четырьмя качествами, практикуя безошибочный путь, и он заложил фундамент для уничтожения пятен загрязнений ума». Какими четырьмя? Вот монах, один, нравственный, два, учёный, три, усердный, четыре, мудрый. Монах, обладающий этими четырьмя качествами, практикуя безошибочный путь, и он заложил фундамент для уничтожения пятен. Саммадиттхи сутта «Правильные воззрения» А.Н. 4.72 Благословенный сказал, «Монахи, монах, обладающий четырьмя качествами, практикуя безошибочный путь, и он заложил фундамент для уничтожения пятен загрязнений ума». Какими четырьмя? Один, мыслью об отречении, два, доброжелательной мыслью, три, мыслью о непричинении вреда, четыре, правильными воззрениями. Один. Монах, обладающий этими четырьмя качествами, практикуя безошибочный путь, и он заложил фундамент для уничтожения пятен загрязнений ума. Один, четвертое качество, это первый фактор благородного восьмеричного пути. Первые три качества составляют второй фактор благородного восьмеричного пути. Саппуриса сутта «Плохой человек» А.Н. 4.73 Благословенный сказал, «Монахи, того, кто обладает четырьмя качествами, следует знать как плохого человека». Какими четырьмя? Один, вот, монахи, плохой человек раскрывает недостатки других, даже если его об этом не спросили. Но когда его спросили об этом, то тогда, по мере расспросов, он рассказывает о недостатках других людей без пропусков и пробелов, то есть в подробностях и деталях. В таком случае можно понять, это плохой человек. Два, далее, плохой человек не раскрывает достоинства других, даже если его об этом спросили, не говоря уже о том, когда его не спросили. Но когда его спросили об этом, он, даже несмотря на расспросы, рассказывает о достоинствах других людей с пропусками и пробелами, то есть без подробностей и деталей. В таком случае можно понять, это плохой человек. Три, далее, плохой человек не раскрывает собственные недостатки, даже если его об этом спросили, не говоря уже о том, когда его не спросили. Но когда его спросили об этом, он, даже несмотря на расспросы, рассказывает о собственных недостатках с пропусками и пробелами, то есть без подробностей и деталей. В таком случае можно понять, это плохой человек. 4. Далее, плохой человек раскрывает собственные достоинства, даже если его об этом не спросили, не говоря уже о том, когда его спросили. Но когда его спросили об этом, то тогда, по мере расспросов, он рассказывает о собственных достоинствах без пропусков и пробелов, то есть в подробностях и деталях. В таком случае можно понять, это плохой человек. Того, кто обладает этими четырьмя качествами, следует знать как плохого человека. Монахи, того, кто обладает другими четырьмя качествами, следует знать как хорошего человека. Какими четырьмя? Вот, монахи, хороший человек не раскрывает недостатки других, даже если его об этом спросили, не говоря уже о том, когда его не спросили. Но когда его спросили об этом, то тогда, по мере расспросов, он рассказывает о недостатках других людей с пропусками и пробелами, то есть без подробностей и деталей. В таком случае можно понять, это хороший человек. Далее, хороший человек раскрывает достоинства других, даже если его об этом не спросили, не говоря уже о том, когда его спросили. Но когда его спросили об этом, то тогда, по мере расспросов, он рассказывает о достоинствах других людей без пропусков и пробелов, то есть в подробностях и деталях. В таком случае можно понять, это хороший человек. Далее, хороший человек раскрывает собственные недостатки, даже если его об этом не спросили, не говоря уже о том, когда его спросили. Но когда его спросили об этом, то тогда, по мере расспросов, он рассказывает о собственных недостатках без пропусков и пробелов, то есть в подробностях и деталях. В таком случае можно понять, это хороший человек. Далее, хороший человек не раскрывает собственные достоинства, даже если его об этом спросили, не говоря уже о том, когда спросили. Но когда его спросили об этом, то тогда, по мере расспросов, он рассказывает о собственных достоинствах с пропусками и пробелами, то есть без подробностей и деталей. В таком случае можно понять, это хороший человек. Того, кто обладает этими четырьмя качествами, следует знать как хорошего человека. Монахи, когда жену первый раз приводят в дом, то будь то день или ночь, вначале она утверждает в себе острое чувство стыда и боязнь совершить проступок по отношению к своей свекрови, к своему свекру, к своему мужу, и даже к рабам, работникам и слугам. Но, спустя какое-то время, в результате совместного проживания и близости, она говорит своей свекрови, своему свекру, своему мужу, убирайся. Что ты понимаешь? Точно так же, бывает так, что когда некий монах покинул жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, будь то день или ночь, вначале он утверждает в себе острое чувство стыда и боязнь совершить проступок по отношению к монахам, монахиням, мирянам и мирянкам, и даже к помощникам по монастырю и к монахам послушникам. Но, спустя какое-то время, в результате совместного проживания и близости, он говорит даже своему учителю и своему наставнику, убирайся. Что ты понимаешь? Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы будем пребывать с умами, подобными уму только что пришедшей в дом жены. Вот как вы должны тренировать себя. Патхама Акга сутта, наивысший 1. АН 474. Благословенный сказал, монахи, существуют эти четыре наивысших вещи. Какие четыре? Один, наивысший вид нравственного поведения, два, наивысший вид сосредоточения, три, наивысший вид мудрости, четыре, наивысший вид освобождения. Таковы четыре наивысших вещи. Дутия Акга сутта, наивысший 2. АН 475. Благословенный сказал, монахи, существуют эти четыре наивысших вещи. Какие четыре? Один, наивысшая форма, два, наивысшее чувство, три, наивысшее восприятие, четыре, наивысшее состояние существования. Таковы четыре наивысших вещи. Кусинара сутта, Кусинара. АН 476. Однажды благословенный пребывал в Кусинаре между двумя одинаковыми саловыми деревьями в саловой роще Малов возле Уповаттаны по случаю скорого достижения своей окончательной неббаны. Там благословенный обратился к монахам, монахи. Учитель. Отвечали те монахи. Благословенный сказал, монахи, быть может, у какого-либо монаха есть некие сомнения или неуверенность в отношении, один, Будды, два, Дхамы, или, три, Санхи, в отношении, четыре, пути или практики. Если так, то спрашивайте, монахи. Не впадайте потом в сожаление, думая, пред нами был наш учитель, но мы так и не решили задать вопрос благословенному, когда находились рядом с ним. Когда так было сказано, монахи ничего не ответили. Во второй раз, в третий раз благословенный обратился к монахам. И в третий раз монахи ничего не ответили. И тогда благословенный обратился к монахам, быть может, монахи, вы не спрашиваете из уважения к учителю? В таком случае передайте свой вопрос другу, который спросит. Когда так было сказано, монахи ничего не ответили. И тогда достопочтенный Ананда сказал благословенному, удивительно и поразительно, учитель. Я убежден, что в этой Сангхе нет ни одного монаха, у которого были бы какие-либо сомнения или неуверенность в отношении Будды, Тхамы, или Сангхи, в отношении пути или практики. Ты говоришь, исходя из уверенности, Ананда, но Татхагата знает это как факт. Ведь среди этих пяти сотен монахов каждый является как минимум вступившим в поток, который не подвержен перерождению в низших мирах, не преклонен в своей участи, направляется к просветлению. Очинтелья сутта, невообразимости. АН 4.77 Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре невообразимости, один, который не стоит пытаться продумать. Того, кто попытается продумать их, ожидает либо сумасшествия, либо неудовлетворенность. Какие четыре? 1. Область знаний и способностей Будды является невообразимостью, которую не стоит пытаться продумать. Того, кто попытается продумать ее, ожидает либо сумасшествия, либо неудовлетворенность. 2. Область того, кто находится в Чхане, является невообразимостью, которую не стоит пытаться продумать. Того, кто попытается продумать ее, ожидает либо сумасшествия, либо неудовлетворенность. 3. Результат Камы является невообразимостью, которую не стоит пытаться продумать. Того, кто попытается продумать ее, ожидает либо сумасшествие, либо неудовлетворенность. 4. Обдумывание мира является невообразимостью, которую не стоит пытаться продумать. Того, кто попытается продумать ее, ожидает либо сумасшествие, либо неудовлетворенность. 2. Таковы четыре невообразимости, которые не стоит пытаться продумать. Того, кто попытается продумать их, ожидает либо сумасшествие, либо неудовлетворенность. 1. Очиньте и не. Комментарий дает только краткое пояснение, это вещи, которые неуместно обдумывать Два, комментарий объясняет первую невообразимость как глубину духовных качеств Будды, например, всеведений, и так далее Вторую, как прямые знания, сверхспособности, и медитативные состояния Джхан Третью, как точный результат Каммы, который будет пережит в этой жизни и в следующих жизнях Четвертую, как спекуляция о мироустройстве типа «Кто создал Луну и Солнце? Кто сотворил Землю и Океаны?» «Кто создал живых существ?» и тому подобные вопросы Дактхина сутта «Подношения» АН 4.78 Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре очищения подношений Какие четыре? Есть подношения, которые очищены со стороны дающего, но не со стороны получающих Есть подношения, которые очищены со стороны получающих, но не со стороны дающего Есть подношения, которые не очищены ни со стороны дающего, ни со стороны получающих Есть подношения, которые очищены и со стороны дающего, и со стороны получающих Один, и каким образом, монахи, подношения очищены со стороны дающего, но не со стороны получающих? Вот дающий является нравственным, обладает благим характером, но получающие безнравственные обладают плохим характером Вот каким образом это подношение очищено со стороны дающего, но не со стороны получающих. 2. И каким образом подношение очищено со стороны получающих, но не со стороны дающего? Вот дающий является безнравственным, обладает плохим характером, но получающие нравственные обладают благим характером. Вот каким образом это подношение очищено со стороны получающих, но не со стороны дающего? 3. И каким образом подношение очищено ни со стороны дающего, ни со стороны получающих? Вот дающий является безнравственным, обладает плохим характером, и получающие также безнравственны, обладают плохим характером. Вот каким образом это подношение не очищено ни со стороны дающего, ни со стороны получающих. 4. И каким образом подношение очищено и со стороны дающего, и со стороны получающих? Вот дающий является нравственным, обладает благим характером, и получающие также нравственны, обладают благим характером. Вот каким образом это подношение очищено и со стороны дающего, и со стороны получающих. Таковы четыре очищения подношений. Ваниджи Сутта, Дело. А.Н. 479. И тогда достопочтенный Сарипутта подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, «Учитель, почему для некоего человека дело, за которое он берется, оканчивается неудачей? Почему для другого это же самое дело не исполняет его ожиданий? Почему для еще другого это же самое дело исполняет его ожидания? И почему для еще другого это же самое дело превосходит его ожидания? 1. Сарипутта. Бывает так, что некий человек подходит к жрецу или отшельнику и спрашивает его о том, чего бы тот хотел, но впоследствии не дает того, о чем было попрошено отшельником. Когда он умирает там в той жизни, то, если он возвращается обратно в этот мир, любое его дело, за которое он берется, оканчивается неудачей. 2. Далее, бывает так, что некий человек подходит к жрецу или отшельнику и спрашивает его о том, чего бы тот хотел. Он дает ему то, о чем было попрошено, но это не исполняет его ожиданий. Когда он умирает там в той жизни, то, если он возвращается обратно в этот мир, любое его дело, за которое он берется, не исполняет его ожиданий. 3. Далее, бывает так, что некий человек подходит к жрецу или отшельнику и спрашивает его о том, чего бы тот хотел. Он дает ему то, о чем было попрошено, и это исполняет его ожидания. Когда он умирает там в той жизни, то, если он возвращается обратно в этот мир, любое его дело, за которое он берется, исполняет его ожидания. 4. Далее, бывает так, что некий человек подходит к жрецу или отшельнику и спрашивает его о том, чего бы тот хотел. Он дает ему то, о чем было попрошено, и это превосходит его ожидания. Когда он умирает там в той жизни, то, если он возвращается обратно в этот мир, любое его дело, за которое он берется, превосходит его ожидания. В этом, в Сарипута, заключается причина, почему для некоего человека дело, за которое он берется, оканчивается неудачей, для другого это же самое дело не исполняет его ожиданий, для еще другого это же самое дело исполняет его ожидания, и для еще другого это же самое дело превосходит его ожидания. Камбоджи сутта, Камбоджа. АН 480. Однажды благословенный пребывал в Касамбе в парке Кхаситы. И тогда достопочтенный Ананда подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, «Учитель, почему женщины не заседают в Совете, не занимаются ведением дел, не отправляются в Камбоджу?» 1. Ананда, женщины склонны к злобе. Женщины завистливы. Женщины скупы. Женщины немудры. 2. Вот почему женщины не заседают в Совете, не занимаются ведением дел, не отправляются в Камбоджу. 1. Комментарий. Они не заседают в Совете в судебном зале для вынесения решения. Они не занимаются ведением дел в основных работах, таких как ведение сельского хозяйства, торговли и т.д. 2. Они не отправляются в Камбоджу, они не посещают страну Камбоджу, чтобы привезти товары. Это просто наименование. Речь идет о том, что они не отправляются в какую-либо удаленную страну. 2. По мнению достопочтенного Бодхи, подобные, как правило, короткие, изредка встречающиеся в Ингутара Ника и Жена ненавистнические сутты могут быть поздней вставкой неких монахов, напуганных собственной сексуальностью, или же не желающих признавать духовный потенциал женщин. 3. С полной уверенностью нельзя сказать о том, говорил ли Будда именно так, или же нет, однако подобное утверждение целиком противоречит другим, менее предвзятым по духу суттам о женщинах. Панатипати сутта «Уничтожение жизни» АН 4.81 Благословенный сказал, «Монахи, обладая четырьмя качествами, человек оказывается в аду, как если бы его туда затянули силой. Какими четырьмя? Он, один, уничтожает жизнь, два, берет то, что не было дано, три, пускается в неблагое сексуальное поведение, четыре, лжет. Обладая этими четырьмя качествами, человек оказывается в аду, как если бы его туда затянули силой». Монахи, обладая другими четырьмя качествами, человек оказывается в небесном мире, как если бы его туда затянули силой. Какими четырьмя? Он воздерживается от уничтожения жизни, от взятия того, что не дано, от неблагого сексуального поведения, от лжи. Обладая этими четырьмя качествами, человек оказывается в небесном мире, как если бы его туда затянули силой. Мусавада сутта, ложь. АН 4.82. Благословенный сказал, монахи, обладая четырьмя качествами, человек оказывается в аду, как если бы его туда затянули силой. Какими четырьмя? Он, один, говорит ложь, два, сеет распри речью, три, говорит грубо, четыре, пускается в пустую болтовню. Ванна сутта, порицание. АН 4.83. Благословенный сказал, монахи, обладая четырьмя качествами, человек оказывается в аду, как если бы его туда затянули силой. Какими четырьмя? Один, без изучения и тщательного рассмотрения он хвалит того, кто заслуживает порицания. Два, без изучения и тщательного рассмотрения он порицает того, кто заслуживает похвалы. Три, без изучения и тщательного рассмотрения он верит обстоятельству, к которому стоит отнестись с подозрением. 4. Без изучения и тщательного рассмотрения он относится с подозрением к обстоятельству, к которому стоит отнестись с доверием. Обладая этими четырьмя качествами, человек оказывается в аду, как если бы его туда затянули силой. Монахи, обладая другими четырьмя качествами, человек оказывается в небесном мире, как если бы его туда затянули силой. Какими четырьмя? 5. Изучив и тщательно рассмотрев, он порицает того, кто заслуживает порицания. Изучив и тщательно рассмотрев, он хвалит того, кто заслуживает похвалы. Изучив и тщательно рассмотрев, он относится с подозрением к обстоятельству, к которому стоит отнестись с подозрением. Изучив и тщательно рассмотрев, он верит обстоятельству, к которому стоит отнестись с доверием. Обладая этими четырьмя качествами, человек оказывается в небесном мире, как если бы его туда затянули силой. Катхагару сутта, злость. АН 4.84. Благословенный сказал, монахи, обладая четырьмя качествами, человек оказывается в аду, как если бы его туда затянули силой. Какими четырьмя? Один, он ценит злобу, но не благует хаму. Два, он ценит клевету, но не благует хаму. Три, он ценит обретение, но не благует хаму. Четыре, он ценит славу, но не благует хаму. Обладая этими четырьмя качествами, человек оказывается в аду, как если бы его туда затянули силой. Монахи, обладая другими четырьмя качествами, человек оказывается в небесном мире, как если бы его туда затянули силой. Какими четырьмя? Он ценит благую хаму, а не злобу, клевету, обретение, славу. Обладая этими четырьмя качествами, человек оказывается в небесном мире, как если бы его туда затянули силой. Таматама сутта, Тьма. АН 4.85. Благословение Словенный сказал, монахи, есть четыре типа личностей, существующих в мире. Какие четыре? Тот, кто направляется из тьмы во тьму, тот, кто направляется из тьмы к свету, тот, кто направляется из света во тьму, тот, кто направляется из света к свету. Один, и какова, монахи, личность, что направляется из тьмы во тьму? Вот некий человек родился в низшей семье, в семье Чандал, работников по бамбуку, охотников, изготовителей повозок, собирателей цветов, то есть бедной семье, в которой мало еды и питья, и одежда добывается с трудом. И он безобразен, некрасив, уродлив, одолеваем хроническими болезнями, плохо видит, калека, хромой, или парализован. Он не тот, кто получает иду, напитки, одежду и средства передвижения, гирлянды, благовония, мази, постели, жилища и лампы. Он совершает проступки телом, речью, умом. Сделав так, после распада тела, после смерти, он перерождается в состоянии лишений, в плохом уделе, в нижних мирах, в аду. Вот каким образом эта личность, это тот, кто направляется из тьмы во тьму. И какова личность, что направляется из тьмы к свету? Вот некий человек родился в низшей семье, одежда добывается с трудом. И он безобразен, парализован. Он не тот, кто получает иду, напитки, жилища и лампы. Он совершает благие поступки телом, речью, умом. Сделав так, после распада тела, после смерти, он перерождается в благом уделе, в небесном мире. Вот каким образом эта личность, это тот, кто направляется из тьмы к свету. Три, и какова личность, что направляется из света во тьму? Вот некий человек родился в высшей семье, зажиточной семье кхотиев, зажиточной семье брахманов, зажиточной семье домохозяев, с большим богатством и имуществом, с запасами золота и серебра, с владениями и продовольствием, с обилием ценностей и зерна. И он красив, привлекателен, изящен, наделен величайшей красотой своего облика. Он получает иду, напитки, одежду и средства передвижения, гирлянды, благовония, мази, постели, жилища и лампы. Он совершает проступки телом, речью, умом. Сделав так, после распада тела, после смерти, он перерождается в состоянии лишений, в плохом уделе, в нижних мирах, в аду. Вот каким образом эта личность – это тот, кто направляется из света во тьму. И какова личность, что направляется из света к свету? Вот некий человек родился в высшей семье, с обилием ценностей и зерна. И он красив. Он получает иду, жилища и лампы. Он совершает благие поступки телом, речью, умом. Сделав так, после распада тела, после смерти, он перерождается в благом уделе, в небесном мире. Вот каким образом эта личность – это тот, кто направляется из света к свету. Таковы, монахи, четыре типа личностей, существующих в мире. Анатоната сутта «Согнутый» АН 4.86 Благословенный сказал, «Монахи, в мире существуют эти четыре типа личностей. Какие четыре? Один – согнутый, который сгибается еще сильнее. Два – согнутый, который распрямляется. Три – распрямленный, который сгибается. Четыре – распрямленный, который распрямляется еще сильнее. Один. Таковы четыре типа личностей, существующих в мире. Один – ланкийская редакция канона соотносит эти типы личностей с теми, что перечислены в предыдущей сутте АН 4.85. Путта-сутта, сын АН 4.87 Благословенный сказал, «Монахи, в мире существуют эти четыре типа личностей. Какие четыре? Непреклонный отшельник, отшельник белого лотоса, отшельник красного лотоса, изысканный отшельник. Один – и каким образом, монахи, человек является непреклонным отшельником? Вот монах является практикующим путь учеником, который пребывает в устремлении к непревзойденной защите от подневольности. Подобно старшему сыну помазанного на царство кхатрийского царя, тому, кто только еще будет помазан на царство, но еще не помазан, который достиг бы непреклонности в этом вопросе, то точно таков и монах, который является практикующим путь учеником, и который пребывает в устремлении к непревзойденной защите от подневольности. Вот каким образом этот монах является непреклонным отшельником? Два – и каким образом человек является отшельником белого лотоса? Вот, за счет уничтожения пятен умственных загрязнений, прямо здесь и сейчас в этой самой жизни монах входит и пребывает в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. Но, тем не менее, он не пребывает, касаясь телом некоторых из восьми освобождений. Вот каким образом этот человек является отшельником белого лотоса? Один. Три – и каким образом человек является отшельником красного лотоса? Вот, за счет уничтожения пятен умственных загрязнений, прямо здесь и сейчас в этой самой жизни монах входит и пребывает в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. И он пребывает, касаясь телом восьми освобождений. Вот каким образом этот человек является отшельником красного лотоса? Два. Четыре – и каким образом человек является изысканным отшельником? Вот монах, как правило, использует одеяние, которое было подарено именно ему. Редко, когда он использует то, которое не было подарено именно ему. Как правило, он ест льду, которое было подарено именно ему. Редко, когда он ест то, что не было подарено именно ему. Как правило, он использует жилище, которое было подарено именно ему. Редко, когда он использует то, которое не было подарено именно ему. Как правило, он использует лекарства и обеспечения для больных, которые были подарены именно ему. Редко, когда он использует те, которые не были подарены именно ему. Его товарищи монахи, с которыми он вместе живет, как правило, ведут себя приятным образом по отношению к нему посредством телесных действий, словесных, или умственных. Редко, когда они ведут себя неприятным образом. Они обычно дарят ему приятные. Редко, когда они дарят ему неприятные. В нем редко возникают неудобства, происходящие из желчи, слизи, в ядра, или их комбинации, неудобства из-за климатических изменений, неудобства, вызванные небрежным поведением, неудобства, вызванные нападениями, неудобства, возникшие в результате созревания каммы. Эти вещи возникают в нем нечасто. Он редко болеет. Он достигает безсложности или проблем четырех джхан, что составляют высший ум и являются приятным пребыванием в этой самой жизни. За счет уничтожения пятен умственных загрязнений, прямо здесь и сейчас в этой самой жизни он входит и пребывает в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. Вот каким образом этот человек является изысканным отшельником. Если, монахи, кто-либо мог бы правдиво сказать о ком-либо, он, изысканный отшельник среди отшельников, то он мог бы сказать так в точности обо мне. Ведь, как правило, я использую одеяния, которые было подарено именно мне, ям иду, использую жилища, использую лекарства. Редко, когда я использую те, которые не были подарены именно мне. Те монахи, с которыми я вместе живу, как правило, ведут себя приятным образом по отношению ко мне посредством телесных действий, словесных или умственных. Редко, когда они ведут себя неприятным образом. Они обычно дарят мне приятные. Редко, когда они дарят мне неприятные. Во мне редко возникают неудобства, происходящие из желчи, из-за климатических изменений, вызванной небрежным поведением, нападениями, возникшие в результате созревания каммы. Эти вещи возникают во мне нечасто. Я редко болею. Я достигаю без труда или проблем четырех джхан, что составляют высший ум и являются приятным пребыванием в этой самой жизни. За счет уничтожения пятен умственных загрязнений, прямо здесь и сейчас в этой самой жизни я вхожу и пребываю в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. Если, монахи, кто-либо мог бы правдиво сказать о ком-либо, он, изысканный отшельник среди отшельников, то он мог бы сказать так в точности обо мне. Таковы, монахи, четыре типа личностей, существующих в мире. Один, примечание переводчика СВ, очевидно, речь идет об освобожденном мудростью, то есть об араханте, который не достигает в своей медитации четырех бесформенных сфер. Некоторые считают этот фрагмент доказательством возможности достичь араханства без джхан вообще, однако это напрямую противоречит утверждению Будды в МН-64, где он прямо говорит об обязательности джхан даже для достижения уровня невозвращающегося, не говоря уже об араханстве. Два, речь идет об освобожденном в обоих отношениях араханте, который помимо четырех джхан достигает также четырех бесформенных сфер. Смотри. АН-10-16. Сани-Джана сутта, Оковы. АН-488. Благословенный сказал, монахи, в мире существуют эти четыре типа личностей. Какие четыре? Непреклонный отшельник, отшельник белого лотоса, отшельник красного лотоса, изысканный отшельник. Один, и каким образом, монахи, человек является непреклонным отшельником? Вот, с полным уничтожением трех нижних оков, монах является вступившим в поток, непреклонным в своей участи, никогда более не способным родиться в низших мирах, устремленным к просветлению. Вот каким образом этот монах является непреклонным отшельником? Два, и каким образом человек является отшельником белого лотоса? Вот, с полным уничтожением трех нижних оков, а также с ослаблением жажды, злобы, и заблуждения, монах является однажды возвращающимся, тем, кто, вернувшись назад в этот мир лишь еще один раз, положит конец страданиям. Вот каким образом этот человек является отшельником белого лотоса? Три, и каким образом человек является отшельником красного лотоса? Вот, с полным уничтожением пяти нижних оков, монах является тем, кто родится спонтанно в мире чистых обителей и обретет там окончательную ниббану, никогда более не возвращаясь обратно из того мира в этот. Вот каким образом этот человек является отшельником красного лотоса? Четыре, и каким образом человек является изысканным отшельником? Вот, за счет уничтожения пятен умственных загрязнений, в этой самой жизни монах входит и пребывает в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, зная и проявляя эти состояния для себя самостоятельно посредством прямого знания. Вот каким образом этот человек является изысканным отшельником. Таковы, монахи, четыре типа личностей, существующих в мире. Саммадитхи сутта, правильное воззрение. АН 4.89. Благословенный сказал, монахи, в мире существуют эти четыре типа личностей. Какие четыре? Непреклонный отшельник, отшельник белого лотоса, отшельник красного лотоса, изысканный отшельник. Один, и каким образом, монахи, человек является непреклонным отшельником? Вот монах является тем, кто имеет правильное воззрение, правильное устремление, правильную речь, правильное действие, правильное средство к жизни, правильное усилие, правильную осознанность, и правильное сосредоточение. Вот каким образом этот монах является непреклонным отшельником. 2. И каким образом человек является отшельником Белого Лотоса? Вот монах является тем, кто имеет правильное воззрение, правильное устремление, правильную речь, правильное действие, правильное средство к жизни, правильное усилие, правильную осознанность, правильное сосредоточение, правильное знание, и правильное освобождение. 1. Но, тем не менее, он не пребывает, касаясь телом некоторых из восьми освобождений. Вот каким образом этот человек является отшельником Белого Лотоса? 3. И каким образом человек является отшельником Красного Лотоса? Вот монах является тем, кто имеет правильное воззрение, правильное устремление, правильную речь, правильные действия, правильное средство к жизни, правильные усилия, правильную сознанность, правильные сосредоточения, правильные знания, и правильное освобождение. И он пребывает, касаясь телом восьми освобождений. Вот каким образом этот человек является отшельником Красного Лотоса? 4. И каким образом человек является изысканным отшельником? Вот монах, как правило, использует одеяние, которое было подарено именно ему. 2. То он мог бы сказать так в точности обо мне. Таковы, монахи, четыре типа личностей, существующих в мире. 1. Примечание переводчика С.В. В суттах, как правило, про ученика благородных, за исключением Араханта, говорится, что он обладает восемью факторами пути. Про Араханта говорится, что он обладает десятью факторами пути, то есть еще правильным знанием и правильным освобождением. Однако, есть некоторые сутты, в которых эти два фактора приписываются не Арахантам. Вероятно, в этом случае имеется в виду, что эти факторы у них не являются полными. 2. Фрагмент раскрывается в точности как аналогичный в сутте АН-487. В хантха сутта, в совокупности. АН-4-90. Благословенный сказал, монахи, в мире существуют эти четыре типа личностей. Какие четыре? Непреклонный отшельник, отшельник белого лотоса, отшельник красного лотоса, изысканный отшельник. 1. И каким образом, монахи, человек является непреклонным отшельником? Вот монах является учеником, который не достиг идеала своего ума и кто пребывает в устремлении к непревзойденной защите от подневольности. Вот каким образом этот монах является непреклонным отшельником? 2. И каким образом человек является отшельником белого лотоса? Вот монах пребывает в созерцании происхождения и исчезновения в пяти совокупностях, подверженных цеплянию, такова форма, таково ее происхождение, таково ее исчезновение, таково чувство, восприятие, формации, сознание, таково его происхождение, таково его исчезновение. Но, все же, он не пребывает, касаясь телом некоторых из восьми освобождений. Вот каким образом этот человек является отшельником белого лотоса. Три, и каким образом человек является отшельником красного лотоса? Вот монах пребывает в созерцании происхождения и исчезновения в пяти совокупностях, подверженных цеплянию, такова форма, таково ее происхождение, таково ее исчезновение, таково чувство, восприятие, формации, сознание, таково его происхождение, таково его исчезновение. И он пребывает, касаясь телом восьми освобождений. Вот каким образом этот человек является отшельником красного лотоса. Четыре, и каким образом человек является изысканным отшельником? Вот монах, как правило, использует одеяние, которое было подарено именно ему. Один, то он мог бы сказать так в точности обо мне. Таковы, монахи, четыре типа личностей, существующих в мире. Один, фрагмент раскрывается в точности как аналогичный в сутте АН 4.87. Асура сутта, Асур. АН 4.91. Благословенный сказал, монахи, в мире существуют эти четыре типа личностей. Какие четыре? Асур со свитой асуров, асур со свитой дэвов, дэва со свитой асуров, дэва со свитой дэвов. Один, и каким образом, монахи, человек является асуром со свитой асуров? Бывает так, что некий человек безнравственный, обладает плохим характером. И люди из его свиты также безнравственны, обладают плохим характером. Вот каким образом этот человек является асуром со свитой асуров. Два, и каким образом, монахи, человек является асуром со свитой дэвов? Бывает так, что некий человек безнравственный, обладает плохим характером. Но люди из его свиты нравственны, обладают благим характером. Вот каким образом этот человек является асуром со свитой дэвов. Три, и каким образом, монахи, человек является дэвом со свитой асуров? Бывает так, что некий человек нравственный, обладает благим характером. Но люди из его свита безнравственны, обладают плохим характером. Вот каким образом это человек является дэвом со свитой асуров. Четыре, и каким образом, монахи, человек является дэвом со свитой дэвов? Бывает так, что некий человек нравственный, обладает благим характером. И люди из его свиты также нравственны, обладают благим характером. Вот каким образом этот человек является дэвом со свиты дэвов. Таковы, монахи, четыре типа личностей, существующих в мире. Патхама Самадхи Сутта, Сосредоточение 1. АН 4.92. Благословенный сказал, «Монахи, в мире существуют эти четыре типа личностей. Какие четыре? Один, вот некий человек обретает внутреннее успокоение ума, но не высшую мудрость прозрения в феномены. Два, другой человек обретает высшую мудрость прозрения в феномены, но не внутреннее успокоение ума. Три, еще другой не обретает ни внутреннего успокоения ума, не высшей мудрости прозрения в феномены. Четыре, еще другой обретает внутреннее успокоение ума, и высшую мудрость прозрения в феномены». Таковы четыре типа личностей, существующих в мире. Дутия Самадхи Сутта, Сосредоточение 2. АН 4.93. Благословенный сказал, монахи, в мире существуют эти четыре типа личностей. Какие четыре? Вот Никит человек обретает внутреннее успокоение ума, но не высшую мудрость прозрения в феномены. Другой человек обретает высшую мудрость прозрения в феномены, но не внутреннее успокоение ума. Еще другой не обретает ни внутреннего успокоения ума, ни высшей мудрости прозрения в феномены. Еще другой обретает внутреннее успокоение ума, и высшую мудрость прозрения в феномены. феномены. Один, монахи, тот из них, кто обретает внутреннее успокоение ума, но не высшую мудрость прозрения в феномены, должен опираться на внутреннее успокоение ума и прилагать усилия к обретению высшей мудрости прозрения в феномены. И тогда, спустя какое-то время, он станет тем, кто обретает внутреннее успокоение ума, и высшую мудрость прозрения в феномены. Два, тот из них, кто обретает высшую мудрость прозрения в феномены, но не внутреннее успокоение ума, должен опираться на высшую мудрость прозрения в феномены и прилагать усилия к обретению внутреннего успокоения ума. И тогда, спустя какое-то время, он станет тем, кто обретает внутреннее успокоение ума, и высшую мудрость прозрения в феномены. Три, тот из них, кто не обретает ни высшей мудрости прозрения в феномены, ни внутреннего успокоения ума, должен приложить дополнительные желания, усилия, старания, воодушевления, неутомимость, осознанность и бдительность ради обретения этих обоих благих качеств. Подобно тому, как тот, у кого загорелась бы одежда или волосы на голове, приложил бы дополнительные желания, усилия, старания, воодушевления, неутомимость, осознанность и бдительность для того, чтобы потушить пламя на своей одежде или голове, то точно так же этот человек должен приложить дополнительные желания, усилия, старания, воодушевления, неутомимость, осознанность и бдительность ради обретения этих обоих благих качеств. И тогда, спустя какое-то время, он станет тем, кто обретает внутреннее успокоение ума, и высшую мудрость прозрения в феномены. Четыре, тот из них, кто обретает внутреннее успокоение ума, и высшую мудрость прозрения в феномены, должен опираться на оба эти самые благие качества и прилагать дальнейшее усилие, чтобы достичь уничтожения пятен загрязнений ума. Таковы, монахи, четыре типа личностей, существующих в мире. Татья Самадхи Сутта, Сосредоточение 3. АН 4.94. Благословенный сказал, монахи, в мире существуют эти четыре типа личностей. Какие четыре? Вот, монахи, некий человек обретает внутреннее успокоение ума, но не высшую мудрость прозрения в феномены. Другой человек обретает высшую мудрость прозрения в феномены, но не внутреннее успокоение ума. Еще другой не обретает ни внутреннего успокоения ума, ни высшей мудрость и прозрения в феномены. Еще другой обретает внутреннее успокоение ума, и высшую мудрость прозрения в феномены. Один, монахи, тот из них, кто обретает внутреннее успокоение ума, но не высшую мудрость прозрения в феномены, должен подойти к тому, кто обретает высшую мудрость прозрения в феномены и спросить у него, друг, как следует видеть обусловленные феномены? Как следует исследовать обусловленные феномены? Как следует различать обусловленные феномены прозрением? И тогда другой ответит ему так, как он это увидел и понял сам, обусловленные феномены следует видеть так-то, исследовать так-то, различать прозрением так-то. 1. И тогда, спустя какое-то время, он станет тем, кто обретает внутреннее успокоение ума, и высшую мудрость прозрения в феномены. 2. Тот из них, кто обретает высшую мудрость прозрения в феномены, но не внутреннее успокоение ума, должен подойти к тому, кто обретает внутреннее успокоения ума, и спросить у него, друг, как следует делать ум устойчивым? Как следует делать ум собранным? Как следует делать ум объединенным? Как следует делать ум сосредоточенным? И тогда другой ответит ему так, как он это увидел и понял сам, ум следует делать устойчивым так-то, собранным так-то, объединенным так-то, сосредоточенным так-то. Два. И тогда, спустя какое-то время, он станет тем, кто обретает внутреннее успокоение ума, и высшую мудрость прозрения в феномены. Тот из них, кто не обретает ни высшей мудрости прозрения в феномены, ни внутреннего успокоения ума, должен подойти к тому, кто обретает оба этих качества, и спросить у него, друг, как следует делать ум устойчивым? Как следует делать ум собранным? Как следует делать ум объединенным? Как следует делать ум сосредоточенным? Как следует видеть обусловленные феномены? Как следует исследовать обусловленные феномены? Как следует различать обусловленные феномены прозрением? И тогда другой ответит ему так, как он это увидел и понял сам, ум следует делать устойчивым так-то, собранным так-то, объединённым так-то, сосредоточенным так-то. Обусловленные феномены следует видеть так-то, исследовать так-то, различать прозрением так-то. И тогда, спустя какое-то время, он станет тем, кто обретает внутреннее успокоение ума, и высшую мудрость прозрения в феномены. Четыре, тот из них, кто обретает внутреннее успокоение ума, и высшую мудрость прозрения в феномены, должен опираться на оба эти самые благие качества и прилагать дальнейшие усилия, чтобы достичь уничтожения пятен загрязнений ума. Таковы, монахи, четыре типа личностей, существующих в мире. 1. Комментарий поясняет, что их надо видеть и различать как соответствующие трем характеристикам существования, то есть безличностными, изменчивыми, страдательными. 2. Комментарий поясняет, что в первой джихане следует делать ум устойчивым, объединенным и так далее таким-то образом, во второй джихане, таким-то образом, в третьей, таким-то и так далее. Чхавалата сутта, полено из погребального костра. АН 4.95. Благословенный сказал, монахи, в мире существуют эти четыре типа личностей. Какие четыре? Тот, кто практикует не ради собственного благополучия, не ради благополучия других, тот, кто практикует ради благополучия других, но не ради собственного благополучия, тот, кто практикует ради собственного благополучия, но не ради благополучия других, и тот, кто практикует и ради собственного благополучия, и ради благополучия других. 1. Представьте, монахи, полено из погребального костра, обожженное с обоих концов и измазанное нечистотами в середине. Его нельзя было бы использовать в качестве древесины ни в деревне, ни в лесу. Таков, я говорю вам, и то человек, который практикует не ради собственного благополучия, не ради благополучия других. Два, монахи, тот из них, кто практикует ради благополучия других, но не ради собственного благополучия, является более превосходным и возвышенным из этих первых двух личностей. Три, тот, кто практикует ради собственного благополучия, но не ради благополучия других, является более превосходным и возвышенным из этих первых трех личностей. Четыре, тот, кто практикует и ради собственного благополучия, и ради благополучия других, является лучшим, наивысшим, превосходящим остальных, величайшим, самым превосходным из этих четырех личностей. Подобно тому, как корова дает молоко, из молока получается творог, из творога, масло, из масла, топленое масло, из топленого масла, сливки топленого масла, которые считаются наивысшим из всего этого, то точно так же и тот, кто практикует и ради собственного благополучия, и ради благополучия других, является лучшим, наивысшим, превосходящим остальных, величайшим, самым превосходным из этих четырёх личностей. Таковы, монахи, четыре типа личностей, существующих в мире. Роговиная сутта, жажда. АН 4.96. Благословенный сказал, монахи, в мире существуют эти четыре типа личностей. Какие четыре? Тот, кто практикует не ради собственного благополучия, не ради благополучия других, тот, кто практикует ради благополучия других, но не ради собственного благополучия, тот, кто практикует ради собственного благополучия, но не ради благополучия других, и тот, кто практикует и ради собственного благополучия, и ради благополучия других. Один, и каким образом, монахи, человек практикует ради своего собственного благополучия, но не ради благополучия других? Вот некий человек практикует ради устранения своей собственной жажды, злобы, заблуждения, но не побуждает других устранять жажду, злобу, заблуждений. Вот каким образом это человек практикует ради своего собственного благополучия, но не ради благополучия других. Два, и каким образом человек практикует ради благополучия других, но не ради своего собственного благополучия? Вот некий человек побуждает других устранять жажду, злобу, заблуждений, но не практикует ради устранения собственной жажды, злобы, заблуждения. Вот каким образом это человек практикует ради благополучия других, но не ради своего собственного благополучия. 3. И каким образом человек практикует не ради своего собственного благополучия, не ради благополучия других? Вот некий человек не практикует ради устранения собственной жажды, злобы, заблуждения. И он не побуждает других устранять жажду, злобу, заблуждений. Вот каким образом это человек практикует не ради своего собственного благополучия, не ради благополучия других. 4. И каким образом человек практикует и ради своего собственного благополучия, и ради благополучия других? Вот некий человек практикует ради устранения собственной жажды, злобы, заблуждения. И он побуждает других устранять жажду, злобу, заблуждений. Вот каким образом это человек практикует и ради своего собственного благополучия, и ради благополучия других. Таковы, монахи, четыре типа личностей, существующих в мире. Кхиппани-сэнти-сутта, понятливый АН 4.97 Благословенный сказал, монахи, в мире существуют эти четыре типа личностей. Какие четыре? Тот, кто практикует не ради собственного благополучия, не ради благополучия других, тот, кто практикует ради благополучия других, но не ради собственного благополучия, тот, кто практикует ради собственного благополучия, но не ради благополучия других, и тот, кто практикует и ради собственного благополучия, и ради благополучия других. Один, и каким образом, монахи, человек практикует ради своего собственного благополучия, но не ради благополучия других. Вот Никит человек быстро улавливает благие учения. Он способен удержать в уме те учения, которые он заучил. Он изучает значение учений, которые он удержал в уме. Поняв смысл и Дхамму, он практикует в соответствии с Дхаммой. Однако, он не является хорошим оратором с хорошей манерой подачи, как и не одарен речью, которая изысканно, чиста, отчетливо, хорошо выражает суть. И он не тот, кто наставляет, воодушевляет, вдохновляет и радует своих товарищей-монахов. Вот каким образом это человек практикует ради своего собственного благополучия, но не ради благополучия других. Два, и каким образом человек практикует ради благополучия других, но не ради своего собственного благополучия? Вот Никит человек не улавливает быстро благие учения и не способен удержать в уме те учения, которые он заучил. Он не изучает значение учений, которые он удержал в уме, и не понял смысла Дхамму. Он не практикует в соответствии с Дхаммой. Но, тем не менее, он хороший оратор с хорошей манерой подачи. Он одарен речью, которая изысканно, чиста, отчетливо, хорошо выражает суть. Он тот, кто наставляет, воодушевляет, вдохновляет и радует своих товарищей монахов. Вот каким образом этот человек практикует ради благополучия других, но не ради своего собственного благополучия. 3. И каким образом человек практикует не ради своего собственного благополучия, не ради благополучия других? Вот некий человек не улавливает быстро благие учения и не способен удержать в уме те учения, которые он заучил. Он не изучает значение учений, которые он удержал в уме, и не понял смысла Дхамму. Он не практикует в соответствии с Дхаммой. Он не является хорошим оратором с хорошей манерой подачи. Он не одарен речью, которая изысканно, чиста, отчетливо, хорошо выражает суть. Он не тот, кто наставляет, воодушевляет, вдохновляет и радует своих товарищей монахов. Вот каким образом этот человек практикует не ради своего собственного благополучия, не ради благополучия других. 4. И каким образом человек практикует и ради своего собственного благополучия, и ради благополучия других? Вот некий человек быстро улавливает благие учения. Он способен удержать в уме те учения, которые он заучил. Он изучает значение учений, которые он удержал в уме. Он понял смысл Дхаммы и практикует в соответствии с Дхаммой. Он хороший оратор с хорошей манерой подачи. Он одарен речью, которая изысканно, чиста, отчетливо, хорошо выражает суть. Он тот, кто наставляет, воодушевляет, вдохновляет и радует своих товарищей-монахов. Вот каким образом этот человек практикует и ради своего собственного благополучия, и ради благополучия других. Таковы, монахи, четыре типа личностей, существующих в мире. От Тахита Сутта, свое собственное благополучие. АН 4.98 Благословенный сказал, монахи, в мире существуют эти четыре типа личностей. Какие четыре? Один, тот, кто практикует не ради собственного благополучия, не ради благополучия других. Два, тот, кто практикует ради благополучия других, но не ради собственного благополучия. Три, тот, кто практикует ради собственного благополучия, но не ради благополучия других. Четыре, и тот. кто практикует и ради собственного благополучия, и ради благополучия других. Таковы, монахи, четыре типа личностей, существующих в мире. Сибхапада сутта, правила тренировки. АН 4.99. Благословенный сказал, монахи, в мире существуют эти четыре типа личностей. Какие четыре? Тот, кто практикует не ради собственного благополучия, не ради благополучия других, тот, кто практикует ради благополучия других, но не ради собственного благополучия. Тот, кто практикует ради собственного благополучия, но не ради благополучия других, и тот, кто практикует и ради собственного благополучия, и ради благополучия других. Один, и каким образом, монахи, человек практикуют ради своего собственного благополучия, но не ради благополучия других? Вот некий человек сам воздерживается от уничтожения жизни, но не побуждает других воздерживаться от уничтожения жизни. Он сам воздерживается от взятия того, что не было дано, но не побуждает других воздерживаться от взятия того, что не было дано. Он сам воздерживается от неблагого сексуального поведения, но не побуждает других воздерживаться от неблагого сексуального поведения. Он сам воздерживается от лжи, но не побуждает других воздерживаться от лжи. Он сам воздерживается от употребления спиртного, вина, одурманирующих веществ, что являются основой для беспечности, но не побуждает других воздерживаться от них. Вот каким образом это человек практикуют ради своего собственного благополучия, но не ради благополучия других. 2. И каким образом человек практикуют ради благополучия других, но не ради своего собственного благополучия? Вот некий человек сам не воздерживается от уничтожения жизни, но побуждает других воздерживаться. Не воздерживается сам от употребления спиртного, но побуждает других воздерживаться от них. Вот каким образом этот человек практикует ради благополучия других, но не ради своего собственного благополучия. 3. И каким образом человек практикует не ради своего собственного благополучия, не ради благополучия других? Вот некий человек сам не воздерживается от уничтожения жизни, и не побуждает других воздерживаться. Не воздерживается сам от употребления спиртного, и не побуждает других воздерживаться от них. Вот каким образом это человек практикует не ради своего собственного благополучия, не ради благополучия других. 4. И каким образом человек практикует и ради своего собственного благополучия, и ради благополучия других? Вот некий человек сам воздерживается от уничтожения жизни, и побуждает других воздерживаться. Воздерживается сам от употребления спиртного, и побуждает других воздерживаться от них. Вот каким образом этот человек практикует и ради своего собственного благополучия, и ради благополучия других. Таковы, монахи, четыре типа личностей, существующих в мире. Паталия сутта, Паталия. АН 4.100. И тогда странник Паталия подошел к благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями странник Паталия сел рядом, и тогда благословенный сказал ему, Паталия, в мире существуют эти четыре типа личностей. Какие четыре? 1. Вот некий человек порицает того, кто заслуживает порицания, и это его порицание является точным, правдивым, и своевременным. Но он не восхваляет того, кто заслуживает похвалы, хотя такая похвала была бы точной, правдивой, и своевременной. 2. Другой человек восхваляет того, кто заслуживает похвалы, и это его похвала является точной, правдивой, и своевременной. Но он не порицает того, кто заслуживает порицания, хотя такое порицание было бы точным, правдивым и своевременным. 3. Еще другой человек не порицает того, кто заслуживает порицания, хотя такое порицание было бы точным, правдивым и своевременным. И он не восхваляет того, кто заслуживает похвалы, хотя такая похвала была бы точной, правдивой и своевременной. 4. И еще другой человек порицает того, кто заслуживает порицания, и это его порицание является точным, правдивым, и своевременным. И он также восхваляет того, кто заслуживает похвалы, и это его похвала является точной, правдивой, и своевременной. Таковы четыре типа личностей, существующих в мире. Итак, Паталия, какая из этих четырех типов личностей кажется тебе наивысшей и самой превосходной? Мастер Гатама, в мире существуют эти четыре типа личностей. Какие четыре? Один из этих четырех наивысшим и самым превосходным мне кажется тот, кто не порицает того, кто заслуживает порицания, хотя такое порицание было бы точным, правдивым, и своевременным. И он не восхваляет того, кто заслуживает похвалы, хотя такая похвала была бы точной, правдивой, и своевременной. И почему? Потому что самым лучшим, мастер Гатама, является невозмутимость. Паталия, в мире существуют эти четыре типа личностей. Из этих четырех наивысшим и самым превосходным является тот, кто порицает того, кто заслуживает порицания, и это его порицание является точным, правдивым и своевременным. И он также восхваляет того, кто заслуживает похвалы, и это его похвала является точной, правдивой и своевременной. И почему? Потому что самым лучшим, Паталия, является знание надлежащего момента, когда следует говорить о чем-либо в каком-либо конкретном случае. Мастер Гатама, в мире существуют эти четыре типа личности. Из этих четырех наивысшим и самым превосходным мне кажется тот, кто порицает того, кто заслуживает порицания, и это его порицание является точным, правдивым, и своевременным. И он также восхваляет того, кто заслуживает похвалы, и это его похвала является точной, правдивой, и своевременной. И почему? Потому что самым лучшим, Мастер Гатама, является знание надлежащего момента, когда следует говорить о чем-либо в каком-либо конкретном случае. Великолепно, Мастер Гатама! Великолепно, Мастер Гатама! Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же Мастер Гатама различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в Мастере Гатаме, прибежище в Дхаме, и прибежище в Сан-Дхе монахов. Пусть Мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. Один, Паталия перечисляет полностью описание этих четырех типов личностей. Патхама Валахака Сутта, Облако 1. А.Н. 4.101. Однажды Благословенный пребывал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там Благословенный обратился к монахам, монахи. Учитель. Отвечали те монахи. Благословенный сказал, монахи, есть четыре вида облаков. Какие четыре? То, который грохочет, но из которого не идет дождь, то, из которого идет дождь, но который не грохочет, то, который не грохочет, и из которого не идет дождь, то, который не грохочет, и из которого не идет дождь, то, который грохочет, и из которого идет дождь. Точно так же, есть эти четыре типа личностей в мире, похожих на облако. Какие четыре? Тот, кто грохочет, но из кого не идет дождь, тот, из кого идет дождь, но кто не грохочет, тот, кто не грохочет, и из кого не идет дождь, тот, кто и грохочет, и из кого идет дождь. Один, и каков, монахи, человек, который грохочет, но из кого не идет дождь. Бывает так, что человек говорит, но не делает. Вот каким образом это человек, тот, кто грохочет, но из кого не идет дождь. Я говорю вам, это человек подобен облаку, который грохочет, но из которого не идет дождь. Два, и каков человек, из которого идет дождь, но который не грохочет? Вот некий человек не говорит, а делает. Вот каким образом это человек, тот, из кого идет дождь, но кто не грохочет? Я говорю вам, это человек подобен облаку, из которого идет дождь, но который не грохочет. Три, И каков человек, который не грохочет, и из кого не идёт дождь? Вот некий человек не говорит, не делает. Вот каким образом это человек, тот, кто не грохочет, и из кого не идёт дождь? Я говорю вам, это человек подобен облаку, который не грохочет, и из которого не идёт дождь. И каков человек, который грохочет, и из кого идёт дождь? Вот некий человек и говорит, и делает. Вот каким образом это человек, тот, кто грохочет, и из кого идёт дождь. Я говорю вам, это человек подобен облаку, который и грохочет, и из которого идёт дождь. Таковы, монахи, четыре типа личностей, существующих в мире, похожих на облако. Дутьевала Хака Сутта, Облако 2. АН 4.102. Однажды Благословенный пребывал в Савайтхи в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там Благословенный обратился к монахам, монахи. Учитель. Отвечали те монахи. Благословенный сказал, монахи, есть четыре вида облаков. Какие четыре? Тот, который грохочет, но из которого не идёт дождь, то из которого идёт дождь, но который не грохочет, тот который не грохочет, из которого не идёт дождь, тот который грохочет, из которого идёт дождь. Точно так же, есть эти четыре типа личностей в мире, похожих на облако. Какие четыре? Тот, кто грохочет, но из кого не идёт дождь, тот, из кого идёт дождь, но кто не грохочет, тот, кто не грохочет, и из кого не идет дождь, тот, кто и грохочет, и из кого идет дождь. Один, и каков, монахи, человек, который грохочет, но из кого не идет дождь. Бывает так, когда некий человек осваивает тхамму, лекции, стихи и прозу, описания, строфы, вдохновенное изречение, цитаты, истории рождения, чудесные случаи, вопросы и ответы, но он не понимает в соответствии с действительностью. это – страдание, и это – источник страдания, и это – прекращение страдания, и это – путь, ведущий к прекращению страдания. Вот каким образом это человек – тот, кто грохочет, но из кого не идет дождь. Я говорю вам – это человек подобен облаку, который грохочет, но из которого не идет дождь. Два – и каков человек, из которого идет дождь, но который не грохочет? Бывает так, когда некий человек не осваивает Дхамму, лекции, стихи и прозу, описания, строфы, вдохновенное изречение, цитаты, истории рождения, чудесные случаи, вопросы и ответы, но он понимает в соответствии с действительностью, это – страдание, это – источник страдания, это – прекращение страдания, это – путь, ведущий к прекращению страдания. Вот каким образом это человек, тот, из кого идет дождь, но кто не грохочет. Я говорю вам, это человек подобен облаку, из которого идет дождь, но который не грохочет. И каков человек, который не грохочет, и из кого не идет дождь? Бывает так, когда некий человек не осваивает Дхамму, и не понимает в соответствии с действительностью. Вот каким образом это человек, тот, кто не грохочет, и из кого не идет дождь. Я говорю вам, это человек подобен облаку, который не грохочет, и из которого не идет дождь. И каков человек, который грохочет, и из кого идет дождь. Бывает так, когда некий человек осваивает Дхамму, и понимает в соответствии с действительностью. Вот каким образом это человек, тот, кто грохочет, и из кого идет дождь. Я говорю вам, это человек подобен облаку, который грохочет, и из которого идет дождь. Таковы, монахи, четыре типа личностей, существующих в мире, похожих на облако. Кумбха сутта, горшок. АН 4.103. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре вида горшков. Какие четыре? Пустой и накрытый, полный и открытый, пустой и открытый, полный и накрытый. Таковы четыре вида горшков. Точно так же, есть эти четыре типа личностей в мире, похожих на горшки. Какие четыре? Пустой и накрытый, полный и открытый, пустой и открытый, полный и накрытый. Один, и каков, монахи, человек, который пустой и накрытый? Бывает так, что некий человек внушает доверие своей манера уходить и возвращаться, смотреть вперёд и по сторонам, сгибать и распрямлять свои члены, носить своё одеяние, верхнее одеяние, и чашу. Но он не понимает в соответствии с действительностью, это – страдание, это – источник страдания, это – прекращение страдания, это – путь, ведущий к прекращению страдания. Вот каким образом это человек, тот, кто пустой и накрытый. Я говорю вам, это человек подобен горшку, который пустой и накрытый. Два, и каков человек, который полный и открытый. Бывает так, что некий человек не внушает доверия своей манеры уходить и возвращаться, смотреть вперёд и по сторонам, сгибать и распрямлять свои члены, носить своё одеяние, верхнее одеяние, и чашу. Но он понимает в соответствии с действительностью, это – страдание, это – источник страдания, это – прекращение страдания, это – путь, ведущий к прекращению страдания. Вот каким образом это человек, тот, кто полный и открытый. Я говорю вам, это человек подобен горшку, который полный и открытый. Три, и каков человек, который пустой и открытый? Бывает так, что некий человек не внушает доверия своей манерой. И он не понимает в соответствии с действительностью. Вот каким образом это человек, тот, кто пустой и открытый. Я говорю вам, это человек подобен горшку, который пустой и открытый. Четыре, и каков человек, который полный и накрытый? Бывает так, что некий человек внушает доверие своей манерой. И он понимает в соответствии с действительностью. Вот каким образом этот человек – тот, кто полный и накрытый. Я говорю вам, этот человек подобен горшку, который полный и накрытый. Таковы, монахи, четыре типа личностей, существующих в мире, похожих на горшки. Удакараха да сутта – пруды. АН 4.104. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре вида прудов. Какие четыре? Мелководный, но кажущийся глубоким, глубокий, но кажущийся мелководным, мелководный и кажущийся мелководным, глубокий и кажущийся глубоким. Таковы четыре вида прудов. Точно так же, есть эти четыре типа личностей в мире, похожих на пруды. Какие четыре? Мелководный, но кажущийся глубоким, глубокий, но кажущийся мелководным, мелководный и кажущийся мелководным, глубокий и кажущийся глубоким. Один, и каков, монахи, человек, который мелководный, но кажущийся глубоким? Бывает так, что некий человек внушает доверие своей манеры уходить и возвращаться, смотреть вперед и по сторонам, сгибать и распрямлять свои члены, носить свое одеяние, верхнее одеяние, и чашу. Но он не понимает соответствия с действительностью, это страдание, это источник страдания, это прекращение страдания, это путь, ведущий к прекращению страдания. Вот каким образом это человек, тот, кто мелководный, но кажущийся глубоким? Я говорю вам, это человек подобен пруду, который мелководный, но кажущийся глубоким. Два, и каков человек, который глубокий, но кажущийся мелководным? Бывает так, что некий человек не внушает доверие своей манеры уходить и возвращаться, смотреть вперед и по сторонам, сгибать и распрямлять свои члены, носить свое одеяние, верхнее одеяние, и чашу. Но он понимает в соответствии с действительностью, это страдание, это источник страдания, это прекращение страдания, это путь, ведущий к прекращению страдания. Вот каким образом это человек, тот, кто глубокий, но кажущийся мелководным? Я говорю вам, это человек подобен пруду, который глубокий, но кажущийся мелководным. Три, и каков человек, который мелководный и кажущийся мелководным? Бывает так, что некий человек не внушает доверие своей манерой. И он не понимает в соответствии с действительностью. Вот каким образом это человек, тот, кто мелководный и кажущийся мелководным. Я говорю вам, это человек подобен пруду, который мелководный и кажущийся мелководным. 4. И каков человек, который глубокий и кажущийся глубоким? Бывает так, что некий человек внушает доверие своей манерой. И он понимает в соответствии с действительностью. Вот каким образом это человек, тот, кто глубокий и кажущийся глубоким. Я говорю вам, это человек подобен пруду, который глубокий и кажущийся глубоким. Таковы, монахи, четыре типа личностей, существующих в мире, похожих на пруды. Амба сутта, манга. АН 4.105. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре вида манга. Какие четыре? Незрелые, но кажущиеся зрелым, зрелые, но кажущиеся незрелым, незрелые и кажущиеся незрелым, зрелые и кажущиеся зрелым. Таковы четыре вида манга. Точно так же, есть эти четыре типа личностей в мире, похожих на манга. Какие четыре? Незрелые, но кажущиеся зрелым, зрелые, но кажущиеся незрелым, незрелые и кажущиеся незрелым, зрелые и кажущиеся зрелым. Один, и каков, монахи, человек, который незрелый, но кажущийся зрелым? Бывает так, что некий человек внушает доверие своей манеры уходить и возвращаться, смотреть вперед и по сторонам, сгибать и распрямлять свои члены, носить свое одеяние, верхнее одеяние, и чашу. Но он не понимает в соответствии с действительностью, это, страдание, это, источник страдания, это, прекращение страдания, это, путь, ведущий к прекращению страдания. Вот каким образом это человек, тот, кто незрелый, но кажущийся зрелым. Я говорю вам, это человек подобен манга, который незрелый, но кажущийся зрелым. Два, и каков человек, который зрелый, но кажущийся незрелым? Бывает так, что некий человек не внушает доверие своей манеры уходить и возвращаться, смотреть вперед и по сторонам, сгибать и распрямлять свои члены, носить свое одеяние, верхнее одеяние, и чашу. Но он понимает в соответствии с действительностью, это, страдание, это, источник страдания, это, прекращение страдания, это, путь, ведущий к прекращению страдания. Вот каким образом это человек, тот, кто зрелый, но кажущийся незрелым. Я говорю вам, это человек подобен манга, который зрелый, но кажущийся незрелым. Три, и каков человек, который незрелый и кажущийся незрелым? Бывает так, что некий человек не внушает доверия своей манерой. И он не понимает в соответствии с действительностью. Вот каким образом это человек, тот, кто незрелый и кажущийся незрелым. Я говорю вам, это человек подобен манго, который незрелый и кажущийся незрелым. 4. И каков человек, который зрелый и кажущийся зрелым? Бывает так, что некий человек внушает доверие своей манерой. И он понимает в соответствии с действительностью. Вот каким образом это человек, тот, кто зрелый и кажущийся зрелым. Я говорю вам, это человек подобен манго, который зрелый и кажущийся зрелым. Таковы, монахи, четыре типа личностей, существующих в мире, похожих на манго. Дутиуэамба сутта, манго. АН-406. Текста этой сутты нет ни в одной редакции канона, хотя в конце данной главы есть строфа, в которой сказано две хонтья мбани, то есть две сутты манго. Комментарий кратко поясняет, шестой суттой этого раздела все понятно. Возможно, речь идет о том, что сутта аналогична предыдущей АН-405, но сделана по шаблону АН-402 или АН-407. Мусика сутта, мышь. АН-407. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре вида мышей. Какие четыре? Та, которая роет нору, но не живет в ней. Та, которая живет в норе, но не роет ее сама. Та, которая не живет в норе, не роет ее сама. Та, которая живет в норе, и роет ее сама. Точно так же, есть эти четыре типа личностей в мире, похожих на мышей. Какие четыре? Тот, кто роет нору, но не живет в ней. Тот, кто живет в норе, но не роет ее сам. Тот, кто не живет в норе, не роет ее сам. Тот, кто и живет в норе, и роет ее сам. Один, и каков, монахи, человек, который роет нору, но не живет в ней? Бывает так, когда некий человек осваивает тхамму, лекции, стихи и прозу, описания, строфы, вдохновенное изречение, цитаты, истории рождения, чудесные случаи, вопросы и ответы, но он не понимает в соответствии с действительностью, это – страдание, это – источник страдания, это – прекращение страдания, это – путь, ведущий к прекращению страдания. Вот каким образом это человек, тот, кто роет нору, но не живет в ней? Я говорю вам, это человек подобен мыша, которая роет нору, но не живет в ней. Два, и каков человек, который живет в норе, но не роет ее сам? Бывает так, когда некий человек не осваивает тхамму, лекции, стихи и прозу, описания, строфы, вдохновенное изречение, цитаты, истории рождения, чудесные случаи, вопросы и ответы, но он понимает в соответствии с действительностью, это – страдание, это – источник страдания, это – прекращение страдания, это – путь, ведущий к прекращению страдания. Вот каким образом это человек, тот, кто живет в норе, но не роет ее сам? Я говорю вам, это человек подобен мыша, которая живет в норе, но не роет ее сама. Три, и каков человек, который не живет в норе, не роет ее сам? Бывает так, когда некий человек не осваивает Дхамму, и не понимает в соответствии с действительностью. Вот каким образом этот человек, тот, кто не живет в норе, не роет ее сам. Я говорю вам, этот человек подобен мыша, которая не живет в норе, не роет ее сама. 4. И каков человек, который живет в норе, и роет ее сам? Бывает так, когда некий человек осваивает Дхамму, и понимает в соответствии с действительностью. Вот каким образом это человек, тот, кто и живет в норе, и роет ее сам. Я говорю вам, это человек подобен мыша, которая и живет в норе, и роет ее сама. Таковы, монахи, четыре типа личностей, существующих в мире, похожих на мышей. Балевадда сутта, быки. АН 4.108. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре вида быков. Какие четыре? Гневные к своему стаду, но не к чужому стаду, гневные к чужому стаду, но не к своему, гневные к своему стаду, и к чужому стаду, не гневные ни к своему стаду, ни к чужому стаду. Таковы четыре вида быков. Точно так же, есть эти четыре типа личностей в мире, похожих на быков. Какие четыре? Гневные к своему стаду, но не к чужому стаду, гневные к чужому стаду, но не к своему, гневные к своему стаду, и к чужому стаду, не гневные ни к своему стаду, не к чужому стаду. Один, и каков, монахи, человек, которым гневный к своему стаду, но не к чужому стаду? Бывает так, что некий человек наводит страх на свою собственную свиту, но не на свиту других. Вот каким образом человек гневный к своему стаду, но не к чужому стаду? Я говорю вам, это человек подобен быку, которым гневный к своему стаду, но не к чужому стаду. Два, и каков человек, которым гневный к чужому стаду, но не к своему? Бывает так, что некий человек наводит страх на свит других, но не на свою собственную свиту. Вот каким образом человек гневный к чужому стаду, но не к своему. Я говорю вам, это человек подобен быку, которым гневный к чужому стаду, но не к своему. Три, и каков человек, которым гневный и к своему стаду, и к чужому стаду? Бывает так, что некий человек наводит страх на свит других, и на свою собственную свиту. Вот каким образом человек гневный и к своему стаду, и к чужому стаду. Я говорю вам, это человек подобен быку, который гневный и к своему стаду, и к чужому стаду. 4. И каков человек, который не гневный ни к своему стаду, ни к чужому стаду? Бывает так, что некий человек не наводит страх ни на свиту других, ни на свою собственную свиту. Вот каким образом человек не гневный ни к своему стаду, ни к чужому стаду. Я говорю вам, это человек подобен быку, который негневны ни к своему стаду, ни к чужому стаду. Таковы, монахи, четыре типа личностей, существующих в мире, похожих на быков. Рукхасутта, Деревья АН 4109. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти четыре вида деревьев. Какие четыре? С мягкой древесиной, окружённой деревьями с мягкой древесиной, с мягкой древесиной, окружённой деревьями с твёрдой древесиной, с твёрдой древесиной, окружённой деревьями с мягкой древесиной, с твердой древесиной, окруженные деревьями с твердой древесиной. Таковы четыре вида деревьев. Точно так же, есть эти четыре типа личности в мире, похожих на деревья. Какие четыре? С мягкой древесиной, окруженные людьми с мягкой древесиной, с мягкой древесиной, окруженные людьми с твердой древесиной, с твердой древесиной, окруженные людьми с мягкой древесиной, с твердой древесиной, окруженные людьми с твердой древесиной. Один, и каков, монахи, человек, который с мягкой древесиной, окруженный людьми с мягкой древесиной? Бывает так, что некий человек безнравственный, с плохим характером, и его свита также безнравственна, с плохим характером. Вот каким образом это человек с мягкой древесиной, окруженный людьми с мягкой древесиной? Я говорю вам, это человек подобен дереву с мягкой древесиной, которое окружено деревьями с мягкой древесиной. Два, и каков человек, который с мягкой древесиной, окруженный людьми с твердой древесиной? Бывает так, что некий человек безнравственный, с плохим характером, но его свита нравственно, с благим характером. Вот каким образом это человек с мягкой древесиной, окруженный людьми с твердой древесиной? Я говорю вам, это человек подобен дереву с мягкой древесиной, которое окружено деревьями с твердой древесиной. Три, и каков человек, который с твердой древесиной, окруженный людьми с мягкой древесиной? Бывает так, что некий человек нравственный, с благим характером, но его свита безнравственно, с плохим характером. Вот каким образом это человек с твердой древесиной, окруженный людьми с мягкой древесиной. Я говорю вам, это человек подобен дереву с твердой древесиной, которое окружено деревьями с мягкой древесиной. 4. И каков человек, который с твердой древесиной, окруженный людьми с твердой древесиной? Бывает так, что некий человек нравственный, с благим характером, и его свита также нравственно, с благим характером. Вот каким образом это человек с твердой древесиной, окруженный людьми с твердой древесиной. Я говорю вам, это человек подобен дереву с твердой древесиной, которое окружено деревьями с твердой древесиной. Таковы, монахи, четыре типа личностей, существующих в мире, похожих на деревья. Осивиса сутта, гадюки. АН 4 110. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре вида гадюк. Какие четыре? Та, чей яд вырабатывается быстро, но он не смертельный. Та, чей яд вырабатывается медленно, но он смертельный. Та, чей яд вырабатывается быстро, и он смертельный. Та, чей яд вырабатывается медленно, и он не смертельный. Таковы четыре вида гадюк. Точно так же, есть эти четыре типа личностей в мире, похожих на гадюк. Какие четыре? Тот, чей яд вырабатывается быстро, но он не смертельный. Чей яд вырабатывается медленно, но он смертельный. чей яд вырабатывается быстро, и он смертельный, чей яд вырабатывается медленно, и он не смертельный. Один, и каков, монахи, человек, чей яд вырабатывается быстро, но он не смертельный? Бывает так, что некий человек часто злится, но его злость не сохраняется в течение длительного времени. Вот каким образом это человек тот, чей яд вырабатывается быстро, но он не смертельный. Я говорю вам, это человек подобен гадюке, чей яд вырабатывается быстро, но он не смертельный. 2. И каков человек, чей яд вырабатывается медленно, но он смертельный? Бывает так, что некий человек злится нечасто, но его злость сохраняется в течение длительного времени. Вот каким образом это человек тот, чей яд вырабатывается медленно, но он смертельный. Я говорю вам, это человек подобен гадюке, чей яд вырабатывается медленно, но он смертельный. 3. И каков человек, чей яд вырабатывается быстро, и он смертельный? Бывает так, что некий человек часто злится, и его злость сохраняется в течение длительного времени. Вот каким образом это человек тот, чей яд вырабатывается быстро, и он смертельный. Я говорю вам, это человек подобен гадюке, чей яд вырабатывается быстро, и он смертельный. 4. И каков человек, чей яд вырабатывается медленно, и он не смертельный? Бывает так, что некий человек злится нечасто, и его злость не сохраняется в течение длительного времени. Вот каким образом это человек тот, чей яд вырабатывается медленно, и он не смертельный. Я говорю вам, это человек подобен гадюке, чей яд вырабатывается медленно, и он не смертельный. Таковы, монахи, четыре типа личностей, существующих в мире, похожих на гадюк. Кеси сутта, Кеси. А.Н. 4.111. И тогда тренер лошадей Кеси отправился к благословенному и, по прибытии, поклонившись ему, сел рядом. Затем благословенный обратился к нему, Кеси, ты обученный человек, тренируешь приручаемых лошадей. А как ты тренируешь приручаемую лошадь? Господин, я тренирую приручаемую лошадь иногда с мягкостью, иногда с жесткостью, иногда и с мягкостью и жесткостью. А если приручаемая лошадь не поддается ни мягкой тренировке, ни жесткой тренировке, ни мягкой и жесткой тренировке, что ты тогда делаешь? Если приручаемая лошадь не поддается ни мягкой тренировке, ни жесткой тренировке, ни мягкой и жесткой тренировке, господин, то тогда я убиваю ее. Почему? Пусть это не будет позором для линии моих учителей. Но благословенный, непревзойденный учитель приручаемых людей. Как он обучает приручаемых людей? Кейси, я обучаю приручаемого человека иногда с мягкостью, иногда с жесткостью, иногда и с мягкостью и жесткостью. Используя мягкость, я обучаю так, таково благое поведение телом. Таковы результаты благого поведения телом. Таково благое поведение речью. Таковы результаты благого поведения речью. Таково благое поведение умом. Таковы результаты благого поведения умом. Таковы дэвы. Таковы люди. Используя жесткость, я обучаю так, таково неблагое поведение телом. Таковы результаты неблагого поведения телом. Таково неблагое поведение речью. Таковы результаты неблагого поведения речью. Таково неблагое поведение умом. Таковы результаты неблагого поведения умом. Таков ад. Таков мир животных. Таков мир страдающих духов. Используя мягкость и жесткость, я обучаю так, таково благое поведение телом. Таковы результаты благого поведения телом. Таково благое поведение речью. Таковы результаты благого поведения речью. Таково благое поведение умом. Таковы результаты благого поведения умом. Таково неблагое поведение телом. Таковы результаты неблагого поведения телом. Таково неблагое поведение речью. Таковы результаты неблагого поведения речью. Таково неблагое поведение умом. Таковы результаты неблагого поведения умом. Таковы дэвы. Таковы люди. Таков ад. Таков мир животных. Таков мир страдающих духов. А если на приручаемого человека не оказывает влияние ни мягкое обучение, ни жесткое, ни мягкое и жесткое, то что вы делаете? Если на приручаемого человека не оказывает влияние ни мягкое обучение, ни жесткое, ни мягкое и жесткое, то я убиваю его, Кеси. Но ведь благословенному не позволительно забирать чью-либо жизнь. И, всё же, благословенный только что сказал, я убиваю его, Кеси. Это правда, Кеси, что благословенному не позволительно забирать чью-либо жизнь. Но если на приручаемого человека не оказывает влияние ни мягкое обучение, ни жесткое, ни мягкое и жесткое, то в этом случае Татхагатане считает его достойным того, чтобы с ним разговаривать и ему советовать. Его знающие друзья по святой жизни также не считают его достойным того, чтобы с ним разговаривать и ему советовать. Ведь вот что означает быть убитым в учении и дисциплине, когда Татхагатане считает человека достойным того, чтобы с ним разговаривать и ему советовать. Его знающие друзья по святой жизни также не считают его достойным того, чтобы с ним разговаривать и ему советовать. Воистину, господин, неужто не был бы убить человек, если бы Татхагата не считал бы его достойным того, чтобы с ним разговаривать и ему советовать, и его знающие друзья по святой жизни также не считали бы его достойным того, чтобы с ним разговаривать и ему советовать. Великолепно, господин! Великолепно! Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий домок увидеть, точно так же Благословенный различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в Благословенном, прибежище в Дхамме, и прибежище в Сангхимонахов. Пусть Благословенный помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. Джава сутта, скорость. АН 4.112. Благословенный сказал, монахи, обладая четырьмя факторами, царский превосходный чистокровный скакун достоин царя, является принадлежностью царя, считается одним из факторов царствования. Какими четырьмя? 1. Честностью. 2. Скоростью. 3. Мягкостью. 4. Терпением. Обладая этими четырьмя факторами, царский превосходный чистокровный скакун достоин царя, является принадлежностью царя, считается одним из факторов царствования. Точно так же, обладая четырьмя качествами, монах достоин даров, достоин гостеприимства, достоин подношений, достоин почтительного приветствия, непревзойденное поле заслуг для мира. Какими четырьмя? Честностью, скоростью, мягкостью, терпением. Обладая этими четырьмя качествами, монах достоин даров, достоин гостеприимства, достоин подношений, достоин почтительного приветствия, непревзойденное поле заслуг для мира. Патода сутта, пруд для погона лошадей. АН 4.113. Благословенный сказал, монахи, в мире есть эти четыре вида превосходных чистокровных скакунов. Какие четыре? Бывает так, монахи, когда некий превосходный чистокровный скакун волнуется и обретает чувство безотлагательности, когда видит тень прута для погона, думая, какое задание даст мне тренер сегодня? Как я могу сделать так, чтобы он остался доволен? Бывает такой превосходный чистокровный скакун. Таков первый вид превосходных чистокровных скакунов, существующих в мире. Далее, бывает так, когда некий превосходный чистокровный скакун не волнуется и не обретает чувство безотлагательности, когда видит тень прута для погона, но волнуется и обретает чувство безотлагательности, когда его волос касаются палкой для погона, и он думает, какое задание даст мне тренер сегодня? Как я могу сделать так, чтобы он остался доволен? Бывает такой превосходный чистокровный скакун. Таков второй вид превосходных чистокровных скакунов, существующих в мире. Далее, бывает так, когда некий превосходный чистокровный скакун не волнуется и не обретает чувство безотлагательности не когда видит тень прутать для погона, не когда его волос касаются палкой для погона, но волнуется и обретает чувство безотлагательности только когда его ударяют по шкуре, и тогда он думает, какое задание даст мне тренер сегодня? Как я могу сделать так, чтобы он остался доволен? Бывает такой превосходный чистокровный скакун. Таков третий вид превосходных чистокровных скакунов, существующих в мире. Далее, бывает так, когда некий превосходный чистокровный скакун не волнуется и не обретая чувство безотлагательности ни когда видит тень прутать для погона, ни когда его волос касаются палкой для погона, ни когда его ударяют по шкуре, но волнуется и обретает чувство безотлагательности только когда его ударяют по кости, и тогда он думает, какое задание даст мне тренер сегодня? Как я могу сделать так, чтобы он остался доволен? Бывает такой превосходный чистокровный скакун. Таков четвертый вид превосходных чистокровных скакунов, существующих в мире. Таковы четыре вида превосходных чистокровных скакунов, существующих в мире. Точно так же, монахи, в мире есть эти четыре превосходных чистокровных личности. Какие четыре? Один, бывает так, монахи, когда некая превосходная чистокровная личность слышит, в такой-то и такой-то деревне или городе заболел или умер некий мужчина или женщина. Из-за этого он волнуется и обретает чувство безотлагательности. Из-за взволнованности он тщательно старается. Будучи решительным, он реализует высочайшую истину своим телом, и, пронзив ее мудростью, он ее видит, один. Я говорю вам, что такая превосходная чистокровная личность подобна превосходному чистокровному скакуну, который волнуется и обретает чувство безотлагательности, когда видит тень прута для погона. Бывает такая превосходная чистокровная личность. Таков первый вид превосходных чистокровных личностей, существующих в мире. Два, далее, бывает так, когда некая превосходная чистокровная личность не слышит, в такой-то и такой-то деревне или городе заболел или умер некий мужчина или женщина. Но, вместо этого, этот человек сам видит заболевшего или умершего мужчину или женщину. Из-за этого он волнуется и обретает чувство безотлагательности. Из-за взволнованности он тщательно старается. Будучи решительным, он реализует высочайшую истину своим телом, и, пронзив ее мудростью, он ее видит. Я говорю вам, что такая превосходная чистокровная личность подобна превосходному чистокровному скакуну, который волнуется и обретает чувство безотлагательности, когда его волос касаются палкой для погона. Бывает такая превосходная чистокровная личность. Таков второй вид превосходных чистокровных личностей, существующих в мире. 3. Далее, бывает так, когда некая превосходная чистокровная личность не слышит, в такой-то и такой-то деревне или городе заболел или умер некий мужчина или женщина и не видит заболевшего или умершего мужчину или женщину. Но, вместо этого, заболевает или умирает родственник в его семье. Из-за этого он волнуется и обретает чувство безотлагательности. Из-за взволнованности он тщательно старается. Будучи решительным, он реализует высочайшую истину своим телом, и, пронзив ее мудростью, он ее видит. Я говорю вам, что такая превосходная чистокровная личность подобна превосходному чистокровному скакуну, который волнуется и обретает чувство безотлагательности, когда его ударяют по шкуре. Бывает такая превосходная чистокровная личность. Таков третий вид превосходных чистокровных личностей, существующих в мире. 4. Далее, бывает так, когда некая превосходная чистокровная личность не слышит, в такой-то и такой-то деревне или городе заболел или умер некий мужчина или женщина, не видит заболевшего или умершего мужчину или женщину, и в его семье не заболевает и не умирает родственник. Но, вместо этого, его самого поражают телесные чувства, болезненные, мучительные, острые, пронзающие, раздирающие и неприятные, высасывающие жизненную силу. Из-за этого он волнуется и обретает чувство безотлагательности. Из-за взволнованности он тщательно старается. Будучи решительным, он реализует высочайшую истину своим телом, и, пронзив ее мудростью, он ее видит. Я говорю вам, что такая превосходная чистокровная личность подобна превосходному чистокровному скакуну, который волнуется и обретает чувство безотлагательности, когда его ударяют по кости. Бывает такая превосходная чистокровная личность. Таков четвертый вид превосходных чистокровных личностей, существующих в мире. Таковы, монахи, четыре вида превосходных чистокровных личностей, существующих в мире. Один, комментарий поясняет, что под телом понимается тело ума, намокая, а под высшей истиной понимается Ниббана. Под мудростью понимается и сама мудрость, а также и путь практики наряду с прозрением. Наага сутта, огромный слон. АН 4114. Сутта идентична АН 5140 за исключением пункта номер 3 об охране, то есть в данной сутте упоминаются и перечисленные и перечисляются всего четыре, а не пять вещей. Тхана сутта, поступки. АН 4 115. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре случая с поступком, один. Какие четыре? Бывает неприятный поступок, который в итоге окажется вредным. Бывает неприятный поступок, который окажется полезным. Бывает приятный поступок, который окажется вредным. Бывает приятный поступок, который окажется полезным. Один, монахи, возьмем в рассмотрение. трении первый случай с поступком, который неприятный и в итоге окажется вредным. Нужно рассматривать это так, что этот поступок не следует совершать из-за обоих обстоятельств, потому что он неприятный, и потому что он окажется вредным. Нужно рассматривать это так, что этот поступок не следует совершать из-за обоих обстоятельств. Два, затем возьмем в рассмотрении второй случай с поступком, который неприятный и в итоге окажется полезным. Именно в этом случае можно понять, кто является глупцом, а кто – мудрецом, в отношении человеческой силы, человеческого усилия, человеческого старания. Глупец не рассматривает так, хотя этот поступок неприятно делать, всё же, он в итоге окажется полезным. Поэтому он не делает этого поступка, и его воздержание от него окажется вредным. Но мудрец рассматривает так, хотя этот поступок неприятно делать, всё же, он в итоге окажется полезным. Поэтому он делает этот поступок, и это в итоге оказывается полезным. 3. Затем возьмем в рассмотрении третий случай с поступком, который приятный и в итоге окажется вредным. Именно в этом случае также можно понять, кто является глупцом, а кто – мудрецом, в отношении человеческой силы, человеческого усилия, человеческого старания. Глупец не рассматривает так, хотя этот поступок приятно делать, все же, он в итоге окажется вредным. Поэтому он делает этот поступок, и это в итоге оказывается вредным. Но мудрец рассматривает так, хотя этот поступок приятно делать, все же, он в итоге окажется вредным. Поэтому он не делает этого поступка, и его воздержание от него окажется полезным. 4. Затем возьмем в рассмотрении четвертый случай с поступком, который приятный и в итоге окажется полезным. Нужно рассматривать это так, что этот поступок следует совершать из-за обоих обстоятельств, потому что он приятный, и потому что он окажется полезным. Нужно рассматривать это так, что этот поступок следует совершать из-за обоих обстоятельств. Таковы, монахи, четыре случая с поступком. Один, палийское слово тхан имеет различные значения, место, возможность, случай, ситуация, причина, обстоятельства, так далее. Комментарий соотносит его с Корана. Иногда я перевожу его как обстоятельство для совершения поступков, а иногда просто как поступок. Аппамада сутта «Прилежание». А.Н. 4.116 Благословенный сказал, «Монахи, есть четыре случая, когда следует практиковать прилежание». Какие четыре? Один, отбросьте телесное неблагое поведение и развивайте телесное благое поведение. Не будьте беспечными в отношении этого. Два, отбросьте словесное неблагое поведение и развивайте словесное благое поведение. Не будьте беспечными в отношении этого. Три, отбросьте умственное неблагое поведение и развивайте умственное и благое поведение. Не будьте беспечными в отношении этого. 4. Отбросьте неправильное воззрение и развивайте правильное воззрение. Не будьте беспечными в отношении этого. Монахи, когда монах отбросил телесное, словесное, умственное и неблагое поведение и развил умственное и благое поведение, когда он отбросил неправильное воззрение и развил правильное воззрение, то тогда ему не стоит бояться смерти в будущем. Аракха сутта, охрана. АН 4.117. Благословенный сказал, монахи, тот, кто склонен к собственному благополучию, должен практиковать прилежание, осознанность и охрану ума в четырех отношениях. Каких четырех? 1. Пусть мой ум не будет возбужден вещами, вызывающими страсть. Тот, кто склонен к собственному благополучию, должен вот таким образом практиковать прилежание, осознанность и охрану ума. 2. Пусть мой ум не будет полом ненависти к вещам, вызывающим ненависть. Тот, кто склонен к собственному благополучию, должен вот таким образом практиковать прилежание, осознанность и охрану ума. 3. Пусть мой ум не будет заблуждаться из-за вещей, вызывающих заблуждение. Тот, кто склонен к собственному благополучию, должен вот таким образом практиковать прилежание, осознанность и охрану ума. 4. Пусть мой ум не будет опьяняться вещами, которые опьяняют. 1. Тот, кто склонен к собственному благополучию, должен вот таким образом практиковать прилежание, осознанность и охрану ума. Монахи, когда ум монаха не возбужден вещами, вызывающими страсть, поскольку он избавился от страсти, когда его ум не полом ненависти к вещам, вызывающим ненависть, поскольку он избавился от ненависти, когда его ум не заблуждается из-за вещей, вызывающих заблуждений, поскольку он избавился от заблуждения, когда его ум не опьяняется вещами, которые опьяняют, поскольку он избавился от опьянения, то тогда он не съеживается, не трясется, не трепещет, не становится испуганным, как и не колеблется из-за слов других отшельников. 2. Есть три вида опьянения – мада, опьянение молодостью, здоровьем, жизнью. В Випханге упоминаются дополнительные виды опьянения – опьянение рождением, кланом, обретениями, славой, уважением, богатством, красотой, ученостью и так далее. 2. Комментарий – он не колеблется из-за слов других отшельников, придерживающихся других доктрин, призывающих его оставить свои собственные воззрения и принять их воззрение. Здесь речь идет только о барахантах. Санвиджания сутта – вдохновляющая. АН 4.118 Благословенный сказал, монахи, эти четыре вдохновляющие места следует увидеть представителям клана, наделенным верой. Какие четыре? 1. Место, где родился Татхагата, это вдохновляющее место, которое следует увидеть представителям клана, наделенным верой. 2. Место, где Татхагата пробудился в непревзойденное совершенное просветление, это вдохновляющее место, которое следует увидеть представителям клана, наделенным верой. 3. Место, где Татхагата привел в движение непревзойденное колесо Дхаммы, это вдохновляющее место, которое следует увидеть представителям клана, наделенным верой. 4. Место, где Татхагата достиг окончательной ниббаны посредством элемента ниббаны без остатка, это вдохновляющее место, которое следует увидеть представителем клана, наделенным верой. Таковы, монахи, четыре вдохновляющих места, которые следует увидеть представителем клана, наделенным верой. Один. Один, это, соответственно, Лумбини, Батвая, Исипатана, и Кусинара. Патхамадхая сутта, опасность 1. АН 4.119. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре опасности. Какие четыре? Один, опасность рождения, два, опасность старости, три, опасность болезни, четыре, опасность смерти. Таковы четыре опасности. Дутиепхая сутта, опасность 2. АН 4.120. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре опасности. Какие четыре? Один, опасность огня, два, опасность наводнений, 3. Опасность царей 4. Опасность разбойников Таковы четыре опасности Оттанува до сутта Самопорицания АН 4.1. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре опасности. Какие четыре? Опасность самопорицания, опасность упрека со стороны других, опасность наказания, опасность плохого удела. 1. И что такое, монахи, опасность самопорицания? Вот некий человек рассматривает так, если бы я пустился в неблагое телесное, словесное, умственное поведение, то разве не стал бы я себя упрекать из-за своего поведения? Боясь опасности самопорицания, он отбрасывает неблагое телесное поведение и развивает благое телесное поведение. Он отбрасывает неблагое словесное поведение и развивает благое словесное поведение. Он отбрасывает неблагое умственное поведение и развивает благое умственное поведение. Он содержит себя в чистоте. Это называется опасностью самопорицания. 2. И что такое опасность упрека со стороны других? Вот некий человек рассматривает так, если бы я пустился в неблагое телесное, словесное, умственное поведение, то разве не стали бы другие упрекать меня из-за моего поведения? Боясь опасности упрека со стороны других, он отбрасывает неблагое телесное, словесное, умственное поведение и развивает благое умственное поведение. Он содержит себя в чистоте. Это называется опасность и упрека со стороны других. 3. И что такое опасность наказания? Вот некий человек видит, что когда цари арестовывают вора, совершившего преступление, они подвергают его различным наказаниям. Они приказывают хлестать его кнутами, бить бамбуком, бить дубинами. Они приказывают отрезать ему руки, отрезать ему ноги, отрезать ему руки и ноги, отрезать ему уши, отрезать ему нос, отрезать ему уши и нос. Они приказывают подвергнуть его пытки под названием котел с кашей, бритье до состояния отполированной раковины, рот раху, огненный венок, кулающая длань, лезвие травы, одежда из коры, антилопа, мясные крюки, монеты, пикиливание щелоком, крутящийся штифт, свернутый матрас. Они приказывают облить его кипящим маслом, приказывают отдать на растерзание собакам, приказывают насадить его заживо на кол, приказывают отрубить ему голову мечом. Мысль приходит к нему, когда цари арестовали вора, совершившего преступление, они подвергают его различным наказаниям из-за этих плохих поступков. Они приказывают хлестать его кнутами, отрубить ему голову мечом. Если бы я совершил такой плохой поступок, и если бы цари арестовали меня, они бы подвергли меня тем же самым наказанием. Они бы приказали хлестать меня кнутами, отрубить мне голову мечом. Боясь опасности наказания, он не расхаживает тут и там, расхищая имущество других. Это называется опасностью наказания. 4. И что такое опасность плохого дела? Вот некий человек рассматривает так, неблагое телесное, словесное, умственное поведение приносят плохие результаты в будущих жизнях. Если бы я пустился в неблагое поведение телом, речью и умом, то тогда, после распада тела, после смерти, я бы переродился в состояние лишений, в плохом уделе, в нижних мирах, в аду. Боясь опасности плохого удела, он отбрасывает неблагое телесное поведение и развивает благое телесное поведение. Он отбрасывает неблагое словесное поведение и развивает благое словесное поведение. Он отбрасывает неблагое умственное поведение и развивает благое умственное поведение. Он содержит себя в чистоте. Это называется опасностью неблагого удела. Таковы, монахи, четыре опасности. Умибхая сутта, волны. АН 4.122. Благословенный сказал, «Монахи, тот, кто входит в воду, может ожидать этих четырех опасностей». Каких четырех? Опасности волн, опасности крокодилов, опасности водоворотов, опасности хищной рыбы. Таковы четыре вида опасностей, которых может ожидать тот, кто входит в воду. Точно так же, есть эти четыре вида опасностей, которых может ожидать представитель клана, который благодаря вере покинул жизнь домохозяйской и ушёл жить жизнью бездомной в этой Дхаме Ивинаи. Какие четыре? Опасность волн, опасность крокодилов, опасность водоворотов, опасность хищной рыбы. Один, и что такое, монахи, опасность волн? Бывает так, когда некий представитель клана, который благодаря вере покинул жизнь домохозяйской и ушёл жить жизнью бездомной, имеет такую мысль, я погружён в рождение, старость, и смерть, в печаль, в стенание, боль, уныние, и отчаяние. Я погружён в страданий, одолеваем страданиям. Вероятно, как-нибудь можно достичь окончания всей этой груды страдания. И затем, после того, как он ушёл жить жизнью бездомной, его товарищи монахи наставляют и советуют ему так, тебе следует идти вперёд так-то, назад возвращаться так-то, смотреть вперёд так-то, смотреть по сторонам так-то, сгибать члены своего тела так-то, распрямлять их так-то. Тебе следует носить свои одеяния и внешние одеяния и чашу так-то. Он думает, прежде, когда я был милянином, я наставлял и советовал другим. Но теперь эти монахи, которые годятся мне во внуки и в сыновья, полагают, что могут наставлять и давать мне советы. Будучи злым и недовольным, он оставляет монашескую тренировку и возвращается к низшей жизни домохозяина. Такой зовётся монахом, который оставил тренировку и вернулся к низшей жизни из-за опасности волн. Опасность волн – это обозначение злобы и раздражительности. Вот что называется опасностью волн? И что такое опасность крокодилов? Бывает так, когда некий представитель клана, который благодаря вере покинул жизнь домохозяйскую, его товарищи монахи наставляют и советуют ему так – можешь употреблять это, но не то. Можешь есть это, но не то. Можешь попробовать это, но не то. Можешь выпить это, но не то. Ты можешь употребить, съесть, попробовать, выпить только в надлежащее время, но не вне надлежащего времени. Он думает, прежде, когда я был мирянином, я употреблял всё, что хотел употребить, и не употреблял того, чего не хотел употребить. Я ел, я пробовал, я пил всё, что хотел выпить, и не пил того, чего не хотел пить. Я употреблял, ел, пробовал, и пил то, что было позволительно, и то, что не было позволительно. Я употреблял, ел, пробовал, пил и в надлежащее время, и вне надлежащего времени. Но теперь, когда верующие домохозяева дают превосходные вещи для употребления и съедания в течение дня в неположенное время, эти монахи как будто кляп вставляют в наши рты. Будучи злым и недовольным, он оставляет монашескую тренировку и возвращается к низшей жизни домохозяина. Такой зовётся монахом, который оставил тренировку и вернулся к низшей жизни из-за опасности крокодилов. Опасность крокодилов – это обозначение чревоугодия. Вот что называется опасностью крокодилов. 3. И что такое опасность водоворотов? Бывает так, когда некий представитель клана, который благодаря вере покинул жизнь домохозяйскую. И затем, после того, как он ушёл жить жизнью бездомной, утром он одевается, берёт одеяние и чашу и входит в деревню или город за подаяниями, не охраня тело, речь и ум, не установив осознанности, не сдерживая свои органы чувств. Он видит, как домохозяин или сын домохозяина наслаждается собой, обладающий и наделённый пятью нитями чувственных удовольствий. Мысль приходит к нему, прежде, когда я был мирянином, я наслаждался собой, обладавший пятью нитями и наделённый пятью нитями чувственных удовольствий. В моей семье есть богатство. Я мог бы наслаждаться этим богатством и совершать поступки, приносящие заслуги. Что если я оставлю тренировку и вернусь к низшей жизни, так чтобы я мог и наслаждаться этим богатством, и совершать поступки, приносящие заслуги? Так он оставляет тренировку и возвращается к низшей жизни. Такой зовётся монахом, который оставил тренировку и вернулся к низшей жизни из-за опасности водоворотов. Опасность водоворотов – это обозначение пяти нити чувственных удовольствий. Вот что называется опасностью водоворотов. 4. И что такое опасность хищной рыбы? Бывает так, когда некий представитель клана, который благодаря вере покинул жизнь домохозяйскую. И затем, после того, как он ушел жить жизнью бездомной, утром он одевается, берет одеяние и чашу и входит в деревню или город за подаяниями, не охраняя тело, речь и ум, не установив осознанности, не сдерживая свои органы чувств. Там он видит едва одетых, едва облаченных женщин. Когда он видит их, похоть вторгается в его ум. С умом, охваченным похотью, он оставляет тренировку и возвращается к низшей жизни. Такой зовется монахом, который оставил тренировку и вернулся к низшей жизни из-за опасности хищной рыбы. Опасность хищной рыбы – это обозначение женщин. Вот что называется опасностью хищной рыбы. Таковы, монахи, четыре вида опасностей, которых может ожидать представитель клана, который благодаря вере покинул жизнь домохозяйскую и ушел жить жизнью бездомной в этой Дхамме и Винае. Патхамана Накарана Сутта, разница 1. АН 4.123. Благословенный сказал, монахи, в мире существуют эти четыре типа личностей. Какие четыре? Один, вот, монахи, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний ума, некий человек входит и пребывает в первой джхане, которая сопровождается направлением и удержанием ума на объекте медитации, с восторгом и удовольствием, которые возникли из-за этой отстраненности. Он лелеет ее, желает ее, находит в ней удовлетворение. Если он стоит в ней, сфокусирован на ней, часто пребывает в ней, и не теряет ее, когда умирает, то он перерождается среди дэвов свиты Брахмы. Срок жизни дэвов свиты Брахмы составляет один цикл существования мира. Необученная заурядная личность остается там всю свою жизнь, а когда она исчерпывает весь жизненный срок тех дэвов, она отправляется в ад, в мир животных, или в мир страдающих духов. 1. Но ученик Благословенного остается там всю свою жизнь, а когда он исчерпывает весь жизненный срок тех дэвов, он достигает окончательной небыбаны в этом самом состоянии существования. 2. Вот в чем различие, разница, несоответствие между обученным учеником благородных и необученной заурядной личностью, то есть, в будущем уделе и перерождении. 2. Далее, с укасанием направления и удержания ума на объекте, некий человек входит и пребывает во второй джхане, в которой наличествует внутренняя уверенность и единение ума, в которой нет направления и удержания, но есть восторг и удовольствие, которые возникли посредством сосредоточения. 3. Он лелеет ее, желает ее, находит в ней удовлетворение. Если он стоит в ней, сфокусирован на ней, часто пребывает в ней, и не теряет ее, когда умирает, то он перерождается среди дэвов лучезарного сияния. 4. Срок жизни дэвов лучезарного сияния составляет два цикла существования мира. 3. Необученная заурядная личность остается там всю свою жизнь, а когда она исчерпывает весь жизненный срок тех дэвов, она отправляется в ад, в мир животных, или в мир страдающих духов. Но ученик благословенного остается там всю свою жизнь, а когда он исчерпывает весь жизненный срок тех дэвов, он достигает окончательной небыбаны в этом самом состоянии существования. Вот в чем различие, разница, несоответствие между обученным учеником благородных и необученной заурядной личностью, то есть, в будущем уделе и перерождении. 3. Далее, с угасанием восторга некий человек пребывает невозмутимым, осознанным, бдительным и ощущает приятное телом. Он входит и пребывает в третьей джхане, о которой благородные говорят так, он невозмутим, осознан, пребывает в удовольствии. Он лелеет ее, желает ее, находит в ней удовлетворение. Если он стоит в ней, сфокусирован на ней, часто пребывает в ней и не теряет ее, когда умирает, то он перерождается среди дэвов сверкающего великолепия. Срок жизни дэвов сверкающего великолепия составляет четыре цикла существования мира. 4. Далее, с оставлением удовольствия и боли, равно как и с предыдущим угасанием радости и недовольства, некий человек входит и пребывает в четвертой джхане, которая неприятно-неболезненно, характерна чистейшей осознанностью из-за невозмутимости. Он лелеет ее, желает ее, находит в ней удовлетворение. Если он стоит в ней, сфокусирован на ней, часто пребывает в ней и не теряет ее, когда умирает, то он перерождается среди дэвов великого плода. Срок жизни дэвов великого плода составляет пятьсот циклов существования мира. Таковы, монахи, четыре типа личностей, существующих в мире. 1. Комментарий, а также и Абхидхама, поясняют, что он не отправляется в Нижний мир и сразу же после смерти в небесных мирах, но речь идет о том, что он попадет в Нижний мир и когда-либо в будущем, в последующих перерождениях, из-за действия его неблагой камы, прошлой или же той, которую он накопит в будущих рождениях. 2. Комментарий, поясняет, что он достигает Нигбана в этом самом мире мира форм, не возвращаясь более в мир и мира чувств. 3. Комментарий, поясняет, что развитость второй джханы соответствует конкретному мирдово-флучезарного сияния, которых три, в зависимости от развитости джханы. В сути речь идет о самом низшем из них, в котором срок жизни составляет два цикла существования мира. В среднем из них срок жизни составляет четыре цикла, а в наивысшем – восемь циклов существования мира. 4. Это мир высочайшего класса дэвов, связанных с третьей джханой, дэва-субхакинха. Согласно Абхидхаме, он также делится на три мира, срок жизни в низшем из них составляет шестнадцать циклов существования мира, в среднем – тридцать два, в высшем – шестьдесят четыре. Поскольку трактовка Абхидхаммы расходится с утверждением в сутте, комментарий пытается объяснить это так, что в сутте говорится о самом нижнем из миров, достигаемых перерождением посредством третьей джханы. Однако, дэвы сверкающего великолепия являются наивысшими среди дэвов этих миров, и, согласно Абхидхамме, их срок жизни должен составлять шестьдесят четыре, а не четыре, цикла существования мира. Очевидно, имеет место противоречие между суттой и систематическим тхировадинским определением сроков жизни в тех или иных мирах. Дутияна Накарана Сутта – Разница 2 АН 4.124 Благословенный сказал, «Монахи, в мире существуют эти четыре типа личностей. Какие четыре?» «Один, вот, монахи, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний ума, некий человек входит и пребывает в первой джхане, которая сопровождается направлением и удержанием ума на объекте медитации, с восторгом и удовольствием, которые возникли из-за этой отстраненности». Он созерцает там любые феномены, которые относятся к форме, чувству, восприятию, формациям, сознанию, как непостоянные, как страдания, как болезнь, как нарыв, как отравленный дротик, как невзгоду, как бедствие, как чужое, как распадающееся, как пустое, как безличностное. С распадом тела, после смерти, он перерождается среди древов чистых обителей. Это перерождение не разделяют заурядные личности. 2. Далее, с угасанием направления и удержания ума на объекте некий человек входит и пребывает во второй джхане. 3. Третья джхане. 4. Четвертый джхане, которая неприятно-неболезненно, характерна чистейшей осознанностью из-за невозмутимости. Таковы, монахи, четыре типа личностей, существующих в мире. Патхамамета-сутта, Доброжелательность 1. АН 4 125. Благословенный сказал, монахи, в мире существуют эти четыре типа личностей. Какие четыре? 1. Вот, монахи, некий человек пребывает, наполняя первую сторону света умом, насыщенным доброжелательностью, равно как и вторую сторону, третью сторону, и четвертую сторону. Так, вверху, внизу, вокруг и всюду, как ко всем, так и к самому себе, он наполняет весь мир умом, наполненным доброжелательностью, обильным, обширным, неизмеримым, не имеющим враждебности и недоброжелательности. Он лелеет это состояние, желает его, находит в нем удовлетворение. Если он стоит в нем, сфокусирован на нем, часто пребывает в нем, и не теряет его, когда умирает, то он перерождается среди дэвов свиты Брахмы. Срок жизни дэвов свиты Брахмы составляет один цикл существования мира. Необученная заурядная личность остается там всю свою жизнь, а когда она исчерпывает весь жизненный срок тех дэвов, она отправляется в ад, в мир животных, или в мир страдающих духов. Но ученик благословенного остается там всю свою жизнь, а когда он исчерпывает весь жизненный срок тех дэвов, он достигает окончательной небыбаны в этом самом состоянии существования. Вот в чем различие, разница, несоответствие между обученным учеником благородных и необученной заурядной личностью, то есть, в будущем уделе и при рождении. 2. Далее, некий человек пребывает, наполняя первую сторону света умом, насыщенным состраданием, равно как и вторую сторону, третью сторону и четвертую сторону. Так, вверху, внизу, вокруг и всюду, как ко всем, так и к самому себе, он наполняет весь мир умом, наполненным состраданием, обильным, обширным, неизмеримым, не имеющим враждебности и недоброжелательности. Он лелеет это состояние, желает его, находит в нем удовлетворение. Если он стоит в нем, сфокусирован на нем, часто пребывает в нем, и не теряет его, когда умирает, то он перерождается среди дэвов лучезарного сияния. Срок жизни дэвов лучезарного сияния составляет два цикла существования мира. Необученная заурядная личность остается там всю свою жизнь. То есть, в будущем уделе и при рождении. 3. Далее, некий человек пребывает, наполняя первую сторону света умом, насыщенным состраданием, равно как и вторую сторону, третью сторону, и четвертую сторону. Так, вверху, внизу, вокруг и всюду, как ко всем, так и к самому себе, он наполняет весь мир умом, наполненным состраданием, обильным, обширным, неизмеримым, не имеющим враждебности и недоброжелательности. Он лелеет это состояние, желает его, находит в нем удовлетворение. Если он стойко в нем, сфокусирован на нем, часто пребывает в нем, и не теряет его, когда умирает, то он перерождается среди дэвов сверкающего великолепия. Срок жизни дэвов сверкающего великолепия составляет четыре цикла существования мира. 4. Далее, некий человек пребывает, наполняя первую сторону света умом, насыщенным невозмутимостью, равно как и вторую сторону, третью сторону, и четвертую сторону. Так, вверху, внизу, вокруг и всюду, как ко всем, так и к самому себе, он наполняет весь мир умом, наполненным невозмутимостью, обильным, обширным, неизмеримым, не имеющим враждебности и недоброжелательности. Он лелеет это состояние, желает его, находит в нем удовлетворение. Если он стойко в нем, сфокусирован на нем, часто пребывает в нем, и не теряет его, когда умирает, то он перерождается среди дэвов великого плода. Срок жизни дэвов великого плода составляет пятьсот циклов существования мира. Таковы, монахи, четыре типа личностей, существующих в мире. Дутие Мейта Сутта, Доброжелательность 2. АН 4.126. Благословенный сказал, монахи, в мире существуют эти четыре типа личностей. Какие четыре? Один, вот, монахи, некий человек пребывает, наполняя первую сторону света умом, насыщенным доброжелательностью, равно как и вторую сторону, третью сторону, и четвертую сторону. Так, вверху, внизу, вокруг и всюду, как ко всем, так и к самому себе, он наполняет весь мир умом, наполненным доброжелательностью, обильным, обширным, неизмеримым, не имеющим враждебности и недоброжелательности. Он созерцает там любые феномены, которые относятся к форме, чувству, восприятию, формациям, сознанию, как непостоянные, как страдания, как болезнь, как нарыв, как отравленный дротик, как невзгоду, как бедствие, как чужое, как распадающееся, как пустое, как безличностное. С распадом тела, после смерти, он перерождается среди древов чистых обителей. Это перерождение не разделяют заурядные личности. 2. Далее, некий человек пребывает, наполняя первую сторону света умом, насыщенным состраданием. 3. Сорадовнием. 4. Невозмутимостью, равно как и вторую сторону, третью сторону, и четвертую сторону. Так, вверху, внизу, вокруг и всюду, как ко всем, так и к самому себе, он наполняет весь мир умом, наполненным невозмутимостью, обильным, обширным, неизмеримым, не имеющим враждебности и недоброжелательности. Он созерцает там любые феномены, которые относятся к форме, чувству, восприятию, формациям, сознанию, как непостоянные, как страдания, как болезнь, как нарыв, как отравленный дротик, как невзгоду, как бедствие, как чужое, как распадающееся, как пустое, как безличностное. С распадом тела, после смерти, он перерождается среди древов чистых обителей. Это перерождение не разделяют заурядные личности. Таковы, монахи, четыре типа личностей, существующих в мире. Патхама Ачхария Сутта, поразительный 1. АН 4.127. Благословенный сказал, монахи, с появлением в мире Татхагаты, Араханта, полностью просветленного, проявляются и четыре удивительных и поразительных вещи. Какие четыре? Один, когда, монахи, бодхисатта умирает в небесном мире тусит и осознанно и бдительно входит в утробу своей матери в мире людей, то тогда в этом мире с его дэвами, Марой, Брахмой, с его поколением жрецов и отшельников, богов и людей, проявляется безмерное и блистательное сияние, превосходящее божественное величие дэвов. И даже в тех пустых и бездонных промежутках между мирами, областях мрака и кромешной тьмы, докуда не достает свет солнца и луны, таких великих и могучих светил, даже там проявляется безмерное и блистательное сияние, превосходящее божественное величие дэвов. И те существа, которые переродились там, воспринимают друг друга из-за этого сияния и говорят, в самом деле, похоже, есть и другие существа, которые переродились здесь. Такова первая удивительная и поразительная вещь, которая проявляется с появлением в мире Татхагаты, Араханта, полностью просветленного. Два, далее, когда Бодхисатта осознанно и бдительно покидает утробу матери. Три, далее, когда Татхагата пробуждается в непревзойденной совершенной просветлении. Четыре, далее, когда Татхагата приводит в движение непревзойденное колесо Тхаммы, то тогда в этом мире с его дэвами, Марой, Брахмой, с его поколением жрецов и отшельников, богов и людей. Проявляется безмерное и блистательное сияние. Говорят, в самом деле, похоже, есть и другие существа, которые переродились здесь. Такова четвертая удивительная и поразительная вещь, которая проявляется с появлением в мире Татхагаты, Араханта, полностью просветленного. Таковы, монахи, четыре удивительных и поразительных вещи, проявляющихся с появлением в мире Татхагаты, Араханта, полностью просветленного. Дутия Ачхария Сутта, поразительный 2. А.Н. 4.128. Благословенный сказал, монахи, с появлением в мире Татхагаты, Араханта, полностью просветленного, проявляются и четыре удивительных и поразительных вещи. Какие четыре? Один, люди наслаждаются привязанностью, находят наслаждение в привязанности, радуются привязанности. Но когда Татхагата обучает Тхаме о непривязанности, люди желают слушать, склоняют ухо, настраивают свои умы на понимание этого. Такова первая удивительная и поразительная вещь, которая проявляется с появлением в мире Татхагаты, Араханта, полностью просветленного. 2. Люди наслаждаются самомнением, находят наслаждение в самомнении, радуются самомнению. Но когда Татхагата обучает Тхаме ради устранения самомнения, люди желают слушать, склоняют ухо, настраивают свои умы на понимание этого. Такова вторая удивительная и поразительная вещь, которая проявляется с появлением в мире Татхагаты, Араханта, полностью просветленного. 3. Люди наслаждаются возбужденностью. 1. Находит наслаждение в возбужденности, радуется возбужденности. Но когда Татхагата обучает Тхаме, которая ведет к покою, люди желают слушать, склоняют ухо, настраивают свои умы на понимание этого. Такова третья удивительная и поразительная вещь, которая проявляется с появлением в мире Татхагаты, Араханта, полностью просветленного. 4. Люди погружены в невежество, становятся похожими на полностью закрытое яйцо. Но когда Татхагата обучает Тхаме ради устранения невежества, люди желают слушать, склоняют ухо, настраивают свои умы на понимание этого. Такова четвертая удивительная и поразительная вещь, которая проявляется с появлением в мире Татхагаты, Араханта, полностью просветленного. Таковы, монахи, четыре удивительных и поразительных вещи, проявляющихся с появлением в мире Татхагаты, Араханта, полностью просветленного. 1. Анапасама. Комментарий поясняет это как отсутствие покоя. Татья Ачхария Сутта, поразительный 3. АН 4.129. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти четыре удивительных и поразительных вещи в отношении Ананды. Какие четыре? 1. Если собрание монахов приходит повидать Ананду, то они воодушевлены, когда видят его. Если Ананда разговаривает с ними адхами, то они также воодушевлены его речью, и это собрание монахов все еще желает слушать, когда Ананда замолкает. 2. Если собрание монахинь. 3. Если собрание мирян. 4. Если собрание мирянок приходит повидать Ананду, то они воодушевлены, когда видят его. Если Ананда разговаривает с ними адхами, то они также воодушевлены его речью, и это собрание мирянок все еще желает слушать, когда Ананда замолкает. Таковы, монахи, четыре удивительных и поразительных вещи в отношении Ананды. Читут Тхачхария сутта, поразительный 4. АН 4. 130. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти четыре удивительных и поразительных вещей в отношении царя миродержца». Какие четыре? 1. Если собрание Кхаттиев приходит повидать царя миродержца, то они воодушевлены, когда видят его. Если царь миродержец разговаривает с ними, то они также воодушевлены его речью, и это собрание Кхаттиев все еще желает слушать, когда царь миродержец замолкает. 2. Если собрание брахманов. 3. Если собрание домохозяев. 4. Если собрание отшельников приходит повидать царя миродержца, то они воодушевлены, когда видят его. Если царь миродержец разговаривает с ними, то они также воодушевлены его речью, и это собрание отшельников все еще желает слушать, когда царь миродержец замолкает. Таковы, монахи, четыре удивительных и поразительных вещи в отношении царя миродержца. Точно так же, монахи, есть эти четыре удивительных и поразительных вещи в отношении Ананды. Какие четыре? Один. Таковы, монахи, четыре удивительных и поразительных вещей в отношении Ананды. Один, повторяется вся предыдущая сутта АН-4-129 целиком. Санииджана сутта, оковы. АН-4-131. Благословенный сказал, монахи, в мире существуют эти четыре типа личностей. Какие четыре? Вот, монахи, некий человек не отбросил пять нижних оков, оковы, способствующие обретению перерождения, или оковы, способствующие обретению существования. Другой человек отбросил пять нижних оков, но не оковы, способствующие обретению перерождения, или оковы, способствующие обретению существования. Еще другой человек отбросил пять нижних оков, а также оковы, способствующие обретению перерождения, но не оковы, способствующие обретению существования. И еще другой человек отбросил пять нижних оков, оковы, способствующие обретению перерождения, и оковы, способствующие обретению существования. 1. И какой человек не отбросил 5 нижних оков, оковы, способствующие обретению перерождения, или оковы, способствующие обретению существования? Это однажды возвращающиеся. Это человек не отбросил 5 нижних оков, оковы, способствующие обретению перерождения, или оковы, способствующие обретению существования. 2. И какой человек отбросил пять нижних оков, но не оковы, способствующие обретению перерождения, или оковы, способствующие обретению существования? Это тот, кто устремлен ввысь, направляясь к миру чистых обителей Аконитхи. 1. Это человек отбросил пять нижних оков, но не оковы, способствующие обретению перерождения, или оковы, способствующие обретению существования. 3. И какой человек отбросил пять нижних оков, а также оковы, способствующие обретению перерождения, но не оковы, способствующие обретению существования? Это тот, кто достигает нигбаны в промежутке. 2. Это человек отбросил пять нижних оков, а также оковы, способствующие обретению перерождения, но не оковы, способствующие обретению существования? 4. И какой человек отбросил пять нижних оков, оковы, способствующие обретению перерождения, и оковы, способствующие обретению существования? Это Арахант. Этот человек отбросил пять нижних оков, оковы, способствующие обретению перерождения, и оковы, способствующие обретению существования. Таковы, монахи, четыре типа личностей, существующих в мире. Один, это самый слабый уровень невозвращающегося, а ногами. Он последовательно перерождается во всех пяти мирах чистых обителей и только в последнем мире Аканиттхи достигает окончательной неббаны. Два, подобное утверждение ставит в затруднительное положение и традиционную тхировадинскую трактовку пяти типов невозвращающихся. Суть этой трактовки заключается в отрицании промежуточного существования, Антарабхава, между двумя жизнями. Подобное опровержение создало необходимость трактовать Антарапаре-Ниббай как невозвращающегося, который достигает араханства в первой половине срока жизни в своем следующем существовании, в одном из миров чистых обителей. Однако, слово Антарапаре-Ниббай дословно означает тот, кто достигает окончательной неббаны в промежутке, и, похоже, нет какого-либо приемлемого аргумента, основанного на сути, чтобы отрицать возможность того, что некоторые невозвращающиеся после смерти в человеческой форме входят в промежуточное состояние и достигают окончательной неббаны именно в этом самом состоянии, избегая потребности в очередном перерождении. Очевидно, именно в этом и заключается смысл данной сутты, согласно которой Антарапаре-Ниббай отбросил оковы перерождения, но не оковы существования. Достигая араханства, Антарапаре-Ниббай отбросит и оковы существования. Смотри также АН-755, которая дает дополнительные сведения об Антарапаре-Ниббай. Патипхана сутта «Развлечения» АН-4-132 Благословенный сказал, монахи, в мире существуют эти четыре типа личностей. Какие четыре? Один, тот, чье развлечение острое, но не протекает без затруднений. Один. Два, тот, чье развлечение протекает без затруднений, но не острое. Три, тот, чье развлечение острое, и протекает без затруднений. Четыре, тот, чье развлечение не острое, не протекает без затруднений. Таковы четыре типа личностей, существующих в мире. Один, комментарий поясняет, что человек, если ему задают вопрос, отвечает правильно, но не быстро. Уххатита Нью-Сутта «Быстрое понимание». АН 4.133. Благословенный сказал, «Монахи, в мире существуют эти четыре типа личностей. Какие четыре? Один – тот, кто понимает быстро. Два – тот, кто понимает посредством уточнения. Три – тот, кого нужно направлять. Четыре – тот, для кого слово является максимумом. Один. Таковы четыре типа личностей, существующих в мире. Один – комментарий поясняет, что первый тип личности – это тот, кто постигает Дхамму сразу же, как только произнесено некое изречение. Второй тип – это тот, кто постигает Дхамму только когда поясняются детали. Третий тип – это тот, чье постижение Дхаммы происходит постепенно, через наставления, вопрошания, мудрое внимание, опору на благих друзей. Четвертый тип – это тот, кто много слышал, много заучивал, много учений удерживал в уме и изучал, но в этой жизни он не достигает постижения Дхаммы. Уттханабхала сутта – усилие. АН 4.134. Благословенный сказал, монахи, в мире существуют эти четыре типа личностей. Какие четыре? Один – тот, кто живет за счет плода своих усилий, но не за счет плода своей каммы. Два – тот, кто живет за счет плода своей каммы, но не за счет плода своих усилий. Три – тот, кто живет и за счет плода своей каммы, и за счет плода своих усилий. Четыре – тот, кто живет не за счет плода своих усилий, не за счет плода своей каммы. Таковы четыре типа личностей, существующих в мире. Один. Один – комментарий поясняет, что первый тип – это тот, кто весь день прилагает усилия и живет за счет того, что добился этими усилиями, но он не обретает, не актуализирует плод своей прошлой каммы, благодаря этим его усилиям. Второй тип – это все божества, которые не прилагают усилий, но живут исключительно за счет плода своей благой каммы. Третий тип – это цари, царские министры и так далее. Четвертый тип – это существа в аду. Саваджи Сутта – Достоин и Порицания. АН 4.135. Благословенный сказал, монахи, в мире существуют эти четыре типа личности. Какие четыре? Тот, кто достоин порицания, тот, кто по большей части достоин порицания, тот, кто лишь отчасти достоин порицания, тот, кто безупречен. Один, и каков, монахи, человек, который достоин порицания? Вот человек пускается в телесное действие, которое достоино порицания, в словесное действие, которое достоино порицания, в умственное действие, которое достоино порицания. Вот каким образом этот человек достоин порицания. Два, и каков человек, который по большей части достоин порицания? Вот человек пускается в телесное действие, которое по большей части достоин порицания, в словесное действие, которое по большей части достоин порицания, в умственное действие, которое по большей части достоин порицания. Вот каким образом это человек по большей части достоин порицания. 3. И каков человек, который лишь отчасти достоин порицания? Вот человек пускается в телесное действие, которое по большей части безупречно, в словесное действие, которое по большей части безупречна, в умственное действие, которое по большей части безупречно. Вот каким образом этот человек лишь отчасти достоин порицания. 4. И каков человек, который безупречен? Вот человек пускается в безупречное телесное действие, в безупречное словесное действие, в безупречное умственное действие. Вот каким образом этот человек безупречен. Таковы четыре типа личностей, существующих в мире. 1. 1. Комментарий. Первый, это слепой, глупый, заурядный человек, второй – это заурядный человек, который иногда совершает благие поступки, третий – это вступивший в поток, однажды возвращающийся, не возвращающийся, четвертый – это арахант. Патхама сила сутта, нравственное поведение 1. АН 4.136. Благословенный сказал, монахи, в мире существуют эти четыре типа личностей. Какие четыре? 1. Вот, монахи, некий человек не исполняет нравственного поведения, сосредоточения, и мудрости. 2. Другой человек исполняет нравственное поведение, но не исполняет сосредоточения и мудрости. 3. Еще другой человек исполняет нравственное поведение и сосредоточения, но не исполняет мудрости. 4. Еще другой человек исполняет нравственное поведение, сосредоточение, и мудрость. Таковы четыре типа личностей, существующих в мире. 1. 1. Примечание переводчика СВ. Первый – это обычный заурядный человек. Второй – это вступивший поток или однажды возвращающийся, у них совершенная нравственность. Третий – это не возвращающийся, у него совершенные сосредоточения. Четвертый – арахант. Дутия сила сутта, нравственное поведение 2. АН 4.137. Благословенный сказал, монахи, в мире существуют эти четыре типа личностей. Какие четыре? 1. Вот, монахи, некий человек не ценит нравственное поведение, или же не считает нравственное поведение важным, не ценит сосредоточение, или же не считает сосредоточение важным, не ценит мудрость, или же не считает мудрость важной. 2. Другой человек ценит нравственное поведение и считает нравственное поведение важным, но не ценит сосредоточение, или же не считает сосредоточение важным, не ценит мудрость, или же не считает мудрость важной. Три, еще другой человек ценит нравственное поведение и считает нравственное поведение важным, ценит сосредоточение и считает сосредоточение важным, но не ценит мудрость, или же не считает мудрость важной. Четыре, еще другой человек ценит нравственное поведение и считает нравственное поведение важным, ценит сосредоточение и считает сосредоточение важным, ценит мудрость и считает мудрость важной. Таковы четыре типа личностей, существующих в мире. Один. Один, примечание переводчика СВ, может показаться по аналогии с предыдущими суттами, что речь идет о различных уровнях благородных учеников. Однако, если буквально подходить к сказанному в сутте, то благородные ученики, ария, относятся только к четвертому типу, так как даже самый низший из них должен считать все три составляющие важными. Никатха сутта, затворяется. АН 4.138. Благословенный сказал, монахи, в мире существуют эти четыре типа личностей. Какие четыре? Тот, кто затворяется телом, но не затворяется умом. Тот, кто не затворяется телом, но затворяется умом. Тот, кто не затворяется ни телом, ни умом. Тот, кто затворяется и телом, и умом. Один, и каков, монахи, человек, который затворяется телом, но не умом? Вот некий человек отправляется в уединенные обиталища в лесах и рощах, но там он обдумывает чувственные мысли, недоброжелательные мысли, мысли о причинении вреда. Вот каким образом этот человек затворяется телом, но не умом. Два, и каков человек, который не затворяется телом, но затворяется умом? Вот некий человек не отправляется в уединенные обиталища в лесах и рощах, но он обдумывает мысли об отречении, доброжелательные мысли, мысли о непричинении вреда. Вот каким образом этот человек не затворяется телом, но затворяется умом. 3. И каков человек, который не затворяется ни телом, ни умом? Вот некий человек не отправляется в уединенные обиталища в лесах и рощах, и он обдумывает чувственные мысли, недоброжелательные мысли, мысли о причинении вреда. Вот каким образом этот человек не затворяется ни телом, ни умом? 4. И каков человек, который затворяется и телом, и умом? Вот некий человек отправляется в уединенные обиталища в лесах и рощах, и там он обдумывает мысли об отречении, доброжелательные мысли, мысли о непричинении вреда. Вот каким образом этот человек затворяется и телом, и умом. Таковы четыре типа личностей, существующих в мире. Дхаммакадхика сутта, проповедник Дхаммы. АН 4.139. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре вида проповедников Дхаммы. Какие четыре? Один, вот, монахи, некий проповедник Дхаммы говорит мало его речь бессмысленно, и его собрание не умеет отличать значимое от бессмысленного. Такого проповедника Дхаммы считает проповедником Дхаммы только такое собрание. Два, другой проповедник Дхаммы говорит мало, но его речь значима, и его собрание не умеет отличать значимое от бессмысленного. Такого проповедника Дхаммы считает проповедником Дхаммы только такое собрание. Три, еще другой проповедник Дхаммы говорит много, но его речь бессмысленно, и его собрание не умеет отличать значимое от бессмысленного. Такого проповедника Дхаммы считает проповедником Дхаммы только такое собрание. Четыре. Еще другой проповедник Дхаммы говорит много, и его речь значима, и его собрание умеет отличать значимое от бессмысленного. Такого проповедника Дхаммы считает проповедником Дхаммы только такое собрание. Таковы, монахи, четыре вида проповедников Дхаммы. Вади сутта, оратор. АН 4 140. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре вида ораторов. Какие четыре? Один, бывает оратор, который теряет дух, но не букву того, о чем говорит. Два, бывает оратор, который теряет букву, но не дух того, о чем говорит. Три, бывает оратор, который теряет букву, и дух того, о чем говорит. Четыре, бывает оратор, который не теряет ни духа, ни буквы того, о чем говорит. Таковы четыре вида ораторов. Не может быть такого, немыслимо, чтобы тот, кто обладает четырьмя аналитическими знаниями, мог бы потерять либо дух, либо букву того, о чем говорит. Один. Один, смотри. АН 4 172. Абхасутта, блеск АН 4 141. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре блеска. Какие четыре? Один, блеск луны, два, блеск солнца, три, блеск огня, четыре, блеск мудрости. Таковы четыре блеска. Из этих четырех видов блеска блеск мудрости является наивысшим. Сутты АН 4 142-144. Сутты идентичны АН 4 141, но вместо блеск перечисляются другие синонимы. Сияние, АН 4 142, свет, АН 4 143, блистание, АН 4 144. Падджота сутта, светило АН 4 145. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре светила. Какие четыре? Один, луна является светилом, два, солнце является светилом, три, огонь является светилом, четыре, мудрость является светилом. Таковы четыре светила. Из этих четырех светил мудрость является наивысшей. Паддхама Кала Сутта, время один. АН 4 146. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре времени. Какие четыре? Один, время для слушания Дхаммы, два, время для обсуждения Дхаммы, три, время для успокоения, четыре, время для прозрения. Один. Таковы четыре времени. Один, примечание переводчика С.В. В последних двух пунктах речь идет о двух аспектах медитативной практики. Смотри, например, АН 4 94. Дутия Кала Сутта, время два. АН 4 147. Благословенный сказал, монахи, эти четыре времени, будучи правильно развитыми и скоординированными, постепенно приведут к уничтожению пятен загрязнений ума. Какие четыре? Один, время для слушания Дхаммы, два, время для обсуждения Дхаммы, три, время для успокоения, четыре, время для прозрения. Эти четыре времени, будучи правильно развитыми и скоординированными, постепенно приведут к уничтожению пятен загрязнений ума. Подобно тому, как ливень проливается тяжелыми каплями на вершину горы, и водяные потоки устремляются вниз по склону, заполняя расселены, канавки и протоки, а по заполнению этих, заполняют пруды, а по заполнению этих, заполняют озера, а по заполнению этих, заполняют ручьи, а по заполнению этих, заполняют реки, а по заполнению этих, заполняют Великий океан. то точно так же эти четыре времени, будучи правильно развитыми и скоординированными, постепенно приведут к уничтожению пятен загрязнений ума. Дучирита сутта «Неблагое поведение» А.Н. 4.148 Благословенный сказал, «Монахи, есть эти четыре вида неблагого словесного поведения. Какие четыре? Один – лживая речь, два – речь, сеющая распри, три – грубая речь, четыре – пустословие». Таковы четыре вида неблагого словесного поведения. Дучирита сутта «Неблагое поведение» А.Н. 4.149 Благословенный сказал, «Монахи, есть эти четыре вида благого словесного поведения. Какие четыре? Один – правдивая речь, два – речь, не сеющая распри, три – мягкая речь, четыре – благоразумная речь». Таковы четыре вида благого словесного поведения. Сара сутта «Сердцевина» А.Н. 4.150 Благословенный сказал, «Монахи, есть эти четыре сердцевины». Какие четыре? Один – сердцевина нравственного поведения, два – сердцевина сосредоточения, три – сердцевина мудрости, четыре – сердцевина освобождения. Таковы четыре сердцевины. Индрио сутта «Качество» А.Н. 4.151 Благословенный сказал, «Монахи, есть эти четыре качества». Какие четыре? Один – качество веры, два – качество усердия, три – качество сознанности, четыре – качество сосредоточения. Таковы четыре качества. Саддхабала сутта «Сила веры» А.Н. 4.152 Благословенный сказал, «Монахи, есть эти четыре силы». Какие четыре? Один – сила веры, два – сила усердия, три – сила осознанности, четыре – сила сосредоточения. Таковы четыре силы. Панния Бала сутта «Сила мудрости» А.Н. 4.153 Благословенный сказал, «Монахи, есть эти четыре силы». Какие четыре? Один – сила мудрости, два – сила усердия, три – сила безукоризненности, четыре – сила поддержания благоприятных отношений. Таковы четыре силы. Саддхабала сутта «Сила осознанности» А.Н. 4.154 Благословенный сказал, «Монахи, есть эти четыре силы». Какие четыре? Один – сила осознанности, два – сила сосредоточения, три – сила безукоризненности, четыре – сила поддержания благоприятных отношений. Таковы четыре силы. Патисангханабала сутта «Сила осознанности» А.Н. 4.155 Благословенный сказал, «Монахи, есть эти четыре силы». Какие четыре? Один – сила осознанности, один – два – сила развития, три – сила безукоризненности, четыре – сила поддержания благоприятных отношений. Таковы четыре силы. Один – смотри. А.Н. 58. Пункт 2. Каппа сутта – цикл существования мира. А.Н. 4.156 Благословенный сказал, «Монахи, есть эти четыре неисчислимых части цикла существования мира». Какие четыре? Один – время, когда цикл существования мира проходит фазу распада, непросто подсчитать таким образом – это столько-то лет, или это столько-то сотен лет, или это столько-то тысяч лет, или это столько-то сотен тысяч лет. Четыре – время, когда цикл существования мира проходит фазу состояния после распада, непросто подсчитать таким образом – это столько-то лет, или это столько-то сотен лет, или это столько-то тысяч лет, или это столько-то сотен тысяч лет. Четыре – время, когда цикл существования мира проходит фазу развертывания, непросто подсчитать таким образом – это столько-то лет, или это столько-то сотен лет, или это столько-то тысяч лет, или это столько-то сотен тысяч лет. 4. Время, когда цикл существования мира проходит фазу состояния после развертывания, не просто подсчитать таким образом, это столько-то лет, или это столько-то сотен лет, или это столько-то тысяч лет, или это столько-то сотен тысяч лет. Таковы, монахи, четыре неисчислимых части цикла существования мира. 1. Комментарий поясняет, что распад мира может произойти тремя путями, из-за огня, из-за воды, из-за ветра. Если мир уничтожается огнем, то он распадается до мира дэвов лучезарного сияния, соответствует второму из миров форм, если он уничтожается водой, то он распадается до мира дэвов сверкающего великолепия, третий мир мира форм, если он уничтожается ветром, то он распадается до дэвов великого плода, четвертый мир мира форм. Рога сутта, болезнь. АН 4.157. Благословенный сказал, монахи, есть эти два вида болезней. Какие два? Телесная болезнь и умственная болезнь. Можно найти людей, которые могут правдиво утверждать, что наслаждаются телесным здоровьем один, два, три, четыре года, и пять лет, десять, двадцать, тридцать, сорок, и пятьдесят лет, и даже сто лет больше. Но если не учитывать тех, чьи пятна умственных загрязнений были уничтожены, то трудно найти людей в мире, которые могли бы правдиво утверждать, что наслаждаются умственным здоровьем хотя бы на миг. Монахи, есть эти четыре болезни, которым подвержен монах. Какие четыре? 1. Бывает так, что у монаха сильные желания, он испытывает мучения, он не может довольствоваться любым видом одеяния, едой с подаянией, жилищем, лекарствами и обеспечением для больного. 2. Поскольку у него сильные желания, и он испытывает мучения, не может довольствоваться любым видом одеяния, едой с подаянией, жилищем, лекарствами и обеспечением для больных, он поддается порочному желанию заполучить признание, а также обретение, похвалу и уважении. Три, он берет себя в руки, старается, прилагает усилия, чтобы заполучить признание, а также обретение, похвалу и уважении. Четыре, он лукаво подходит к семьям, лукаво садится, лукаво говорит о Дхаме, лукаво сдерживает позывы к мочеиспусканию и испражнению. Таковы четыре болезни, которым подвержен монах. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, у нас не будет сильных желаний, и мы не будем испытывать мучения, не будет такого, что мы не сможем довольствоваться любым видом одеяния, едой с подаянией, жилищем, лекарствами и обеспечением для больных. Мы не поддадимся порочным желаниям заполучить признание, а также обретение, похвалу и уважении. Мы не будем брать себя в руки, стараться, прилагать усилия, чтобы заполучить признание, а также обретение, похвалу и уважении. Мы будем терпеть холод, жару, голод и жажду, контакты с мухами, комарами, солнцем, ветром, и змеями, грубые и оскорбительные речи, возникшие телесные ощущения, болезненные, раздирающие, острые, пронзающие, мучительные, неприятные, высасывающие жизненные силы. Вот как, монахи, вы должны тренировать себя. Парихани сутта, упадок. АН 4.158. Там достопочтенный Сарипутта обратился к монахам, друзья-монахи. Друг. Отвечали те монахи. Достопочтенный Сарипутта сказал, «Друзья, любая монахиня или любой монах, который внутренне наблюдает четыре вещи, может прийти к заключению, я отпадаю от благих качеств». Благословенный называл это упадком. Какие четыре? 1. Обилие жажды. 2. Обилие злобы. 3. Обилие заблуждения. 4. И его глаз мудрости не проникает в глубокие вопросы о возможном и невозможном. Любая монахиня или любой монах, который внутренне наблюдает эти четыре вещи, может прийти к заключению, я отпадаю от благих качеств. Благословенный называл это упадком. Друзья, любая монахиня или любой монах, который внутренне наблюдает другие четыре вещи, может прийти к заключению, я не отпадаю от благих качеств. Благословенный называл это не упадком. Какие четыре? Уменьшение жажды, злобы, заблуждения, и его глаз мудрости проникает в глубокие вопросы о возможном и невозможном. Любая монахиня или любой монах, который внутренне наблюдает эти четыре вещи, может прийти к заключению, я не отпадаю от благих качеств. Благословенный называл это не упадком. Хикхуни сутта, монахиня. А.Н. 4.159. Однажды Бестопочтенный Ананда пребывал в Касамбе в парке Кхаситы. И тогда некая монахиня обратилась к одному человеку так, добрый человек, отправляйся к мастеру Ананде, от моего имени поклонясь ему, упав ему в ноги, а затем скажи, господин, такая-то и такая-то монахиня нездорова, поражена болезнью, серьезно больна. Она кланяется мастеру Ананде, падая ему в ноги. А затем скажи, было бы хорошо, господин, если бы мастер Ананда из сострадания навестил эту монахиню, отправившись к жилищу монахинь. Хорошо, Достопочтенная, ответил-то человек. Затем он отправился к Достопочтенному Ананде, поклонился ему, сел рядом и донес послание. Достопочтенный Ананда молчанием выразил согласие. И затем Достопочтенный Ананда оделся, взял чашу и одеяние, и отправился к жилищу монахинь. Когда та монахиня увидела издали, что идет Достопочтенная Ананда, она накрылась головой и влегла на свою кровать. Один. Достопочтенный Ананда подошел к этой монахине, сел на подготовленное сидение, и сказал ей, сестра, это тело произошло из питания, зависит от питания, и питание следует отбросить. Это тело произошло из жажды, зависит от жажды, и жажду следует отбросить. Это тело произошло из самомнения, зависит от самомнения, и самомнение следует отбросить. Это тело произошло от полового сношения, но в отношении полового сношения благословенный объявил о разрушении моста. Два. Один. Когда так было сказано, сестра, это тело произошло из питания, зависит от питания, и питание следует отбросить, то почему так было сказано? Вот, сестра, тщательно это обдумывая, монах принимает пищу не ради развлечения, не ради опьянения, не ради физической красоты и привлекательности, но только для того, чтобы выжить и поддержать это тело, для того, чтобы устранить дискомфорт, ради ведения святой жизни, думая так, я устраню возникшие чувства голода и не создам новых чувств от переедания. Так я поддержу свое здоровье, не вызову порицаний, буду жить в благополучии. И спустя какое-то время, в зависимости от питания он отбрасывает питание. Три. Когда так было сказано, сестра, это тело произошло из питания, зависит от питания, и питание следует отбросить, то вот почему так было сказано. 2. Когда так было сказано, это тело произошло из жажды, зависит от жажды, и жажду следует отбросить, то почему так было сказано? Вот, сестра, монах слышит, такой-то и такой-то монах с уничтожением пятен загрязнений ума в этой самой жизни входит и пребывает в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, зная и проявляя эти состояния для себя самостоятельно посредством прямого знания. Он думает, когда же я с уничтожением пятен в этой самой жизни войду и буду пребывать в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, зная и проявляя эти состояния для себя самостоятельно посредством прямого знания? И спустя какое-то время, в зависимости от жажды, он отбрасывает жажду. Когда так было сказано, это тело произошло из жажды, зависит от жажды, и жажду следует отбросить, то вот почему так было сказано? 3. Когда так было сказано, это тело произошло из самомнения, зависит от самомнения, и самомнений следует отбросить, то почему так было сказано? Вот, сестра, монах слышит, такой-то и такой-то монах с уничтожением пятен в этой самой жизни входит и пребывает в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, зная и проявляя эти состояния для себя самостоятельно посредством прямого знания. Он думает, такой-то и такой-то монах с уничтожением пятен, посредством прямого знания. Если он смог, то и я смогу. И спустя какое-то время, в зависимости от самомнения, он отбрасывает самомнение. Когда так было сказано, это тело произошло из самомнения, зависит от самомнения, и самомнение следует отбросить, то вот почему так было сказано. 4. Это тело, сестра, произошло от полового сношения, но в отношении полового сношения благословенный объявил о разрушении моста. 4. И тогда та монахиня поднялась со своей кровати, закинула верхнее одеяние за плечо, упала в ноги Достопочтенному Ананде, и сказала Достопочтенному Ананде, Достопочтенный, я совершила проступок, ведь столь глупо, неразумно, и неумело я себя повела. Достопочтенный, пусть мастер Ананда простит меня за проступок, который я теперь увидела как проступок, чтобы впредь я себя сдерживала в этом. Вне сомнений, сестра, ты совершила проступок, ведь столь глупо, неразумно, и неумело ты себя повела. Но поскольку ты видишь свой проступок как проступок и справляешь его в соответствии с Дхаммой, мы прощаем тебя за это. Поскольку это является ростом в дисциплине благородных, когда кто-либо видит проступок как проступок и исправляет его в соответствии с Дхаммой, предпринимая воздержание от совершения подобного в будущем. Один, довольно странно, что Ананда отправился к ней в одиночку. Практически всегда, когда монаху нужно было навестить кого-либо, даже мужчину-мирянина, он брал с собой другого монаха. В китайской версии этой сутты Саи 564, монахиня, завидев Ананду, оголяет свое тело, и Ананда, видя ее голой, отворачивается. Тогда монахиня стыдится совершенного поступка, одевается, кланяется Ананде, и предлагает ему сидение, а сама садится рядом. Далее китайская версия практически в точности идентична Палиской. 2. Комментарий, разрушение состояния и разрушение его условий. 3. Комментарий, основываясь на текущем питании в виде съедобной пищи, используя ее обдуманно, он отбрасывает питание в виде прошлой каммы. Но жажду к текущему питанию в виде съедобной пищи следует отбросить. 4. В китайской версии сутты здесь идет такая фраза, «Сестра, не потакая этому, он отбрасывает и разрубает половое влечение, то есть соединяющий мост». Комментарий, к Палиской версии, поясняет, что под конец наставления страсть монахини по отношению к Ананде угасла. Сугатовиная сутта, дисциплина счастливого. АН 4 160. Благословенный сказал, «Монахи, когда счастливый или дисциплина счастливого существует в мире, это ведет к благополучию многих людей, к счастью многих людей. Они существуют из сострадания к миру, существуют ради благополучия, блага и счастья богов и людей». И кто такой, монахи, счастливый? Вот Татхагата возникает в мире, Арахант, полностью просветленный, совершенный в истинном знании и поведении, счастливый, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, просветленный, благословенный. Вот кто является счастливым. И что такое дисциплина счастливого? Он обучает Дхаме, которая прекрасна в начале, прекрасна в середине, и прекрасна в конце, правильна и в духе и в букве, провозглашающая идеально полную чистую святую жизнь. Вот что является дисциплиной счастливого. Так, когда счастливый или дисциплина счастливого существует в мире, это ведет к благополучию многих людей, к счастью многих людей. Они существуют из сострадания к миру, существуют ради благополучия, блага и счастья богов и людей. Монахи, есть эти четыре вещи, которые ведут к упадку и исчезновению благой Дхаммы. Какие четыре? Один четыре, бывает так, когда монахи заучивают лекции. Один. И те также будут зарождать усердие к достижению еще не достигнутого, к обретению еще не обретенного, к осуществлению еще не осуществленного. Такова четвертая вещь, которая ведет к продолжительности, не упадку и не исчезновению благой Дхаммы. Таковы, монахи, четыре вещи, ведущих к продолжительности, к не упадку и не исчезновению благой Дхаммы. Один. Здесь идет целиком вся сутта АН-5-156, за исключением пятого пункта расколи единстве Сангхи. Сангхи-то сутта, кратко. АН-4-161. Благословенный сказал, монахи, есть четыре вида практики. Какие четыре? Один, болезненная практика с медленным прямым знанием. Два, болезненная практика с быстрым прямым знанием. Три, приятная практика с медленным прямым знанием. Четыре, приятная практика с быстрым прямым знанием. Таковы четыре вида практики. Виттхара сутта, подробно. АН 4 162. Благословенный сказал, монахи, есть четыре вида практики. Какие четыре? Болезненная практика с медленным прямым знанием. Болезненная практика с быстрым прямым знанием. Приятная практика с медленным прямым знанием. Приятная практика с быстрым прямым знанием. Один, и что такое, монахи, болезненная практика с медленным прямым знанием? Вот некий человек по природе имеет сильную склонность к жажде и часто испытывает боли и уныние из-за жажды. По природе он имеет сильную склонность к злобе и часто испытывает боли и уныние из-за злобы. По природе он имеет сильную склонность к заблуждению и часто испытывает боли и уныние из-за заблуждения. Эти пять качеств возникают в нем немощно – качество веры, качество усердия, качество сознанности, качество сосредоточения, качество мудрости. Поскольку эти пять качеств слабы в нем, он медленно достигает непосредственного, один, условия для уничтожения пятен загрязнений ума. Вот что называется болезненной практикой с медленным прямым знанием. Два, и что такое болезненная практика с быстрым прямым знанием? Вот некий человек по природе имеет сильную склонность к жажде, злобе, заблуждению и часто испытывает боль и уныние из-за заблуждения. Эти пять качеств возникают в нем мощно, качество веры, мудрости. Поскольку эти пять качеств сильны в нем, он быстро достигает непосредственного условия для уничтожения пятен загрязнений ума. Вот что называется болезненной практикой с быстрым прямым знанием. Три, и что такое приятная практика с медленным прямым знанием? Вот некий человек по природе не имеет сильной склонности к жажде и ник часто испытывает боль и уныние из-за жажды. По природе он не имеет сильной склонности к злобе и ник часто испытывает боль и уныние из-за злобы. По природе он не имеет сильной склонности к заблуждению и ник часто испытывает боль и уныние из-за заблуждения. Эти пять качеств возникают в нем немощно, качество веры, мудрости. Поскольку эти пять качеств слабы в нем, он медленно достигает непосредственного условия для уничтожения пятен загрязнений ума. Вот что называется приятная практика с медленным прямым знанием. 4. И что такое приятная практика с быстрым прямым знанием? Вот некий человек по природе не имеет сильной склонности к жажде, злобе, заблуждению и нечасто испытывает боли уныния из-за заблуждения. Поскольку эти пять качеств сильны в нем, он быстро достигает непосредственного условия для уничтожения пятен загрязнений ума. Вот что называется приятная практика с быстрым прямым знанием. Таковы, монахи, четыре вида практики. 1. Речь идет об условиях, состоянии, при котором тут же происходит уничтожение умственных загрязнений. Асупха сутта, непривлекательность. АН 4.163 Благословенный сказал, монахи, есть четыре вида практики. Какие четыре? Болезненная практика с медленным прямым знанием. Болезненная практика с быстрым прямым знанием. Приятная практика с медленным прямым знанием. Приятная практика с быстрым прямым знанием. 1. И что такое, монахи, болезненная практика с медленным прямым знанием? Вот монах пребывает в созерцании непривлекательности тела, воспринимая отвратительность еды, воспринимая невосхищение целым миром, созерцая непостоянство во всех обусловленных феноменах. И в нем внутренне хорошо утверждено восприятие смерти. Он пребывает, опираясь на эти пять сил ученика, силу веры, силу сгода, силу боязни совершить проступок, силу усердия, силу мудрости. Эти пять качеств возникают в нем немощно – качество веры, качество усердия, качество сознанности, качество сосредоточения, качество мудрости. Поскольку эти пять качеств слабы в нем, он медленно достигает непосредственного условия для уничтожения пятен загрязнением ума. Вот что называется болезненной практикой с медленным прямым знанием. 2. И что такое болезненная практика с быстрым прямым знанием? Вот монах пребывает в созерцании непривлекательности тела. И в нем внутренне хорошо утверждено восприятие смерти. Он пребывает, опираясь на эти пять сил ученика, силу веры, стыда, боязни совершить проступок, усердия, мудрости. Эти пять качеств возникают в нем мощно – качество веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости. Поскольку эти пять качеств сильны в нем, он быстро достигает непосредственного условия для уничтожения пятен загрязнением ума. Вот что называется болезненной практикой с быстрым прямым знанием. 3. И что такое приятная практика с медленным прямым знанием? Вот, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний ума, монах входит и пребывает в первой джхане, второй, третьей, четвертой джхане. 1. Он пребывает, опираясь на эти пять сил ученика, силу веры, стыда, боязни совершить проступок, усердия, мудрости. Эти пять качеств возникают в нем немощно – качество веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости. Поскольку эти пять качеств слабы в нем, он медленно достигает непосредственного условия для уничтожения пятен загрязнением ума. Вот что называется приятная практика с медленным прямым знанием. 2. 4. И что такое приятная практика с быстрым прямым знанием? Вот, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний ума, монах входит и пребывает в первой джхане, второй, третьей, четвертой джхане. Эти пять качеств возникают в нем мощно – качество веры, мудрости. Поскольку эти пять качеств сильны в нем, он быстро достигает непосредственного условия для уничтожения пятен загрязнением ума. Вот что называется приятная практика с быстрым прямым знанием. Таковы, монахи, четыре вида практики. 1. Формулы джхан раскрываются по стандартной схеме, как, например, в Айан 9.32. 2. Примечание переводчика СВ. 3. Существует мнение, что эта сутта является доказательством необязательности джхан для достижения просветления, так как, якобы, можно достичь просветления либо с помощью джхан – приятная практика, либо с помощью болезненных практик, таких как созерцание непривлекательности и так далее. Однако, это противоречит утверждению Будды в МН-64 о том, что джханы являются обязательным элементом в пути. В предыдущей сути, АН-4-162, упоминается, что болезненная практика соотносится исключительно с той личностью, у которой много умственных загрязнений и, соответственно, помех. Приятная же практика соотносится исключительно с личностью, у которой мало умственных загрязнений, а значит и помех. Принимая этого внимания, можно, на мой взгляд, сделать вывод, что вначале с помощью болезненной практики, созерцания непривлекательности, пометования о смерти и так далее, нужно устранить грубые загрязнения ума, а затем, когда ум будет относительно чистым, появляется возможность достичь и практиковать джхану. Приятная практика, для последующего устранения боли и утонченных загрязнений. Те же личности, у которых изначально мало загрязнений и помех, могут не тратить время на болезненные практики, но могут сразу сосредоточиться на достижении практики джхан для осуществления полного просветления. Эта идея также, как мне кажется, подтверждается в АН-4-169, где болезненная практика обозначается как практика с усилием, а приятная практика обозначается как практика без усилия. Смотри также АН-4-167, где достопочтенный Макгаллана утверждает, что достиг просветления с помощью болезненной практики, хотя, как мы видим в СН-40, Макгаллана практиковал все уровни джхан. Также в МН-45 упоминаются два практикующих – тот, кто переживает мучительные чувства из-за загрязнений, но старается вести святую жизнь, и тот, кто не переживает мучительных чувств из-за слабых загрязнений ума, но легко входит в джханы. Патхама-кхама сутта «Терпеливая 1» АН-4-164 Благословенный сказал, монахи, есть четыре вида практики. Какие четыре? Нетерпеливая практика, терпеливая практика, обуздывающая практика, успокаивающая практика. Один, и что такое, монахи, нетерпеливая практика? Вот Никит человек оскорбляет того, кто оскорбляет его, бронит того, кто бронит его, спорит с тем, кто спорит с ним. Это называется нетерпеливой практикой. Два, и что такое терпеливая практика? Вот Никит человек не оскорбляет того, кто оскорбляет его, не бронит того, кто бронит его, не спорит с тем, кто спорит с ним. Это называется терпеливой практикой. Три, и что такое, обуздывающая практика? Вот, увидев форму глазом, монах не цепляется за ее черты и детали. Поскольку, по мере того, как он оставляет качество глаза неохраняемым, плохие и неблагие состояния сильного желания и подавленности могут наводнить его, он практикует сдержанность в отношении этого. Он охраняет качество глаза. Он предпринимает сдерживание качества глаза. Услышав ухом звук. Унюхав носом запах. Различив языком вкус. Ощутив тактильные ощущения телом. Познав ментальный феномен умом, он не цепляется за его черты и детали. Поскольку, по мере того, как он оставляет качество ума неохраняемым, плохие и неблагие состояния сильного желания и подавленности могут наводнить его, он практикует сдержанность в отношении этого. Он охраняет качество ума. Он предпринимает сдерживание качества ума. Это называется обуздывающей практикой. 4. И что такое успокаивающая практика? Вот монах не терпит возникшую мысль, основанную на чувственном желании. Он отбрасывает ее, рассеивает ее, устраняет ее, уничтожает ее. Он не терпит возникшую мысль, основанную на недоброжелательности, не терпит возникшую мысль о причинении вреда, не терпит неблагих состояний ума каждый раз, как они возникают. Он отбрасывает их, рассеивает их, устраняет их, уничтожает их. Это называется успокаивающей практикой. Таковы, монахи, четыре вида практики. Дутия Кхама Сутта, терпеливая 2. АН 4.165. Благословенный сказал, монахи, есть четыре вида практики. Какие четыре? Нетерпеливая практика, терпеливая практика, обуздывающая практика, успокаивающая практика. 1. И что такое, монахи, нетерпеливая практика? Вот некий человек не может терпеть холод, жару, голод и жажду, контакты с мухами, комарами, солнцем, ветром, и змеями, грубые и оскорбительные речи, возникшие телесные ощущения, болезненные, раздирающие, острые, пронзающие, мучительные, неприятные, высасывающие жизненные силы. Это называется нетерпеливой практикой. 2. И что такое, терпеливая практика? Вот некий человек терпит холод, высасывающие жизненные силы. Это называется терпеливой практикой. 3. 4. И что такое, обуздывающая практика? 1. Он отбрасывает их, рассеивает их, устраняет их, уничтожает их. Это называется успокаивающей практикой. Таковы, монахи, четыре вида практики. 1. Пункты 3 и 4 в точности такие же, как в предыдущей сутте, АН 4.164. Убхая сутта, оба. АН 4.166. Благословенный сказал, монахи, есть четыре вида практики. Какие четыре? Болезненная практика с медленным прямым знанием. Болезненная практика с быстрым прямым знанием. Приятная практика с медленным прямым знанием. Приятная практика с быстрым прямым знанием. 1. Болезненная практика с медленным прямым знанием считается низшей по двум причинам, потому что она болезненная и потому что прямое знание медленное. 2. Болезненная практика с быстрым прямым знанием считается низшей из-за ее болезненности. 3. Приятная практика с медленным прямым знанием считается низшей из-за ее медлительности. 4. Приятная практика с быстрым прямым знанием считается высшей по двум причинам, потому что она приятная и потому что прямое знание быстрое. Таковы, монахи, четыре вида практики. Махаммадгалана сутта, Макгалана. А.Н. 4.167. И тогда Достопочтенный Сарипутта подошел к Достопочтенному Махамакгаллане и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал Достопочтенному Махамакгаллане, «Друг Махагаллана, есть эти четыре вида практики». Какие четыре? 1. Болезненная практика с медленным прямым знанием. 2. Болезненная практика с быстрым прямым знанием. 3. Приятная практика с медленным прямым знанием. 4. Приятная практика с быстрым прямым знанием. Посредством какого из этих четырех видов практики твой ум освободился от пятен загрязнений ума посредством нецепляния? Из этих четырех видов практики, друг Сарипутта, болезненная практика с быстрым прямым знанием была той, за счет которой мой ум освободился от пятен загрязнений ума посредством нецепляния. Сарипутта сутта, Сарипутта. АН 4168. И тогда достопочтенный Махамат Галана подошел к достопочтенному Сарипутте и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал достопочтенному Сарипутте, друг Сарипутта, есть эти четыре вида практики. Какие четыре? 1. Болезненная практика с медленным прямым знанием. 2. Болезненная практика с быстрым прямым знанием. 3. Приятная практика с медленным прямым знанием. 4. Приятная практика с быстрым прямым знанием. Посредством какого из этих четырех видов практики твой ум освободился от пятен загрязнений ума посредством нецепляния? Из этих четырех видов практики, друг Макгаллана, приятная практика с быстрым прямым знанием была той, за счет которой мой ум освободился от пятен загрязнений ума посредством нецепляния. Сосангхара сутта, с усилием. АН 4.169. Благословенный сказал, монахи, в мире есть эти четыре типа личностей. Какие четыре? Вот некий человек достигает нигбаны с усилием в этой самой жизни. Другой человек достигает нигбаны с усилием с распадом тела. Один. Еще другой человек достигает нигбаны без усилия в этой самой жизни. Еще другой человек достигает нигбаны без усилия с распадом тела. Один. И как, монахи, человек достигает нигбаны с усилием в этой самой жизни? Вот монах пребывает в созерцании непривлекательности тела, воспринимая отвратительность еды, воспринимая невосхищение целым миром, созерцая непостоянство во всех обусловленных феноменах. И в нем внутренне хорошо утверждено восприятие смерти. Он пребывает, опираясь на эти пять сил ученика, силу веры, силу стыда, силу боязни совершить проступок, силу усердия, силу мудрости. Эти пять качеств возникают в нем мощно, качество веры, качество усердия, качество сознанности, качество сосредоточения, качество мудрости. Поскольку эти пять качеств сильны в нем, он достигает нигбаны с усилием в этой самой жизни. Вот как человек достигает нигбаны с усилием в этой самой жизни. Два, и как человек достигает нигбаны с усилием с распадом тела. Вот монах пребывает в созерцании непривлекательности. Он пребывает, опираясь на эти пять сил ученика, силу веры, мудрости. Эти пять качеств возникают в нем немощно, качество веры, качество усердия, качество сознанности, качество сосредоточения, качество мудрости. Поскольку эти пять качеств слабы в нем, он достигает нигбаны с усилием с распадом тела. Вот как человек достигает нигбаны с усилием с распадом тела. Три, и как человек достигает нигбаны без усилия в этой самой жизни? Вот, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний ума, монах входит и пребывает в первой джхане, второй, третьей, четвертой джхане. Два. Он пребывает, опираясь на эти пять сил ученика, силу веры, мудрости. Эти пять качеств возникают в нем мощно, качество веры, качество усердия, качество сознанности, качество сосредоточения, качество мудрости. Поскольку эти пять качеств сильны в нем, он достигает нигбаны без усилия в этой самой жизни. Вот как человек достигает нигбаны без усилия в этой самой жизни? Три, четыре, и как человек достигает нигбаны без усилия с распадом тела? Вот, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний ума, монах входит и пребывает в первой джхане, второй, третьей, четвертой джхане. Он пребывает, опираясь на эти пять сил ученика, силу веры, мудрости. Эти пять качеств возникают в нем немощно, качество веры, качество усердия, качество сознанности, качество сосредоточения, качество мудрости. Поскольку эти пять качеств слабы в нем, он достигает нигбаны безусилия с распадом тела. Таковы четыре типа личностей, существующих в мире. 1. По мнению достопочтенного Бодхи, речь идет о том, кто достигает нигбаны в момент своей смерти, не переходя при этом в следующее существование. 2. Формулы джхан раскрываются по стандартной схеме, как, например, в АН 9-32. 3. Смотри примечание номер два к сутте АН 4-163. Юганаттха сутта, в связке. АН 4-170. Однажды достопочтенный Ананда пребывал в Касамбю в парке Кхаситы. Там достопочтенный Ананда обратился к монахам, друзья монахи. Друг. Отвечали те монахи. Достопочтенный Ананда сказал, друзья, какой бы монах или монахиня ни объявили о достижении раханства в моем присутствии, все они сделали так после того, как практиковали этими четырьмя путями или одним из них. Какими четырьмя? 1. Вот монах развивает прозрение после успокоения. По мере того как он развивает прозрение после успокоения, рождается путь. Он преследует этот путь, развивает его, взращивает его. По мере того как он преследует, развивает, взращивает этот путь, оковы оставляются и скрытые склонности искореняются. 2. Далее, монах развивает успокоение после прозрения. По мере того как он развивает успокоение после прозрения, рождается путь. Он преследует этот путь, оковы оставляются и скрытые склонности искореняются. 3. Далее, монах развивает успокоение и прозрение в связке. По мере того, как он развивает успокоение и прозрение в связке, рождается путь. Он преследует этот путь, а ковы оставляются и скрытые склонности искореняются. 4. Далее, бывает так, когда ум монаха охвачен неугомонностью в отношении Дхаммы. 1. Но наступает момент, когда его ум становится внутренне устойчивым, собранным, объединенным и сосредоточенным. И тогда в нем рождается путь. Он преследует этот путь, развивает его, взращивает его. По мере того, как он преследует, развивает, взращивает этот путь, а ковы оставляются и скрытые склонности искореняются. Друзья, какой бы монах или монахиня не объявили о достижении раханства в моем присутствии, все они сделали так после того, как практиковали этими четырьмя путями или одним из них. 1. Комментарий поясняет, что речь идет о десяти изъянах прозрения. Однако достопочтенный Бодхи считает, что здесь имеется в виду другое. Монах рассматривает Дхамму на достаточно глубоком уровне, из-за чего обретает чувство безотлагательности практики, что приводит его в состояние взволнованности. Однако потом он успокаивается и достигает прозрения. Читана сутта «Намерение» АН 4.171 Благословенный сказал, «Монахи, когда есть тело, то из-за телесного намерения внутренние возникают удовольствие и боль. Когда есть речь, то из-за словесного намерения внутренние возникают удовольствие и боль. Когда есть ум, то из-за умственного намерения внутренние возникают удовольствие и боль, с самим невежеством как условием. ВОЛЕВЫЕ ФОРМИРОВАТЕЛЯ Либо по своей инициативе, монахи, кто-либо порождает этот телесный волевой формирователь, будучи обусловленными которым, внутренне возникают удовольствие и боль. Либо из-за побуждения другими кто-либо порождает этот телесный волевой формирователь, будучи обусловленными которым, внутренне возникают удовольствие и боль. Либо осторожно кто-либо порождает этот телесный волевой формирователь, будучи обусловленными которым, внутренне возникают удовольствие и боль. Либо неосторожно кто-либо порождает этот телесный волевой формирователь, будучи обусловленными которым, внутренне возникают удовольствие и боль. 1. Либо по своей инициативе, монахи, кто-либо порождает этот словесный волевой формирователь, внутренне возникают удовольствие и боль. Либо по своей инициативе, монахи, кто-либо порождает этот умственный волевой формирователь. 2. Внутренне возникают удовольствие и боль. 3. Невежество включено в эти состояния. 4. Но с безостаточным угасанием и прекращением невежества этого тела не существует, будучи обусловленными которым внутренне возникают удовольствия и боль. Эта речи не существует, будучи обусловленными которой внутренне возникают удовольствия и боль. Этого ума не существует, будучи обусловленными которым внутренне возникают удовольствия и боль. Этого поля не существует, этой области не существует, этой сферы не существует, этого основания не существует, будучи обусловленными которым, внутренне возникают удовольствие и боль. Личностное существование. Монахи, есть эти четыре обретения личностного существования. 5. Какие четыре? 1. Есть обретение личностного существования, в котором действует собственное волевое намерение, но не волевое намерение других. 2. Есть обретение личностного существования, в котором действует волевое намерение других, но не собственное волевое намерение. Три, есть обретение личностного существования, в котором действует и собственное волевое намерение, и волевое намерение других. Четыре, есть обретение личностного существования, в котором не действует ни собственное волевое намерение, ни волевое намерение других. Таковы четыре обретения личностного существования. Когда так было сказано, достопочтенный Сарипута обратился к благословенному, учитель, вот как я понимаю в подробностях значение утверждения, которое благословенный произнес вкратце, в этом личностном существовании, в котором действует собственное волевое намерение, но не волевое намерение других, именно по своему собственному намерению эти существа умирают в этой своей группе существ, 6. В этом личностном существовании, в котором действует волевое намерение других, но не собственное волевое намерение, именно из-за намерения других эти существа умирают в этой своей группе существ, 7. В этом личностном существовании, в котором действует и собственное волевое намерение, и волевое намерение других, именно и по своему собственному намерению, из-за намерения других эти существа умирают в этой своей группе существ, 8. Но, учитель, какой вид дэвов следует понимать как обретение личностного существования, в котором не действует ни собственное волевое намерение, ни волевое намерение других? Сарипута, это дэвы сферы невосприятия, ни невосприятия. Но почему, учитель, некоторые существа, которые умирают в этой группе божеств являются возвращающимися, которые возвращаются обратно в это состояние существования? 9. Тогда как другие являются невозвращающимися, которые не возвращаются в это состояние существования? Сарипута, бывает так, что некий человек не отбросил пяти нижних оков. В этой самой жизни он входит и пребывает в сфере невосприятия, ни невосприятия. Он лелеет это состояние, желает его, находит в нем удовлетворение. Если он стоит в нем, сфокусирован на нем, часто пребывает в нем, и не теряет его, когда умирает, то он перерождается среди дэвов сферы невосприятия, ни невосприятия. Когда он умирает там, он является возвращающимся, который возвращается обратно в это состояние существования. Но бывает другой человек, который отбросил пять нижних оков. В этой самой жизни он входит и пребывает в сфере невосприятия, ни невосприятия. Он лелеет это состояние, желает его, находит в нем удовлетворение. Если он стоит в нем, сфокусирован на нем, часто пребывает в нем, и не теряет его, когда умирает, то он перерождается среди дэвов сферы невосприятия, ни невосприятия. Когда он умирает там, он является невозвращающимся, который не возвращается обратно в это состояние существования. Вот, Сарипута, в чем причина, почему некие существа, которые умирают в той группе, являются возвращающимися, которые возвращаются в это состояние существования, тогда как другие являются невозвращающимися, которые не возвращаются в это состояние существования. Один, примечание переводчика СВ, волевой формирователь соотносится с волевым намерением совершить некое действие, телесно, словесно, или умственно. Используемые слова здесь, осторожно, сампаджано, и неосторожно, а сампаджано. В других контекстах, например, в описании практики осознанности, сатипаттхана, это слово я перевожу как бдительность, сампаджания. Комментарий поясняет, что в первом случае имеется в виду, что человек знает о камере и её плодах, и поступает с этим знанием. Во втором случае человек не знает об этом и поступает без этого знания. Два, здесь используется термин моносанхара, но из контекста чётко видно, что он является синонимом читтосанхара в СН 12-2. Однако, нет никаких текстовых оснований считать его аналогом читтосанхара в СН 41-6, где этот термин объясняется как санне и ведана. Три, фрагменты раскрываются в точности как с телесным волевым формирователем. Четыре, комментарий поясняет это как звено схемы зависимого возникновения, с невежеством как условием, волевые формирователи возникают. Пять, оттапхавапатилапха. Тело и ум личности в конкретной жизни. Шесть, комментарий поясняет, что речь идёт о божествах, которые испорчены игрой, кхедеподосика дэва. Наслаждаясь небесными удовольствиями в своём небесном мире, они иногда забывают о том, что им нужно есть и пить, и из-за этого пропускают приём пищи и вянут, точно гирлянда из цветов на солнце. Семь, комментарий поясняет, что это дэвы, испорченные умом, моноподосика дэва, живущие в мире четырёх великих царей. Если они злятся друг на друга, их взаимная злость приводит к их взаимной кончине. Восемь, комментарий поясняет, что речь идёт о людях, которые могут убить себя, а также и другие люди могут их убить. Девять, примечание переводчика СВ, речь идёт об их возвращении в мир людей, или другие миры мира чувств. Витбхатти сутта, анализ. АН 4172. Там достопочтенный Сарипутта обратился к монахам, друзья монахи. Друг. Отвечали те монахи. Достопочтенный Сарипутта сказал, 1. Через две недели, друзья, после моего полного посвящения я реализовал аналитическое знание и значение посредством его деления формулировки. 1. Многими разными способами я объясняю это, обучаю этому, провозглашаю это, утверждаю это, раскрываю это, проясняю и разъясняю это. Пусть тот, кто находится в замешательстве или неуверенности, подойдёт ко мне с вопросом. Я удовлетворю его своим ответом. Наш учитель, необычайно умелый в наших учениях, сейчас присутствует. 2. Два, через две недели, друзья, после моего полного посвящения я реализовал аналитическое знание Дхамы посредством его деления формулировки. Многими разными способами я объясняю это. Наш учитель, необычайно умелый в наших учениях, сейчас присутствует. 3. Через две недели, друзья, после моего полного посвящения я реализовал аналитическое знание языка посредством его деления формулировки. Многими разными способами я объясняю это. Наш учитель, необычайно умелый в наших учениях, сейчас присутствует. Четыре, через две недели, друзья, после моего полного посвящения я реализовал аналитическое знание и распознавание посредством его деления формулировки. Многими разными способами я объясняю это. Наш учитель, необычайно умелый в наших учениях, сейчас присутствует. Один, аналитические знания, Патисамбхида, объясняются в Весудхимагде, 440-43. Кратко, знание значения – это аналитическое знание значения, от Тхапатисамбхида, знание Дхаммы – это аналитическое знание Дхаммы, Тхамма Патисамбхида, знание о том, как выразить и четко сформулировать Дхамму – это аналитическое знание языка, Нирути Патисамбхида, и знание о знаниях – это аналитическое знание распознавания, Пати Пхана Патисамбхида. Последнее из них, похоже, относится к способности непринужденно применять другие три типа знаний, чтобы ясно объяснять Дхамму. 2. Комментарий перефразирует, наш учитель, который необычайно умелый в этих вещах, которые были достигнуты нами, сейчас присутствует. Если бы я не реализовала аналитического знания значения, он бы освободил меня от обязанности наставления, сказав, чтобы вначале я реализовала его. Далее комментарий добавляет, даже сидя в присутствии учителя, он, Сарипута, рычит своим львиным рыком. Махакоттхита сутта, Махакоттхита. АН 4.173. И тогда достопочтенный Махакоттхита подошел к достопочтенному Сарипуте и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и спросил достопочтенного Сарипуту, 1. Друг, с безостаточным угасанием и прекращением шести сфер контакта есть ли что-либо? 1. Не говори так, друг. 2. С безостаточным угасанием и прекращением шести сфер контакта нет ничего? 3. С безостаточным угасанием и прекращением шести сфер контакта одновременно есть что-то, и нет ничего? 4. С безостаточным угасанием и прекращением шести сфер контакта нет ничего-то, ни ничего? Не говори так, друг. Друг. Друг, будучи спрошенным, с безостаточным угасанием и прекращением шести сфер контакта есть ли что-либо? Ты говоришь, не говори так, друг. А будучи спрошенным, нет ничего? И есть что-то, и нет ничего? Нет ничего-то, не ничего? Ты каждый раз так же говоришь, не говори так, друг. Как следует понимать значение этого утверждения? Друг, если кто-либо говорит, с безостаточным угасанием и прекращением шести сфер контакта есть что-то, то он разрастается в том, в чем не следует разрастаться. 3. Если кто-либо говорит, друг, с безостаточным угасанием и прекращением шести сфер контакта нет ничего, то он разрастается в том, в чем не следует разрастаться. Если кто-либо говорит, друг, с безостаточным угасанием и прекращением шести сфер контакта одновременно есть что-то, и нет ничего, то он разрастается в том, в чем не следует разрастаться. Если кто-либо говорит, друг, с безостаточным угасанием и прекращением шести сфер контакта нет ни чего-то, ни ничего, то он разрастается в том, в чем не следует разрастаться. Друг, докуда простирается область шести сфер контакта, дотуда и простирается область разрастания. Докуда простирается область разрастания, дотуда и простирается область шести сфер контакта. С безостаточным угасанием и прекращением шести сфер контакта имеет место прекращение разрастания, утихание и разрастания. Один, похоже, здесь речь идет об антологическом статусе Араханта, который достиг элемента Ниббана без остатка, то есть вопрос о том, существует ли освобожденная личность после смерти или нет. 2. Комментарий поясняет, что вопросы заданы. 1. С позиции ветернализма, 2. Аникуляционизма, 3. Частичного ветернализма, 4. Изворотов, агностицизм, скептицизм, интеллектуальная увертливость. Поэтому Сарипута не отвечает ни на один из них. 3. Папанча, разрастание. Это слово означает умственные формации, навязчивые умственные конструкции, концептуальные идеи, основанные на заблуждении. Комментарии поясняют, что все это происходит из-за жажды, самомнения и неправильных воззрений Танха, Мана, Гиттхи. 3. Ананда сутта, Ананда. АН 4174. Сутта идентична предыдущей АН 4173, но здесь Ананда задает вопросы, а Махакот Тхита отвечает. Упавана сутта, Упавана. АН 4175. И тогда достопочтенный Упавана подошел к достопочтенному Сарипуте и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и спросил достопочтенного Сарипуту, 1. Друг Сарипута, создателем конца становится посредством знания? 1. Не так оно, друг. 2. В таком случае, создателем конца становится посредством поведения? 3. Так значит, создателем конца становится посредством знания и поведения? 4. Выходит, что создателем конца становится каким-то иным образом, помимо знания и поведения? Будучи спрошенным, друг Сарипута, создателем конца становится посредством знания? Ты говоришь, не так оно, друг. А будучи спрошенным, посредством поведения? Знание и поведение? Иным образом, помимо знания и поведения, ты каждый раз так же говоришь, не так оно, друг. Так каким же образом становится создателем конца? Если, друг, кто-либо мог бы стать создателем конца посредством знания, то тогда и даже тот, кто все еще цепляется, мог бы стать создателем конца. Если кто-либо мог бы стать создателем конца посредством поведения, то тогда и даже тот, кто все еще цепляется, мог бы стать создателем конца. Если кто-либо мог бы стать создателем конца посредством знания и поведения, то тогда даже тот, кто все еще цепляется, мог бы стать создателем конца. Если кто-либо мог бы стать создателем конца каким-то иным образом, помимо знания и поведения, то тогда необученный заурядный человек был бы создателем конца, ведь необученный заурядный человек лишен знания и поведения. Друг, тот, кто несовершенен в поведении, не знает и не видит вещей в соответствии с действительностью. Тот, кто совершенен в поведении, тот знает и видит вещи в соответствии с действительностью. Зная и видя вещи в соответствии с действительностью, он становится создателем конца. Один, комментарий поясняет, что речь идет о том, кто прекращает сансару, то есть о бараханте. Айчана сутта, стремление. АН 4176. Благословенный сказал, один, монахи, монах, наделенный верой, праведно устремляясь, мог бы стремиться к этому, пусть я стану таким, как Сарипутта и Макгалана. Поскольку таков эталон умерила для моих монахов-учеников, то есть, Сарипутта и Макгалана. 2. Монахи, монахиня, наделенная верой, праведно устремляясь, могла бы стремиться к этому, пусть я стану такой, как монахиня Кхема и Упалаванна. Поскольку таков эталон умерила для моих монахинь-учениц, то есть, монахиня Кхема и Упалаванна. 3. Монахи, мирянин, наделенный верой, праведно устремляясь, мог бы стремиться к этому, пусть я стану таким, как домохозяин Чита и Хактхака из Алави. Поскольку таков эталон умерила для моих мирян-учеников, то есть, домохозяин Чита и Хактхака из Алави. 4. Монахи, мирянка, наделенная верой, праведно устремляясь, могла бы стремиться к этому, пусть я стану такой, как мирянки Кхуджитара и Вилукандакия, мать Нанды. Поскольку таков эталон умерила для моих мирян-учениц, то есть, мирянка Кхуджитара и Вилукандакия, мать Нанды. 1. 1, смотри. АН 1. 236, 237, 250, 251, 260, 262. А домохозяин Чита есть целая Санюта, СН 41. С Кхуджитарой, согласно традиции, связанной Тивутака. Рахула сутта, Рахула. АН 4. 177. И тогда достопочтенный Рахула подошел к Благословенному, поклонился ему и сел рядом. Затем Благословенный сказал ему, 1, Рахула, внутренний элемент Земли и внешний элемент Земли, это просто элемент Земли. Его следует видеть в соответствии с действительностью правильной мудростью так, это не мое, я не таков, это не мое я. Увидев его в соответствии с действительностью правильной мудростью, человек теряет очарованность в отношении элемента Земли. Он отсоединяет ум от элемента Земли. 2, Рахула, внутренний элемент воды. 3, Рахула, внутренний элемент огня. 4. Рахула, внутренний элемент воздуха и внешний элемент воздуха, это просто элемент воздуха. Его следует видеть в соответствии с действительностью правильной мудростью так, это не мое, я не таков, это не мое я. Увидев его в соответствии с действительностью правильной мудростью, человек теряет очарованность в отношении элемента воздуха. Он отсоединяет ум от элемента воздуха. Когда, Рахула, монах не видит, я, или того, что принадлежит я, в этих четырех элементах, то тогда он зовется монахом, который отрезал жажду, сбросил путы, и, полностью пробившись сквозь самомнение, положил конец страданию. Джамбали сутта, водохранилище. АН 4178. Благословенный сказал, монахи, в мире есть эти четыре типа личностей. Какие четыре? 1. Вот монах входит и пребывает в некоем умиротворенном освобождении ума. Он берется за прекращение личностного существования, 1. По мере того, как он поступает так, его ум не склоняется к этому, не обретает уверенности, не становится устойчивым, не фокусируется на этом. В отношении этого монаха нельзя ожидать, что он достигнет прекращения личностного существования. Представьте, как если бы человек схватился за ветку, но его рука была бы измазана смолой. Его рука бы прилипла к ней, приклеилась бы к ней, привязалась к ней. Точно так же, монах входит и пребывает в некоем умиротворенном освобождении ума. В отношении этого монаха нельзя ожидать, что он достигнет прекращения личностного существования. 2. Далее, монах входит и пребывает в некоем умиротворенном освобождении ума. Он берется за прекращение личностного существования. По мере того, как он поступает так, его ум склоняется к этому, обретает уверенность, становится устойчивым, фокусируется на этом. В отношении этого монаха можно ожидать, что он достигнет прекращения личностного существования. Представьте, как если бы человек схватился за ветку чистой рукой. Его рука бы не прилипла к ней, не приклеилась бы к ней, не привязалась к ней. Точно так же, монах входит и пребывает в некоем умиротворенном освобождении ума. В отношении этого монаха можно ожидать, что он достигнет прекращения личностного существования. 3. Далее, монах входит и пребывает в некоем умиротворенном освобождении ума. Он берется за истребление невежества. По мере того, как он поступает так, его ум не склоняется к этому, не обретает уверенности, не становится устойчивым, не фокусируется на этом. В отношении этого монаха нельзя ожидать, что он достигнет истребления невежества. Представьте себе водохранилище, которому много лет. Некий человек закрыл бы впуск и открыл выпуски, и не пролилось бы достаточного количества дождя. В этом случае нельзя было бы ожидать того, что дамбы этого водохранилища разрушатся. Точно так же, монах входит и пребывает в некоем умиротворенном освобождении ума. В отношении этого монаха нельзя ожидать, что он достигнет истребления невежества. 4. Далее, монах входит и пребывает в некоем умиротворенном освобождении ума. Он берется за истребление невежества. По мере того, как он поступает так, его ум склоняется к этому, обретает уверенность, становится устойчивым, фокусируется на этом. В отношении этого монаха можно ожидать, что он достигнет истребления невежества. Представьте себе водохранилище, которому много лет. Некий человек открыл бы в пуске и закрыл выпуски, и пролилось бы достаточно дождя. В этом случае можно было бы ожидать того, что дамбы этого водохранилища разрушатся. Точно так же, монах входит и пребывает в некоем умиротворенном освобождении ума. В отношении этого монаха можно ожидать, что он достигнет истребления невежества. Таковы, монахи, четыре типа личностей, существующих в мире. Один, Сакрионирадхан. Согласно комментарию, речь идет о прекращении существования в трех мирах сансары, то есть о Ниббане. Ниббана сутта, Ниббана. АН 4 179. И тогда достопочтенный Ананда подошел к достопочтенному Сарипутте и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал ему, почему, друг Сарипутта, некоторые существа не достигают Ниббана в этой самой жизни? Вот, друг Ананда, некоторые существа не понимают в соответствии с действительностью. Один, эти восприятия связаны с ухудшением. Два, эти восприятия связаны с устойчивостью. Три, эти восприятия связаны с отличием. Четыре, эти восприятия связаны с проникновением. Вот почему некоторые существа не достигают Ниббаны в этой самой жизни? Почему, друг Сарипутта, некоторые существа достигают Ниббаны в этой самой жизни? Вот, друг Ананда, некоторые существа понимают в соответствии с действительностью, эти восприятия связаны с ухудшением, эти восприятия связаны с устойчивостью, эти восприятия связаны с отличием, эти восприятия связаны с проникновением. Вот почему некоторые существа достигают нигбаны в этой самой жизни. 1. 1. В Витханге приводится пояснение. Я процитирую только тексты первой джхани, когда восприятие и внимание сопровождаются чувственностью в том, кто достиг первой джханы, в том мудрость связана с ухудшением, когда осознанность утверждена в соответствии со своей природой, мудрость связана с устойчивостью, когда восприятие и внимание не сопровождаются направлением ума, Витхака, мудрость связана с отличием, когда восприятие внимания и сопровождаются разочарованностью, соединённой с бесстрастием, мудрость связана с проникновением. Аналогичные пояснения приводятся и для каждой более высокой джханы. Махападеса сутта, Великие отношения. А.Н. 4.1.70. Однажды Благословенный пребывал в Пхаганагаре возле святилища Ананды. Там Благословенный обратился к монахам, монахи. Учитель. Отвечали те монахи. Благословенный сказал, монахи, я научу вас этим четырём великим отношениям. Слушайте внимательно, я буду говорить. Да, учитель, отвечали те монахи. Благословенный сказал, и каковы, монахи, четыре великих отношения? Один, вот, монахи, монах может сказать, в присутствии Благословенного я слышал так, в его присутствии я выучил так, это, Дхамма. Это, Виная. Это, учение учителя. Утверждение этого монаха не нужно не одобрять, не отвергать. Не одобряя и не отвергая его, вам следует тщательно заучить те слова и фразы, а затем проверить, есть ли они в лекциях, и поискать их в Винае. Один. Если, после того, как вы проверите, есть ли они в лекциях, и поищите их Винае, вы обнаружите, что их нет в лекциях и их не найти в Винае, то вам следует сделать вывод, вне сомнений, это не слово благословенного, араханта, полностью просветлённого. Это было плохо заучено этим монахам. Поэтому вам следует отбросить это. Но монах может сказать, в присутствии благословенного я слышал так. Если, после того, как вы проверите, есть ли они в лекциях, и поищите их Винае, вы обнаружите, что они есть в лекциях и их можно найти в Винае, то вам следует сделать вывод, вне сомнений, это слово благословенного, араханта, полностью просветлённого. Это было хорошо заучено этим монахам. Вам нужно запомнить это первое великое отношение. 2. Затем монах может сказать, в такой-то и такой-то области проживает Сангха со старцами и известными монахами. В присутствии той Сангхи я слышал так, в её присутствии я выучил так, это – Дхамма. Это – Винае. Это – учение Учителя. Утверждение этого монаха не нужно не одобрять, не отвергать. Не одобряя и не отвергая его, вам следует тщательно заучить те слова и фразы, а затем проверить, есть ли они в лекциях, и поискать их в Винае. Если, после того, как вы проверите, есть ли они в лекциях, и поищите их Винае, вы обнаружите, что их нет в лекциях и их не найти в Винае, то вам следует сделать вывод, вне сомнений, это не слово благословенного, араханта, полностью просветлённого. Это было плохо заучено той Сангхой. Поэтому вам следует отбросить это. Но, если, после того, как вы проверите, есть ли они в лекциях, и поищите их Винае, вы обнаружите, что они есть в лекциях и их можно найти в Винае, то вам следует сделать вывод, вне сомнений, это слово благословенного, Араханта, полностью просветленного. Это было хорошо заучено той Сангхой. Вам нужно запомнить это второе великое отношение. Три, затем монах может сказать, в такой-то и такой-то области проживают несколько старших монахов, которые ученые, наследники наследия, эксперты в Дхамме, эксперты в Винае, эксперты в основных положениях Дхаммы. В присутствии тех старцев я слышал так, в их присутствии я выучил так, это – Дхамма. Это – Винае. Это – учение учителя. Утверждение этого монаха не нужно не одобрять, не отвергать. Не одобряя и не отвергая его, вам следует тщательно заучить те слова и фразы, а затем проверить, есть ли они в лекциях, и поискать их в Винае. Если, после того как вы проверите, есть ли они в лекциях, и поищите их Винае, вы обнаружите, что их нет в лекциях и их не найти в Винае, то вам следует сделать вывод, вне сомнений, это не слово благословенного, араханта, полностью просветленного. Это было плохо заучено теми старцами. Поэтому вам следует отбросить это. Но, если, после того как вы проверите, есть ли они в лекциях, и поищите их Винае, вы обнаружите, что они есть в лекциях и их можно найти в Винае, то вам следует сделать вывод, вне сомнений, это слово благословенного, араханта, полностью просветленного. Это было хорошо заучено теми старцами. Вам нужно запомнить это третье великое отношение. 4. Затем монах может сказать, в такой-то и такой-то области проживает один старец, который ученый, наследник наследия, эксперт в Дхамме, эксперт в Винае, эксперт в основных положениях Дхаммы. В присутствии этого старца я слышал так, в его присутствии я выучил так, это – Дхамма. Это – Винае. Это – учение учителя. Утверждение этого монаха не нужно не одобрять. Не отвергать. Не одобряя и не отвергая его, вам следует тщательно заучить те слова и фразы, а затем проверить, есть ли они в лекциях, и поискать их в Винае. Если, после того как вы проверите, есть ли они в лекциях, и поищите их Винае, вы обнаружите, что их нет в лекциях и их не найти в Винае, то вам следует сделать вывод, вне сомнений, это не слово благословенного, араханта, полностью просветленного. Это было плохо заучено тем старцам. Поэтому вам следует отбросить это. Но, если, после того как вы проверите, есть ли они в лекциях, и поищите их Винае, вы обнаружите, что они есть в лекциях и их можно найти в Винае, то вам следует сделать вывод, вне сомнений, это слово благословенного, араханта, полностью просветленного. Это было хорошо заучено тем старцам. Вам нужно запомнить это четвертое великое отношение. Таковы, монахи, четыре великих отношения. Один, эта сутта включена в Махапари Нибабана сутту, ДН-16. Действие происходит незадолго до смерти Будды. Очевидно, к этому времени уже существовал корпус лекций, сутт, и систематическая Виная, которые могли быть использованы для того, чтобы выявить другие тексты как подлинные изречения Будды. Едхаджива сутта, воин. А.Н. 481. Благословенный сказал, монахи, обладая четырьмя факторами, воин достоин царя, является принадлежностью царя, считается одним из факторов царствования. Какими четырьмя? Вот воин умелый в местах, стрелок на дальние расстояния, меткий стрелок, и он тот, кто раскалывает большое тело. Обладая этими четырьмя факторами, воин достоин царя, является принадлежностью царя, считается одним из факторов царствования. Точно так же, обладая четырьмя качествами, монах достоин даров, достоин гостеприимства, достоин подношений, достоин почтительного приветствия, непревзойденное поле заслуг для мира. Какими четырьмя? Вот монах умелый в местах, раскалывает большое тело. Один, и каким образом, монахи, монах умелый в местах? Вот, монах нравственен. Он пребывает, обуздывая себя потимокхой, обладая хорошим поведением и подобающими средствами, видя опасность в мельчайших проступках. Возложив на себя правила тренировки, он тренируется в них. Вот каким образом монах умелый в местах. Два, и каким образом монах является стрелком на дальние расстояния? Любой вид формы, прошлой, настоящей, будущей, внутренней или внешней, грубой или утонченной, низшей или возвышенной, далекой или близкой, всякую форму монах видит в соответствии с действительностью правильной мудростью, это не мое, я не таков, это не мое я. Любой вид чувства, любой вид восприятия, любой вид формации, любой вид сознания, прошлого, настоящего, будущего, внутреннего или внешнего, грубого или утонченного, низшего или возвышенного, далекого или близкого, всякое сознание монах видит в соответствии с действительностью правильной мудростью, это не мое, я не таков, это не мое я. Вот каким образом монах является стрелком на дальние расстояния. 3. И каким образом монах является метким стрелком? Вот монах понимает это в соответствии с действительностью, это – страдание. Он понимает в соответствии с действительностью, это – источник страдания. Это – прекращение страдания. Это – путь, ведущий к прекращению страдания. Вот каким образом монах является метким стрелком? 4. И каким образом монах является тем, кто раскалывает большое тело? Вот монах раскалывает огромную грудь невежества. Вот каким образом монах является тем, кто раскалывает большое тело. Обладая этими четырьмя качествами, монах достоин даров, достоин гостеприимства, достоин подношений, достоин почтительного приветствия, непревзойденное поле заслуг для мира. Патипхога сутта «Поручитель» А.Н. 482 Благословенный сказал, «Монахи, не может быть поручителя, который бы обеспечил сохранность от этих четырех вещей, будь этим поручителем отшельник, жрец, дэва, мара, брахма, или кто-либо в мире». Каких четырех? 1. Не может быть поручителя, который бы сделал так, чтобы то, что подвержено старости, не старело, будь этим поручителем отшельник, жрец, дэва, мара, брахма, или кто-либо в мире. 2. Не может быть поручителя, который бы сделал так, чтобы то, что подвержено болезни, не заболевало, будь этим поручителем отшельник, жрец, дэва, мара, брахма, или кто-либо в мире. 3. Не может быть поручителя, который бы сделал так, чтобы то, что подвержено смерти, не умирало. Будь этим поручителем отшельник, жрец, дэва, мара, брахма, или кто-либо в мире. Не может быть поручителя, который бы сделал так, чтобы плохая кама, запятненная, ведущая к новому существованию, проблемная, созревающая в страдании, ведущая к будущему рождению, старости и смерти, не приносила бы своих плодов. Будь этим поручителем отшельник, жрец, дэва, мара, брахма, или кто-либо в мире. Монахи, не может быть поручителя, который бы обеспечил сохранность от этих четырех вещей, будь этим поручителем отшельник, жрец, дэва, мара, брахма, или кто-либо в мире. Сутта-сутта, услышанный. А.Н. 483. Однажды благословенный пребывал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем святилище. И тогда Брахман Васакара, главный министр Магадхи, отправился к благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом. И тогда, сидя рядом, он сказал благословенному, «Мастер Гатама, я придерживаюсь такого положения, такого воззрения, что нет проступка, когда кто-либо говорит об увиденном, говоря, вот что было увидено мной. Нет проступка, когда кто-либо говорит об услышанном, говоря, вот что было услышано мной. Нет проступка, когда кто-либо говорит о почувствованном, говоря, вот что было почувствовано мной. Нет проступка, когда кто-либо говорит о познанном, говоря, вот что было познано мной. Брахман, я не утверждаю, что следует говорить обо всём увиденном, но также не утверждаю, что вообще ни о чём увиденном не следует говорить. Я не утверждаю, что следует говорить обо всём услышанном, но также не утверждаю, что вообще ни о чём услышанном не следует говорить. Я не утверждаю, что следует говорить обо всем почувствованном, но также не утверждаю, что вообще ни о чем почувствованном не следует говорить. Я не утверждаю, что следует говорить обо всем познанном, но также не утверждаю, что вообще ни о чем познанном не следует говорить. Один, Брахман, если, когда кто-либо говорит об увиденном, неблагие качества увеличиваются в нем, а благие качества уменьшаются, то в этом случае я утверждаю, что ему не следует говорить об увиденном. Но если, когда кто-либо говорит об увиденном, неблагие качества уменьшаются, а благие качества увеличиваются, то в этом случае я утверждаю, что ему следует говорить об увиденном. 2. Если, когда кто-либо говорит об услышанном. 3. Почувствованном. 4. Познанном. Неблагие качества увеличиваются в нем, а благие качества уменьшаются, то в этом случае я утверждаю, что ему не следует говорить о познанном. Но если, когда кто-либо говорит о познанном, не благие качества уменьшаются, а благие качества увеличиваются, то в этом случае я утверждаю, что ему следует говорить о познанном. И затем Брахман Васакара, главный министр Магадхи, восхитившись и возрадовавшись утверждению благословенного, поднялся со своего сиденья и ушел. Абхая Сутта, Бесстрашный. А.Н. 484. И тогда Брахман Джанусони подошел к благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом. И тогда, сидя рядом, он сказал благословенному, мастер Гатама, я придерживаюсь такого положения, такого воззрения, что нет никого подверженного смерти, кто бы не страшился и не боялся смерти. Брахман, есть те, кто подвержены смерти, и страшатся и боятся смерти, но есть и те, кто также подвержены смерти, но не страшатся и не боятся смерти. Брахман, кто является тем, кто подвержен смерти и страшится и боится смерти? Один, вот некий человек не лишен жажды, желания, любви, потребности, страсти и влечения к чувственным удовольствиям. Когда он подвергается серьезной и изнуряющей болезни, он думает, ох, чувственные удовольствия, столь дорогие мне, покинут меня, и мне придется оставить эти чувственные удовольствия. Он печалится, горюет и плачет. Он рыдает, бьет себя в грудь, становится обезумевшим. Таков подверженный смерти, который страшится и боится смерти. Далее, бывает так, что некий человек не лишен жажды, желания, любви, потребности, страсти и влечения к телу. Когда он подвергается серьезной и изнуряющей болезни, он думает, ох, это тело, столь дорогое мне, покинет меня, и мне придется оставить это тело. Он печалится, горюет и плачет. Он рыдает, бьет себя в грудь, становится обезумевшим. Таков еще один подверженный смерти, который страшится и боится смерти. Далее, бывает так, что некий человек не сделал хорошего и благого или не создал для себя убежище, но он сделал плохое, жестокое, запятненное. Когда он подвергается серьезной и изнуряющей болезни, он думает, ох, я не сделал хорошего и благого, не создал для себя убежище, но сделал плохое, жестокое, запятненное. Когда я умру, меня ждет соответствующая участь. Он печалится, горюет и плачет. Он рыдает, бьет себя в грудь, становится обезумевшим. Таков еще один подверженный смерти, который страшится и боится смерти. 4. Далее, бывает так, что некий человек запутан, находится в сомнениях и в неопределенности в отношении благой Дхаммы. Когда он подвергается серьезной и изнуряющей болезни, он думает, ох, я запутан, нахожусь в сомнениях и в неопределенности в отношении благой Дхаммы. Он печалится, горюет и плачет. Он рыдает, бьет себя в грудь, становится обезумевшим. Таков еще один подверженный смерти, который страшится и боится смерти. Таковы четверо подверженных смерти, которые страшатся и боятся смерти. Но, брахман, кто является тем, кто подвержен смерти, но не страшится и не боится смерти? Вот некий человек лишен жажды, желания, любви, потребности, страсти и влечения к чувственным удовольствиям. Когда он подвергается серьезной и изнуряющей болезни, он не думает, ох, чувственные удовольствия, столь дорогие мне, покинут меня, и мне придется оставить эти чувственные удовольствия. Он не печалится, не горюет и не плачет. Он не рыдает, не бьет себя в грудь, не становится обезумевшим. Таков подверженный смерти, который не страшится и не боится смерти. Далее, некий человек лишен желания, любви, потребности, страсти и влечения к телу. Таков еще один подверженный смерти, который не страшится и не боится смерти. Далее, некий человек не сделал плохого, жестокого, запятнанного, но сделал благое и хорошее и создал для себя убежище Когда он подвергается серьезной и изнуряющей болезни, он думает, в самом деле, я не сделал ничего плохого, жестокого, запятнанного, но сделал благое и хорошее и создал для себя убежище Когда я умру, меня ждет соответствующая участь Он не печалится, не горюет и не плачет Он не рыдает, не бьет себя в грудь, не становится обезумевшим Таков еще один подверженный смерти, который не страшится и не боится смерти. Далее, некий человек не запутан, не находится в сомнениях и определился в отношении благой Дхаммы. Когда он подвергается серьезной и изнуряющей болезни, он думает, я не запутан, не нахожусь в сомнениях и определился в отношении благой Дхаммы. Он не печалится, не горюет и не плачет. Он не рыдает, не бьет себя в грудь, не становится обезумевшим. Таков еще один подверженный смерти, который не страшится и не боится смерти. Таковы, Брахман, четверо подверженных смерти, которые не страшатся и не боятся смерти. Великолепно, Мастер Гатама! Великолепно, Мастер Гатама! Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же Мастер Гатама различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в Мастере Гатамме, прибежище в Дхамме и прибежище в Сангхе Монахов. Пусть Мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. Брахмана Сачи Сутта, Истины Брахманов А.Н. 4.185 Однажды Благословенный пребывал в Раджагахе на горе Утес Ястребов. И тогда группа очень известных странников пребывала в парке странников на берегу реки Саппини, среди которых были Аннабхара, Варадхара, Сакулуды и другие очень известные странники. И тогда, вечером, Благословенный вышел из затворничества и отправился в парк странников, что на берегу реки Саппини. В то время странники приверженцы других учений собрались и сидели вместе, и между ними случилась такая беседа, таковы истины Брахманов, таковы истины Брахманов. И вот Благословенный подошел к тем странникам, сел на подготовленное сидение и спросил их, странники, в какое обсуждение вы были вовлечены только что, по мере того, как сидели здесь? О чем шла беседа? Мастер Гатама, мы собрались и сидели вместе, и между нами случилась такая беседа, таковы истины Брахманов, таковы истины Брахманов. Странники, таковы четыре истины Брахманов, которые я провозгласил, реализовав их для себя посредством прямого знания. Какие четыре? Один, вот, странники, Брахман говорит так, всех живых существ нужно беречь. Говоря так, Брахман говорит истину, а не ложь. И в этом случае он не имеет такого неправильного представления в отношении себя как отшельник или жрец. Он не имеет такого неправильного представления как я лучше или я такой же или я хуже. Но вместо этого он, напрямую познав в этом истину, практикует простое сочувствие и сострадание к живым существам. Два, далее, Брахман говорит, все чувственные удовольствия непостоянны, страдательны, подвержены изменению. Говоря так, Брахман говорит истину, а не ложь. Говоря так, Брахман говорит истину, а не ложь. И в этом случае он не имеет такого неправильного представления в отношении себя как отшельник или жрец. Он не имеет такого неправильного представления как я лучше или я такой же или я хуже. Но вместо этого он, напрямую познав в этом истину, практикует просто ради разочарования в отношении состояния существования, ради их угасания и прекращения. 4. Далее, странники, Брахман говорит, я нигде не являюсь принадлежностью кого-либо, как и нет ничего где-либо в любом месте, которое мое. 1. Говоря так, Брахман говорит истину, а не ложь. И в этом случае он не имеет такого неправильного представления в отношении себя как отшельник или жрец. Он не имеет такого неправильного представления как я лучше или я такой же или я хуже. Но вместо этого он, напрямую познав в этом истину, практикует путь отсутствия всего. 2. Таковы, странники, четыре истины Брахманов, которые я провозгласил, реализовав их для себя посредством прямого знания. 1. По заметке достопочтенного Бодхе, эту формулу использовали Джайны, Нигантхе, для уменьшения привязанности к вещам, смотри. АН 3.70. Будда, очевидно, использует ее в ином смысле, подразумевая, как поясняет комментарий, существование истинного Я, а ты, у конкретного живого существа. Я нигде не являюсь. Нахан Квачана означает, что он нигде не видит своего Я, принадлежностью кого-либо. Касачи Кинчинатасмин означает, что он не считает свое Я некой сущностью, которой мог бы завладеть кто-то другой. Нет ничего где-либо. Нача Мама Квачана, если опустить моим Мама, то это означает, что он не видит где-либо Я, кого-либо другого, в любом месте, которое мое, Мама Квачана Каптхачи Кинчинатадхи, означает, что он не видит какой-либо Я, кого-либо другого в таком виде, что он мог бы посчитать это своей принадлежностью. Два, комментарий поясняет, что это означает, что он практикует без помех и цепляний. Однако МН-106 упоминает эту формулу в связи с практикой для достижения сферы отсутствия всего, третье медитативное и бесформенное достижение. Умм Макга Сутта, Сообразительность АН-4-186 И тогда некий монах подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом, и сказал, один, учитель, что водит за собой мир? И что влечет мир туда-сюда? Что же возникает такое, из-за чего мир попадает под его контроль? Один. Хорошо, хорошо, монах. Твоя сообразительность превосходна. Твоя проницательность великолепна. Твой вопрос хорош. Вот ведь о чем ты спросил, учитель, что водит за собой мир? И что влечет мир туда-сюда? Что же возникает такое, из-за чего мир попадает под его контроль? Да, учитель. Ум, монах, водит за собой мир. Ум влечет его туда-сюда. Когда возникает ум, то мир попадает под его контроль. Сказав, хорошо, учитель, тот монах восхитился и возрадовался утверждению благословенного. Затем он задал благословенному дальнейший вопрос. Два. Учитель, ученый знаток в Дхамме, ученый знаток в Дхамме, так говорят. В каком смысле кто-либо является ученым знатоком в Дхамме? Хорошо, хорошо, монах. Твоя сообразительность превосходна. Твоя проницательность великолепна. Твой вопрос хорош. Вот ведь о чем ты спросил, учитель, ученый знаток в Дхамме, ученый знаток в Дхамме, так говорят. В каком смысле кто-либо является ученым знатоком в Дхамме? Я научил многим учениям, монах, лекциям, стихам и прозе, описаниям, строфам, вдохновенным изречением, цитатам, историям рождения, чудесным случаем, вопросам и ответам. Если после изучения значений Дхаммы даже всего в четыре стихотворных строки человек практикуют в соответствии с Дхаммой, то этого достаточно для того, чтобы называть его ученым-знатоком в Дхамме. 3. Учитель, ученый, обладающий проникающей мудростью, ученый, обладающий проникающей мудростью, так говорят. В каком смысле кто-либо является ученым, обладающим проникающей мудростью? Хорошо, хорошо, монах. Твоя сообразительность превосходна. Твоя проницательность великолепна. Твой вопрос хорош. Вот ведь о чем ты спросил, ученый, обладающий проникающей мудростью, ученый, обладающий проникающей мудростью, так говорят. В каком смысле кто-либо является ученым, обладающим проникающей мудростью? Монах, вот монах услышал, это, страдание, и он видит значение этого, пронзив это мудростью. Он услышал, это, источник страдания. Это, прекращение страдания. Это, путь, ведущий к прекращению страдания, и он видит значение этого, пронзив это мудростью. Вот каким образом он ученый, обладающий проникающей мудростью. Четыре, учитель, мудрец с величайшей мудростью, мудрец с величайшей мудростью, так говорят. В каком смысле кто-либо является мудрецом с величайшей мудростью? Хорошо, хорошо, монах. Твоя сообразительность превосходна. Твоя проницательность великолепна. Твой вопрос хорош. Вот ведь о чем ты спросил, учитель, мудрец с величайшей мудростью, мудрец с величайшей мудростью, так говорят. В каком смысле кто-либо является мудрецом с величайшей мудростью? Монах, мудрец с величайшей мудростью не планирует чего-либо, что приведет к собственной беде, беде других, к беде обоих. Вместо этого он обдумывает, думает только о собственном благополучии, о благополучии других, о благополучии обоих, и о благополучии целого мира. Вот каким образом он мудрец с величайшей мудростью. Один, эти вопросы и ответы содержатся в строфах ВСН 1.62. Вассакара сутта, Вассакара. АН 4.187. Однажды Благословенный пребывал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем святилище. И тогда Брахман Вассакара, главный министр Магадхи, отправился к Благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом. И тогда, сидя рядом, он сказал Благословенному, один, мастер Гатама, может ли плохой человек знать о плохом человеке? Это человек, плохой человек. Не может быть такого, Брахман, немыслимо, чтобы плохой человек мог бы знать о плохом человеке. Это человек, плохой человек. 2. В таком случае, может ли плохой человек знать о хорошем человеке? Это человек, хороший человек. Этого также не может быть, немыслимо, чтобы плохой человек мог бы знать о хорошем человеке. Это человек, хороший человек. 3. В таком случае, может ли хороший человек знать о хорошем человеке? Это человек – хороший человек? Может быть так, что хороший человек будет знать о хорошем человеке? Это человек – хороший человек. Четыре, в таком случае, может ли хороший человек знать о плохом человеке? Это человек – плохой человек? Может быть так, что хороший человек будет знать о плохом человеке? Это человек – плохой человек. Удивительно и поразительно, мастер Гатама, как хорошо об этом было сказано мастером Гатамой, не может быть такого, Брахман, немыслимо, чтобы плохой человек мог бы знать. Может быть так, что хороший человек будет знать о плохом человеке, это человек, плохой человек. Однажды, мастер Гатама, члены собрания Брахмана Тадея придирались к другим, говоря, этот царь Лея, глупец, ведь обладает полным доверием к отшельнику Рамапути. Один. И выражает ему высочайшее уважение тем, что кланяется ему, встает перед ним, почтительно приветствует его, и соблюдает подобающий этикет по отношению к нему. Эти князья царя Лея, Ямака, Макгала, Уга, Навиндаке, Гандхабба, Иадгивеса, также глупцы, ведь они тоже обладают полным доверием к отшельнику Рамапути и выражают ему высочайшее уважение тем, что кланяются ему, встают перед ним, почтительно приветствуют его, и соблюдают подобающий этикет по отношению к нему. Вслед за этим Брахман Тадея подвел их к умозаключению следующим способом, как вы думаете, почтенный, в вопросах, касающихся дел и административных обязанностей, указов и объявлений, разве не так оно, что царь Лея мудр и гораздо умнее даже самых умных? Они ответили, да, почтенный, в вопросах, касающихся дел. Лея мудр и гораздо умнее даже самых умных. Тадея ответил, но, почтенный, разве это так потому, что отшельник Рамапутта мудрее царя Лея, гораздо умнее этого умного царя в вопросах, касающихся дел и административных обязанностей, указов и объявлений, что царь Лея обладает полным доверием к отшельнику Рома Пути и выражает ему высочайшее уважение тем, что кланяется ему, встает перед ним, почтительно приветствует его, и соблюдает подобающий этикет по отношению к нему? Как вы думаете, почтенные, в вопросах, касающихся дел, князья царя Лея, Ямака, Макгала, Уга, Навиндаке, Гандхабба, Иадгевеса, мудрые гораздо умнее даже самых умных? Они ответили, да, почтенные, в вопросах, мудрые гораздо умнее даже самых умных. Тадий Лея ответил, но, почтенные, разве это так потому, что отшельник Рома Пути мудрее князей царя Лея, гораздо умнее этих умных князей в вопросах, касающихся дел и административных обязанностей, указов и объявлений, что князья царя Лея обладают полным доверием к отшельнику Рома Пути и выражают ему высочайшее уважение тем, что кланяются ему, встают перед ним, почтительно приветствуют его, и соблюдают подобающий этикет по отношению к нему. А теперь, мастер Готама, нам нужно идти. Мы очень заняты и у нас много дел. Брахман, можешь идти, когда сочтешь нужным. И затем Брахман Васакара, главный министр Магадхи, восхитившись и возрадовавшись утверждению благословенного, поднялся со своего сидения и ушел. Один, комментарий соотносит Рома Путту Суддак и Рома Путтай, вторым учителем Сиддхат Хиготамы. Смотри. МН 36. Упака Судда, Упака. АН 4 188. Однажды Благословенный пребывал в Раджагахе на горе и утес ястребов. И тогда Упака Мандикапута подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, «Господин, я придерживаюсь такого положения, такого воззрения, что если кто-либо придирается к другим и никоим образом этого не обосновывает, то он достоин порицания, он виноват. Если, Упака, кто-либо придирается к другим и никоим образом этого не обосновывает, то он достоин порицания, он виноват. Но ты сам придираешься к другим и никоим образом этого не обосновываешь, поэтому ты достоин порицания, ты виноват. Господин, подобно тому, как когда кто-либо ловит рыбу, всплывающую на поверхность воды большой ловушкой, то точно так же, как только я выплыл, благословенный поймал меня в дебатах большой ловушкой. 1. Упака, я провозгласил, это является неблагим. У Татхагаты имеется безграничное учение Дхамы на этот счет с безграничными словами и фразами, по таким-то и таким-то причинам это является неблагим. 2. Упака, я провозгласил, то, что является неблагим, следует отбросить. У Татхагаты имеется безграничное учение Дхамы на этот счет с безграничными словами и фразами, по таким-то и таким-то причинам неблагое следует отбросить. 3. Упака, я провозгласил, это является благим. У Татхагаты имеется безграничное учение Дхамы на этот счет с безграничными словами и фразами, по таким-то и таким-то причинам это является благим. 4. Упака, я провозгласил, то, что является благим, следует развить. У Татхагаты имеется безграничное учение Дхамы на этот счет с безграничными словами и фразами, по таким-то и таким-то причинам благое следует развить. И тогда Упака Мандикапута, восхитившись и возрадовавшись утверждению Благословенного, поднялся со своего сиденья, поклонился Благословенному, и обошел его с правой стороны. Затем он отправился к царю Джатасату Ведихипути из Магадхи и рассказал царю обо всей своей беседе с Благословенным. Когда он закончил говорить, царь Джатасату стал зол и недоволен и сказал Упаке Мандикапуте, какой наглый этот сын Соливара. Какой грубый, какой дерзкий, вздумал, будто может нападать на Благословенного, Араханта, полностью просветленного. Убирайся, Упака, прочь с глаз моих долой. Сачихикарания сутта, реализация. АН 4.189. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре вещи, которые нужно реализовать. Какие четыре? Есть вещи, которые нужно реализовать телом. Есть вещи, которые нужно реализовать памятью. Есть вещи, которые нужно реализовать глазом. Есть вещи, которые нужно реализовать мудростью. 1. И какие вещи, монахи, нужно реализовать телом? 8. Освобождений, монахи, нужно реализовать телом. 2. И какие вещи нужно реализовать памятью? Собственные прошлые жизни нужно реализовать памятью. 3. И какие вещи нужно реализовать глазом? Смерть и перерождение существ нужно реализовать глазом. 4. И какие вещи нужно реализовать мудростью? Уничтожение пятен загрязнения ума нужно реализовать мудростью. Монахи, эти четыре вещи нужно реализовать. 1. Примечание переводчика СВ, в первом пункте речь идет о восьми медитативных достижениях, четырех тшханах и четырех бесформенных сферах. В последних трех идут три сверхспособности, смотри. АН 10.97, пункты 8.10. Упасадха сутта, Упасадха. АН 4.190. Однажды благословенный пребывал в Саваттхе в особняке Мегараматы в Восточном парке. И тогда, в день Упасадхи, благословенный сидел в окружении сангхи монахов. Обозрев молчаливую сангху монахов, он обратился к ним так, «Монахи, это собрание свободно от болтовни, чистые, утверждено в сердцевине. Такова это сангха монахов, таково это собрание, которое редко можно увидеть в мире. Такова сангха монахов, таково собрание тех, кто достоин даров, достоин гостеприимства, достоин подношений, достоин почтительных приветствий, несравненное поле заслуг для мира». Таково это собрание, что малый дар, подаренный ему, становится великим, а великий дар становится еще большим. Такова сангха монахов, такое собрание, стоит того, чтобы отправиться в путешествие длиной во много йоджин с походным мешком. Такова это сангха монахов. В этой сангхе есть монахи, которые пребывают, достигнув состояние дэвов. В этой сангхе есть монахи, которые пребывают, достигнув состояние брахм. В этой сангхе есть монахи, которые пребывают, достигнув непоколебимости. В этой сангхе есть монахи, которые пребывают, достигнув состояния благородных. Один, и каким образом монах достиг состояния Дева? Вот, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний ума, монах входит и пребывает в первой джхане, которая сопровождается направлением и удержанием ума на объекте медитации, с восторгом и удовольствием, которые возникли из-за этой отстраненности. С угасанием направления и удержания ума на объекте, он входит и пребывает во второй джхане, в которой наличествует внутренняя уверенность и единение ума, в которой нет направления и удержания, но есть восторг и удовольствие, которые возникли посредством сосредоточения. С угасанием восторга он пребывает невозмутимым, осознанным, бдительным и ощущает приятное телом. Он входит и пребывает в третьей джхане, о которой благородные говорят так, он невозмутим, осознан, пребывает в удовольствии. С оставлением удовольствия и боли, равно как и с предыдущим угасанием радости и недовольства, он входит и пребывает в четвертой джхане, которая неприятно-неболезненно, характерна чистейшей осознанностью из-за невозмутимости. Вот каким образом этот монах достиг состояния Дева. Два, и каким образом монах достиг состояния Абрахмы? Вот монах пребывает, наполняя первую сторону света умом, насыщенным доброжелательностью, равно как и вторую сторону, третью сторону, и четвертую сторону. Так, вверху, внизу, вокруг и всюду, как ко всем, так и к самому себе, он наполняет весь мир умом, наполненным доброжелательностью, обильным, обширным, безмерным, не имеющим враждебности и недоброжелательности. Он пребывает, наполняя первую сторону света умом, насыщенным состраданием, сорадованием, невозмутимостью, обильным, обширным, безмерным, не имеющим враждебности и недоброжелательности. Вот каким образом этот монах достиг состояния Абрахмы. 3. И каким образом монах достиг непоколебимости? Вот с полным преодолением восприятий форм, с угасанием восприятий, вызываемых органами чувств, не обращающих внимания на восприятие множественности, воспринимая, безграничное пространство, он входит и пребывает в сфере безграничного пространства. С полным преодолением сферы безграничного пространства, осознавая, что сознание безгранично, он входит и пребывает в сфере безграничного сознания. С полным преодолением сферы безграничного сознания, осознавая, что здесь ничего нет, он входит и пребывает в сфере отсутствия всего. С полным преодолением сферы отсутствия всего, он входит и пребывает в сфере невосприятия, не невосприятия. С полным преодолением сферы невосприятия, не невосприятия, он входит и пребывает в прекращении восприятия и чувствования. Вот каким образом этот монах достиг непоколебимости. 4. И каким образом монах достиг состояния благородного? Вот монах понимает в соответствии с действительностью, это, страданий. Он понимает в соответствии с действительностью, это, источник страдания. Это – прекращение страдания. Это – путь, ведущий к прекращению страдания. Вот каким образом этот монах достиг состояния благородного. Сатанугата сутта, следовал ухам. А.Н. 4.191 Благословенный сказал, монахи, когда кто-либо последовал за учениями ухом, один, устно декламировал их вслух по памяти, исследовал их умом, и хорошо проникал в них воззрением, то в отношении него можно ожидать четырех видов благ. Каких четырех? Один, вот монах осваивает дхамму, лекции, стихи и прозу, описания, строфы, вдохновенное изречение, цитаты, истории рождения, чудесные случаи, вопросы и ответы. Он последовал за учениями ухом, устно декламировал их вслух по памяти, исследовал их умом, и хорошо проникал в них воззрением. Он умирает замутненным умом и перерождается среди некой группы дэвов. Там счастливые, два, декламируют для него отрывки дхаммы. Воспоминания возникают в нем медленно, но затем это существо быстро достигает отличия. Таково первое благо, которого можно ожидать, когда кто-либо последовал за учениями ухом, устно декламировал их вслух по памяти, исследовал их умом, и хорошо проникал в них воззрением. Два, далее, монах осваивает дхамму, лекции, вопросы и ответы. Он последовал за учениями ухом, устно декламировал их вслух по памяти, исследовал их умом, и хорошо проникал в них воззрением. Он умирает замутненным умом и перерождается среди некой группы дэвов. Там счастливые не декламируют для него отрывки Дхаммы, но монах, обладающий сверхъестественной силой, достигший владычества над своим умом, проявившись в этом мире, обучает Дхамме собрания дэвов. Мысль приходит к нему, это Дхама и Виная, в которых прежде я вел святую жизнь. Воспоминания возникают в нем медленно, но затем это существо быстро достигает отличия. Представьте человека, умелого в извлечении звука с помощью литавр. Идя по дороге, он мог бы услышать звук литавр и вовсе не пребывал бы в сомнениях и неуверенности в отношении происхождения этого звука. Но, наоборот, он бы сделал вывод, это звучание литавр. Точно так же, воспоминания возникают в нем медленно, но затем это существо быстро достигает отличия. Таково второе благо, которого можно ожидать, когда кто-либо последовал за учениями ухом, устно декламировал их вслух по памяти, исследовал их умом и хорошо проникал в них воззрением. Три, далее, монах осваивает Тхамму, лекции, вопросы и ответы. Он последовал за учениями ухом, устно декламировал их вслух по памяти, исследовал их умом и хорошо проникал в них воззрением. Он умирает замутненным умом и перерождается среди некой группы дэвов. Там счастливые не декламируют для него отрывки Тхаммы, и монах, обладающий сверхъестественной силой, достигший владычества над своим умом, не обучает Тхамме собрания дэвов. Однако, молодой дэвов обучает Тхамме собрания дэвов. Мысль приходит к нему, это Тхама и Виная, в которых прежде я вел святую жизнь. Воспоминания возникают в нем медленно, но затем это существо быстро достигает отличия. Представьте человека, умелого в извлечении звука с помощью горной из морской раковины. Идя по дороге, он мог бы услышать звук горной из морской раковины и вовсе не пребывал бы в сомнениях и неуверенности в отношении происхождения этого звука. Но, наоборот, он бы сделал вывод, это звучание горной из морской раковины. Точно так же, воспоминания возникают в нем медленно, но затем это существо быстро достигает отличия. Таково третье благо, которого можно ожидать, когда кто-либо последовал за учениями ухом, устно декламировал их вслух по памяти, исследовал их умом, и хорошо проникал в них воззрением. Четыре, далее, монах осваивает Тхамму, лекции, вопросы и ответы. Он последовал за учениями ухом, устно декламировал их вслух по памяти, исследовал их умом, и хорошо проникал в них воззрением. Он умирает замутненным умом и перерождается среди некой группы дэвов. Там счастливые не декламируют для него отрывки Тхаммы, и монах, обладающий сверхъестественной силой, достигший владычества над своим умом, не обучает Тхамме собраний дэвов, и молодой дэвы не обучает Тхамме собраний дэвов. Однако, одно существо, которое там переродилось спонтанно, напоминает другому, которое тоже там переродилось спонтанно, помнишь, почтенный? Помнишь ли ты, где мы ранее вели святую жизнь? Другой говорит, я помню, почтенный. Я помню. Воспоминания возникают в нем медленно, но затем это существо быстро достигает отличия. Представьте двух друзей, которые, будучи детьми, игрались бы в грязи. И потом, во взрослой жизни, они бы случайно встретились. Тогда один друг сказал бы другому, ты помнишь это, друг. Ты помнишь это, друг. А другой бы сказал, я помню, друг, я помню. Точно так же, воспоминания возникают в нем медленно, но затем это существо быстро достигает отличия. Таково четвертое благо, которого можно ожидать, когда кто-либо последовал за учениями ухом, устно декламировал их вслух по памяти, исследовал их умом, и хорошо проникал в них воззрением. Таковы четыре благо, которых можно ожидать, когда кто-либо последовал за учениями ухом, устно декламировал их вслух по памяти, исследовал их умом, и хорошо проникал в них воззрением. Один, комментарий делает такое пояснение, применив ухо как орган чувств, он определил ухом знание смысл сказанного, посада сотана дохитвания на сотеного ваттхайпитанан. Примечание переводчика СВ, судя по всему, речь идет о том, что человек понял смысл учений, восприняв их на слух, то есть выслушав лекцию. Примечание переводчика СВ, речь идет о небожителях, дэвах. Тхана сутта, характерные черты. АН 4192. Благословенный сказал, монахи, эти четыре характерных черты могут быть опознаны другими четырьмя характерными чертами. Какие какими? За счет длительного проживания вместе можно узнать о нравственности человека, и только за долгий период, а не за короткий, тем, кто внимателен, а не тем, кто невнимателен, тем, кто мудр, а не тем, кто немудр. За счет имения дел с другим человеком можно узнать его чистоту, и только за долгий период, а не за короткий, тем, кто внимателен, а не тем, кто невнимателен, тем, кто мудр, а не тем, кто немудр. За счет неприятных ситуаций можно узнать выносливость человека, и только за долгий период, а не за короткий, тем, кто внимателен, а не тем, кто невнимателен, тем, кто мудр, а не тем, кто немудр. За счет ведения бесед можно узнать мудрость человека, и только за долгий период, а не за короткий, тем, кто внимателен, а не тем, кто невнимателен, тем, кто мудр, а не тем, кто не мудр. Один, за счет длительного проживания вместе можно узнать о нравственности человека, и только за долгий период, а не за короткий, тем, кто внимателен, а не тем, кто невнимателен, тем, кто мудр, а не тем, кто не мудр. Так сказано. И в отношении чего так было сказано? Вот человек, проживающий с другим, знает, уже долгое время это человек слаб, разбит, запятнан в своих поступках. Он не последователен в своих поступках. Он не практиковал в соответствии с правилами поведения. Он безнравственный человек, а не добродетельный и с твердыми принципами. И бывает так, когда человек, проживающий с другим, знает, уже долгое время это человек не слаб, не разбит, не запятнан в своих поступках. Он был последователен в своих поступках. Он практиковал в соответствии с правилами поведения. Он нравственный, с твердыми принципами, а не тот, кто без твердых принципов. За счет длительного проживания вместе можно узнать о нравственности человека, и только за долгий период, а не за короткий, тем, кто внимателен, а не тем, кто невнимателен, тем, кто мудр, а не тем, кто немудр. Так было сказано, и в отношении этого так было сказано. 2. За счет имения дел с другим человеком можно узнать его чистоту, и только за долгий период, а не за короткий, тем, кто внимателен, а не тем, кто невнимателен, тем, кто мудр, а не тем, кто немудр. Так сказано. И в отношении чего так было сказано? Вот человек, имея дело с другим человеком, знает, этот человек поступает таким образом, когда имеет дело с одним человеком, поступает иным образом, когда имеет дело с двумя людьми, еще по-иному, когда имеет дело с тремя, и еще по-иному, когда со многими. Его прошлые дела не согласуется с его последующими. Он нечист в своих делах. И бывает так, когда человек, имея дело с другим человеком, знает, то, как это человек имеет дело с одним, аналогично тому, как он имеет дело с двумя людьми, с тремя, со многими. Его прошлые дела согласуются с его последующими. Он чист в своих делах, а не нечист. За счёт имения дел с другим человеком можно узнать его чистоту, и только за долгий период, а не за короткий, тем, кто внимателен, а не тем, кто невнимателен, тем, кто мудр, а не тем, кто немудр. Так было сказано, и в отношении этого так было сказано. За счёт неприятных ситуаций можно узнать выносливость человека, и только за долгий период, а не за короткий, тем, кто внимателен, а не тем, кто невнимателен, тем, кто мудр, а не тем, кто немудр. Так сказано. И в отношении чего так было сказано? Вот человек переживает потерю близких, потерю богатства, потерю за болезни, и он не размышляет так, именно так и происходит, когда живешь в мире. Именно так происходит, когда обретаешь собственное существование. Когда живешь в мире, когда обретаешь собственное существование, то эти восемь мирских состояний преследуют мир, и мир вращается вокруг этих восьми мирских состояний, приобретения и потери, славы и бесчестия, похвалы и порицания, удовольствия и боли. Страдая за потери родных, потери богатства, болезни, он печалится, горюет и плачет, бьет себя в грудь, становится обезумевшим. И бывает так, когда человек, переживая потери родных, потерю богатства, болезни, отмечает, именно так происходит, когда живешь в мире. Именно так и происходит, когда обретаешь собственное существование. Когда живешь в мире, когда обретаешь собственное существование, то эти восемь мирских состояний преследуют мир, и мир вращается вокруг этих восьми мирских состояний, приобретения, боли. Переживая потерю родных, потерю богатства, болезни, он не печалится, не горюет и не плачет, не бьет себя в грудь, не становится обезумевшим. За счет неприятных ситуаций можно узнать выносливость человека, и только за долгий период, а не за короткий, тем, кто внимателен, а не тем, кто невнимателен, тем, кто мудр, а не тем, кто немудр. Так было сказано, и в отношении этого так было сказано. 4. За счет ведения бесед можно узнать мудрость человека, и только за долгий период, а не за короткий, тем, кто внимателен, а не тем, кто невнимателен, тем, кто мудр, а не тем, кто немудр. Так сказано. И в отношении чего так было сказано? Вот человек, общаясь с другим, знает, судя по тому, как он поднимает тему для обсуждения, судя по тому, как он излагает свои рассуждения, судя по тому, как он задает вопрос, видно, что он глуп, а не мудр. Почему? Он не делает утверждений, которые глубоки, спокойны. Утонченные, за рамками гипотез, возвышенные, должны быть пережиты мудрыми. Он не может изложить значение, научить этому, описать это, сформулировать это, раскрыть это, объяснить это, сделать это понятным. Он глуп, а не мудр. Точно так же, как если бы человек с хорошим зрением, стоящий на берегу воды, увидел бы, как к поверхности всплывает маленькая рыба. Мысль приходит к нему, судя по тому, как рыба всплывает, судя по тому, какая от нее по воде идет рябь, судя по тому, какая у нее скорость, понятно, что это маленькая рыба, а не большая. Точно так же человек, общающийся с другим, знает, судя по тому, как это человек поднимает тему для обсуждения, судя по тому, как он излагает свои рассуждения, судя по тому, как он задает вопрос, видно, что это глупый человек, а не мудрый. И бывает так, когда один человек, общаясь с другим, знает, судя по тому, как это человек поднимает тему для обсуждения, судя по тому, как он излагает свои рассуждения, судя по тому, как он задает вопрос, видно, что он мудр, а не глупый. Почему? Его утверждения глубоки, спокойны, утонченные, за рамками гипотез, возвышенные, должны быть пережиты мудрыми. Он может изложить значение, научить этому, описать это, сформулировать это, раскрыть это, объяснить это, сделать это понятным. Он мудр, а не глуп. Точно так же, как если бы человек с хорошим зрением, стоящий на берегу воды, увидел бы, как к поверхности всплывает большая рыба. Мысль приходит к нему, судя по тому, как рыба всплывает, судя по тому, какая от нее по воде идет рябь, судя по тому, какая у нее скорость, понятно, что это большая рыба, а не маленькая. Точно так же человек, общающийся с другим, знает, судя по тому, как это человек поднимает тему для обсуждения, судя по тому, как он излагает свое рассуждение, судя по тому, как он задает вопрос, видно, что это мудрый человек, а не глупый. За счет обсуждений и бесед можно узнать мудрость человека, и только за долгий период, а не за короткий, тем, кто внимателен, а не тем, кто невнимателен, тем, кто мудр, а не тем, кто немудр. Так было сказано, и в отношении этого так было сказано. Таковы, монахи, четыре характерных черты, которые могут быть опознаны другими четырьмя характерными чертами. Входдей сутта, Входдя. А.Н. 4.193. Однажды Благословенный пребывал в Весале в зале со строконечной крыши в Великом лесу. И тогда Входдей из клана Личхави подошел к Благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал ему, Учитель, я слышал так, отшельник Гатама, колдун, который знает обращающую магию, посредством которой он обращает учеников-учителей других учений. Те, кто говорят это, говорят ли именно так, как это было сказано Благословенным, и не говорят того, что было бы противоположным действительности? Объясняют ли они в соответствии с Дхамой, так что их утверждение не влечет за собой уместной почвы для критики? Потому что мы не хотели бы искажать сказанное Благословенным. Но же, Входдей, не принимая чего-либо только на основании устной традиции, наследия учения, слухов, собрания писаний, логических рассуждений, умозаключений, раздумий, согласий с мнением после его обдумывания, кажущейся осведомленности говорящего, или же если когда ты думаешь, «Этот отшельник, наш гуру». Но когда ты знаешь сам, эти вещи являются неблагими, эти вещи достойны порицания, эти вещи порицаются мудрыми, эти вещи, если принять и предпринимать их, ведут к вреду и страданию, то тогда тебе следует отбросить их. «Один, как ты думаешь, Пхаддья? Когда в человеке возникает жадность, то это ведет к его благополучию или вреду? К его вреду, господин. Пхаддья, жадный человек, одолеваемый жадностью, с умом, охваченным ей, уничтожает жизнь, берет то, что не дано, совершает проступок с чужой женой, лжет. И он побуждает других поступать так же. Приведет ли это к его вреду и страданию на долгое время? Да, господин. «Два, как ты думаешь, Пхаддья? Когда в человеке возникает ненависть, три, заблуждений, четыре, горячность, то это ведет к его благополучию или вреду? Пхаддья, горячий человек, одолеваемый горячностью, с умом, охваченным горячностью, уничтожает жизнь, берет то, что не дано, совершает проступок с чужой женой, лжет. И он побуждает других поступать так же. Приведет ли это к его вреду и страданию на долгое время? Как ты думаешь, Пхаддья? Эти вещи благие или неблагие? Неблагие, господин. Достойные порицания или безукоризненные? Достойные порицания, господин. Порицаются или восхваляются мудрыми? Порицаются мудрыми, господин. Если их принять и предпринимать, они ведут к вреду и страданию или нет, как ты считаешь? Если их принять и предпринимать, они ведут к вреду и страданию. Вот как мы считаем. Поэтому, Пхаддья, когда мы сказали, «Ну же, Пхаддья, не принимай чего-либо только на основании». Но когда ты знаешь сам, эти вещи являются неблагими, эти вещи достойны порицания, эти вещи порицаются мудрыми, эти вещи, если принять и предпринимать их, ведут к вреду и страданию, то тогда тебе следует отбросить их, то вот из-за чего так было сказано. Ну же, входи, не принимай чего-либо только на основании. Но когда ты знаешь сам, эти вещи являются благими, эти вещи безукоризненны, эти вещи восхваляются мудрыми, эти вещи, если принять и предпринимать их, ведут к благополучию и счастью, то тогда тебе следует жить в соответствии с ними. Как ты думаешь, Бхаддия? Когда в человеке возникает ни жадность, ни ненависть, ни заблуждение, ни горячность, то это ведёт к его благополучию или вреду? К благополучию, господин. Бхаддия – не горячий человек, не одолеваемый горячностью, с умом, не охваченным горячностью, не уничтожает жизнь, не берёт то, что не дано, не совершает проступок с чужой женой, не лжёт, и не побуждает других поступать так. Приведёт ли это к его благополучию и счастью на долгое время? Благие, господин. Безукоризненный, господин. Восхваляются мудрыми, господин. Если их принять и предпринимать, они ведут к благополучию и счастью или нет, как ты считаешь? Если их принять и предпринимать, они ведут к благополучию и счастью. Вот как мы считаем. Поэтому, Бхаддия, когда мы сказали, ну же, Бхаддия, не принимай чего-либо только на основании. Но когда ты знаешь сам, эти вещи являются благими, эти вещи безукоризненны, эти вещи восхваляются мудрыми, эти вещи, если принять и предпринимать их, ведут к благополучию и счастью, то тогда тебе следует жить в соответствии с ними, то вот из-за чего так было сказано. В Хадде хорошие люди в мире побуждают своих учеников так, ну же, хороший человек, тебе следует постоянно устранять жадность. Когда ты постоянно устраняешь жадность, ты не будешь делать каких-либо поступков, рожденных жадностью, не телом. Ни речью, ни умом. Тебе постоянно следует устранять ненависть, заблуждение, горячность. Когда ты постоянно устраняешь горячность, ты не будешь делать каких-либо поступков, рожденных горячностью, ни телом, ни речью, ни умом. Когда так было сказано, в Хадде из клана Личхави сказал благословенному, великолепно, господин. Великолепно, господин. Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же благословенный различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в благословенном, прибежище в Дхамме, и прибежище в сангхи монахов. Пусть благословенный помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. И теперь, в Хадде, разве я сказал тебе, ну же, в Хадде, будь моим учеником, а я буду твоим учителем? Разумеется нет, господин. Но, в Хадде, хоть я и говорю так и провозглашаю свои учения таким способом, некоторые жрецы и отшельники неправильно, безосновательно, ложно и ошибочно выставляют меня в дурном свете, когда говорят, отшельник Гатама, колдун, который знает обращающую магию, посредством которой он обращает учеников-учителей других учений. Как прекрасна эта обращающая магия, господин! Как хороша эта обращающая магия! Если бы мои любимые родственники и члены семьи могли бы быть обращены этим обращением, то это привело бы к их благополучию и счастью на долгое время. Если бы все кхоте могли бы быть обращены, все брахманы, все весы, все судды, это привело бы к их благополучию и счастью на долгое время. Так оно, в Хадде, так оно. Если бы все кхоте, брахманы, весы, судды могли бы быть обращены этим обращением по отношению к отбрасыванию неблагих качеств и обретению благих качеств, то это привело бы к их благополучию и счастью на долгое время. Если бы мир с его дэвами, Марой, Брахмой, с его поколением жрецов и отшельников, богов и людей, был бы обращен этим обращением по отношению к отбрасыванию неблагиев качеств и обретению благих качеств, то это привело бы к его благополучию и счастью на долгое время. Если бы эти великие соловые деревья могли бы быть обращены этим обращением по отношению к отбрасыванию неблагиев качеств и обретению благих качеств, то это привело бы к их благополучию и счастью на долгое время, если бы они могли выбирать. Что уж говорить в таком случае о человеческом существе. Сапугия сутта, Сапуга. АН 4.194. Однажды достопочтенный Ананда пребывал в стране Калииф рядом с городом Калииф под названием Сапуга. И тогда группа юных Калииф и Сапуги подошла к достопочтенному Ананде, они поклонились ему и сели рядом. Тогда достопочтенный Ананда сказал им, Бихкхападжи, есть эти четыре фактора старания ради чистоты, которые благословенный, арахант, полностью просветленный, зная и видя, правильно разъяснил ради очищения существ, ради преодоления печали истинания, ради угасания боли и уныния, ради обретения метода, ради реализации небваны. Какие четыре? Фактор старания ради чистоты нравственного поведения, фактор старания ради чистоты ума, фактор старания ради чистоты воззрения, фактор старания ради чистоты освобождения. Один. Один, и что такое, бихкхападжи, фактор старания ради чистоты нравственного поведения? Вот монах нравственен. Он пребывает, обуздывая себя патимокхой, обладая хорошим поведением и подобающими средствами, видя опасность в мельчайших проступках. Возложив на себя правила тренировки, он тренируется в них. Это называется чистотой нравственного поведения. Желание, усилие, рвение, энтузиазм, неутомимость, осознанность и бдительность, применяемые с намерением, именно таким образом я исполню чистоту нравственного поведения, которую я еще не осуществил, или же различными отношениями посодействую мудростью чистоте нравственного поведения, которую я исполнил. Это называется фактором старания ради чистоты нравственного поведения. Два, и что такое, бихкхападжи, фактор старания ради чистоты ума? Вот, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний ума, монах входит и пребывает в первой джхане. Два, четвертой джхане, которая неприятно-неболезненно, характерна чистейшей осознанностью из-за невозмутимости. Это называется чистотой ума. Желание, усилие, рвение, энтузиазм, неутомимость, осознанность и бдительность, применяемые с намерением, именно таким образом я исполню чистоту ума, которую я еще не осуществил, или же различными отношениями посодействую мудростью чистоте ума, которую я исполнил. Это называется фактором старания ради чистоты ума. Три, и что такое, бихкхападжи, фактор старания ради чистоты воззрения? Вот монах понимает в соответствии с действительностью, это, страдание, это, источник страдания, это, прекращение страдания, это, путь, ведущий к прекращению страдания. Это называется чистотой ума. Воззрение, три, желание, усилие, рвение, энтузиазм, неутомимость, осознанность и бдительность, применяемые с намерением, именно таким образом я исполню чистоту воззрения, которую я еще не осуществил, или же различными отношениями посодействую мудростью чистоте воззрения, которую я исполнил. Это называется фактором старания ради чистоты воззрения. Четыре, и что такое, бихкхападжи, фактор старания ради чистоты освобождения? Этот самый ученик благородных, обладая этим фактором старания ради чистоты нравственного поведения. Чистоты ума. Чистоты воззрения, отсоединяет свой ум от вещей, которые создают привязанность, и освобождает свой ум посредством вещей, которые приносят освобождение. Таким образом он достигает правильного освобождения. Это называется чистотой освобождения. Желание, усилие, рвение, энтузиазм, неутомимость, осознанность и бдительность, применяемые с намерением. Именно таким образом я исполню чистоту освобождения, которую я еще не осуществил, или же различными отношениями посодействую мудростью чистоте освобождения, которую я исполнил. Это называется фактором старания ради чистоты освобождения. Таковы, Бихкхападжи, эти четыре фактора старания ради чистоты, которые благословенный, Арахант, полностью просветленный, зная и видя, правильно разъяснил ради очищения существ, ради преодоления печали и стенания, ради угасания боли и уныния, ради обретения метода, ради реализации неббаны. Один, эти факторы включены в схему семи очищений, саптависудхи, что приводится в МН-24, которая стала основой, на которой выстроен труд монаха Буддхагосависудхимага, пять век нашей эры. Удивительно, но нет ни одной сутты о семи очищениях в книге семи, Ангуттара Никая. Это наводит на мысль о позднем происхождении этой схемы, а также и позднего происхождения сутты МН-24. Примечание переводчика СВ, по мнению достопочтенного Тханиссара, в МН-24 обсуждается, вероятно, не буддийская модель пути, которую в самой сутте, изменив ее первоначальный смысл, пытаются соотнести с благородным восьмеричным путем. Однако, по неизвестной причине, поздние тхировадины начинают рассматривать эту модель как основополагающую для буддийской практики, несмотря на то, что в каноне нет ни одной сутты, в которой именно сам Будда обучал бы этой модели. Многие современные системы обучения тхировадинской буддийской медитации выстроены именно по этой схеме семи очищений с добавлением дополнительных промежуточных ступеней. 2. Формулы Тххан раскрываются по стандартной схеме, как, например, в Айн-9-32. 3. В суттах Ника и прямое понимание четырех благородных истин обычно обозначает достижение и вступление в поток, и поэтому частоту воззрения можно определить как мудрость вступившего в поток. Это отличается от схемы висуттхи-магги, где очищение и воззрение, диттхи-висуттхи, является третьим из семи очищений, тогда как достижение и вступление в поток происходит только на этапе седьмого очищения, очищение знаний и виденью, нинадаса на висуттхи. Ваппа сутта, Ваппа. АН-4-195. Однажды благословенный пребывал в стране Сакьев-Капилаваттху в Банииновом парке. И тогда Ваппа из клана Сакьев, ученик Нигантхов, подошел к достопочтенному Махамакгаллане, поклонился ему и сел рядом. Тогда достопочтенный Махамакгаллана сказал ему, Ваппа, если человек сдержан телом, речью и умом, то тогда с угасанием невежества и появлением истинного знания видишь ли ты что-либо из-за чего пятна загрязнения ума, порождающие болезненные чувства, могли бы наводнить такого человека в будущих жизнях? Я вижу такую возможность, господин. В прошлом человек совершил плохой поступок, результат которого еще не созрел. Поэтому пятна загрязнения ума, порождающие болезненные чувства, могут наводнить такого человека в одной из будущих жизней. И пока шла эта беседа между достопочтенным Махамакгалланом и Ваппой из клана Сакьев, вечером благословенный вышел из затворничества и направился в зал для посетителей. Там он сел на подготовленное сидение и сказал достопочтенному Махамакгаллане, Макгаллана, в какое обсуждение вы были вовлечены только что, по мере того, как сидели здесь? О чем шла беседа? Достопочтенный Махамакгаллан рассказал обо всей беседе, добавив, вот, учитель, о чем я вел беседу с Ваппой из клана Сакьев, когда пришел благословенный. Тогда благословенный сказал Ваппе из клана Сакьев, если, Ваппа, ты бы признал то, что следует признать, и отверг бы то, что следует отвергнуть, и если бы, когда ты не понимаешь значение моих слов, ты бы спросил меня об этом далее, сказав, как это, господин? Какого значения этого? То тогда мы могли бы это обсудить. Господин, я сообщу благословенному, если признаю то, что следует признать, и отвергну то, что следует отвергнуть, и если я не пойму значение его слов, я спрошу его об этом далее, сказав, как это, господин? Какого значения этого? Так что давайте это обсудим. Один, как ты думаешь, Ваппа? Те пятна загрязнения ума, беспокоящие и будоражащие, которые могут возникнуть из-за телесных деяний, не происходит, когда кто-либо воздерживается от них. Он не создает какой-либо новой камы, и он прекращает старую каму, соприкасаясь с ней вновь и вновь. Из нашего неакамы видно напрямую, не зависит от времени, приглашает пойти и увидеть, ведет к цели, познается мудрыми самостоятельно. Видишь ли ты, Ваппа, что-либо, из-за чего пятна загрязнения ума, порождающие болезненные чувства, могли бы наводнить такого человека в будущих жизнях? Нет, господин. Как ты думаешь, Ваппа? Те пятна загрязнения ума, беспокоящие и будоражащие, которые могут возникнуть из-за, два, словесных деяний, три, умственных деяний, не происходит, когда кто-либо воздерживается от них. Он не создает какой-либо новой камы, и он прекращает старую каму, соприкасаясь с ней вновь и вновь. Изнашивание камы видно напрямую, не зависит от времени, приглашает пойти и увидеть, ведет к цели, познается мудрыми самостоятельно. Видишь ли ты, Ваппа, что-либо, из-за чего пятна загрязнения ума, порождающие болезненные чувства, могли бы наводнить такого человека в будущих жизнях? 4. Как ты думаешь, Ваппа? С угасанием невежества и появлением истинного знания эти пятна загрязнения ума, беспокоящие и будоражащие, которые возникают с невежеством как условием, боли не происходят. Он не создает какой-либо новой камы, и он прекращает старую каму, соприкасаясь с ней вновь и вновь. 1. Изнашивание камы видно напрямую, не зависит от времени, приглашает пойти и увидеть, ведет к цели, познается мудрыми самостоятельно. Видишь ли ты, Ваппа, что-либо, из-за чего пятна загрязнения ума, порождающие болезненные чувства, могли бы наводнить такого человека в будущих жизнях? Подобным образом в совершенстве освобожденный умом монах, Ваппа, достигает шести постоянных пребываний. Увидев форму глазом, он не радуется, не печалится, но пребывает невозмутимым, осознанным и бдительным. Услышав ухом звук. Унюхав носом запах. Различив языком вкус. Ощутив тактильные ощущения телом. Познав ментальный феномен умом, он не радуется, не печалится, но пребывает невозмутимым, осознанным и бдительным. Когда он чувствует чувства, уничтожающиеся вместе с телом, он понимает, я чувствую чувства, прекращающиеся вместе с телом. Когда он чувствует чувства, прекращающиеся вместе с жизнью, он понимает, я чувствую чувства, прекращающиеся вместе с жизнью. Он понимает, после распада тела, после истощения жизни, все, что чувствуется, при отсутствии наслаждения в этом, прямо здесь охладеет. 2. Представь, Ваппа, как если бы можно было бы увидеть тень от дня. И мимо проходил бы человек с лопатой и ведром. Он бы срубил этот пень под корень, выкопал бы его, вытащил бы корни, включая даже небольшие корешки и корневые нити. Он бы разрезал пень на части, расколол бы эти части на куски и превратил бы в щепки. Затем он бы высушил эти щепки на ветру и солнце, сжег бы их в костре и собрал бы залу. Сделав так, он бы развеял залу по ветру или же бросил бы ее в поток быстрой реки. Таким образом, тень, которая зависела от этого пня, была бы срублена под корень, сделана подобная обрубка пальмы, уничтожена так, что боли не сможет возникнуть в будущем. Точно так же, Ваппа, в совершенстве освобожденный умом монах достигает шести постоянных пребываний. Увидев форму глазом, он понимает, после распада тела, после истощения жизни, все, что чувствуется, при отсутствии наслаждения в этом, прямо здесь охладеет. Когда так было сказано, Ваппа из клана Сакьев, ученик Нигантхов, сказал благословенному, представьте, господин, как если бы человек, выращивающий лошадей на продажу, находился в поисках выгоды, но он бы не получил выгоды, а вместо этого получил бы только усталость и беспокойство. Точно так же, в поисках выгоды я прислуживал этим глупым Нигантхам, но не получил выгоды, а вместо этого получил только усталость и беспокойство. С этого дня малейшее доверие, которое у меня было по отношению к глупым Нигантхам, я развею по ветру или же выброшу в поток быстрой реки. Великолепно, господин! Великолепно, господин! Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же благословенный различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в благословенном, прибежище в Дхамме, и прибежище в Сангхе монахов. Пусть благословенный помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. 1. Примечание переводчика СВ, это еще одна из сутт, где Будда говорит об исчерпании негативной каммы. Смотри также АН 10.219. 2. Речь идет об отношении Араханта к любым происходящим с ним переживаниям. Он знает, что чувства, приятные, болезненные, нейтральные, длятся только до тех пор, пока наличествует тело и жизненная сила, а с распадом тела и жизненной силы все чувства полностью исчезнут. Комментарий поясняет, что фраза прямо здесь означает, что это произойдет в момент смерти в этом самом месте, без перехода в какое-либо новое состояние существования. Салха-сутта, Салха. АН 4196. Однажды Благословенный пребывал в Висале в зале с остроконечной крыши в Великом лесу. И тогда Салха из клана Личхави и Абхая из клана Личхави подошли к Благословенному, поклонились ему, и сели рядом. Затем Салха из клана Личхави сказал Благословенному, «Господин, есть некие жрецы и отшельники, которые провозглашают пересечение наводнения посредством двух вещей – за счет очищения нравственного поведения и за счет аскезы и отвращения. Что Благословенный скажет на это? Я утверждаю, Салха, что очищение нравственного поведения является одним из факторов отшельничества. Но те жрецы и отшельники, которые пропагандируют аскезу и отвращение, которые считают аскезу и отвращение сутью, которые твердо держатся за аскезу и отвращение, не способны пересечь наводнение. А также те жрецы и отшельники, чьи телесные, словесные и умственные поведения нечисты, чьи средства к жизни нечисты, не способны достичь знания и виденья непревзойденного просветления. Представь, Салха, как если бы человек, желающий пересечь реку, взял бы острый топор и вошел в рощу. Там он бы увидел большой росток солового дерева, прямой, свежий, не имеющий почек. Он бы срезал его под корень, отрезал бы верхушку, отчистил бы от ветвей листвы, обчесал бы топорами, затем далее обчесал бы тесаками, поскоблил бы рубанком, отполировал каменным шаром и отправился бы пересекать реку. Как ты думаешь, Салха, мог бы этот человек пересечь реку? Нет, господин. И почему? Ведь несмотря на то, что этот росток солового дерева был тщательно подготовлен снаружи, он не был вычищен изнутри. Можно ожидать того, что этот росток солового дерева утонет и человек повстречает беду и несчастье. Точно так же, Салха, те жрецы и отшельники, которые пропагандируют аскезу и отвращение, которые считают аскезу и отвращение сутью, которые твердо держаться за аскезу и отвращение, не способны пересечь наводнение. А также те жрецы и отшельники, чье телесное, словесное и умственное поведение нечистое, чьи средства к жизни нечистые, не способны достичь знания и виденья, непревзойденного просветления. Но, Салха, те жрецы и отшельники, которые не пропагандируют аскезу и отвращение, которые не считают аскезу и отвращение сутью, которые не держатся твердо за аскезу и отвращение, способны пересечь наводнение. А также те жрецы и отшельники, чье телесное, словесное, и умственное поведение чистое, чьи средства к жизни чистые, способны достичь знания и видения, непревзойденного просветления. Представь, Салха, как если бы человек, желающий пересечь реку, взял бы острый топор и вошел в рощу. Там он бы увидел большой росток солового дерева, прямой, свежий, не имеющий почек. Он бы срезал его под корень, отрезал бы верхушку, отчистил бы от ветвей листвы, обчесал бы топорами, затем далее обчесал бы тесаками, поскоблил бы рубанком, отполировал каменным шаром, и превратил бы его в лодку. Затем он снабдил бы его веслами и рулем и отправился бы пересекать реку. Как ты думаешь, Салха, мог бы этот человек пересечь реку? Да, господин. И почему? Ведь этот росток солового дерева был тщательно подготовлен снаружи, хорошо вычищен изнутри, превращен в лодку, снабжен веслами и рулем. Можно ожидать того, что этот росток солового дерева не утонет и человек в сохранности доберется до другого берега. Один, точно так же, Салха, те жрецы и отшельники, которые не пропагандируют аскезу и отвращение, которые не считают аскезу и отвращение сутью, которые не держатся твердо за аскезу и отвращение, способны пересечь наводнение. А также те жрецы и отшельники, чье телесное, словесное и умственное поведение чистое, чьи средства к жизни чистое, способны достичь знания и виденью, непревзойденного просветления. Даже если воин знает множество трюков, которые можно выполнить с помощью стрел, только если он наделен тремя качествами, он достоин царя, является принадлежностью царя, считается одним из факторов царствования. Какими тремя? Он стрелок на дальние расстояния, меткий стрелок, и он тот, кто раскалывает большое тело. Два, подобно тому, как воин является стрелком на дальние расстояния, так и ученик благородных обладает правильным сосредоточением. Любую форму, прошлую, настоящую, будущую, внутреннюю или внешнюю, грубую или утонченную, низшую или возвышенную, далекую или близкую, ученик благородных с помощью правильного сосредоточения видит правильной мудростью всякую форму в соответствии с действительностью, это не мое. Я не таков. Это не мое Я. Любое чувство. Любое восприятие. Любые формации ума. Любое сознание. Прошлое, настоящее, будущее, внутреннее или внешнее, грубое или утонченное, низшее или возвышенное, далекое или близкое, ученик благородных с помощью правильного сосредоточения видит правильной мудростью всякое сознание в соответствии с действительностью. С помощью правильного воззрения ученик благородных понимает в соответствии с действительностью, это – страдание. Он понимает в соответствии с действительностью, это – источник страдания. Это – прекращение страдания. Это – путь, ведущий к прекращению страдания. 4. Подобно тому, как воин раскалывает большое тело, точно так же ученик благородных обладает правильным освобождением. С помощью правильного освобождения ученик благородных раскалывает огромную груду невежества. Малика сутта, Малика. А.Н. 4.197. Однажды благословенный пребывал в Саваттхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндики. И тогда царица Малика отправилась к благословенному, поклонилась ему, села рядом и сказала ему, «Господин, почему некие женщины уродливые, неприятные взору, непривлекательные, бедные, лишенные, нуждающиеся, и не имеют влияния? И почему другие уродливые, неприятные взору, непривлекательные, но богатые, с большим способом?» И почему некоторые женщины красивые, привлекательные, изящные, обладают совершенной красотой своего облика, но при этом бедные, лишенные, нуждающиеся и не имеют влияния? И почему другие красивые, привлекательные, изящные, обладают совершенной красотой своего облика, и при этом богатые, с большим богатством и имуществом, а также влиятельные? Один, Маляка, вот некая женщина склонна к злости и часто впадает в раздражение. Если ее хоть немного покритикуют, она выходит из себя, становится раздражительной, враждебной, упрямой. Она проявляет злость, ненависть и горечь. Она не дает вещей жрецам и отшельникам, еду и питье, одежду и средства передвижения, гирлянды, мази, благовония, постели, жилища и светильники. И она завистливая, она завидует, возмущается, жалеет, когда другим достаются обретения, почитания, уважения, почет, пиетет и поклонения. Когда она умирает в этом состоянии существования, то, если она возвращается обратно в мир людей, то где бы она ни переродилась, она становится уродливой, неприятной взору, непривлекательной, бедной, лишенной, нуждающейся, и не имеет влияния. Другая женщина склонна к злости и часто впадает в раздражение. Если ее хоть немного покритикуют, она выходит из себя, становится раздражительной, враждебной, упрямой. Она проявляет злость, ненависть и горечь. Но она дает вещи жрецам и отшельникам, еду и питье, одежду и средства передвижения, гирлянды, мази, благовония, постели, жилища и светильники. И она независливая, она не завидует, не возмущается, не жалеет, когда другим достаются обретения, почитания, уважения, почет, пиетет и поклонения. Когда она умирает в этом состоянии существования, то, если она возвращается обратно в мир людей, то где бы она ни переродилась, она становится уродливой, неприятной взору, непривлекательной. Но она богата, с большим богатством и имуществом, а также влиятельна. 3. Еще другая женщина не склонна к злости и не часто впадает в раздражении. Если ее хоть немного покритикуют, она не выходит из себя, не становится раздражительной, враждебной, упрямой. Она не проявляет злости, ненависти и горечи. Но она не дает вещей жрецам и отшельникам, еду и питье, одежду и средства передвижения, гирлянды, мази, благовония, постели, жилища и светильники. И она завистливая, она завидует, возмущается, жалеет, когда другим достаются обретения, почитания, уважения, почет, пиетет и поклонения. Когда она умирает в этом состоянии существования, то, если она возвращается обратно в мир людей, то где бы она ни переродилась, она становится красивой, привлекательной, изящной, обладает совершенной красотой своего облика, но при этом бедная, лишенная, нуждающаяся и не имеет влияния. 4. И еще другая женщина не склонна к злости и не часто впадает в раздражении. Если ее хоть немного покритикуют, она не выходит из себя, не становится раздражительной, враждебной, упрямой. Она не проявляет злости, ненависти и горечи. 5. И она дает вещи жрецам и отшельникам, иду и питье, одежду и средства передвижения, гирлянды, мази, благовония, постели, жилища и светильники. Она независтливая, она не завидует, не возмущается, не жалеет, когда другим достаются обретения, почитания, уважения, почет, пиетет и поклонения. Когда она умирает в этом состоянии существования, то, если она возвращается обратно в мир людей, то где бы она ни переродилась, она становится красивой, привлекательной, изящной, обладает совершенной красотой своего облика, она богата, с большим богатством и имуществом, а также влиятельна. Вот почему, Малика, некие женщины уродливые, некоторые женщины красивые, с большим богатством и имуществом, а также влиятельные. Когда так было сказано, царица Малика сказала благословенному, я полагаю, господин, что в некой прошлой жизни я была склонна к злости и часто впадала в раздражение, так что даже если меня хоть немного покритиковали бы, я выходила из себя, становилась раздражительной, враждебной, упрямой и проявляла злость, ненависть и горечь. Поэтому сейчас я уродливая, неприятная взору, непривлекательная. Но я полагаю, что в некой прошлой жизни я давала вещи жрецам и отшельникам, еду и питье, одежду и средства передвижения, гирлянды, мази, благовония, постели, жилища и светильники. Поэтому сейчас я богата, с большим богатством и имуществом. И я полагаю, что в некой прошлой жизни я не была завистливой, то есть той, кто завидует, возмущается, жалеет, когда другим достаются обретения, почитание, уважение, почет, пиетет и поклонение. Вот почему сейчас я влиятельна. При этом дворе есть девушки из Варнгхатиев и Брахманов, из семьи домохозяев, которым я могу приказывать. Отныне, господин, я не буду склонной к злости и не буду часто впадать в раздражении. Даже если меня покритикуют, я не выйду из себя, не стану раздраженной, враждебной и упрямой. Я не буду проявлять злости, ненависти и горечи. Я буду давать вещи жрецам и отшельникам, еду и питье, одежду и средства передвижения, гирлянды, мази, благовония, постели, жилища и светильники. И я не буду завистливой, то есть той, кто завидует, возмущается, жалеет, когда другим достаются обретение, почитание, уважение, почет, пиетет и поклонение. Великолепно, господин. Великолепно, господин. Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий домок увидеть, точно так же благословенный различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в Благословенном, прибежище в Дхамме, и прибежище в Сангхе Монахов. Пусть благословенный помнит меня как мирскую последовательницу, принявшую в нем прибежище с этого дня и на всю жизнь. Оттантапа сутта «Самоистязание». А.Н. 4.198. Благословенный сказал, «Монахи, в мире есть эти четыре типа личностей». Какие четыре? Вот один человек мучает себя и осуществляет практику мучения самого себя. Но другой человек мучает других и осуществляет практику мучения других. Еще другой человек мучает себя и осуществляет практику мучения самого себя, а также мучает других и осуществляет практику мучения других. И еще другой человек не мучает себя и не осуществляет практику мучения самого себя, и не мучает других и не осуществляет практику мучения других. Поскольку он не мучает ни себя, ни других, то в этой самой жизни он пребывает без потребности, угасшим и потухшим, переживая блаженство, сам став божественным. Один. Один, и каким образом, монахи, человек является тем, кто мучает себя и осуществляет практику мучения самого себя? Бывает так, когда некий человек ходит голым, отвергает условности, лижет свои руки, не идет, когда его зовут, не остается, когда его просит. Он не принимает пищу, поднесенную ему или специально приготовленную для него, не принимает приглашение на обед. Он не принимает ничего из горшка или чаши. Он не принимает ничего через порог, через палку, через пестик ступы. Он не принимает ничего от двух обедающих вместе людей, от беременной женщины, от кормящей женщины, от женщины, живущей с мужчиной. Он не принимает ничего с того места, где объявлена раздача еды, с того места, где сидит собака или где летают мухи. Он не принимает рыбу или мясо. Он не пьет спиртного, вина или забродивших напитков. Он ограничивает себя одним домом во время сбора подаяний и одним небольшим кусочком пищи, или двумя домами и двумя небольшими кусочками, семью домами и семью небольшими кусочками пищи. Он ест только одну тарелку еды в день, две, семь тарелок еды в день. Он принимает пищу только один раз в день, один раз в два дня, один раз в семь дней, и так вплоть до двух недель, практикуя ограничения в приеме пищи в установленных промежутках. Он ест только зелень, или проса, или дикий рис, или обрезки шкуры, или мох, или рисовая отрубя, или рисовую накипь, или кунжутную муку, или траву, или коровий навоз. Он живет на лесных кореньях и фруктах. Он кормится упавшими фруктами. Он носит одежду из пеньки, из парусины, из савана, из выброшенных лохмотьев, из древесной коры, из шкур антилопы, из обрезков шкур антилопы, из травы и кусы, из материала из коры, из материала из стружек, носит накидку, сделанную из волос головы, из шерсти дикого животного, из совиных крыльев. Он выдергивает волосы и бороду, он практикует вырывание собственных волос и бороды. Он тот, кто постоянно стоит, отвергая сидение. Он сидит, охватывая колени руками, он практикует усердие в сидении с охватыванием колени руками. Он лежит на матрацах с шипами, он устраивает свою постель на матраце с шипами. Он прибывает, посвящая себя, практики купания в воде три раза в день, в том числе вечером. Вот такими многочисленными способами он осуществляет практику мучения и умерщвления тела. Вот каким образом этот человек мучает себя и осуществляет практику мучения самого себя. Два, и каким образом человек является тем, кто мучает других и осуществляет практику мучения других? Вот некий человек, убийца овец, убийца свиней, птицелов, тот, кто ставит капканы, охотник, рыбак, вор, палач, тюремный надзиратель, или кто-либо иной, занимающийся подобным кровавым занятием. Вот каким образом это человек мучает других и осуществляет практику мучения других. Три, и каким образом человек мучает себя и осуществляет практику мучения самого себя, а также мучает других и осуществляет практику мучения других. Вот некий человек, помазанный на царствование кхатийский царь или зажиточный брахман. Построив новый жертвенный храм к востоку от города, обрив волосы и бороду, одевшись в грубую шкуру антилопы, смазав свое тело маслом или топленым маслом, рассорапав спину оленем рогом, он входит в жертвенный храм вместе со своей главной царицей и с брахманским высшим жрецом. Там он устраивает свою постель на голой земле, расстелив траву. Царь живет на молоке, высосанном из первого соска коровы вместе с теленком того же цвета, что и корова. Царица живет на молоке, высосанном из второго соска. Брахманский высший жрец живет на молоке, высосанном из третьего соска. Молоко из четвертого соска выливается в огонь. Теленок живет на том, что осталось. И он говорит, пусть столько-то быков будет зарезано для жертвоприношения. Пусть столько-то волов, пусть столько-то телок, пусть столько-то кос, пусть столько-то овец будет зарезано для жертвоприношения. Пусть столько-то деревьев будет срублено на жертвенные столбы. Пусть столько-то растений и травы будет скошено для жертвенной травы. Его рабы, посыльные и слуги занимаются приготовлением, рогая, с лицами, полными слез, гонимой наказанием, гонимой страхом. Вот каким образом этот человек мучает себя и осуществляет практику мучения самого себя, а также мучает других и осуществляет практику мучения других. 4. И каким образом человек не мучает себя и не осуществляет практику мучения самого себя, и не мучает других и не осуществляет практику мучения других, тот, кто не мучая ни себя, ни других, в этой самой жизни пребывает без потребности, угасшим и потухшим, переживая блаженство, сам став божественным. Вот, монахи, в мире возникает Татхагата, Арахант, полностью просветленный, совершенный в истинном знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Познав своим прямым знанием этот мир с его дэвами, Марой, Брахмой, с поколением его жрецов и отшельников, богов людей, он раскрывает это знание людям. Он обучает Дхамме, которая прекрасна в начале, прекрасна в середине, прекрасна в конце, совершенной в духе и в букве. Он раскрывает в совершенстве целую и чистую святую жизнь. Домохозяин или сын домохозяина, рожденный в том или ином клане, слышит Дхамму. Затем он обретает веру в Татхагату и рассуждает так, домохозяйская жизнь перенасыщенная и пыльная. Бездомная жизнь подобна бескрайним просторам. Не просто, проживая дома, вести святую жизнь в идеальном совершенстве, всецело чистую, словно блестящий перламутр. Что если я, обрив волосы и бороду, и надев желтые одежды, оставлю домохозяйскую жизнь ради жизни бездомной? Так, через некоторое время, оставив все свое богатство, большое или малое, оставив круг своих родных, большой или малый, обрив волосы и бороду, он надевает желтые одежды и оставляет домохозяйскую жизнь ради жизни бездомной. Нравственность. Когда он отправился в бездомную жизнь, наделенной монашеской тренировкой и образом жизни, отбрасывая убийства, он воздерживается от уничтожения жизни. Он живет без дубины, без оружия, добросовестный, милосердный, желающий блага всем живым существам. Отбрасывая взятие того, что не дано, он воздерживается от взятия того, что ему не было дано. Он берет только то, что дают, принимает только подаренные, живет честно, без мысли о воростве. Отбрасывая сексуальную жизнь, он ведет жизнь целомудренную, сторонняясь и воздерживаясь от половых сношений, которые привычны среди простых людей. Отбрасывая лживую речь, он воздерживается от лживой речи. Он говорит истину, держится за истину, в этом он прочен, надежен, не обманывает мир. Отбрасывая речь, сеющую распри, он воздерживается от речи, сеющей распри. То, что он слышал здесь, он не рассказывает там, чтобы не посеять рознь между этими людьми и теми. То, что он слышал там, он не рассказывал здесь, чтобы не посеять рознь между тамошними людьми здешними. Так он примеряет тех, кто поругался, и еще больше укрепляет тех, кто дружен, любит согласие, радуется согласию, наслаждается согласием, говорит такие вещи, которые создают согласие. Отбрасывая грубую речь, он воздерживается от грубой речи. Он говорит слова, которые мягкие, приятные уху, любящие, проникающие в сердце, вежливые, привлекательные и нравящиеся большинству людей. Отбрасывая пустую болтовню, он воздерживается от пустой болтовни. Он говорит в нужный момент, говорит действительные, полезные, говорит о Дхаме, о Винае. В должный момент он говорит ценные слова, разумные, лаконичные, полезные. Он воздерживается от нанесения вреда семенам и растениям. Он ест только один раз в день, воздерживаясь от принятия пищи ночью и внедолжного времени. Он воздерживается от танцев, пения, музыки, и неуместных зрелищ. Он воздерживается от украшения себя ношением гирлянд, применением мази и ароматов. Он воздерживается от высоких и больших кроватей. Он воздерживается от принятия золота и серебра, сырого зерна, сырого мяса, женщин и девушек, рабов и рабынь, овец и коз, птиц и свиней, слонов, коров, коней и кобыл, полей и земель. Он воздерживается от взятия на себя обязанности посыльного, от покупки и продажи, от жульничества на весах, в монетах и мерах, от взяточничества, обмана и мошенничества. Он воздерживается от нанесения увечий, убийств, заключения под стражу, разбоя, грабежа и насилия. Он довольствуется комплектом монашеских одежд для покрытия тела и едой с подаянием для поддержания своего желудка. Куда бы он ни отправился, он берет с собой только это. Подобно птице, которая, куда бы ни отправилась, крылья, ее единственный груз, точно так же и монах довольствуется комплектом одежд для покрытия тела и едой с подаянием для поддержания своего желудка. Наделенный этой совокупностью благородной нравственности, он внутренне ощущает удовольствие от безукоризненности. Сдержанность чувств. Увидев форму глазом, он не цепляется за ее черты и детали. Поскольку, по мере того, как он оставляет качество глаза неохраняемым, плохие неблагие состояния сильного желания и подавленности могут наводнить его, он практикует сдержанность в отношении этого. Он охраняет качество глаза. Он предпринимает сдерживание качества глаза. Услышав ухом звук. Унюхав носом запах. Различив языком вкус. Ощутив тактильные ощущения телом. Познав ментальный феномен умом, он не цепляется за его черты и детали. Поскольку, по мере того, как он оставляет качество ума неохраняемым, плохие неблагие состояния сильного желания и подавленности могут наводнить его, он практикует сдержанность в отношении этого. Он охраняет качество ума. Он предпринимает сдерживание качества ума. Наделенный этой благородной сдержанностью чувств, он внутренне ощущает удовольствие от незапятенности. Осознанность и бдительность. Когда он идет вперед и возвращается, он действует с бдительностью. Когда он смотрит вперед и смотрит в сторону. Когда сгибает и разгибает свои члены. Когда несет одеяние, верхнее одеяние, свою чашу. Когда ест, пьет, жует, пробует на вкус. Когда мочится и испражняется. Когда идет, стоит, сидит, засыпает, просыпается, разговаривает и молчит. Он действует с бдительностью. Оставление помех. Наделенный этой совокупностью благородного нравственного поведения, этой благородной сдержанностью чувств, этой благородной осознанностью и бдительностью, он отправляется в уединенное обиталище, в лес, к подножию дерева, на гору, в узкую горную долину, в пещеру на склоне холма, на кладбище, в лесную рощу, на открытую местность, к стогу соломы. После приема пищи, вернувшись с хождения за подаяниями, он садится со скрещенными ногами, выпрямив тело и установив осознанность впереди. Оставив влечение к миру, он пребывает с осознанным умом, лишенным влечения. Он очищает свой ум от влечения. Оставив недоброжелательность и злость, он пребывает с осознанным умом, лишенным недоброжелательности, желающий блага всем живым существам. Он очищает свой ум от недоброжелательности и злости. Оставив апатию и сонливость, он пребывает с осознанным умом, лишенным апатии и сонливости, осознанный, бдительный, воспринимая свет. Он очищает свой ум от апатии и сонливости. Оставив неугомонность и сожаление, он пребывает без взволнованности, с внутренне умиротворенным умом. Он очищает свой ум от неугомонности и сожаления. Отбросив сомнений, он пребывает, выйдя за пределы сомнения, не имея неясности в отношении благих умственных качеств. Он очищает свой ум от сомнения. Чханы. Отбросив эти пять помех, загрязнений ума, качеств, что ослабляют мудрость, он, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой Чхане. Два, четвертой Чхане. Три знания. Когда его ум стал таким сосредоточенным, очищенным, ярким, незамутненным, лишенным загрязнений, податливым, мягким, устойчивым и достигшим непоколебимости, он направляет его к знанию воспоминания прошлых обителей. Он вспоминает многочисленные прошлые обители, одну жизнь, две жизни, три жизни, четыре, пять, десять, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, сто, тысячу, сто тысяч, многие циклы распада мира, многие циклы эволюции мира, вспоминая, там у меня было такое-то имя, я жил в таком-то роду, имел такую-то внешность. Таковой была моя пища, таковым было мое переживание и удовольствие и боли, таковым был конец моей жизни. Умрея в той жизни, я появился здесь. И там у меня тоже было такое-то имя, таковым был конец моей жизни. Умрея в той жизни, я появился теперь уже здесь. Так он вспоминает многочисленные прошлые обители в подробностях и деталях. Когда его ум стал таким сосредоточенным, очищенным, ярким, незамутненным, лишенным загрязнений, податливым, мягким, устойчивым и достигшим непоколебимости, он направляет его к знанию смерти и перерождения существ. Он видит за счет божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческий смерти перерождений существ, он различает низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их камой, эти существа, что имели дурное поведение телом, речью и умом, оскорблявшие благородных, придерживавшиеся неправильных воззрений и действовавшие под влиянием неправильных воззрений с распадом тела, после смерти, рождаются в мире лишений, в плохих местах, в нижних мирах, в аду. Но эти существа, что имели хорошее поведение телом, речью и умом, не оскорблявшие благородных, придерживавшиеся правильных воззрений и действовавшие под влиянием правильных воззрений с распадом тела, после смерти, рождаются в приятных местах, в небесных мирах. Так, посредством божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческий, он видит смерть и перерождение существ, он различает низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их каммой. Когда его ум стал таким сосредоточенным, очищенным, ярким, незамутненным, лишенным загрязнений, податливым, мягким, устойчивым и достигшим непоколебимости, он направляет его к знанию уничтожения пятен загрязнений ума. Он понимает в соответствии с действительностью, это страдание. Это источник страдания. Это прекращение страдания. Это путь, ведущий к прекращению страдания. Это пятна загрязнений ума. Это источник пятен. Это прекращение пятен. Это путь, ведущий к прекращению пятен. Когда он знает и видит так, его ум освобождается от пятна чувственности, от пятна существования и от пятна невежества. Когда он освобожден, приходит знание, он освобожден. Он распознает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Вот каким образом этот человек не мучает себя и не осуществляет практику мучения самого себя, и не мучает других и не осуществляет практику мучения других, тот, кто не мучает ни себя, ни других, в этой самой жизни пребывает без потребности, угасшим и потухшим, переживая блаженство, сам став божественным. Таковы, монахи, четыре типа личностей, существующих в мире. Один, по заметке достопочтенного Бодхи, судя по всему, Будда здесь использует термин из ранних Упанишат, Брахмабхутина от Тана Вихарати. Два, формулы Джхан раскрываются по стандартной схеме, как, например, в АН 9.32. Танха сутта, жажда. АН 4.199. Благословенный сказал, «Монахи, я дам вам учение о жажде, один, ловце, два, текучей, три, вездесущей, четыре, липкой, один, который мир окутан и обернут, запутан как моток пряжа, будто спутанный клубок ниток, будто переплетенный тростник и камыш, и он не может выйти за пределы состояния решений, плохих уделов, нижних миров, сансары. Слушайте внимательно, я буду говорить». «Да, учитель», ответили те монахи. Благословенный сказал, «И что такое, монахи, жажда, ловец, текучая, за пределы состояния лишений, плохих уделов, нижних миров, сансары? Есть, монахи, 18 течений жажды, относящихся к внутреннему, и 18 течений жажды, относящихся к внешнему. И каковы 18 течений жажды, относящихся к внутреннему? Когда есть представление, я есть, то тогда есть представление, я таков, я лишь такой, я иной, я длящийся, я быстро исчезающий, я могу быть, я могу быть таковым, я могу быть лишь таким, я могу быть иным, пусть я буду, пусть я буду таковым, пусть я буду лишь таким, пусть я буду иным, я буду, я буду таковым, я буду лишь таким, я буду иным». Таковы 18 течений жажды, относящихся к внутреннему. И каковы 18 течений жажды, относящихся к внешнему? 2. Когда есть представление «Я есть из-за этого», 3. То тогда есть представление «Я таков из-за этого», «Я лишь такой из-за этого», «Я иной из-за этого», «Я длящийся из-за этого», «Я быстро исчезающий из-за этого», «Я могу быть из-за этого», «Я могу быть таковым из-за этого», «Я могу быть лишь таким из-за этого», «Я могу быть иным из-за этого», «Пусть я буду из-за этого», «Пусть я буду таковым из-за этого», «Пусть я буду лишь таким из-за этого», «Пусть я буду иным из-за этого», «Я буду из-за этого, я буду таковым из-за этого, я буду лишь таким из-за этого, я буду иным из-за этого. Таковы 18 течений жажды, относящихся к внешнему. Таким образом, есть эти 18 течений жажды, относящихся к внутреннему, и 18 течений жажды, относящихся к внешнему. Они называются 36 течений жажды. Есть 36 таких течений жажды, относящихся к прошлому, 36 таких течений жажды, относящихся к будущему, и 36 таких течений жажды, относящихся к настоящему. Таким образом, есть 108 течений жажды. Такова, монахи, эта жажда, ловец, текучая, вездесущая, липкая, которой мир окутан и обернут, запутан как моток пряжа, будто спутанный клубок ниток, будто переплетенный тростник и камыш, и он не может выйти за пределы состояния решений, плохих уделов, нижних миров, сенсары. Один, комментарий, жажда называется ловцом, джалиня, потому что она похожа на сеть. Точно так же, как сеть плотно сшита и тщательно переплетена, точно так же и жажда. Или же она называется ловцом, потому что является сетью, которая накинута на три мира существования. Она текучая, сорита, потому что растекается и разбегается здесь и там. Она вездесуща, висата, потому что она всюду разбросана и распылена. И она липкая, висотика, потому что она прилипает, присоединяется, прицепляется здесь и там. Два, комментарий поясняет, что внутреннее означает собственные пять совокупностей существа. Внешне, пять внешних совокупностей. Три, комментарий поясняет, из-за этого, имена, то есть из-за этой формы, сознания. По заметке достопочтенного Бодхи, трактовка комментария вызывает сомнение, и, возможно, следует понимать это иначе. Например так, из-за Бога Творца, из-за первичной материи, из-за случайности или необходимости и так далее. Пема сутта «Любовь» АН 4.200 Благословенный сказал, «Монахи, есть эти четыре вещи, которые рождены». Какие четыре? Любовь, рожденная из любви, ненависть, рожденная из любви, любовь, рожденная из ненависти, ненависть, рожденная из ненависти. Один, и каким образом, монахи, любовь рождена из любви? Вот некий человек желанен, мил, приятен другому человеку. Другие обращаются с этим человеком так, что это желанно, мило, приятно. Мысль приходит к последнему. Другие обращаются с этим человеком, который желанен, мил, приятен мне, так, что это желанно, мило, приятно. И он чувствует к ним любовь. Вот каким образом любовь рождена из любви. Два, и каким образом ненависть рождена из любви? Вот некий человек желанен, мил, приятен другому человеку. Другие обращаются с этим человеком так, что это нежеланно, немило, неприятно. Мысль приходит к последнему, другие обращаются с этим человеком, который желанен, мил, приятен мне, так, что это нежеланно, немило, неприятно. И он чувствует к ним ненависть. Вот каким образом ненависть рождена из любви. Три, и каким образом любовь рождена из ненависти. Вот некий человек нежеланен, немил, неприятен другому человеку. Другие обращаются с этим человеком так, что это нежеланно, немило, неприятно. Мысль приходит к последнему, другие обращаются с этим человеком, который нежеланен, немил, неприятен мне, так, что это нежеланно, немило, неприятно. И он чувствует к ним любовь. Вот каким образом любовь рождена из ненависти. 4. И каким образом ненависть рождена из ненависти? Вот некий человек нежеланен, немил, неприятен другому человеку. Другие обращаются с этим человеком так, что это желанно, мило, приятно. Мысль приходит к последнему, другие обращаются с этим человеком, который нежеланен, не мил, неприятен мне, так, что это желанно, мило, приятно. И он чувствует к ним ненависть. Вот каким образом ненависть рождена из ненависти. Таковы четыре вещи, которые рождены. Когда, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний ума, монах входит и пребывает в первой джхане, то в этом случае любовь, рожденная из любви, не существует в нем, ненависть, рожденная из любви, не существует в нем, любовь, рожденная из ненависти, не существует в нем, ненависть, рожденная из ненависти, не существует в нем. Когда с угасанием направления и удержания ума на объекте, монах входит и пребывает во второй джхане, третьей, четвертой джхане, то в этом случае любовь, рожденная из любви, не существует в нем, ненависть, рожденная из любви, не существует в нем, любовь, рожденная из ненависти, не существует в нем, ненависть, рожденная из ненависти, не существует в нем. Когда с уничтожением пятен загрязнений ума монах в этой самой жизни входит и пребывает в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, зная и проявляя эти состояния для себя самостоятельно посредством прямого знания, то тогда он отбросил любовь, рожденную из любви, срезал ее под корень, сделал подобную обрубку пальмы, уничтожил так, что она более не сможет возникнуть в будущем. Он отбросил ненависть, рожденную из любви, любовь, рожденную из ненависти, ненависть, рожденную из ненависти, срезал ее под корень, сделал подобную обрубку пальмы, уничтожил так, что она более не сможет возникнуть в будущем. Такой зовется монахом, который не подбирает, не отталкивает, который не дымит, не полыхает и не продумывает. И каким образом монах подбирает? Вот монах считает, что форма – это я, или что я владеет формой, или что форма находится внутри я, или что я находится внутри формы. Он считает, что чувство, восприятие, формации, сознание – это я, или что я владеет сознанием, или что сознание находится внутри я, или что я находится в сознании. Вот каким образом этот монах подбирает. И как монах не подбирает? Вот монах не считает, что форма – это я, или что я владеет формой, или что форма находится внутри я, или что я находится внутри формы. Он не считает, что чувство, восприятие, формации, сознание – это я, или что я владеет сознанием, или что сознание находится внутри я, или что я находится в сознании. Вот как этот монах не подбирает. И как монах отталкивает? Вот монах оскорбляет того, кто оскорбил его, ругает того, кто поругал его, спорит с тем, кто находит против него аргумент для спора. Вот как этот монах отталкивает. И как монах не отталкивает. Вот монах не оскорбляет, не ругает, не спорит. Вот каким образом этот монах не отталкивает. И как монах дымит. Когда есть представление «Я есть», то тогда есть представление «Я таков, я лишь такой, я иной, я являщийся, я быстро исчезающий, я могу быть, я могу быть таковым, я могу быть лишь таким, я могу быть иным, пусть я буду, пусть я буду таковым, пусть я буду лишь таким, пусть я буду иным, я буду, я буду таковым, я буду лишь таким, я буду иным. Вот как монах дымит. И как монах не дымит. Когда нет представления, я есть. Я буду иным. Вот как монах не дымит. И как монах полыхает. Когда есть представление, я есть из-за этого, то тогда есть представление, я таков из-за этого, я лишь такой из-за этого, я иной из-за этого, я длящийся из-за этого, я быстро исчезающий из-за этого, я могу быть из-за этого, я могу быть таковым из-за этого, я могу быть лишь таким из-за этого, я могу быть иным из-за этого, пусть я буду из-за этого, пусть я буду таковым из-за этого, пусть я буду лишь таким из-за этого, пусть я буду иным из-за этого, я буду из-за этого, я буду таковым из-за этого, я буду лишь таким из-за этого, я буду иным из-за этого. Вот как монах полыхает. И как монах не полыхает? Когда нет представления, я есть из-за этого. Я буду иным из-за этого. Вот как монах не полыхает. И как монах продумывает? Вот монах не отбросил самомнение, я не срезал его под корень, не сделал подобным обрубку пальмы, не уничтожил так, что оно более не сможет возникнуть в будущем. Вот как монах продумывает. И как монах не продумывает? Вот монах отбросил самомнение, я, срезал его под корень, сделал подобным обрубку пальмы, уничтожил так, что оно более не сможет возникнуть в будущем. Вот как монах не продумывает. Сибхопада сутта, правила тренировки. АН 4.201. Благословенный сказал, монахи, я дам вам учение о плохих людях и людях, которые еще хуже плохих, о хороших людях и людях, которые еще лучше хороших. Слушайте внимательно. Я буду говорить. Да, учитель, ответили те монахи. Благословенный сказал, один, и кто, монахи, является плохим человеком? Вот некий человек уничтожает жизнь, берет то, что не дано, пускается в неблагое сексуальное поведение, лжет, употребляет спиртное, вино, и одурманивающие вещества, что являются основанием для беспечности. Такой зовется плохим человеком. Два, и какой человек еще хуже, чем плохой человек? Вот некий человек сам уничтожает жизнь и поощряет других уничтожать жизнь, сам берет то, что не дано, и поощряет других брать то, что не дано, сам пускается в неблагое сексуальное поведение и поощряет других пускаться в неблагое сексуальное поведение, сам лжет и поощряет других лгать, сам употребляет спиртное, вино, и одурманивающие вещества, что являются основанием для беспечности и поощряет других. Такой зовется человеком, который еще хуже, чем плохой человек. Три, и кто является хорошим человеком? Вот некий человек воздерживается от уничтожения жизни, взятия того, что не дано, ни благого сексуального поведения, лжи, употребления спиртного. Такой зовется хорошим человеком. Четыре, и какой человек еще лучше, чем хороший человек? Вот некий человек сам воздерживается от уничтожения жизни и поощряет других воздерживаться, от взятия того, что не дано, от неблагого сексуального поведения, от лжи, от употребления спиртного, и поощряя других воздерживаться от употребления спиртного, вина и одурманивающих веществ, что являются основанием для беспечности. Такой зовется человеком, который еще лучше, чем хороший человек. Ассаддха сутта, не имеющий веры. АН 4.202 Благословенный сказал, «Монахи, я дам вам учение о плохих людях и людях, которые еще хуже плохих, о хороших людях и людях, которые еще лучше хороших. Слушайте внимательно. Я буду говорить». «Да, учитель», — ответили те монахи. Благословенный сказал, «Один, и кто, монахи, является плохим человеком? Вот некий человек лишен веры, стыда, боязни совершить проступок, он слаб в изучении, ленив, замутненным умом, немудрый. Такой зовется плохим человеком». «Два, и какой человек еще хуже, чем плохой человек? Вот некий человек сам лишен веры и поощряет других быть лишенными веры. Он сам лишен стыда и поощряет других быть лишенными стыда. Он сам лишен боязни совершить проступок и поощряет других быть лишенными боязни совершить проступок. Он сам слаб в изучении и поощряет других быть слабыми в изучении. Он сам ленив и поощряет лень в других. Он сам имеет замутненный ум и поощряет других быть замутненными умами. Он сам немудрый поощряет отсутствие мудрости в других. Такой зовется человеком, который еще хуже, чем плохой человек. Три, и кто является хорошим человеком? Вот Никит человек наделен верой, чувством стыда и боязнью совершить проступок, он ученый, усердный, осознанный, и мудрый. Такой зовется хорошим человеком. Четыре, и какой человек еще лучше, чем хороший человек? Вот Никит человек сам совершенен вере и поощряет других быть совершенными в вере. У него самого есть чувство стыда, и он поощряет чувство стыда в других. У него у самого есть боязнь совершить проступок, и он поощряет боязнь совершить проступок в других. Он сам ученый и поощряет ученость в других. Он сам усердный и поощряет других зарождать усердие. Он сам осознанный и поощряет других утверждать осознанность. Он сам мудрый и поощряет других быть совершенными в мудрости. Такой зовется человеком, который еще лучше, чем хороший человек. Саптакама сутта, Семь действий. АН 4.203. Благословенный сказал, Монахи, я дам вам учение о плохих людях и людях, которые еще хуже плохих, о хороших людях и людях, которые еще лучше хороших. Слушайте внимательно. Я буду говорить. Да, учитель, ответили те монахи. Благословенный сказал, один, и кто, монахи, является плохим человеком? Вот некий человек уничтожает жизнь, берет то, что не дано, пускается в неблагое сексуальное поведение, лжет, речью сеет распри, говорит грубо, пустословит. Такой зовется плохим человеком. И какой человек еще хуже, чем плохой человек? Вот некий человек сам уничтожает жизнь и поощряет других уничтожать жизнь. Он сам пустословит и поощряет других пустословить. Такой зовется человеком, который еще хуже, чем плохой человек. И кто является хорошим человеком? Вот Никит человек воздерживается от уничтожения жизни, пустословия. Такой зовется хорошим человеком. 4. И какой человек еще лучше, чем хороший человек? Вот Никит человек сам воздерживается от уничтожения жизни и поощряет других воздерживаться от уничтожения жизни. Он сам воздерживается от пустословия и поощряет других воздерживаться от пустословия. Такой зовется человеком, который еще лучше, чем хороший человек. Досакамма сутта, 10 действий. АН 4.204. Благословенный сказал, монахи, я дам вам учение о плохих людях и людях, которые еще хуже плохих, о хороших людях и людях, которые еще лучше хороших. Слушайте внимательно. Я буду говорить. Да, учитель, ответили те монахи. Благословенный сказал, один, и кто, монахи, является плохим человеком? Вот некий человек уничтожает жизнь, берет то, что не дано, пускается в неблагое сексуальное поведение, лжет, речью сеет распри, говорит грубо, пустословит. Он полон влечений, питает недоброжелательность, придерживается неправильных воззрений. Такой зовется плохим человеком. И какой человек еще хуже, чем плохой человек? Вот некий человек сам уничтожает жизнь и поощряет других уничтожать жизнь. Он сам придерживается неправильных воззрений и поощряет неправильные воззрения в других. Такой зовется человеком, который еще хуже, чем плохой человек. Три, и кто является хорошим человеком? Вот некий человек воздерживается от уничтожения жизни, пустословия. Он не имеет влечений, доброжелательный, придерживается правильных воззрений. Такой зовется хорошим человеком. Четыре, и какой человек еще лучше, чем хороший человек? Вот некий человек сам воздерживается от уничтожения жизни и поощряет других воздерживаться от уничтожения жизни. Он не имеет влечения и поощряет невлечения в других. Он сам доброжелательный и поощряет доброжелательность в других. Он сам придерживается правильных воззрений и поощряет правильные воззрения в других. Такой зовется человеком, который еще лучше, чем хороший человек. Атхангика сутта, восьмеричный. АН 4 205. Благословенный сказал, монахи, я дам вам учение о плохих людях и людях, которые еще хуже плохих, о хороших людях и людях, которые еще лучше хороших. Слушайте внимательно. Я буду говорить. Да, учитель, ответили те монахи. Благословенный сказал, один, и кто, монахи, является плохим человеком? Вот некий человек имеет неправильные воззрения, неправильные устремления, неправильную речь, неправильные действия, неправильное средство к жизни, неправильные усилия, неправильную осознанность, неправильное сосредоточение. Такой зовется плохим человеком. 2. И какой человек еще хуже, чем плохой человек? Вот некий человек сам имеет неправильные воззрения и поощряет неправильные воззрения в других. Он сам имеет неправильные сосредоточения и поощряет неправильные сосредоточения в других. Такой зовется человеком, который еще хуже, чем плохой человек. 1. 3. И кто является хорошим человеком? Вот Никита имеет правильное воззрение, сосредоточение. Такой зовется хорошим человеком. 4. И какой человек еще лучше, чем хороший человек? Вот Никит человек сам имеет правильное воззрение и поощряет правильное воззрение в других. Он сам имеет правильное сосредоточение и поощряет правильное сосредоточение в других. Такой зовется человеком, который еще лучше, чем хороший человек. Один, смотри также СН 45-26. До самого сутта, десятичный путь. АН 4-206. Благословенный сказал, монахи, я дам вам учение о плохих людях и людях, которые еще хуже плохих, о хороших людях и людях, которые еще лучше хороших. Слушайте внимательно. Я буду говорить. Да, учитель, ответили те монахи. Благословенный сказал, один, и кто, монахи, является плохим человеком? Вот некий человек имеет неправильное воззрение, неправильное устремление, неправильную речь, неправильное действие, неправильное средство к жизни, неправильное усилие, неправильную осознанность, неправильное сосредоточение, неправильное знание и неправильное освобождение. Такой зовется плохим человеком. Два, и какой человек еще хуже? чем плохой человек. Вот Никит человек сам имеет неправильное воззрение и поощряет неправильное воззрение в других. Он сам имеет неправильное освобождение и поощряет неправильное освобождение в других. Такой зовется человеком, который еще хуже, чем плохой человек. 3. И кто является хорошим человеком? Вот Никит человек имеет правильное воззрение, освобождение. Такой зовется хорошим человеком. 4. И какой человек еще лучше, чем хороший человек? Вот Никит человек сам имеет правильное воззрение и поощряет правильное воззрение в других. Он сам имеет правильное освобождение и поощряет правильное освобождение в других. Такой зовется человеком, который еще лучше, чем хороший человек. ПАТХАМА ПАТХАММА СУТТА ПЛОХОЙ ХАРАКТЕР 1. АН 4-207. Благословенный сказал, Монахи, я научу вас тому, что является плохим, и тому, что является еще более худшим, чем плохое. И я научу вас тому, что является хорошим, и тому, что является еще более лучшим, чем хорошие. Слушайте внимательно. Я буду говорить. Да, учитель, ответили те монахи. Благословенный сказал, один, и что такое, монахи, плохое? Вот некий человек уничтожает жизнь, берет то, что не дано, пускается в неблагое сексуальное поведение, лжет, речью сеет распри, говорит грубо, пустословит. Он полон влечений, питает недоброжелательность, придерживается неправильных воззрений. Это называется плохим. Два, и что еще хуже, чем плохое? Вот некий человек сам уничтожает жизнь и поощряет других уничтожать жизнь. Он сам придерживается неправильных воззрений и поощряет неправильные воззрения в других. Это называется еще более худшим, чем плохое. Три, и что такое хорошее? Вот некий человек воздерживается от уничтожения жизни, пустословия. Он не имеет влечений, доброжелательный, придерживается правильных воззрений. Это называется хорошим. 4. И что еще лучше, чем хорошие? Вот некий человек сам воздерживается от уничтожения жизни и поощряет других воздерживаться от уничтожения жизни. Он не имеет влечений и поощряет невлечений в других. Он сам доброжелательный и поощряет доброжелательность в других. Он сам придерживается правильных воззрений и поощряет правильные воззрения в других. Это называется ещё более лучшим, чем хорошие. Дутиепа-Падхамма-сутта «Плохой характер 2» АН 4.208 Благословенный сказал, «Монахи, я научу вас тому, что является плохим, и тому, что является ещё более худшим, чем плохое. Я научу вас тому, что является хорошим, и тому, что является ещё более лучшим, чем хорошие. Слушайте внимательно. Я буду говорить». «Да, учитель», ответили те монахи. Благословенный сказал, «Один, и что такое, монахи, плохое?» Вот Никит человек имеет неправильное воззрение, неправильное устремление, неправильную речь, неправильное действие, неправильное средство к жизни, неправильные усилия, неправильную осознанность, неправильное сосредоточение, неправильное знание, и неправильное освобождение. Это называется плохим. Два, и что ещё хуже, чем плохое? Вот Никит человек сам имеет неправильное воззрение и поощряет неправильное воззрение в других. Он сам имеет неправильное освобождение и поощряет неправильное освобождение в других. Это называется еще более худшим, чем плохое. 3. И что такое хорошее? Вот некий человек имеет правильное воззрение, освобождение. Это называется хорошим. 4. И что еще лучше, чем хорошее? Вот некий человек сам имеет правильное воззрение и поощряет правильное воззрение в других. Он сам имеет правильное освобождение и поощряет правильное освобождение в других. Это называется еще более лучшим, чем хорошие. Сутты АН 4 209-210. Сутты аналогичны АН 4 207-208, но вместо фраз является плохим, является еще более худшим, чем плохое, является хорошим, является еще более лучшим, чем хорошее. Иду чуть другие. Тот, у кого плохой характер, тот, у кого характер еще хуже, тот, у кого хороший характер, тот, у кого характер еще лучше. Париса сутта, собрание. АН 4.211. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре изъяна собрания. Какие четыре? Один, монах, который безнравственный, с плохим характером. Два, монахиня, которая безнравственная, с плохим характером. Три, мирянин, который безнравственный, с плохим характером. Четыре, мирянка, которая безнравственная, с плохим характером. Таковы четыре изъяна собрания. Монахи, таковы четыре украшения собрания. Какие четыре? Монах, милянка, которая нравственная, с хорошим характером. Таковы четыре украшения собрания. Дитхи сутта, воззрение. АН 4.212. Благословенный сказал, монахи, тот, кто обладает четырьмя качествами, оказывается в аду, как если бы его туда затянули силой. Какими четырьмя? Один, телесным неблагием поведением. Два, словесным неблагием поведением. Три, умственным неблагием поведением. Четыре, и неправильными воззрениями. Тот, кто обладает этими четырьмя качествами, оказывается в аду, как если бы его туда затянули силой. Монахи, тот, кто обладает четырьмя качествами, оказывается в небесном мире, как если бы его туда затянули силой. Какими четырьмя? Телесным, словесным, умственным благием поведением и правильными воззрениями. Тот, кто обладает этими четырьмя качествами, оказывается в небесном мире, как если бы его туда затянули силой. Сутты АН 4.213-220 Сутты аналогичны АН 4.212, но меняются пункты. Телесным неблагим поведением, словесным неблагим поведением, умственным неблагим поведением и неблагодарностью или непризнательностью. Телесным благим поведением, словесным благим поведением, умственным благим поведением и благодарностью или признательностью. АН 4.213, окатанье это сутта, неблагодарность. Уничтожает жизнь, берет то, что не было дано, пускается в неблагое сексуальное поведение, лжет. Воздерживается от уничтожения жизни, воздерживается от взятия того, что не было дано, воздерживается от неблагого сексуального поведения, воздерживается от лжи. АН 4.214, Панатипати сутта, уничтожение жизни. Имеет неправильное воззрение, неправильное устремление, неправильную речь, неправильные действия. Имеет правильное воззрение, правильное устремление, правильную речь, правильные действия. АН 4.215, Падхама Магга сутта, путь один. Имеет неправильное средство к жизни, неправильное усилие, неправильную сознанность, неправильное сосредоточение. Имеет правильное средство к жизни, правильные усилия, правильную сознанность, правильное сосредоточение. АН 4.216, Дутия Мага Сутта, Путь 2. Говорит об увиденном как о том, чего он не видел, говорит об услышанном как о том, чего он не слышал, говорит о почувствованном как о том, чего он не чувствовал, говорит о познанном как о том, чего он не познавал. Говорит о том, чего он не видел, как о том, чего он не видел. Говорит о том, чего он не слышал. как о том, чего он не слышал. Говорит о том, чего он не чувствовал, как о том, чего он не чувствовал. Говорит о том, чего он не познавал, как о том, чего он не познавал. АН 4.217, Патхама Вахара Патха Сутта, Течение выражения 1. Говорит о том, чего он не видел, как об увиденном. Говорит о том, чего он не слышал, как об услышанном. Говорит о том, чего он не чувствовал, как о почувствованном. Говорит о том, чего он не познавал, как о познанном. Говорит об увиденном как об увиденном, говорит об услышанном как об услышанном, говорит о почувствованном как о почувствованном, говорит о познанном как о познанном. АН 4.218, Дутиева Харападха Сутта, Течение выражений 2. Лишен веры, безнравственный, бесстыдный, не боится совершить проступок. Наделен верой, нравственный, имея чувство стыда, боится совершить проступок. АН 4.219, Ахирика Сутта, бесстыдный, ленивый, немудрый. Усердный, мудрый. АН 4.220, Дусила сутта, не мудрый. Дучирита сутта, неблагое поведение. АН 4.221. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре вида словесного неблагого поведения. Какие четыре? Один, лживая речь, два, сеющая распри речь, три, грубая речь, четыре, пустословий. Таковы четыре вида словесного неблагого поведения. Монахи, есть эти четыре вида словесного благого поведения. Какие четыре? Правдивая речь, речь, не сеющая распри, мягкая речь, благоразумная речь. Таковы четыре вида словесного благого поведения. Дитхи сутта «Воззрение» А.Н. 4.222 Благословенный сказал, «Монахи, обладая четырьмя качествами, глупый, несведущий, плохой человек содержит себя в изувеченном и скалеченном состоянии. Он достоин порицания и критики со стороны мудрых. И он порождает множество неблагих заслуг. Какими четырьмя? 1. Телесным неблагим поведением, 2. Словесным неблагим поведением, 3. Умственным неблагим поведением, 4. И неправильными воззрениями. Обладая этими четырьмя качествами, порождает множество неблагих заслуг. Монахи, обладая другими четырьмя качествами, мудрый, сведущий, хороший человек содержит себя в неизувеченном и неискалеченном состоянии. Он безукоризненно и не критикуется мудрыми. И он порождает множество благих заслуг. Какими четырьмя? телесным, словесным, умственным благим поведением и правильными воззрениями. Обладая этими четырьмя качествами, порождает множество благих заслуг. Сутты АН 4 223-230 Сутты аналогичны АН 4 213-220, но выстроены по шаблону предыдущей сутты АН 4 222. Кави сутта, поэты. АН 4 231. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре вида поэтов. Какие четыре? 1. Продумывающий поэт, 2. Повествовательный поэт, 3. Нравоучительный поэт, 4. Вдохновенный поэт. Таковы четыре вида поэтов. 1. 1. Комментарий поясняет, что первый поэт создает стих после продумав АН-Я, второй, на основании услышанного, третий, на основании некоего послания, четвертый на основании собственного вдохновения придумывает стихи спонтанно, как старец Вангиса, смотри. СН 8, которая посвящена Вангисе. Сэнгхитта сутта, кратко. АН 4 232. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре вида камы, провозглашенные мной после того, как я реализовал их самостоятельно прямым знанием. Какие четыре? 1. Есть темная кама с темным результатом. 2. Есть яркая кама с ярким результатом. 3. Есть темная и яркая кама с темным и ярким результатом. 4. Есть нетемная, неяркая кама, с нетемным и неярким результатом, ведущая к уничтожению камы. Таковы четыре вида камы, провозглашенные мной после того, как я реализовал их самостоятельно прямым знанием. Виттхара сутта, подробно. АН 4 233. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре вида камы, провозглашенные мной после того, как я реализовал их самостоятельно прямым знанием. Какие четыре? Есть темная кама с темным результатом. Есть яркая кама с ярким результатом. Есть темная и яркая кама с темным и ярким результатом. Есть нетемная, неяркая кама с нетемным и неярким результатом, ведущая к уничтожению камы. Один, и что такое, монахи, темная кама с темным результатом? Вот некий человек задействует болезненный телесный волевой формирователь, болезненный словесный волевой формирователь, болезненный умственный волевой формирователь. Один. Вследствие этого он перерождается в болезненном мире. Когда он перерождается в таком мире, его касаются болезненные контакты. Когда его касаются болезненные контакты, он испытывает болезненные чувства, всецело болезненные, как в случае с существами ада. Это называется темной камой с темным результатом. 2. И что такое яркая кама с ярким результатом? Вот некий человек задействует неболезненный телесный, словесный, умственно-волевой формирователь. Вследствие этого он перерождается в неболезненном мире. Когда он перерождается в таком мире, его касаются неболезненные контакты. Когда его касаются неболезненные контакты, он испытывает неболезненные чувства, всецело приятные, как в случае с девами сверкающего великолепия. 2. Это называется яркой камой с ярким результатом. 3. И что такое темная и яркая кама с темным и ярким результатом? Вот некий человек задействует и болезненный, и неболезненный телесный, словесный, умственно-волевой формирователь. Вследствие этого он перерождается в мире, который и болезненный и неболезненный. Когда он перерождается в таком мире, его касаются и болезненные и неболезненные контакты. Когда его касаются и болезненные и неболезненные контакты, он испытывает чувства, которые болезненные и неболезненные, смешанные удовольствия и боль, как в случае с человеческими существами, некоторыми дэвами, а также некоторыми существами в нижних мирах. Это называется темной и яркой камой с темным и ярким результатом. 4. И что такое нетемная, неяркая кама, с нетемным и неярким результатом, ведущая к уничтожению камы? 5. Намерение отбросить каму, которая темная, с темным результатом, намерение отбросить каму, которая яркая, с ярким результатом, намерение отбросить каму, которая темная и яркая, с темным и ярким результатом, вот что называется нетемной, неяркой камой с нетемным и неярким результатом, ведущей к уничтожению камы. 3. Таковы, монахи, четыре вида камы, провозглашенные мной после того, как я реализовал их самостоятельно прямым знанием. 1. Болезненный телесный волевой формирователь, Сабипадджханка и Сангхаран, можно понимать как намерения, ответственные за эти три течения неблагой телесной каммы. Аналогично со словесными умственными формирователями. 2. Девы высшего мира форм, соответствующего третьей джхане. 3. По заметке комментария, это камма, создаваемая практикой благородного восьмеричного пути, который выводит за пределы сансары. Смотри также АН 4.237, где подтверждается эта идея. Санакайна сутта, Санакайна. АН 4.234. Сутта идентична предыдущей АН 4.233, но здесь иное вступление и Будда обращается к некоему Брахману. И тогда Брахман Сикха Макгалана подошел к Благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом. И затем, сидя рядом, он сказал Благословенному, «В прежние дни, мастер Гатама, давным-давно, ученик Брахмана Санакайны подошел ко мне и сказал, «Отшельник Гатама предписывает прекращение всякой каммы, он проповедует аннигиляцию мира. Этот мир, почтенный, имея камму своей сущностью, продолжается посредством осуществления каммы. Брахман, я не припоминаю даже того, чтобы видел когда-либо ученика Брахмана Санакайны. Так как же тогда могла бы произойти эта беседа? Брахман, есть четыре вида каммы, провозглашенные мной после того, как я реализовал их самостоятельно прямым знанием. Какие четыре? Подхама Сикхапада сутта, правила тренировки 1. АН 4-235. Сутта идентична АН 4-233, но здесь по-другому объяснены пункты 1 и 2. 1. И что такое темная камма с темным результатом? Вот некий человек уничтожает жизнь, берет то, что не дано, пускается в неблагое сексуальное поведение, лжет, употребляет спиртное, вино, одурманивающие вещества, что являются основой для беспечности. Это называется темной каммой с темным результатом. 2. И что такое яркая камма с ярким результатом? Вот некий человек воздерживается от уничтожения жизни, употребления спиртного. Это называется яркой каммой с ярким результатом. Дутия Сикхапада сутта, Правила тренировки 2. АН 4-236. Сутта идентична АН 4-233, но здесь по-другому объяснены пункты 1 и 2. 1. И что такое темная камма с темным результатом? Вот некий человек забирает жизнь своего отца, забирает жизнь своей матери, забирает жизнь Араханта, с умом, полным ненависти, проливает кровь с Тадхагаты, и создает раскол в Сангхе. Это называется темной каммой с темным результатом. 2. И что такое яркая камма с ярким результатом? Вот некий человек воздерживается от уничтожения жизни, воздерживается от взятия того, что не дано, воздерживается от неблагого сексуального поведения, воздерживается от лжи, воздерживается от сеющей расприречи, воздерживается от грубой речи, воздерживается от пустой болтовни, не имеет влечений, доброжелательный, придерживается правильных воззрений. Это называется яркой каммой с ярким результатом. Аримага сутта «Благородный путь» АН 4.237 Сутта идентична АН 4.233, но здесь по-другому объясненный пункт 4.4, и что такое нетемная, неяркая камма, с нетемным и неярким результатом, ведущая к уничтожению каммы? Правильное воззрение, правильное устремление, правильная речь, правильное действие, правильное средство к жизни, правильные усилия, правильная осознанность, правильное сосредоточение, вот что называется нетемной, неяркой каммой с нетемным и неярким результатом, ведущей к уничтожению каммы. Батчханга сутта «Факторы просветления» АН 4.238 Сутта идентична АН 4.233, но здесь по-другому объяснен пункт 4.4, и что такое нетемная, неяркая камма, с нетемным и неярким результатом, ведущая к уничтожению каммы? Осознанность как фактор просветления, исследование феноменов как фактор просветления, усердие как фактор просветления, восторг как фактор просветления, безмятежность как фактор просветления, сосредоточение как фактор просветления, невозмутимость как фактор просветления, вот что называется нетемной, неяркой каммой с нетемным и неярким результатом, ведущей к уничтожению каммы. Сутты АН 4-239-240. Сутты идентичны АН 4-212, но здесь перечисляются другие пункты. Телесным действием, что заслуживает порицания, словесным действием, что заслуживает порицания, умственным действием, что заслуживает порицания, воззрением, что заслуживает порицания. Телесным действием, что не заслуживает порицания, словесным действием, что не заслуживает порицания, умственным действием, что не заслуживает порицания, воззрением, что не заслуживает порицания. АН 4.239, Саваджи Сутта, достойное порицание. Телесным действием, что причиняет боль, словесным действием, что причиняет боль, умственным действием, что причиняет боль, воззрением, что причиняет боль. Телесным действием, что не причиняет боли, словесным действием, что не причиняет боли, умственным действием, что не причиняет боли, воззрением, что не причиняет боли. АН 4.240, Абибадджха сутта, не причиняет боли. Сама на сутта, отшельники. АН 4.241. Благословенный сказал, монахи, только здесь в этом учении есть отшельник, второй отшельник, третий отшельник, и четвертый отшельник. Другие учения пустые от отшельников. Один, и каков, монахи, первый отшельник? Вот, с полным уничтожением трех нижних оков монах является вступившим в поток, непреклонным в своей участи, никогда более не способным родиться в низших мирах, устремленным к просветлению. Таков первый отшельник. Два, и каков второй отшельник? Вот, с полным уничтожением трех нижних оков, а также с ослаблением жажды, злобы, и заблуждения, монах является однажды возвращающимся, тем, кто, вернувшись назад в этот мир лишь еще один раз, положит конец страданиям. Таков второй отшельник. Три, и каков третий отшельник? Вот, с полным уничтожением пяти нижних оков монах является тем, кто родится спонтанно в мире чистых обителей и обретет там окончательную небану, никогда более не возвращаясь обратно из того мира в этот. Таков третий отшельник. Четыре, и каков четвертый отшельник? Вот, за счет уничтожения пятен умственных загрязнений в этой самой жизни монах входит и пребывает в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, знай и проявляйте состояние для себя самостоятельно посредством прямого знания. Таков четвертый отшельник. Монахи, только здесь в этом учении есть отшельник, второй отшельник, третий отшельник, и четвертый отшельник. Другие учения пусты от отшельников. Вот каким образом вам следует правильно рычать своим львиным рыком? Саппури Санисенса сутта, благо хорошего человека. АН 4.242. Благословенный сказал, монахи, полагаясь на хорошего человека, другому человеку можно ожидать для себя четырех благ. Каких четырех? Один, человек возрастает в благородном нравственном поведении. Два, человек возрастает в благородном сосредоточении. Три, человек возрастает в благородной мудрости. Четыре, человек возрастает в благородном освобождении. Полагаясь на хорошего человека, другому человеку можно ожидать этих четырех благ. Сангхабхеда Касутта, Раскол в Сангхе. АН 4.243. Однажды благословенный пребывал в Касамбю в парке Кхаситы. И тогда достопочтенный Ананда подошел к благословенному, поклонился ему и сел рядом. Затем благословенный сказал ему, этот дисциплинарный случай уже разрешился, Ананда? Как можно разрешить этот дисциплинарный случай, учитель? Бахия, ученик достопочтенного Анурутхи, все еще всецело настроен на создание и расколов Сангхи, но достопочтенный Анурутхи даже не думает о том, чтобы хоть слово молвить. Но, Ананда, разве случалось ли когда, чтобы достопочтенный Анурутхи сам беспокоился об разрешении дисциплинарных случаев в Сангхи? Разве нет и, а также Сарипутта и Макгаллана, разрешают любые возникающие дисциплинарные случаи? Ведь эти четыре преимущества, Ананда, порочный монах радуется расколу в Сангхи. Какие четыре? Один, вот порочный монах безнравственен, обладает плохим характером, он нечист и сомнителен в своем поведении, скрытничает в своих поступках, не является отшельником, хотя заявляет о себе как о таковом, не ведет целомудренную жизнь, хотя заявляет о себе как о таковом, внутренне прогнивший, испорченный, развращенный. Мысль приходит к нему, если монахи узнают, что я безнравственный, развращенный, и при этом они объединены, то они изгонят меня, но если они разделены на группы, они не изгонят меня. Видя это первое преимущество, порочный монах радуется расколу в Сангхи. Далее, порочный монах придерживается неправильного воззрения. Он принимает крайние воззрения. Мысль приходит к нему, если монахи узнают, что я придерживаюсь неправильного воззрения, что я принимаю крайние воззрения, и при этом они объединены, то они изгонят меня, но если они разделены на группы, они не изгонят меня. Видя это второе преимущество, порочный монах радуется расколу в Сангхи. Далее, порочный монах имеет неправильное средство к жизни. Он живет за счет неправильных средств к жизни. Мысль приходит к нему, если монахи узнают, что я имею неправильное средство к жизни, что живу за счет неправильных средств к жизни, и при этом они объединены, то они изгонят меня, но если они разделены на группы, они не изгонят меня». Видя это третье преимущество, порочный монах радуется расколу в Сангхе. 4. Далее, порочный монах жаждет обретений, славы, восхищений. Мысль приходит к нему, если монахи узнают, что я жажду обретений, славы, восхищений, и при этом они объединены, то они изгонят меня, но если они разделены на группы, они не изгонят меня. Видя это четвертое преимущество, порочный монах радуется расколу в Сангхе. Ведь эти четыре преимущества, Ананда, порочный монах радуется расколу в Сангхе. Апаттибховая сутта, опасности нарушений. АН 4 244. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре опасности нарушений правил Винаи. Какие четыре? Один, представьте, монахи, как если бы арестовали вора, преступника, и привели бы его к цирю, сказав, Ваше Величество, это вор, преступник. Пусть Ваше Величество наложит на него наказание. Царь бы сказал, идите, почтенные, и прочно свяжите за спиной рук этого человека крепкой веревкой, побрейте ему голову, ведите от улицы к улице, от площади к площади под барабанную дробь. Затем выведите его через южные ворота и отрубите ему голову к югу от города. Люди-царя сделали бы так, как им приказано, и отрубили бы ему голову к югу от города. Стоящий в стороне человек подумал бы, воистину, это человек, должно быть, совершил злодеяние, предосудительное, наказуемое обезглавливанием. Если люди-царя связали у него за спиной руки, отрубили голову к югу от города. В самом деле, мне никогда не следует совершать такого злодеяния, предосудительного, наказуемого обезглавливанием. Точно так же, когда монах или монахиня утвердили в себе острое восприятие опасности в отношении нарушений параджики, то можно ожидать того, что тот, кто прежде никогда не совершал нарушений параджики, не совершит этого, а тот, кто совершил такое нарушение, будет стараться исправить его в соответствии с Дхаммой. Один. Два. Представьте, монахи, как если бы человек завернулся в черную ткань, распустил свои волосы, водрузил бы на плечо дубину и сказал большой толпе людей, многоуважаемые, я совершил злодеяние, предосудительное, наказуемое побитием дубиной. Что мне сделать, чтобы вы были довольны мной? Стоящий в стороне человек подумал бы, воистину, это человек, должно быть, совершил злодеяние, предосудительное, наказуемое побитием дубиной, раз он завернулся в черную ткань, распустил свои волосы, водрузил на плечо дубину и сказал большой толпе людей, многоуважаемые, я совершил злодеяние, предосудительное, наказуемое побитием дубиной. Что мне сделать, чтобы вы были довольны мной? В самом деле, мне никогда не следует совершать такого злодеяния, предосудительного, наказуемого побитием дубинами. Точно так же, когда монах или монахини утвердили в себе острое восприятие опасности в отношении нарушений Сангхадисисы, то можно ожидать того, что тот, кто прежде никогда не совершал нарушений Сангхадисисы, не совершит этого, а тот, кто совершил такое нарушение, будет стараться исправить его в соответствии с Дхаммой. 2. 3. Представьте, монахи, как если бы человек завернулся в черную ткань, распустил свои волосы, водрузил бы на плечо мешок золой и сказал большой толпе людей, многоуважаемые, я совершил злодеяние, предосудительное, наказуемое мешком золой. Что мне сделать, чтобы вы были довольны мной? Стоящий в стороне человек подумал бы, воистину, этот человек, должно быть, совершил злодеяние, предосудительное, наказуемое мешком золой, раз он завернулся в черную ткань, распустил свои волосы, водрузил на плечо мешок золой и сказал большой толпе людей, многоуважаемые, я совершил злодеяние, предосудительное, наказуемое мешком золой. Что мне сделать, чтобы вы были довольны мной? В самом деле, мне никогда не следует совершать такого злодеяния, предосудительного, наказуемого мешком золой. Точно так же, когда монах или монахиня утвердили в себе острое восприятие опасности в отношении нарушений почетия, то можно ожидать того, что тот, кто прежде никогда не совершал нарушений почетия, не совершит этого, а тот, кто совершил такое нарушение, будет стараться исправить его в соответствии с Дхаммой. 3. 4. Представьте, монахи, как если бы человек завернулся в черную ткань, распустил свои волосы и сказал большой толпе людей, «Многоуважаемые, я совершил злодеяние, предосудительное, достойное порицание. Что мне сделать, чтобы вы были довольны мной?» Стоящий в стороне человек подумал бы, «Воистину, этот человек, должно быть, совершил злодеяние, предосудительное, достойное порицание, раз он завернулся в черную ткань, распустил свои волосы сказал большой толпе людей, многоуважаемые, я совершил злодеяние, предосудительное, достойное порицание. Что мне сделать, чтобы вы были довольны мной? В самом деле, мне никогда не следует совершать такого злодеяния, предосудительного, достойного порицания. Точно так же, когда монах или монахиня утвердили в себе острое восприятие опасности в отношении нарушений патидесани, то можно ожидать того, что тот, кто прежде никогда не совершал нарушений патидесани, не совершит этого, а тот, кто совершил такое нарушение, будет стараться исправить его в соответствии с Дхаммой. 4. Таковы, монахи, четыре опасности нарушений. 1. Четыре параджики, самые важные монашеские обеты. Их нарушение означает автоматическое исключение из монашества до конца жизни. Сюда входит, совершение полового акта, вороство, до той степени, что это наказывается законом, убийство человека, намеренные ложные заявления о достижении сверхчеловеческих состояний и способностей. Единственный способ исправить это нарушение в соответствии с Дхаммой, это сознаться в содеянном и уйти из монашества. 2. Сангхадисиса, второй по значимости класс монашеских правил. Сюда включено намеренное семь извержений, прикосновение к женщине с похотливым умом, похотливый разговор с женщинами, ложное обвинение нравственного монаха в нарушении импараджики и т.д. Исправление и нарушение данного класса проступков требует созыва Сангхи. 3. Почетия, это класс нарушений, которые можно исправить, если сознаться в этом проступке любому монаху. 4. Патидисания, небольшая группа правил, нарушений которых исправляется признанием. Сибханисанса сутта, тренировка. АН 4.245. Благословенный сказал, монахи, эта святая жизнь ведется с тренировкой в качестве ее блага, с мудростью в качестве ее надзирателя, с освобождением в качестве ее сердцевины, с осознанностью в качестве ее управителя. 1.1. И каким образом, монахи, тренировка является ее благом? Тренировка относится к подобающему поведению, которое было предписано мной и моим ученикам, так чтобы те, у кого нет доверия, обрели бы доверие, а те, у кого есть доверие, возросли бы в своем доверии. Человек берется за исполнение этой тренировки, относящийся к подобающему поведению, именно так, как я предписал это своим ученикам, поддерживая ее цельной, безупречной, не имеющей изъянов, не запятнанной, так чтобы те, у кого нет доверия, обрели бы доверие, а те, у кого есть доверие, возросли бы в своем доверии. Предприняв их, он тренируется в правилах тренировки. Далее, правила тренировки, которые являются основополагающими для святой жизни, 2. Были предписаны мной и моим ученикам ради полного уничтожения страданий. Человек берется за исполнение этой основополагающей для святой жизни тренировки именно так, как я предписал это своим ученикам ради полного уничтожения страданий, поддерживая ее цельной, безупречной, не имеющей изъянов, не запятненной. Предприняв их, он тренируется в правилах тренировки. Вот каким образом тренировка является ее благом. 2. И каким образом мудрость является ее надзирателем? Учения были даны мной моим ученикам ради полного уничтожения страданий. Нужно тщательно исследовать эти учения мудростью именно так, как я научил этому моих учеников ради полного уничтожения страданий. Вот каким образом мудрость является ее надзирателем. 3. И каким образом освобождение является ее сердцевиной? Учения были даны мной моим ученикам ради полного уничтожения страданий. Посредством освобождения человек переживает эти учения именно так, как я научил этому моих учеников ради полного уничтожения страданий. Вот каким образом освобождение является ее сердцевиной. 4. И каким образом осознанность является ее управителем? Осознанность должна быть внутренне хорошо утверждена так, именно таким образом я исполню тренировку, относящуюся к благому поведению, которое я еще не осуществил, или же различными отношениями посодействую мудростью тренировки, относящиеся к благому поведению, которую я осуществил. А также осознанность должна быть внутренне хорошо утверждена так, именно таким образом я исполню основополагающую для святой жизни тренировку, которую я еще не осуществил, или же различными отношениями посодействую мудростью основополагающей для святой жизни тренировки, которую я осуществил. А также осознанность должна быть внутренне хорошо утверждена так, именно таким образом я тщательно исследую мудрость и учение, который я еще не исследовал тщательной мудростью, или же различными отношениями по содействию мудрости учениям, которые я уже тщательно исследовал. А также осознанность должна быть внутренне хорошо утверждена так, именно таким образом я буду переживать посредством освобождения Дхамму, которую я еще не переживал, или же различными отношениями по содействию мудростью Дхамме, которую я уже переживал. Вот каким образом осознанность является ее управителем. Когда так было сказано, монахи, эта святая жизнь ведется с тренировкой в качестве ее блага, с мудростью в качестве ее надзирателя, с освобождением в качестве ее сердцевины, с осознанностью в качестве ее управителя, то вот почему так было сказано. Один, смотри. АН 8.83, где приводится список этих метафор. Два, комментарий поясняет, что речь идет о четырех параджиках, хотя, по мнению достопочтенного Бодхи, сюда должны входить и другие монашеские правила. Селья сутта, лежа. АН 4.246 Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре позы лежа. Какие четыре? Поза трупа, поза сластолюбца, поза льва, поза птатхагаты. Один, и что такое поза трупа? Трупы обычно лежат на спине, распластавшись по земле. Это называется позой трупа. Два, и что такое поза сластолюбца? Сластолюбец обычно ложится на левый бок. Это называется позой сластолюбца. Три, и что такое поза льва? Лев, царь зверей, ложится на правый бок, положив одну ногу на другую, зажав хвост между бедер. Когда он просыпается, он поднимает свою переднюю половину и затем оглядывается на заднюю половину. Если лев видит какую-либо беспорядочность или растяжение в своем теле, он недоволен. Если он не видит какой-либо беспорядочность или растяжение в своем теле, он доволен. Это называется поза льва. Четыре, и что такое поза татхагаты? Вот, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний ума, татхагата входит и пребывает в первой джхане. Один. С оставлением удовольствия и боли, равно как и с предыдущим угасанием радости и недовольства, он входит и пребывает в четвертой джхане, которая неприятно неболезненно, характерна чистейшей осознанностью из-за невозмутимости. Это называется позой татхагаты. Таковы четыре позы. Один. Формула первой четвертой джхан раскрывается как в АН 9.32. Тхупараха сутта, достойны ступы. АН 4.247. Благословенный сказал, монахи, эти четверо достойны ступы. Какие четверо? Один. Татхагата, арахант, полностью просветленный. Два. Пачака Будда. Три. Ученик Татхагаты. Четыре. Царь мира держится. Эти четверо достойны ступы. Паннивудтхи сутта, возрастание мудрости. АН 4.248. Благословенный сказал, монахи, эти четыре вещи ведут к возрастанию мудрости. Какие четыре? Один. Общение с хорошими людьми. Два. Слушание благой дхаммы. Три. Мудро направленное внимание. Четыре. Практика в соответствии с дхаммой. Эти четыре вещи ведут к росту мудрости. Один. Один. Согласно СН 55.55, Эти четыре вещи ведут к достижению плода вступления в поток. Бхукара сутта, полезны. АН 4.249. Благословенный сказал, монахи, эти четыре вещи полезны человеческому существу. Какие четыре? Один. Общение с хорошими людьми. Два. Слушание благой дхаммы. Три. Мудро направленное внимание. Четыре. Практика в соответствии с дхаммой. Эти четыре вещи полезны человеческому существу. Патхама Вахара сутта, заявление 1. АН 4.250. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре низменных заявления. Какие четыре? Это когда человек, один, говорит об увиденном как о том, чего он не видел, два, говорит об услышанном как о том, чего он не слышал, три, говорит о почувствованном как о том, чего он не чувствовал, четыре, говорит о познанном как о том, чего он не познавал. Таковы четыре низменных заявления. Дутия Вахара Сутта, Заявление 2. АН 4.251. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре благородных заявления. Какие четыре? Это когда человек, один, говорит о том, чего он не видел, как о том, чего он не видел, два, говорит о том, чего он не слышал, как о том, чего он не слышал, три, говорит о том, чего он не чувствовал, как о том, чего он не чувствовал, 4, говорит о том, чего он не познавал, как о том, чего он не познавал. Таковы четыре благородных заявления. Татья Вахара Сутта, заявление 3. АН 4.252. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре низменных заявления. Какие четыре? Это когда человек, 1, говорит о том, чего он не видел, как об увиденном, 2, говорит о том, чего не слышал, как об услышанном, 3, говорит о том, чего он не чувствовал, как о почувствованном, 4, говорит о том, чего он не познавал, как о познанном. Таковы четыре низменных заявления. Читут Тхавахара Сутта, заявление 4. АН 4.253. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре благородных заявления. Какие четыре? Это когда человек, 1, говорит об увиденном, как об увиденном, 2, говорит об услышанном, как об услышанном, 3, говорит о почувствованном, как о почувствованном, 4, говорит о познанном, как о познанном. Таковы четыре благородных заявления. АПХИНЬЯ СУТТА, Прямое знание. АН 4.254. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре вещи. Какие четыре? Есть вещи, которые следует полностью понять прямым знанием. Есть вещи, которые следует отбросить прямым знанием. Есть вещи, которые следует развить прямым знанием. Есть вещи, которые следует реализовать прямым знанием. 1. И какие, монахи, вещи следует полностью понять прямым знанием? Пять совокупностей, подверженных цеплянью. Эти называются вещами, которые следует полностью понять прямым знанием. 2. И какие вещи следует отбросить прямым знанием? Невежество и жажда к существованию. Эти называются вещами, которые следует отбросить прямым знанием. Три, и какие вещи следует развить прямым знанием? Успокоение и прозрение. Эти называются вещами, которые следует развить прямым знанием. Четыре, и какие вещи следует реализовать прямым знанием? Истинные знания и освобождение. Эти называются вещами, которые следует реализовать прямым знанием. Таковы, монахи, четыре вещи. Париеса на сутта, поиски. АН 4.255. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре низменных поиска. Какие четыре? Один, вот некий человек, который сам подвержен старости, ищет только то, что подвержено старости. Два, тот, кто сам подвержен болезни, ищет только то, что подвержено болезни. Три, тот, кто сам подвержен смерти, ищет только то, что подвержено смерти. 4. Тот, кто сам подвержен загрязнением, ищет только то, что подвержено загрязнением. Таковы четыре низменных поиска. Монахи, есть эти четыре благородных поиска. Какие четыре? Вот некий человек, который сам подвержен старости, поняв опасность в том, что подвержена старости, ищет нестареющий, непревзойденную защиту от подневольности, небану. Тот, кто сам подвержен болезни, поняв опасность в том, что подвержена болезни, ищет не имеющие болезни, непревзойденную защиту от подневольности, небану. Тот, кто сам подвержен смерти, поняв опасность в том, что подвержена смерти, ищет бессмертную, непревзойденную защиту от подневольности, небану. Тот, кто сам подвержен загрязнением, поняв опасность в том, что подвержена загрязнением, ищет незагрязненные, непревзойденную защиту от подневольности, небану. Таковы четыре благородных поиска. Сангахаватфу сутта, поддержание. АН 4.256. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре средства поддержания благоприятных отношений. Какие четыре? Один, дарение. Два, приятная речь. Три, благодетельное поведение. Четыре, равностность. Таковы четыре средства поддержания благоприятных отношений. Малунгьяпутта сутта, Малунгьяпутта. АН 4.257. И тогда достопочтенный Малунгьяпутта отправился к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, учитель, было бы хорошо, если бы благословенный вкратце научил бы меня Дхаме так, чтобы я пребывал бы один, в уединении, будучи бдительным, старательным, решительным. И что же, Малунгьяпутта, в таком случае мы скажем молодым монахам, когда такой старик как ты, немощный, отягощенный годами, просит Дхагату о кратком наставлении? Учитель, пусть благословенный научит меня Дхаме вкратце. Пусть счастливый научит меня Дхаме вкратце. Быть может, я смогу понять смысл сказанного благословенным. Быть может, я стану преемником утверждения благословенного. Малунгьяпутта, есть эти четыре источника жажды для монаха. Какие четыре? Жажда возникает в монахе из-за, один, одеяний, два, еды, три, жилищ, или из-за, четыре, жизни здесь или где-либо. Один. Таковы четыре источника жажды для монаха. Когда, Малунгьяпутта, монах отбросил жажду, срезал ее под корень, сделал ее подобной обрубкой пальмы, уничтожил так, что она более не сможет возникнуть в будущем, то тогда он зовется монахом, который отрезал жажду, сбросил пут и, полностью пробившись сквозь само мнение, положил конец страданию. И тогда достопочтенный Малунгьяпутта, наставленный благословенным таким образом, поднялся со своего сиденья, поклонился благословенному и, обойдя его с правой стороны, ушел. И затем, пребывая в уединении прилежным, старательным, решительным, достопочтенный Малунгьяпутта, реализовав это для себя посредством прямого знания, здесь и сейчас вошел и пребывал в высочайшей цели святой жизни, ради которой представители клана праведно оставляют жизнь домохозяина и ведут жизнь бездомную. Он напрямую познал, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Так достопочтенный Малунгьяпутта стал одним из арахантов. 2. 1. Комментарий поясняет, что речь идет об этой жизни или будущей жизни. 2. Не безинтересно сравнить эту сутту с СН 3595, в которой описывается подобный случай, но несколько иначе. Куласутта, Семьи. АН 4 258. Благословенный сказал, монахи, любые семьи, которые не длятся долго после обретения обилия богатства, не длятся долго по четырем причинам или какой-то одной из них. Каким четырем? 1. Они не ищут утерянной. 2. Они не чинят старой. 3. Они чрезмерны в идее питья. 4. Они назначают своей головой безнравственного мужчину или женщину. Любые семьи, которые не длятся долго после обретения обилия богатства, не длятся долго по этим четырем причинам или какой-то одной из них. 1. Монахи, любые семьи, которые длятся долго после обретения обилия богатства, длятся долго по четырем причинам или какой-то одной из них. Каким четырем? Они ищут утерянной. Они чинят старой. Они умеренны в идее питья. Они назначают своей головой нравственного мужчину или женщину. Любые семьи, которые длятся долго после обретения обилия богатства, длятся долго по этим четырем причинам или какой-то одной из них. Один, смотри. СН 42.9, где перечисляются дополнительные причины разрушения семей. Патхама Аджанио Сутта, Чистокровный скакун 1. АН 4.259. Благословенный сказал, монахи, обладая четырьмя факторами, царский превосходный чистокровный скакун достоин царя, является принадлежностью царя, считается одним из факторов царствования. Какими четырьмя? Один, красотой, два, силой, три, скоростью, четыре, правильными пропорциями. Обладая этими четырьмя факторами, царский превосходный чистокровный скакун достоин царя, является принадлежностью царя, считается одним из факторов царствования. Точно так же, обладая четырьмя качествами, монах достоин даров, достоин гостеприимства, достоин подношений, достоин почтительного приветствия, непревзойденное поле заслуг для мира. Какими четырьмя? Красотой, силой, скоростью, правильными пропорциями. Обладая этими четырьмя качествами, монах достоин даров, достоин гостеприимства, достоин подношений, достоин почтительного приветствия, непревзойденное поле заслуг для мира. Один, и каким образом монах обладает красотой? Вот монах нравственен. Он пребывает, обуздывая себя потимокхой, обладая хорошим поведением и подобающими средствами, видя опасность в мельчайших проступках. Возложив на себя правила тренировки, он тренируется в них. Вот каким образом монах обладает красотой. Два, и каким образом монах обладает силой. Вот монах зародил усердие к оставлению неблагих качеств и к обретению благих качеств. В этом он силен, упорен в старании, не отложил свои обязанности развивать благие качества. Вот каким образом монах обладает силой. Три, и каким образом монах обладает скоростью. Вот монах понимает в соответствии с действительностью, это страдание. Это источник страдания. Это прекращение страдания. Это путь, ведущий к прекращению страдания. Вот каким образом монах обладает скоростью. Четыре, и каким образом монах обладает правильными пропорциями. Вот монах тот, кто обретает одеяние, иду с подаянией, жилища, лекарства и средства обеспечения для больных. Вот каким образом монах обладает правильными пропорциями. Обладая этими четырьмя качествами, монах достоин даров, достоин гостеприимства, достоин подношений, достоин почтительного приветствия, непревзойденное поле заслуг для мира. Дутио Аджанио сутта, чистокровный скакун 2. АН 4.260. Сутта идентична предыдущей АН 4.259 за исключением третьего пункта, три, вот, за счет уничтожения, а также уничтожения пятен умственных загрязнений, прямо здесь и сейчас в этой самой жизни монах входит и пребывает в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. Вот каким образом этот монах обладает скоростью. Бала сутта, силы. АН 4.261. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре силы. Какие четыре? 1. Сила усердия, 2. Сила осознанности, 3. 3. Сила сосредоточения, 4. Сила мудрости. Есть эти четыре силы. Аранья сутта, лес. АН 4.262. Благословенный сказал, монахи, обладая четырьмя качествами, монах негоден для того, чтобы затворяться в уединенных обиталищах в лесах и рощах. Какими четырьмя? Он обдумывает. 1. Чувственные мысли. 2. Недоброжелательные мысли. 3. Мысли о причинении вреда. 4. Он немудрый, глупый, тупой. Обладая этими четырьмя качествами, монах негоден для того, чтобы затворяться в уединенных обиталищах в лесах и рощах. Обладая другими четырьмя качествами, монах годен для того, чтобы затворяться в уединенных обиталищах в лесах и рощах. Какими четырьмя? Он обдумывает мысли об отречении, доброжелательные мысли, и мысли о непричинении вреда. И он мудрый, не глупый, не тупой. Обладая этими четырьмя качествами, монах годен для того, чтобы затворяться в уединенных обиталищах в лесах и рощах. Камма сутта «Действие» А.Н. 4.263 Благословенный сказал, «Монахи, обладая четырьмя качествами, глупый, несведущий, плохой человек содержит себя в изувеченном и скалеченном состоянии. Он достоин порицания и критики со стороны мудрых. И он порождает множество неблагих заслуг. Какими четырьмя? 1. Телесным поведением, заслуживающим порицания, 2. Словесным поведением, заслуживающим порицания, 3. Умственным поведением, заслуживающим порицания, 4. И воззрениями, заслуживающими порицания. Обладая этими четырьмя качествами, порождает множество неблагих заслуг. Монахи, обладая другими четырьмя качествами, мудрый, сведущий, хороший человек содержит себя в неизувеченном и неискалеченном состоянии. Он безукоризненно и не критикуется мудрыми. И он порождает множество благих заслуг. Какими четырьмя? Безупречным телесным, словесным, умственным поведением и безупречными воззрениями. Обладая этими четырьмя качествами, порождает множество благих заслуг. Панатипати сутта «Уничтожение жизни» А.Н. 4.264 Благословенный сказал, монахи, тот, кто обладает четырьмя качествами, оказывается в аду, как если бы его туда затянули силой. Какими четырьмя? Один, он сам уничтожает жизнь. Два, он поощряет других уничтожать жизнь. Три, он одобряет уничтожение жизни. Четыре, он восхваляет уничтожение жизни. Тот, кто обладает этими четырьмя качествами, оказывается в аду, как если бы его туда затянули силой. Монахи, тот, кто обладает четырьмя качествами, оказывается в небесном мире, как если бы его туда затянули силой. Какими четырьмя? Он сам воздерживается от уничтожения жизни, восхваляет воздержание от уничтожения жизни. Тот, кто обладает этими четырьмя качествами, оказывается в небесном мире, как если бы его туда затянули силой. Сутты АН 4.265-273 Сутты аналогичны предыдущей АН 4.264, но меняется рассматриваемый поступок, берет то, что не было дано, АН 4.265, пускается в неблагое сексуальное поведение АН 4.266, лжет АН 4.267, речью сеет распри АН 4.268, говорит грубо АН 4.269, пустословит АН 4.270, полон влечений АН 4.271, питает недоброжелательность АН 4.272, придерживается неправильных воззрений АН 4.273. Сатипаттхана сутта, основы осознанности АН 4.274 Благословенный сказал, монахи, ради прямого знания жажды следует развивать четыре вещи. Какие четыре? Один, вот монах пребывает в созерцании тела в теле старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Два, он пребывает в созерцании чувств в чувствах. Три, ума в уме. Четыре, феномена в феноменах старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Ради прямого знания жажды следует развивать эти четыре вещи. Самопаттхана сутта, правильные старания. АН 4.275. Благословенный сказал, монахи, ради прямого знания жажды следует развивать четыре вещи. Какие четыре? Один, вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он прилагает усилий, порождает усердий, направляет на это ум, старается. Два, он порождает желание к отбрасыванию возникших плохих, неблагих состояний. Он прилагает усилий, порождает усердий, направляет на это ум, старается. Три, он порождает желание к возникновению невозникших благих состояний. Он прилагает усилий, порождает усердий, направляет на это ум, старается. Четыре, он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, к их неугасанию, увеличению, разрастанию, осуществлению посредством развития. Он прилагает усилий, порождает усердий, направляет на это ум, старается. «Ради прямого знания жажды следует развивать эти четыре вещи». Итхипада сутта, «Основы сверхъестественных сил». АН 4 276. Благословенный сказал, «Монахи, ради прямого знания жажды следует развивать четыре вещи». Какие четыре? Один, вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания и формирователей старания. Два, он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за усердия и формирователей старания. Три, он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за ума и формирователей старания. Четыре, он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за исследования и формирователей старания. Один, ради прямого знания жажды следует развивать эти четыре вещи. Один, эти четыре основы разъясняются в СН-51. Сутты АН 4 277 303. Сутты идентичны АН 4 274 276, но вместо ради прямого знания жажды здесь идут другие фразы, ради полного понимания жажды, ради полного уничтожения жажды, ради оставления жажды, ради уничтожения жажды, ради преудоления жажды, ради угасания жажды, ради прекращения жажды, ради отказа от жажды, ради покидания жажды. Сутты А.Н. 4.304.783 Сутты идентичны А.Н. 4.274.303, но вместо жажды здесь идут иные значения, злобы, заблуждения, злости, враждебности, клеветы, презрения, зависти, скупости, неискренности, лукавства, упрямства, горячности, самомнения, надменностей, опьянения, беспечности. Субтитры создавал DimaTorzok Чавалата Сутта Полено из погребального костра Ангутара Никая 4.95 Монахи. Есть четыре типа личности, существующих в мире. Какие четыре? Тот, кто не заботится ни о собственном благополучии, ни о благополучии другого. Тот, кто заботится о благополучии другого, но не заботится о собственном благополучии. Тот, кто заботится о собственном благополучии, но не заботится о благополучии другого. И тот, кто заботится и о собственном благополучии, и о благополучии другого. Монахи, если взять в пример полено из погребального костра, что обожжено с обоих концов, а в середине измазано нечистотами, которое не пойдет для топлива ни в деревне, ни в лесу, то таков я говорю вам, монахи, и тот, кто не заботится ни о собственном благополучии, ни о благополучии другого. Монахи, есть человек, который заботится о благополучии других, но не заботится о собственном благе. Из этих двух типов последний наилучший. Монахи, есть человек, который заботится о собственном благополучии, но не заботится о благополучии других, Из этих трех типов он наилучший. Монахи есть человек, который заботится и о благополучии других, и о собственном благополучии. Из этих четырех типов он самый выдающийся, ведущий, глава, наилучший и величайший. Монахи. О собственном благополучии и о благополучии другого, выдающийся, ведущий, глава, наилучший и величайший. Монахи. Таковы четыре типа личностей, существующих в мире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!